Премиум программатика Это вот те самые баннеры, перетяжки, растяжки на главных страницах ключевых больших сайтов И здесь основная вещь идет в том, что эффективность рекламы, закупаемой через аукционы, через OpenRTB, она катастрофически низкая И если мы взяли бы и отсчитали назад год, два, три, то вот эти 75% превратились в 15-20% И поскольку бренды, ну вы знаете, все это идет и от Procter & Gamble, когда их президент сказал, что товарищи, наша индустрия не увеличивает в обороте При этом в рекламу мы тратим больше и больше Поэтому будьте добры, товарищи рекламные агентства, размещайте нас более эффективно и отчитывайтесь за каждый потраченный рубль И после этого прошло большое движение, когда компании отошли от той эйфории, когда появился интернет, все так здорово, можно вложить огромную кучу денег и что-то там где-то появится Но потом, когда стали отслеживать обратную связь и стали смотреть, что же в итоге получили, эффективность низкая То, что закупается на открытых аукционах, зачастую вы очень плохо понимаете, представляете, кто это увидел, кто на это кликнул и какую отчетность вы получили, реальную или нереальную Поэтому OpenRTB и его доля в целом в сегменте автоматизированных закупок, она снижается очень сильно При этом в России ситуация обратная, ситуация фактически абсолютно обратная 25% закупается на премиальных площадках и 75% это те самые открытые аукционные площадки RTB Опять-таки, рынок Великобритании и США, они абсолютно похожи здесь И нам надо понимать, что в какое-то ближайшее время российский рынок движется к этой картинке Потому что качество рекламы и те запросы, которые предоставляет, которые требует заказчик, они меняются И вот мы как раз переходим к ключевой теме, основные тренды и то, что является головной болью рекламодателя, заказчика Здесь перечислено 4 из них, основных Наверное, они вам известны Это безопасность бренда, то, как он размещается в интернете Это отсматриваемость, заметность рекламы Я пропал При ее показе Это, естественно, блокировщики рекламы И то, какая реклама не блокируется, какая блокируется В каком виде лучше размещать, чтобы не потерять свои деньги И это безопасность данных Все вы помните позавчерашнюю историю про Facebook Слышно, да, что-то? Про Facebook, который компания Cambridge Analytica вдруг неожиданно объявила Что они собрали персональные данные 50 миллионов пользователей И влияли на них перед выборами в США И компания, ее цена снизила на 40 миллиардов долларов Будет расследование И непонятно, какие меры будут приняты Мы об этом тоже поговорим Так вот, что касается бренд safety Это сохранение имиджа бренда на том уровне, на котором сам бренд себя позиционирует Все прекрасно понимают, что вряд ли Rolls Royce захотел бы размещать стикеры Где-нибудь в торговом центре Mega Вряд ли его имидж позволил бы, чтобы по нему ходили ногами Это то самое позиционирование имиджевое, которое бренды страстно блюдят И ни в коем случае не хотят сходить с этой позиции Яркий, я бы сказал, даже вызывающий И такой пример очень говорящий После которого все об этом стали думать И менять что-то в размещении Причем данный кейс произошел в феврале прошлого года Здесь сам случай и его последствия Причем последствия приняли какие-то извращенные формы Напомню, что это было Это когда некие исламистские организации Экстремистского, естественно, толка Размещали свои видеоролики на YouTube При этом в автоматизированных закупках YouTube размещал рекламу брендов в виде баннеров Вы видите, здесь довольно-таки известные бренды Размещал их во время трансляции этих роликов И получилось не только то, что бренд почувствовал себя несколько неловко Являясь перед глазами тех, кто смотрит данное содержание Так и еще и все средства массовой информации представили это в виде того Что бренды, размещая рекламу во время трансляции этих роликов Фактически спонсируют тех, кто эти ролики разместил И в статье данной говорится, что большие бренды спонсируют терроризм То есть и данный механизм ничем не защищен На сегодняшний день данная проблема не решена Надо сказать четко и однозначно Многие ресурсы, те же самые ВКонтакте, YouTube Организовали отделы, которые сидят и фактически вручную Кликают и отсматривают часы видео Для того, чтобы избежать подобных ситуаций Но 100% решения нет Объявлялся и бойкот YouTube YouTube обещал, что они ни в коем случае никогда не повторят подобное Но на сегодняшний день 100% защиты нет Поэтому каждый бренд должен для себя решать Какая площадка позволяет 100% избежать подобных казусов Какая нет Следующий момент это, естественно, просматриваемость Видимость рекламы на экранах устройств пользователя Проблема тоже большая, потому что хоть здесь и применены стандарты, но они были применены не так давно Буквально в 2014 году И в Соединенных Штатах и Великобритании есть определенные требования К тому, когда реклама считается просмотренной Это определенное время При полной загрузке Когда пользователь видит баннер, видео, анимированное изображение на экране своего устройства Мобильного или десктопа Там примерно он составляет 1-2 секунды При полной загрузке баннера И вот это считается полноценным показом При этом на сегодняшний момент только 56% дисплейной рекламы в интернете считается полностью показанной То есть вы понимаете, что 44% пользователь точно не видел Баннер мог загрузиться, когда он не попал еще на экран пользователя И засчитаться как просмотр И так далее, и так далее То есть это является довольно большой проблемой Именно здесь как раз важный переход на премиум закупки Когда вы размещаетесь там, где вы понимаете, где это будет размещено Как это будет размещено И как будет осуществлена загрузка Кроме этого важны форматы размещения Вы знаете, что, например, есть там раздражающая реклама Реклама агрессивная Это мы поговорим чуть попозже Но та, которую пользователь закрывает сразу же Либо она блокируется И просмотра как такового нет Есть форматы, которые предполагают Такой ненавязчивый подход к информационному сообщению Это и роллапы, когда пользователь сам решает Вытянуть роллап и посмотреть, что же там в рекламном сообщении Или не трогать его Либо формат тот же самый фуллскрин Который с одной стороны занимает всю поверхность вашего экрана С другой стороны вы его легко закрываете Там нет отсчета времени, когда его нельзя закрыть И его просмотр считается засчитанным после загрузки страницы Идет загрузка фуллскрина И, собственно, вы волей-неволей его видите Это полноценный, стопроцентный вариант Когда пользователь видит вашу информацию Здесь показатели, как вы видите, они меняются Обменяются постепенно Опять-таки, вот с 49 в первом полугодии Там 16-й год должен быть, конечно же То есть за фактически полгода С конца первого полугодия 17-го года До конца второго полугодия 17-го года Процент стопроцентной видимости дисплей-невенитаря в интернете Он вырос, причем доля довольно-таки существенная Опять-таки, это обусловлено тем, что люди переходят на другую форму закупок OpenRTB в данном случае не дает такой эффективности Любимая тема последнего времени, в том числе и в России Это блокировщики рекламы, которые люди автоматически включают в браузерах И когда они устанавливают специальные приложения, которые блокируют рекламу В данном случае мы говорим о том, что масштаб проблем завышен несколько Нет никакого катастрофического, лавинообразного блокирования рекламы пользователями В разных странах применяют различные инструменты В частности, можно отметить наиболее активную нашу ассоциацию, которую мы имеем от дела Это IAB UK Но здесь, естественно, мы оцениваем непредвзято Это есть определенные меры, которые принимает компания Это большое количество просветительской работы Когда пользователям доносятся в той или иной форме, что хотите прочитать содержание этого или иного сайта Вы должны понимать, что деньги за это оплачены рекламой Вы должны смотреть То же самое делают и паблишеры Они просто не дают отсматривать контент тем, кто не смотрит рекламу Не посмотрел рекламу, не увидел статью И поэтому, например, ситуация в Великобритании, она более мягкая Порядка 20%, 1,5% реклама блокируется Но понятно, что интернет не бесплатная штука И если ты хочешь пользоваться и смотреть статьи, публикации, различные материалы Ты должен смотреть рекламу, либо за это платить по подписке Два варианта В Соединенных Штатах ситуация немножко другая Но мы все равно говорим, что она стабилизировалась Нет лавинообразного роста блокировок рекламы Кроме этого, ассоциации, которые занимаются интернет-рекламой, интернет-деятельностью Они всячески способствуют тому, чтобы этого не происходило Иначе экономики никакой нет В России данные совершенно разнятся Здесь из разных источников от 5 до 40% блокировщика установлено Но точных данных нет Но опять-таки в России тоже работает Interactive Advertising Bureau Russia И они предпринимают аналогичные действия, которые делает и ABUK Тоже одна из головных болей рекламодателя Если у вас реклама оплачена, но она заблокирована Как ее считают? Видимо ли она была? Никто не может сказать Аналогично за качество рекламы Это сюда же относится к блокировщикам Борется и те же самые Google, например В Chrome были выведены новые требования, новые стандарты Запущены они были буквально в середине февраля этого года То есть месяц назад И реклама, которая не соответствует по мнению Вот этой Coalition for Beta Ads Которая не соответствует требованиям этой коалиции Она не показывается самим Chrome и ее можно отключить Вот эти типы рекламы являются навязчивыми, раздражающими То, что включается сразу со звуком То, что моргает сразу, то, что всплывает какими-то окнами Это является рекламой, которая автоматически блокирует Chrome Браузер Chrome Учитывая, что в России порядка 65 миллионов пользователей используют Chrome На мобильных устройствах и на настольных компьютерах Это довольно большая проблема Но опять-таки, здесь мы говорим о том, что эта реклама Она является зачастую Вот весь инвентарь продается через OpenRTB Это не премиум площадки И это вот тот самый раздражающий инвентарь Надо четко понимать, что выбирая тот или иной формат инвентаря Вы себя загоняете в непонятные, сомнительные рамки Когда, а может быть, вы будете заблокированы И вы зря заплатили деньги Либо вы заплатите чуть больше, но получите качественное размещение С понятной эффективностью Ну и вот эта вот интересная тема Она переводится как General Data Protection Regulation Система, которая касается охраны персональных данных пользователей в Евросоюзе Наверное, особым образом она будет распространена После случая в понедельник с Facebook, о котором я уже говорил В данный момент озвучено Запуск этой системы был два года назад И ее планируют ввести в действие 25 мая этого года Причем, что важно понимать нам, находясь здесь, в России Что речь касается не только о территориальной части Европы, Евросоюза и Великобритании Речь идет просто о персональных данных граждан Евросоюза Если он вошел на какой-то сайт на территории России Мы обязаны будем собирать о нем данные по регуляциям этой организации Причем этого закона Причем здесь уже недостаточно будет В чем особенность этого закона В том, что уже недостаточно будет поставить одной галки Я согласен на все Вам нужно будет Здесь, скажем так Это не форма этого закона Это неактивные ребята Решили представить визуально Как будет выглядеть Как может выглядеть согласие пользователя Если вдруг он захочет увидеть рекламу Или если рекламодатель или агентство захочет взять какие-то данные об этом пользователе И визуально это выглядит вот так То есть по факту Несколько десятков раз пользователь должен сказать да Он должен просмотреть огромное количество информации Согласиться с этим Это информация, которую кто-то получил А это может быть даже не персональная информация Идентифицирующая пользователя Она хранится лишь несколько месяцев В данном случае 6 месяцев, не больше Через 6 месяцев вы должны опять получить пользователя подтверждение И по факту он должен 9 раз нажать да Прочитать все, что можно Понять все Кто о нем собирает информацию И что именно о нем хотят собрать И вот данные регуляции Особенно после Случая с Facebook Могут быть даже более агрессивно Выплеснуты на рынок И наверное к этому стоит Каким-то образом подготовиться Учитывая, что даже спустя 2 года После анонса данного закона в Евросоюзе Большинство, ну порядка 90% Компаний, организаций Не понимают, как с ним работать Те, кто вовлечен в это Аркадий, минутку прямо осталось Минута времени Я больше не возьму Это самое интересное Потому что циклон яровой может показаться детским садом Если вдруг подобные регулировки Вступят в силу в нашей стране Для тех, кто каким-то образом Осуществляет рекламу в интернете Будет совершенно новая жизнь Здесь надо это четко понимать И в данном случае Хорошо и хорошим решением Является нативная реклама То, наверное, чем знаменит Басфит штатовский Где реклама в любом формате размещается В виде баннеров, статей, новостей, роликов Но это нативная реклама Где пользователь не воспринимает ее Как агрессивную И готов с ней общаться Ну и, скажем так, на закуску Как вишенка на торте Такие решения для того Чтобы избежать вот тех проблем О которых мы говорили выше Два интересных кейса Первый из них Это как домашнее задание для вас Вы можете записать адрес сайта Потом изучить И тот и другой проект Это русские ребята Один находится в Соединенных Штатах Другой здесь, в Москве Первый проект Это реклама Которую пользователь не видит На экранах мобильных устройств Или компьютеров А слышит И может с ней взаимодействовать Как, например, с голосовыми помощниками Сирии или Алиса Тем же самым Реклама предлагает вам Хотите выкупить гриль Если пользователь говорит да Дальше идет диалог некий При этом Пользователь либо может остановить диалог Либо продолжать Продолжить При этом на основе искусственного интеллекта Об этом говорят вот те самые буквы AI Artificial Intelligence С вами рекламный блок Разговаривает И пытается понять что-то еще Если вы не хотите гриль Он вам предложит, не знаю Подушку или Какое-то кресло-качалку А второй блок Второй проект Papyrus Но в данном случае Суть в том, что Все взаимоотношения Между заказчиком, подрядчиком И агентством Существляются на основе Блокчейна Тех самых распределенных реестров Но здесь, конечно же, много нюансов Учитывая, что Проект закона был озвучен Опять-таки в понедельник О том, что Все действия майнеров И все действия С криптовалютами На территории Российской Федерации Должны осуществляться Через одно определенное агентство Все майнеры должны быть ИПшниками Ну и так далее И так далее То есть здесь много интересного Но, по крайней мере Это вот одно из решений Когда прозрачность И эффективность рекламы Для заказчика Будет очевидна Спасибо большое Рад, что вы проснулись Улыбались И не спали Хорошего вам дня Вопросы, да Да был исчерпывающий, да, все Спасибо Спасибо, Аркадий Спасибо большое за доклад Скажите, пожалуйста, подробнее Про закон, который выходит То есть Насколько я его Какой из них Который выходит в Евросоюзе Если я его правильно читаю Там смысл примерно в том Что я, соответственно, должен собрать Все галочки С пользователя Еще это первый момент И второй Это на сбор данных И второй На показ По этим данным рекламы Или это не То есть вторая часть Там тоже существует На сбор, на хранение И даже на удаление данных Есть определенные регулировки Нет, то есть смотрите Там есть как бы две истории Вот я просто хотел Как раз про это уточнить Первая история Что я собрал данные Чтобы использовать Свои CRM, например Это одна история А вторая Что я еще должен Дополнительную какую-то историю Собрать Что я могу условно Использовать в ретаргетинге Или немножко там не так звучит Можете про это прокомментировать? Это две большие разницы Как бы для пользователя Я понимаю Я понимаю суть Но я не являюсь юристом Я не могу вам эти нюансы рассказать Могу вам выставить Ну вы, наверное, читали закон, да? Да Я не поясню вам его Это обозначится как проблему Потому что для нас Как для агентства Которое делает тоже самое ретаргетинг Мы понимаем Что мы в какой-то момент Должны будем С этим законом сотрудничать Для нас пока Ну мы ищем решение Для этого вопроса Чтобы работать в поле закона Опять же И второй момент Соответственно Это распространение на граждан Или на IP-адрес То есть если Соответственно Чувак из России Ездит по прокси Какой-нибудь голландской Что я должен делать? Спасибо за вопрос Следующий вопрос Не знаю Нет Надо изучать Все? Надеюсь Во-первых Наталья Харитонова Еще не подошла И тогда мы передаем слово Алексею Вершаловичу Компания Бримет Они приехали Специально ради выступления Из Беларуси А как всегда Кстати правильно Беларуси Или Беларуси Беларуси И выступление будет На тему Оценка цифровой трансформации И зрелости управления Клиентским опытом Доброе утро Рад приветствовать всех Меня зовут Алексей Я буду пытаться Рассказать вам больше Об управлении Клиентским опытом Но это неотъемлемая часть Цифровой трансформации Без этого Говорить о цифровой трансформации Будет достаточно сложно Я из компании Бримет Мы занимаемся Внедрением Каких-то цифровых решений На базе В основном Платформы Сайткор И я буду Часто упоминать Эту платформу Собственно Модель управления Зрелости Она была разработана Самой компанией Сайткор Больше 10 лет Мы уже этим занимаемся И работаем С компаниями По всему миру Все из них Платформа Сайткор Это очень популярная И в России Постепенно тоже Она начинает Использоваться То есть Мы говорим В первую очередь О клиентском опыте Если попытаться Дать простое Определение Того Что это такое Это все взаимодействия Которые клиент Испытывает С вашим брендом Если хотите Это все эмоции Все впечатления Которые Клиент получает Речь идет О всех точках контакта О всех каналах взаимодействия В первую очередь Нам конечно будет Интересно поговорить О диджитал каналах Потому что там Мы можем Больше управлять С этими точками Мы можем Лучше мерить КПИ Мы можем Какие-то действия Автоматизировать На английском Клиентский опыт Называют Customer Experience И если вы Уже много лет Могли обратиться К исследованию Гартнера О том Какой платформой Пользоваться Для системы управления Сайтом Так называемый Гартнер Magic Квадрант Уже много лет Это исследование Существует То есть мы выбираем Какую-то CMS Систему То с 2018 года Гартнер Начал проводить Новое исследование И это исследование О том Кто является Лидером Среди платформ По управлению Клиентским опытом То есть в этом году Это первое исследование И если вы Будете выбирать Технологию Платформу Стоит обратиться К этому исследованию То есть Вот так Может Хаотично выглядеть Взаимодействие Контакта С вашим брендом С вашей продукцией С сервисами С услугами То есть Клиент начинает С какого-то знакомства Проходит по разным каналам У него огромное число Контактов Не всеми из них Мы, к сожалению Можем управлять Но там, где мы Можем управлять Контактами И, соответственно Клиентским опытом Который Клиент испытывает Мы должны попытаться Оптимизировать И мы будем говорить Дальше о том Как Какие есть Способы для этого Дальше После того, как Клиент купил Наконец-то Наш продукт Мы хотели бы Продолжать с ним Коммуникацию Развивать точки контакта Мы бы хотели Чтобы он становился Клиентом Еще много раз Покупал нашу продукцию И сервисы Развивать лояльность С ним То есть Уже два года назад Гартнер Утверждал Что маркетологи В основном Конкурируют В части управления Клиентским опытом То есть Те акции Те компании Те скидки Рассылки Все, что мы Пушим В отношении клиента Это все Какой-то Клиентский опыт Который Мы создаем Как маркетологи И чем лучше он будет Тем больше шансов Что именно нашу продукцию И сервисы купят И Этот клиентский опыт И управление им Имеет Прямое влияние На финансовые результаты Которые есть у компании Два других исследования Говорят о том Что Напрямую Растет выручка То есть Если мы работаем С клиентским опытом Пытаемся его оптимизировать То Это имеет прямой Эффект На выручку Компании Или Бренда И наоборот Если мы Не работаем С клиентским опытом Не пытаемся его Совершенствовать Будет обратный эффект Клиенты будут уходить Соответственно Они будут Менять поставщиков Не будут покупать Наши товары И Если Клиентский опыт Нерелевантный То Мало шансов Что наша компания Будет работать Эффективно То есть Это Та самая модель Которая была Разработана Компанией Сайткор Она состоит Из нескольких Этапов Потом мы увидим Какие-то фазы Которые есть В этой модели Мы поговорим Подробнее о каждом Этапе Важно понимать Что С ростом С развитием Зрелости Вашего управления Клиентским опытом Растет И Значимость Для компании Для бизнеса Причем Компания Должна пройти Все этапы Постепенно Нельзя запрыгнуть Сразу на последний этап И получить клиента На всю жизнь Компания должна Это сделать В том числе Для того Чтобы все Департаменты Все отделы Компании Проходили Путь Трансформации Чтобы не получилось Так Что мы в digital Запрыгнули На последний этап А в оффлайне У нас ситуация Когда Известная ситуация С вашим банком Там где сделали Карту Туда И идите То есть Это как раз Пример Отрицательного Клиентского опыта Который был В одном из ваших банков Ну и наверное Во многих тоже То есть Первая фаза Зрелости Это Фаза привлечения То есть На данном этапе Мы в основном Работаем над Тем Чтобы Нагнать Трафик На Наши каналы На наши точки контакта И В принципе Мы не думаем о том Что будет происходить дальше Какая именно коммуникация То есть Первый этап Это Начальный 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 Этап У нас Потенциально Есть статический сайт Мы Может быть Делаем Какие-то Не Целевые Нетаргетированные Рассылки И используем Какую-то базовую Аналитику На уровне Ура У нас Плюс 10% Посетителей И это уже Хорошо Следующий этап Это распространение То есть Мы подключаем Больше каналов Контекстную рекламу Мобильное приложение Соцсети Опять же мы думаем о том Чтобы привлечь больше трафика Но что происходит дальше С этим трафиком Какой клиентский опыт Этот трафик испытывает Мы пока что не задумываемся На третьем этапе В этой фазе Мы начинаем задумываться О какой же нужно контент Для конкретного сегмента Для конкретного клиента Какой контент Какие действия ему нужны И здесь мы должны Цели бизнеса Цели маркетинга Привести в соответствии С теми диджитал целями Которые у нас есть Где-то В наших каналах Которыми мы можем управлять Консультанты Сайткор На данном этапе Начнут Работать с вами По разработке Так называемой Digital Relevancy Map Карта цифровой релевантности Что она дает? Она дает возможность Определить С какими сегментами Вы работаете Для каждого сегмента Определить какие-то Этапы Жизненного цикла покупателя Определить Какими критериями Мы можем определить На каком этапе Находится конкретный сегмент И дальше В рамках этой Карты цифровой релевантности Можно думать о том Какой контент Нужен в каждом из сегментов В каждом из этапов Но по-прежнему В данной фазе Мы думаем только о том Чтобы привлечь трафик И что с ним будет дальше Особо не задумываемся Следующий этап Модели зрелости Это фаза конверсии То есть Теперь мы начинаем думать Как оптимизировать В первую очередь Это первый этап Этап оптимизации Как оптимизировать Тот трафик Тот клиентский опыт Который пришел На наши цифровые В основном каналы И здесь нам потребуются Инструменты персонализации Здесь нам потребуются Инструменты обе-тестирования Просто простой вопрос Как много из вас Используют персонализацию Для управления Клиентским опытом Отлично То есть Несколько компаний Уже продвинулись Как минимум До этого этапа Все остальные Как я понимаю Остались на Предыдущих этапах зрелости Возможно Вы увидите Какие-то элементы В будущих этапах Но тем не менее Нужно все проходить Постепенно То есть На этапе оптимизации Мы начинаем тестировать контент Мы начинаем делать персонализацию Для каждого сегмента Следующий этап Развития Мы подключаем еще Дополнительные каналы Те каналы Которые нужны Нашим клиентам Нашим контактам И мы в основном Строим коммуникацию За счет Автоматизированных Каких-то действий Здесь уже нам нужен Как раз Пример Какого-то Автоматизированного Маркетинга То есть Клиент Который сделал Какое-то действие В CRM И роль CRM Уже начинает расти Нам обязательно нужно Интегрироваться С этой CRM Если клиент Какие-то действия Сделал в CRM Это может привести К какому-то Пуш-уведомлению В мобильном приложении К какому-то письму Которое отправлено Возможно К изменению профиля Этого клиента На сайте То есть К этому моменту У нас уже есть Профили Всех пользователей Мы уже собрали О них информацию Мы знаем Их поведение Их действия И взаимодействие И клиентский опыт Строим На базе Этой информации Следующая фаза Это фаза Лояльности То есть На первом этапе На этапе Вовлечения Мы должны собрать Данные Из максимального Числа каналов То есть Онлайн Оффлайн Все эти данные Мы должны собрать В единую систему И начинать Использовать Эти данные Для того Чтобы еще больше Персонализировать Клиентский опыт И на последнем Этапе Мы уже должны Попытаться Предугадать Те потребности Которые Те потребности Тот контент Который нужен Клиенту И соответственно В нужный момент Времени В нужном месте В нужном канале Предоставить Этот контент Этот клиентский Опыт На данной В данной фазе Эта фаза Очень хорошо Согласуется С машинным Обучением То есть Мы собрали Огромную Базу Взаимодействия И Мы можем Начать Использовать Для обучения Алгоритмов Машинного обучения И дальше Машинное обучение Может нам помочь С автоматизацией Предоставления Этого контакта Я думаю Что мы сегодня Еще увидим Доклад на эту тему То есть Вот эта Последняя фаза Когда клиент Становится Клиентом на всю жизнь И мы Знаем Когда ему Что нужно И продаем Соответственно Эффективно И Обеспечиваем Эффективный Клиентский Опыт Вот это Достаточно Старый Слайд То есть Здесь По разным Отраслям Информация О том На каком Этапе Находится Компания Находится Компании Как видите В госуправлении И на самом деле Еще в производственном Секторе Ситуация Очень печальная То есть Там никто не задумывается О клиентском Опыте Немножко Лучше Ситуация В финансовом Секторе В том числе В России В том числе С использованием Технологии Сайткор В России Ряд Финансовых Компаний Занимаются Оптимизацией Клиентского Опыта То есть Маркетологи Согласны Компании Согласны Что управление Клиентским опытом Их главный Приоритет Но Встает вопрос Какие Инструменты Нужны для всего Этого Для персонализации Для сбора данных И да Это очень важная Задача Выбрать правильный Инструмент Как я и сказал Вы можете обратиться К исследованию Гартнер О том Какая платформа Какая технология Является лидером Или подобрать Какие-то Платформы По тем плюсам И минусам Которые Есть в исследовании Но еще важнее Чтобы у вас Была стратегия Того Как вы будете Сегментировать Как вы будете Персонализировать Какие Точки Контакта Вы будете Создавать Сами Или Оптимизировать Каким образом Оптимизировать Клиентский опыт Один кейс Достаточно Такой Выразительный От Данон Нутрише То есть Это проект Который был реализован Занимается Производством Детского питания Может быть Кто-то даже Пользуется Продукцией Этой компании В России То есть Они делают Детское питание Что они сделали В части стратегии То есть Они создали Некую Модель Жизненного цикла Матери Который Эта модель Делится на Несколько этапов То есть На первом Этапе Первый этап Это планирование Беременности Второй этап Это беременность И дальше Два этапа В зависимости от Возраста Ребенка Они называют Это Mother's Journey Соответственно На каждом Из этапов Коммуникация И Весь клиентский Опыт Персонализируется И оптимизируется Под конкретный Данный этап То есть Как видите Бренд Начал Создавать Клиентский Опыт И взаимодействовать С клиентами С мамами Детей Задолго До Появления Ребенка То есть Еще на этапе Планирования Создается Некий положительный Клиентский Опыт То есть Мама будет Получать информацию О том Как правильно Планировать Беременность Во время Беременности Она будет Получать информацию О том Как она Должна Питаться Как она Должна Готовиться Психологически К появлению Ребенка И когда Ребенок Уже Появляется В нужный Момент Времени Мама получает Письмо Или пуш Уведомления В том канале Который Она предпочитает С той информацией О том Как развивается Ребенок В данном возрасте И какое Питание Нужно Этому ребенку Естественно При такой Релевантной Максимально Релевантной Информации Мамы идут И покупают Продукцию Данон Нутришее Собственно Эта модель Может быть Использована Для Оценки Зрелости Управления Клиентским Опытом Вашей Компании Я приглашаю Всех Перейти По ссылке ConnectTheExperience.com Там Небольшой Тест На английском Языке И Если вы Пройдете Вы сможете Понять На каком Этапе Управления Клиентским Опытом Находится Ваша Компания И дальше Потенциально Получить Какую-то Дополнительную Информацию Спасибо За внимание Если есть Вопросы Пожалуйста Спасибо Аудитория Видимо Сегодня Прокаченная Так Наталья Харитонова У нас тоже Подъехала Но пока Она поднимается Тогда Андрей Калашник Андрей Куратор Школы Мэймэймаркетинга Компания Юнисендер Не совсем Курьер Или куратор Я вообще В принципе Возглавляю Отдел Маркетинга Юнисендер Сейчас включится Презентация На ней будет Красивый Заголовок Который Рассказывает Нашу ситуацию По поводу Того Как мы Искали Как автоматизировать То О чем Сейчас Рассказывалось Буквально Как нам общаться С нашим клиентом Потому что Есть проблема Ручной работы И для начала Хотелось бы Рассказать Чтобы мы Немножечко Синхронизировали Чтобы мы понимали Под терминами Одни и те же вещи Что такое Собственно говоря Автоматизация И что Я для себя Представляю В плане Автоматизации Потому что Понятно Мы можем говорить О разных терминах Представьте Что вам Нужно открыть дверь Первый вариант Вы говорите Робот Вернее даже Первый вариант Это когда вы берете И открываете дверь рукой Второй вариант Вы говорите Робот Открой мне дверь Если я надеваю шапку Да Простой алгоритм Который робот Выполняет И это уже Автоматизация Когда мы говорим Что Мы с помощью робота Какой-то процесс Сделали автоматически Нам в жизни Очень часто Это пригодится И третий этап Это когда мы говорим Робот Посмотри Пожалуйста Когда я открываю дверь И открывай мне дверь Когда я буду совершать Подобные действия Это уже Artificial intellect Это уже нейронные сети Которые должны распознавать Для этого Нам нужно Куча данных То есть Если я один раз В жизни Открыл дверь Надевая шапку То робот Это не узнает И четвертый этап Самый такой Как по мне Печальный Это когда робот Будет знать Что вам нужно Открыть дверь Но у него появится сознание Он скажет Не-не-не Кожаный мешок Я тебе не раб И соответственно Когда появится сознание У роботов Это будет То о чем Нас предупреждали Когда будет восстание машины И так дальше И тому подобное Но пока этого не произошло И пока Алгоритмы еще не такие продвинутые И в контексте Вот первого этапа Первого этапа автоматизации Я сегодня поговорю С позицией Сервиса Который занимается Рассылками Но не хочет заниматься Рассылками Хочет заниматься Автоматизацией Вопрос Очень простой Когда Человека Заменит автоматизация Он Как по мне Ответ Очень простой Автоматизация Человека Не заменит Она заменит Ту рутинную работу Которую человек делает Если человек Постоянно Занимается Одним и тем же И повторяет Одни и те же Самые действия То он Или Автоматизирует Свою работу Или Приходит человек Который ее автоматизирует И увольняет Этого человека То есть Вот такая ситуация Вы должны это понимать Что на рынке Все идет к этому У нас была Похожая ситуация Когда у нас был Отдел продаж То есть Сейчас В Unisender Нет отдела продаж Потому что Он нам В таком контексте Не нужен У нас сидели люди Которые Ну по факту Чем занимались Они Пять лет подряд Нарабатывали Какую-то схему Как любить клиентов И каждый менеджер По продажам Он Делал что-то свое И в итоге Мы что сделали Мы преобразовали Менеджеров продажу В таких вот Тех, кто сумели На самом деле Это тоже умение Мыслить технически Тех, кто сумели Они переквалифицировались В инженеров Которые строили Автоматические системы Когда они говорили Что Я пишу Вот такое письмо Такое письмо Такое письмо Клиенту В таких случаях Почему я не могу Сделать просто цепочку И чтобы это Запускалось автоматически Да С контролем С моим Но автоматизировать это И Мы должны понимать Что На самом-то деле Практически Любой сценарий Который сейчас Используют Менеджеры по продажам Всякие разные скрипты Даже вот этот Самый-самый примитивный Когда пришла заявка Проверить новый клиент Или не новый Отправить ему первое письмо Проверить Что он там Открыл Его не открыл Отправить второе Предложить ему Какой-то оффер Потом посмотреть Что он сделал Все это может делать робот Под контролем человека И будущее Ну по крайней мере Ближайшее Оно состоит в том Что будет робот Который будет выполнять Рутинную работу Максимум рутинной работы Собирать письма Отправлять письма Проверять письма Проверять статус клиента Человек должен Это все контролировать И опять же Наша задача была Сделать следующее Нужно было покрыть Все этапы Работы с клиентом Ну то есть Есть такая А у зрителей Просьба одна Стоять все-таки Справа от презентации А то как бы Перекрывается Спасибо Да, пожалуйста Соответственно Есть такая Маркетинговая штука R-маркетинг Когда мы говорим Что есть Привлечение Активация Удержание Реферал и ревеню Когда мы Говорим Что все наши процессы Они строятся В зависимости от того Когда человек заходит И как он заходит И все Вот такая Последовательность Она легко Покрывается цепочками И сейчас Я вам расскажу Какие мы Собственно говоря Сервисы Использовали Для того Чтобы покрывать цепочками Как мы дошли До того Что начали делать Что-то свое Ну Во-первых Я набрал Вот столько сервисов Сейчас я их Разобью на некоторые группы Чтобы стало понятней И мы Быстренько по ним Пройдемся Первая группа Это Сервисы Автоматизации Которые Появились С Емейл Ну как бы С сервисов Емейл рассылок Да То есть это Мэлчим Тот же самый Унисендер Сэндпульс Гетреспонс И так дальше То есть Эти сервисы Они появились Именно с Понятия Что нужно Что можно Отправлять Массовые письма Почему бы Массовые письма Не автоматизировать И Что у них круто Ну во-первых У них удобный Редактор для писем Самые удобные Редакторы для писем Как ни странно В сервисах Рассылок Во-вторых У них хорошая Доставляемость У нас были ситуации Когда клиенты Переходили С отправки Через сервисы Рассылок На отправку Через CRM И оказалось Что письма Не доходят А в больших Компаниях Если ты отправляешь Там миллион Два писем То это сразу Там тысяч Тридцать баксов Хоп И ушло Просто из-за того Что ты попробовал CRM Поэтому В ESP Которые следят За отправкой У них Доставляемость Больше Плюс проверка Реакции Да Все вы знаете Что если вы Отправляете письмо Вы знаете Примерно Ну скажем так С большой долей Вероятности Кто открыл письмо Кто нет И в ESP Это есть Плюс Там есть обычно Шаблоны Разных цепочек И разных писем Но Есть беда Если это Сервис Который вышел С массовых писем То он Собственно Настроен И работает Через массовые письма То есть Вся логика Настроена На массовые письма А мы с вами Ну я не знаю Кто хочет отправлять письма Вот реально есть Какие-то люди Которые прям Очень хотят Вот Есть человек Который меня поддержал Но наша задача Не отправить письмо Наша задача Получить заказ Наша задача Добиться той цели Которую мы перед собой Поставили И отправляя И отправляя одно письмо Без проверки Достигли мы цели Или нет Мы не получаем Результат И не знаем Насколько это фиктивно Когда люди На конференциях Особенно по e-mail Маркетингу Приходят и говорят У меня 20% Открытия У меня 60% Ну господи Это же цифры Ни о чем Сколько Какой процент Выручки Вы получаете С писем Сколько вы заказов Получаете С писем Какая конверсия У вас писем С каких источников У вас Приходят эти Собственно говоря Новые лиды В письма И Мы должны понимать Что автоматизация Она не должна быть Из разряда Я хочу автоматизировать Какое-то действие Она должна быть Из разряда Я хочу достичь Какого-то результата Кому-то нужно Отправить одно письмо Люди вообще разные Кто-то любит Читать большие обзоры Кто-то любит Читать короткие письма Кто-то падок на акции Кто-то наоборот Не любит акции И если мы говорим Про автоматизацию Нам нужно покрыть Всех Кто-то получит Одно письмо И ему будет Ну круто Он сделает То, что вы хотели Кто-то получит Два письма И сделает А кому-то нужно Год писать И В этом контексте Нам нужно Немножечко переходить Плюс И с пишки Не так быстро Добавляют каналы Кто знает Ну какие вы Используете каналы Для продвижения Ну давайте быстро Письма СМСки Кто-то еще использует Вайбер Что еще Директ Что еще Контекстная реклама Ну в принципе Хорошо Телеграм Телеграм Мессенджеры Вайбер Телеграм Пуши Кто использует В сайте Ну на сайте Есть такие Пуши Уведомления Почему на меня Так странно Смотрите Как будто Ну я думаю Они всех задолбали Уже Есть очень много Те же самые Звонки Офлайн реклама Тоже как канал Возможен И когда мы говорим Что у нас много каналов Нам В автоматизации Желательно Тоже сделать Как можно больше каналов Но это очевидно Когда с одной точки Ты можешь сказать Я хочу отправить Вот такой вот месседж Для Если это побольше Оно будет выглядеть Вот так Если это поменьше Что-то То оно должно Выглядеть вот так Нажать одну кнопочку И отправить По-моему Это логично Но пока что Такого нет Следующий тип Программ Которые Сервисов Которые позволяют Делать автоматизацию Это Такие примитивные Automate Ио Запир И фтт В чем их прелесть Они умеют делать Ну примерно Вот следующее Если это То-то Очень простые Алгоритмы Которые Помогают В жизни Если вам нужно Быстро что-то сделать Что мы делаем С помощью Запира И И фтт Если Пришла какая-то Новая статья Например у нас На блоге Мы скидываем Ее в наш Телеграм чат Казалось бы Ну где тут Автоматизация Хотя В принципе да Самая примитивная Автоматизация Но экономит Условно говоря Полчаса времени Девочки Которая этим Занималась И В компанию И вот таких вот вещей Очень простых Которые можно сделать С помощью этих сервисов Их очень много Когда вы можете У себя сделать Достаточно простые вещи Причем там Очень-очень много Готовых интеграций То есть когда мы говорим Что открываем За пир И там есть Тысячи Сиэрэмок С тысячей Разных Вариантов Куда можно Скидывать данные Например там Мы сделали так Чтобы с Бейскэмпом Программа Сервис Который мы работаем Все Ивенты Скидывались В гугл календар Для удобства Наших сотрудников Мы сделали так Чтобы там При подписке На один Лендинг Вернее При добавлении Лида в Аму Передавался Контакт В В Юнисендер И это все делается Не с помощью Там Условно говоря Каких-то Программерских штук А очень просто С помощью двух кликов Очень понятный интерфейс Если вы знаете английский Плюс Можно соединять Очень интересные вещи Типа Facebook Adlets Кто-нибудь знает Что такое Facebook Adlets Да То есть Ух Супер Ничего Мы и так засыпаем Что такое Facebook Adlets Это такая форма подписки Которая позволяет Из Facebook Подписаться В один клик То есть Вместо того Чтобы заполнять Все данные Клиенту нужно Просто подтвердить Да Это мой email Прямо в самом Facebook Примерно так Выглядит эта форма То есть Мы там раздаем Гайд Кстати Я могу вам Выслать этот гайд Дайте мне визитку Я вам его пришлю Соответственно Тут есть кнопочка Подробнее Человек нажимает На подробнее Говорит Это ваш email Да Это мой email И он автоматически Типа Согласился на подписку Прямо так и написано И мы сделали так Чтобы из Facebook Adlets Автоматически Контакты Попадали в Unisender А уже в Unisender Настроили автоматическую цепочку Как с ним дальше Работается То есть Человек получил гайд Мы ему отправляем Следующее письмо Как тебе гайд Вот у нас есть еще Такие услуги А есть вот еще Такие вот вещи А вот еще есть Полезняшки А вот подпишись на блог Там куча новых статей Очень интересных И по факту Это все у нас Превратилось в автоворонку Но беда С этими сервисами Но во-первых Это не цепочки Мы говорили Что наша задача Добить человека До какого-то результата То есть сказать Если А, то Б Проверить Б Если Б равно 1 То послать сюда Если Б равно 2 То послать сюда И так дальше Это не цепочки Это одноразовые вещи Плюс нет обратной связи Мы не понимаем Открыл человек, не открыл Увидел, не увидел Просто выполнили Какое-то действие Дальше Кто-нибудь слышал Про Pardot BPM Online Exponeo HubSpot Слышали Отлично Это вещи Которые выросли По факту С CRM С ними все Очень интересно Потому что Если вы начинаете С ними работать То там Во-первых Есть все Что нужно То есть Вся нужная вам информация Она в CRM Скорее всего Есть Если мы говорим Про работу с клиентом Плюс есть история То есть мы знаем Что раньше с клиентом Происходило И можем Какие-то данные построить Третье Можно ставить Задачи Менеджерам По продажам Но Иногда это Очень сложно Вот в таком контексте И есть проблемы Во-первых Оно нацелено На менеджера По продажам То есть Оно нацелено Не на маркетолога А на менеджера По продажам Во-вторых Есть такое слово Сущности И я его Очень сильно Не люблю Потому что В CRM Очень часто Используется Вот Много 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 Разных сущностей То есть Ты заходишь Если ты не понимаешь Не работал до сих пор И тебе не объяснили Что это Ты видишь Лид Контакт Пользователь Компания И это только Название Контакта То есть Там есть Еще Сущности По рассылкам По компаниям По Блин Там реально Очень много Странных терминов Которые Сложились В ходе Того Как развивались CRM И CRM Пытаются Это упростить Они идут К этому И постепенно Они к этому Придут Но Осадочек Программирования То CRM Это Очень Клевая Тема Которая Может Соединить Любой API С Любым API Да То есть Условно Знаете Что такое API Вообще Знаете То есть Я обычно Объясняю Так API Это Как Заклинание В Гарри Поттере Для того Чтобы У тебя Взлетел Какой-то Предмет Ты должен Сказать Вингардиум Левиоса Если Ты скажешь Какое-то Другое Слово То Предмет Не взлетит Точно Так же С API Если Ты Хочешь Чтобы Сервис Сделал Какое-то Действие Ты Говоришь Импорт Контакс И Вот Если Ты Сказал Импорт Контакс И Правильно То Контакты Импортируются Точно Так же С Коррезоидом Можно Автоматизировать Вообще Все Где Есть API Вот Вообще Все Можно Составлять Длинные Цепочки Я Пробовал Вставить Слайд Длинную Цепочку Но Получилось Издевательство Потому что Она Очень Мелкая Получается И Можно Обрабатывать Ошибки Очень Часто Об этом Забывают Когда Мы Те же Самые CRM И Спишки И Эти Простые Сервисы Вот Мы Там Отправили Письмо Или Отправили А он Ну Как бы Сервис Другой Принял Его А Если Принял То Что Потому что Обычно Показывает Ошибку Говорит Все Я Не Принял Сори А Коризоид Умеет Обрабатывать Ошибки То есть Например Условно Мы Отправили Письмо Оно Не Отправилось Что Произойдет Он Попытается Отправить Еще Раз Потом Еще Раз Дойдет Циклов Пять Штук Ну И Как Вы Поставили И Вернет Вам Оповещалку Что Сори Чувак Ну Не Получилось По Таким То Причинам Тут Ты Прописываешь То же самое Наше Апи Импорт Контакс Тут Ты Прописываешь Поля И Если Ты В принципе Знаешь Как Работать С Апи То Для Тебя Это Вообще Просто Замечательно Но Большинство Маркетологов Этого Не умеют Не хотят И Очень Сильно Ошибаются Ну Я Уже Говорил Что Вам Нужно Знать Язык Программирования Нужно Знать HTML Нужно Более Или Менее Разбираться В Апи И Самое Важное Мы Должны Помнить Что Наша Автоматизация Она Не Просто Так Она Для Того Чтобы Достичь Какого Результата Мы Должны Не Просто Отправлять Письма Не Просто Писать Человеку Сообщение В Фейсбуке Или Писать В мессенджерах Сообщение Не Просто Подписать На Наш Какой То Блог А Предоставить Когда В телеграме Сделали Бод Для Кинотеатров Но Это Же Божественно Это Ну То 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 Себе В Самом Телеграме Купил Полностью Билет Ты Только Один Раз Зашел На Сайт Чтобы Смс Ввести И Когда Мы Облегчаем Таким Образом User Experience Когда Мы Позволяем Человеку Делать Что То Через Те Каналы Которые Ему Нравятся Это Все Делать Автоматически Вот Для Меня Опять же Тоже Был Злом Такой Очень Интересный В Аэропорту Мы Когда-то Заходили И Проверка Борден Пассов Посадочных Талонов Для Обычных Пассажиров Была Автоматическая А Для Бизнесов Была Человеческая И Для Меня Злом Именно Вот В моей Парадигме Я не Понимаю Почему Медленный Человек С Которым Мне Нужно И Возможно В ближайшее Время Произойдет Взлом Когда Мне Лучше Общаться Не в Чате С Человеком Или Не Звонить А Получить Всю Информацию Автоматически Быстро Когда Сам Experience Ну Как бы Сам Сайт Мне Дает Решение В зависимости От того Что Я Делаю Андрей Минутка Прям Да Минутка Соответственно Что Мы Сделали В своей Автоматизации Ну Во-первых Мы Сделали Например У нас Есть Мы Отправили Письмо Мы Не Ждем 12 Часов Чтобы Отправить Следующее Или Сказать Что Какой Это Результат Мы Что Делаем Если Он Открыл Его Сразу Мы Его Пускаем Дальше По Ветке Если Он Его Не Открыл То Ну Соответственно Ждем 12 Часов Чтобы Среагировать Но Такая Структура Помогает Например Что Делать Например Помогает Ему Отправлять В релевантное Время Например Мы Отправили В 3 Он Обычно Читает В 7 Он Открыл В 7 И Мы Узнали Что Он Открыл В 7 И Соответственно Строили Через День Уже Отправиться В 7 Вот В чем Капельная Структура Плюс Мы Кормим Все Данные Которые Есть Для Нашего Искусственного Интеллекта Который Должен Научиться Распознавать Что Хорошо Что Плохо Вы Должны Помнить Что Искусственный Интеллект Это Никакая Штука Которая Придет И вам Скажет Как Делать Искусственный Интеллект Это Штука Которая Смотрит На ваши Данные Их Должно Быть Много Для Того Чтобы Он Распознал Что Хорошо Что Плохо Собственно Все Можете Да Я Тут Еще Остаюсь Можете Дать Мне Спасибо За доклад Меня зовут Борис Агентство Комплета Вопрос А почему Кэрэд Квест Не рассматривали Кого Кэрэд Квест Кэрэд Квест Рассматривали Даже в контексте Подружиться Вот прям Совсем Подружиться Все Что угодно Можно делать Да Я не Добавил Он Очень Похож На Интерком Он Один в один Какой-то Определенный Момент Был Похож На Интерком И там Есть Свои Нюансы С На сайте Плюс Возможность Отправить Письма Плюс Возможность Настроить Эти Минимальные Триггера Для того Чтобы запускать Я согласен Что его нужно Было Включить О нем Нужно Было Упомянуть Ну Время Поджимает Окей А второй вопрос Вот вы В свой сервис Унисендер Будете Подтаскивать Другие Инструменты Контекст Пустить Еще что-то Скажем Так Это Веяние Рынка Поэтому Да Ну То есть Есть Конкуренты Которые Подтащили Уже Контекстную Рекламу Я могу Сказать Это MailChimp У них Там Свои Проблемы С подпиской Особенно В контексте GDP Потому Что Они Убрали Подписку А теперь Хоп И Надо Вот Но Мы Тоже Собираемся Расширять Количество Каналов Когда Ждать Релиза Что Когда Ждать Я не скажу Вот так Сейчас Я могу Сказать Ближайшие 30 мая Появятся Всплывашки Совсем Недавно Появились Facebook Формы Чаты Возможно Появятся До конца Лета Круто Спасибо Да Пожалуйста Да Вопрос Интересно Есть ли Системы Если Систем Вы Хорошо Классификацию Сказали Есть кто Вырос От рассылок Есть кто Вырос От Серема А есть Кто Растет От Каналов У кого Уже Сейчас Не знаю Все Программатики Все Фейсбуки Ютьюба Все Есть И Скорее Им Нужно Допилить Правильную Серемку И Коммерс Инструмент Я уверен Что Есть Я просто Как я Емейл Маркетолог Я с этим Не особо Стыкаюсь Я Иду Из Общения Понятное Дело Что Есть Например Тоже Система Amplifier Которой Мы пользуемся Для постинга В соцсетях Казалось Б Почему Не взять Систему Для постинга В соцсетях Систему Для рассылок И позволить Отправлять С одной С одной Песочницы Условно Говоря Да Логично Логично Но пока Что Никто Это Не Сделал Окей Жалко Идем Идем Туда Сделаем Я уверен Что Постепенно Все Что такое CRM Это Просто Документ Где Даже Два Документа Первое Со статичной Информацией Второе Динамической Информацией Как они Будут Сделаны Не знаю Да Говорил Не прочитал Отправил СМС Или Отправил Вайбер Или Ну Поняли Да Каскадиком Закрывать Каналы Для Удешевления Ну Блин Вот То же Самый Вайбер С ним Очень Такой Простой Вопрос Зачем Его Делать Он Неконверсионный Если Даже Мы Сами Попробовали Он Неконверсионный Но Есть Магазины Которые С помощью Вайбера Удешевляют Себе СМС Они Выиграют Ну У них Много СМС Они Выиграют Пару Тысяч Баксов На том Что Они Заменили На Вайбер И Вот Тут Тоже Надо Подумать На Тему Что Ты Делаешь Не Просто Слепо В тендере Сбербанка Есть Вайбер Мне Тоже Нужен А Зачем Им Вайбер Что Они Собираются Не Делать Сори Я Отлёгся От Вашего Вопроса По Поводу Того Будут Ли Сегмент Ну Сегмент Есть Вопрос В том Посчитает Ли Искусственный Интеллект На Основе Тех Данных Которые Будут Что Нужно Их Применять Возможно Не Нужно Будут Возможно Будут Просто Цепочки Запускаться На Определённые Группы Да Артём Grand Communications У меня Такой Вопрос Сколько Времени Вы Потратили На Автоматизацию И Сколько Она В итоге Сэкономила Времени Конкретно Вам Вопрос Вырастает Из Такой Большой Проблемы Когда Мы Делаем Автоматизацию Ради Автоматизации Да И Есть Процесс Так как Бизнес Очень Быстро Меняется Как Живой Организм И То Что Мы Делали Полгода Назад Автоматизировали Ну Может Быть Уже Не Интересно Как С Этой Ситуацией Быть И Как Вы Ее Решили На Разработку Или На Создание Цепочек Без Разницы Автоматизация Она Может В чем Угодно Как Вы Говорили Ну Условно Говоря Мы Компания Айтишная Которая Пилит Автоматизация То Мы На Нее Тратим Много Времени Я В Что Если Вот Конкретно Я Затил Где-то Полчаса На Письмо То Ну Вы Понимаете Это Где-то Два Месяца Работы Что Все Заработало Сейчас Я Могу Запустить Цепочку За Неделю И При Этом Я Еще Стараюсь Запустить Цепочки Последовательно У меня Нет Огромной Цепочки Которая Говорит Путь Клиента Вообще У меня Есть Цепочка Активации Когда Человек Дойти До Регистрации Там Своя Походу Есть Проверки Если Он Дошел Его Перекидывают На Следующую Цепочку Но Неделя Это При Условии Уже Готовой Интеграции То есть Когда У нас Уже Все Готово Вот Сам По Себе Этап Подготовки Занимает Иногда Тех Самых Два Месяца Иногда Занимает Да Вот Опять же С Помощью Тех Самых И ФТТ Автомат Ио И так Дальше И Плюс Коризоид Можно Очень Быстро Настроить Передачу Данных Откуда Угодно То есть Смысл В том Что Ты Делаешь С помощью Простых Инструментов Передачу Данных Условно Говоря В тот же Самый Unisender И Все Проверки Все Цепочки Делаешь Уже В Unisender Или В другой Системе Не то Что Это Реклама Принято Спасибо Пожалуйста Допрогие Вопросы Тогда уже Можно Задать Андрею В куварах А мы Передаем Славу Наталье Харитоновой Компании Admitat Спасибо Здравствуйте Коллеги Здравствуйте А Это Кликер Да Пару слов Почему я здесь Почему рассказываю Про автоматизацию Кстати Молодой человек Который Задавал вопрос А Если автоматизация И взаимодействие Насколько я Если я правильно поняла Через одну платформу Да Ютуб Емейл СММ Вы Да Вы здесь просто сидели Видимо Визуально Смотрю Здесь пусто Вот Грубо говоря Партнерские программы Точнее Партнерские сети О которых я говорю Буду говорить сегодня Собственно Условно Можно назвать Автоматизацией Работы Со всеми Этими каналами То есть И настройка Взаимодействия Ну вот Например У нас Более Семьи сот Тысяч Вебмастеров То есть Партнеров Которые работают Со всеми этими каналами С которыми Может работать Рекламодатель Взаимодействуя Только через Нашу платформу А эти партнеры Будут уже Работать Через Емейл Через СММ Через Контекстную Рекламу И приводить Вам трафик О модели Чуть позже Почему Здесь Про прозрачность Я говорю Опять же В разрезе Автоматизации И что Вообще Делаю На этой конференции Опять же Вся автоматизация Настройка CRM Система Настройка Емейл Маркетинга Настройка Воронок Настройка Модулей E-com В аналитике Настройка Опять же Интеграции CRM И аналитики Она нужна Для того Чтобы Если мы говорим В разрезе Маркетинга У вас была Полная прозрачность Процессов И результатов Сейчас Наверное Больше про результат Например Сейчас вопрос Кстати Кто из вас Знает стоимость Привлечения Своего клиента Так Отлично Значит С кем-то Можно пообщаться На эту тему А кому-то Можно рассказать Что-то новое Смотрите Грубо говоря В месяц Зачем Опять же Нам нужна Автоматизация И прозрачность В месяц Вы тратите 300 тысяч рублей На контекстную рекламу По итогу месяца Вы хотите узнать Сколько клиентов Пришло Что вы делаете Если нет Автоматизации Прозрачности Настройки CRM Модулей E-com Например Вы спрашиваете У этих критерий На ресепшне Были ли звонки Она говорит Да Было Пару звонков Классно Все Потом вы смотрите Значит По продажам Была одна продажа Что вы можете видеть По своей воронке Вы потратили 300 тысяч рублей Получили два лида И из них Получили одну продажу То есть Одна продажа Стоит вам 300 тысяч рублей Это наверное Повод задуматься Стоит вам тратить 300 тысяч рублей На следующий месяц На контекстную рекламу Либо что-то сделать С сайтом Чтобы увеличить Эту конверсию У вас больше Людей пришло Сделало заказ Либо посадить Нового секретаря На ресепшн Если он Просто где-то был на обеде И пропустил 5 заказов 5 клиентов Это все прозрачность Это все Та же самая автоматизация Если вы делаете И видите все Все ремки Это все должно работать Иначе вот Сейчас мы говорим Про онлайн Да Онлайн работать не будет Например Вы запустили Ну Ту же контекстную рекламу На 100 тысяч рублей Вы запустили Потратили 100 тысяч рублей На Емейл маркетолога На зарплату Емейл маркетолога И на подключение К платформе Например И вы потратили 100 тысяч рублей На продвижение В социальных сетях Заказали пост Или сделали Таргетированную рекламу По итогам Вы видите Что в конце месяца У вас пришло Ну 20 продаж Но вам надо Принять решение Что вам нужно сделать В следующем месяце Что у вас было Не 20 продаж А 40 продаж Например И в какой из этих каналов Нужно вложить Очередные 100 тысяч рублей А в какой не вкладывать Опять же Если вы будете Смотреть это все Поворонки Считать каждый канал Смотреть по своей аналитике Вы это увидите Если нет Например Вам все эти продажи Принес SMM Зачем вам вкладываться В контекст Зачем вам вкладываться В e-mail Здесь вопрос Вот как вы будете считать И поэтому мы говорим И в нашей компании Говорим и вообще На всех маркетинговых конференциях И говорится там Тренд Да Ну уже 17 Начинал с 17 17-18 года Это автоматизация И которая ведет К прозрачности Всех процессов Особенно Интернет маркетинге Потому что это очень легко Посчитать Нужно просто Немножко потратить Времени Подумать Ну или привлечь Грамотных специалистов Это вот Слайд Для убеждения В январе 17 Года Япо-ассоциация Международная Вот интернет реклама И это Бренд Chief Brand Officer Procter & Gamble Procter & Gamble Самый большой Рекламодатель В мире По бюджету Затрачиваемый на Онлайн рекламу Соответственно Они сказали Что прозрачность Не подлежит обсуждению И да Окей Товарищи Давайте считать Иначе Мы не поймем Куда двигаться Вот Теперь К тому Почему я здесь С чего я начала Свой разговор Про партнерские сети И как можно привлечь Все каналы Интернет маркетинга И как их можно посчитать Стоимость работы С каждым каналом маркетинга Смотрите Есть такая Штука Партнерские сети Как они работают То есть Их на российском рынке Несколько есть Я представитель одного из них Который называется Адмитат Вы рекламодатель Вы посчитали Что вам жалко Тратить 300 тысяч рублей На контекст И не видеть результата Например И вы говорите Посчитали маржинальность Посмотрели себестоимость Говорите Я готов платить Тысячу рублей За каждую продажу Поговорили со своим Маркетологом Окей Это Просто приводите мне продажи Я буду всем платить Главное Чтобы это были продажи Больше тратить не хочу Окей С одной стороны Это получается у нас Наверное Вот эта вот часть Рекламодатель С другой стороны Есть 700 тысяч Интернет-маркетологов Небольших компаний Там я Например Любой из вас Может стать Тем человеком Который называется Вебмастер Или паблишер Кто это такие Например У меня есть Группа в соцсетях Своя собственная Или своя страничка Я пользуюсь услугами Ну я даже не знаю Йоты Да Я говорю Ребят Просто своим друзьям Рассказываю Ребят Классный провайдер Например Подключился Достаточно дешево В роуминге дешево Просто искренне поделилась с ними Я говорю Если надо Вот у меня есть ссылка Там даже на скидку 5% всем моим друзьям Любой из вас Может это сделать Эта ссылка непростая Эта ссылка Уже с меткой И если человек Перейдет по этой ссылке На сайт Йоты Соответственно И купит там что-то Мне Йота Заплатит через платформу Обещанную Тысячу рублей Это условная Йота Мы понимаем И обещанная Тысяча рублей Сумма может быть разная Как это все делается То есть Я могу отправить Емейл-рассылку Например Если у меня есть Своя собственная база И в этой Емейл-рассылке Собрать Промокод Ламоды Промокод На туры Например Еще на что-то Везде поставить Партнерские ссылки Соответственно Переход будет На сайт рекламодателей Будет продажа Мне будет выплачено Ну соответственно Сколько рекламодатель Готов платить За туры Например Если за продажу В турах могут платить Там 2,5 тысячи рублей Например За страховку Там тоже платят Или 5% Там можно платить Либо проценты Либо Фиксированную сумму Какую-то И соответственно Я зарабатываю Как вебмастер Как физлицо Получается Вот Как вот эти товарищи Вот эта группа Что их объединяет И как вообще Взаимодействуют Рекламодатели И вебмастера Их объединяет Их объединяет Партнерская сеть И зачем здесь Нужна вообще Партнерская сеть Почему не работать Напрямую Вот сейчас Например В Admitade Как я уже говорила Около 700 тысяч Вебмастеров Которые к нам Подключены Которые Заходят На платформу Регистрируются Указывают Какой способ Они готовы Каким способом Они готовы Рекламировать Товарь рекламодателя Например E-mail рассылка Например У меня есть канал В соцсетях У меня есть канал В телеграме Который сейчас Очень популярен Мы говорим Окей Подключаем Вебмастера У нас есть Сейчас 1600 рекламодателей Которые приходят И говорят Каждый Ну естественно Посчитал свою математику У себя Сколько он готов платить И говорит Окей Я готов платить 5% от стоимости продажи Я готов платить Там полторы тысячи рублей Тысячи рублей Мы заводим Это все в каталог Вебмастер приходит Смотрит в каталоге Перечень офферов От рекламодателей Оффер это предложение От рекламодателей Сколько за какое действие Он готов платить Потому что действие Это может быть разное. Это может быть cost per sale, CPS, вы платите за продажу. Если вы хотите платить за лиды, например, за условный звонок, за условный заказ или за инсталл приложения, это будет cost per lead, например, или cost per install. Есть несколько моделей. Соответственно, это рекламодатель тоже указывает. И, как я уже говорила, встречаются они здесь. Что делается еще здесь на уровне партнерских сетей? Здесь предоставляется статистика и рекламодателям, и вебмастерам. Для того, чтобы рекламодателям предоставлялась статистика, это нужна интеграция с партнерской сетью, там несложные действия, чтобы передавать информацию, соответственно, о количестве продаж, о количестве кликов. И рекламодатель видит, сколько продаж ему принес каждый из вебмастеров условных, который работает с его оффером, сколько к нему человек подключены, сколько было кликов, какой вид трафика у него конвертируется, какой не конвертируется. Соответственно, вебмастер тоже видит, какой рекламодатель у него конвертируется и переносит ему продажи. Например, я разместила, там вебмастер размещает в своей рассылке 10 рекламодателей. Кто-то ему приносит продажи, а кто-то не приносит продажи. Соответственно, рекламодатель тоже, вебмастер тоже смотрит, с кем ему нужно работать. И, соответственно, площадка предоставляет статистику и этой стороне, и этой стороне, и смотрит за тем, чтобы не было фродо, не было шейва со стороны рекламодателя, чтобы все было достаточно честно. Потому что рынок CPA маркетинга, он не новый, но он, скажем так, последние только года два выходят из тени, и там еще люди пытаются друг друга обманывать. Собственно, партнерская сеть за этим следит. Что еще делает партнерская сеть? Она помогает, условно, повышать эффективность рекламодателям, вебмастерам, помогает им взаимодействовать, решать какие-то вопросы. И, соответственно, все встречаются здесь. Если про кейсы, вот Goods.ru – это витрина M-Video. Да, у них все хорошо. Соответственно, они выходили на рынок в конце прошлого года, и вот по их статистике более 40% продаж им приносил канал CPA. То есть они подключились к партнерской сети, разместили свой оффер. Они дали очень хорошие ставки для вебмастеров, поэтому оффер полетел очень быстро. И, соответственно, они даже сделали бонусную программу. Например, если оборотка будет такая, они выплачивают определенный бонус. И вебмастеру, естественно, выгоднее работать с ним. И вот в итоге у них 40% продаж было CPA по фиксированной цене, как мы уже говорили. И в Черную пятницу эта цифра достигала 50%. То есть когда в ноябре все эти дела происходили, потому что были бешеные скидки. Но они, естественно, еще оффлайн поддерживали очень сильно. То есть узнаваемость бренда. У них в Метропс было очень много баннеров. Есть еще, знаете, наверное, iHerb, интернет-магазин, добавок, витаминов и же с ним. У них около 12% продаж по каналу affiliate marketing или CPA, ну это одно и то же, или продажа с партнерской сети идет. И они платят, если не ошибаюсь, 5% от стоимости продажи вебмастерам. Соответственно, привел, получился 5%. Ну и комиссия партнерской сети там уже по договору. Это если про кейсы. Кому подойдет работа с партнерской сетью? Здесь мы уже говорили сегодня с вашими коллегами. Есть рынки, на которых очень классно идет работа с партнерской сетью. Опять же, особенность трафика, который приводят вебмастера. Особенность работы с вебмастерами. Очень хорошо работает e-commerce. Почему? Потому что зачастую в e-commerce уже настроено. Там есть корзина, можно положить товар. В e-commerce люди зарабатывают на онлайн-продаже. Значит, они следят за конверсией сайта, за тем, чтобы сайт хорошо работал. Значит, вебмастеру тоже легче привести трафик и получить свою продажу. И e-commerce, естественно, может настроить интеграцию. Это не сайт, которому 30 лет, который не переделывался, который служит просто как визитка. Нет, это немножко по-другому. Это их хлеб. Поэтому в e-commerce тема спорт, бьюти, детские товары. Там все, что для женские, красота. Ну, эта тема очень хорошо идет. Определенные сервисы. Вот здесь вопрос определенной сервисы. Тоже с коллегами говорили про B2B. Вот таких рекламодателей намного меньше из B2B, потому что здесь процесс принятия решения немножко другой. Люди, отвечающие за принятие решения, например, это не те, на которых мы можем старгетироваться в соцсетях. Это немножко выше будет уровень просто получается. И поэтому B2B идет достаточно сложно. У кого-то есть, у кого-то нет. У нас, если говорить про B2B, это больше на уровне, вот сейчас скажу, виртуальных продуктов. Ой, прошу прощения. Виртуальных продуктов это хостинги, антивирусы, конструкторы сайтов и CRM. Вот это еще можно и для B2B, и для B2C использовать. Плюс тяжело, наверное, пока идет недвижка и автомобили. Опять же, почему? Потому что человек сделал заказ и уходит думать или идет ногами в офис компании по недвижимости и смотрит уже там, и там уже принимает решение. И не всегда можно, рекламодатель может сметчить, получается, человека, который сделал заказ и пришел в офис и купил уже непосредственно таунхаус себе. Вот здесь есть сложности. С остальными все гораздо понятнее и прозрачнее. Хорошо идет сервисы, курсы, тренинги, онлайн, оффлайн-школы обучения. Это хорошо работает. Финансы, займы, микрокредиты, страховки. Очень хорошо покупают. Что travel, что обычные страховки. И причем в финансах они выше всего, получается, вознаграждение вебмастер. Поэтому вебмастера очень хорошо работают с финансами, но они это любят. Еда. Все, что касается доставки еды, это доставка пиццы, это доставка готовых продуктов, это набор «сделай сам», например, там «приготовь себе ужин» или еще что-то. Тот же утконос, перекресток. Это все хорошо работает. Ну и онлайн-игры. Естественно, сам Бог велел. Тут очень большой трафик. Там есть даже целый отдел, который занимается именно этим направлением. Инсталлы или какие-то определенные действия за них платит рекламодатель. И мобильные приложения. Опять же, либо за скачивание здесь может быть залит, рекламодатель может платить вебмастеру, либо он может платить за какое-то действие, которое человек совершил внутри приложения. То есть он его не просто скачал, он даже должен провести там не менее двух минут, там выиграть пару-тройку лопат, ну если мы говорим про игры какие-то. Соответственно, рекламодатель тоже все это указывает, чтобы ему не платить впустую. Потому что если он заплатит просто, скажет, я плачу, например, просто за количество кликов, ну вам и накликают. То есть здесь тоже нужно смотреть, что у вас работает, что не работает. Пару рекомендаций, как выбирать партнерскую сеть. Если вы решите начать сотрудничать с партнерскими сетями, наверное, не буду перечислять. Если будут вопросы, просто отвечу. И, наверное, уже буду готова ответить на вопросы. Спасибо. А вопросов, наверное, нет. Отлично. Ну тогда передаю микрофон. Спасибо. Спасибо за выступление. И мы без перерыва сразу переходим к следующей секции. Секции, которая лично меня очень интересует, посвящен искусственному интеллекту. То есть это такая автоматизация маркетингов в квадрате. И предлагаю позвать Михаила Фанасьева, ведущего аналитика компании МТТ, моего коллегу. К сожалению, много отрываюсь от компании, от коллег по бизнесу. И в какой-то степени не знаю уже даже, насколько у нас бизнес улетел вперед. Поэтому даже самому будет интересно послушать, что у нас с маркетингом автоматизации. Всем привет. Я занимаюсь аналитикой и курирую работу с оттоком на участке предсказания. И мое выступление будет в основном посвящено оттоку. Первое, что я хотел бы сказать, машина обучения – это необязательно что-то сложное и недостижимое. На примере кредитных систем в 1899 году появилась компания Equifox в Америке, которая просто основатели составили список кредитоспособных клиентов и вручную начали выделять маркеры, которые указывают на то, что клиент сможет вернуть кредит. В 1050 году появилась первая скоринговая система. Ее начали продавать как идею. И только в 90-х годах это все стало работать на компьютере. Теперь ближе к тому, чем мы занимаемся в МТТ с оттоком. Работа с оттоком в плане предсказания началась буквально в Excel. Это были простейшие математические какие-то признаки. И если посмотреть на диаграмму всего процесса компании оттока в целом, то видно то, что само предсказание занимает очень малую долю всех ресурсов человеческих, временных. Большую часть занимают сопутствующие процессы. Это подготовка оффера, работа с кандидатами в отток и так далее. Поэтому, если ваша задача может решаться просто, ее лучше начать решать просто и выстраивать сопутствующие процессы. Потом уже задумываться о каком-то машинном обучении. Теперь я расскажу про как оценивать алгоритм. Совершенно нормально относиться к машинному обучению как к черному ящику. И достаточно буквально знать два параметра, которые говорят об работе этого алгоритма. Один из параметров это полнота. Полнота это сколько удается в целом предсказать от точных клиентов. То есть на вот этом примере здесь полнота 9%. То есть всего лишь 9% из отточных клиентов удается предсказать. Но при этом точность алгоритма, это другой параметр, она может быть очень высокая, 90%. И понятно, что такая ситуация, наверное, неудовлетворительна. Поэтому нужно балансировать и искать, что для бизнеса лучше. Потому что эти параметры точность и полнота не могут быть одновременно удовлетворены и улучшены. И нужно считать маржинальность. Я не буду вам рассказывать про эту формулу. Я просто скажу, что нужно такие формулы писать, потому что у специалистов по машинному обучению у них нет хорошего представления бизнеса. И в частности бизнеса, в котором они начнут работать. И только бенефициары бизнеса могут показать, что именно для них важно в плане оттока. Например, в B2B каждый клиент стоит дорого и можно затратить значительные средства на разработку оффера. Он должен быть персонализированный. Он может стоить значительно дороже, чем в B2C, например. В B2C все проще. Можно сегментировать, данных много. И офферы могут быть одинаковые для конкретного сегмента. В плане ситуации на рынке по специалистам машинного обучения и подрядчикам. В целом отрасль по кадрам молодая очень. И в России сейчас несколько десятков тысяч человек умеют это делать, но там минимум на порядок меньше делали это в бизнесе. То же самое относится к подрядчикам. И если вы захотите привлечь подрядчика, то они вам будут продавать того же самого специалиста по машинному обучению, у которого нет никакого реального опыта в бизнесе. Но при этом требуется там во много раз больше денег. И эта добавочная стоимость, она по сути ничем не оправдана будет. Поэтому имеет смысл выращивать у себя внутри таких специалистов. Даже в Силиконовой долине сейчас острая нехватка кадров по машинному обучению. В России, конечно, ситуация еще гораздо хуже. Если так резюмировать, то, во-первых, нужно определить, нужно ли вам машинное обучение, или вы можете обойтись без него какими-то очень простыми средствами. Потому что во многих задачах, и в частности в оттоке, это может быть сделано буквально на бумаге. Затем нужно попробовать решить задачу на коленке и выстроить сопутствующие процессы. Посчитать. Обязательно надо считать маржинальность, потому что в России многие компании не умеют этого делать, не считают. В итоге компания идет, но она может быть убыточна. И стоит выращивать у себя внутри такого специалиста. Все. Всем спасибо. Добрый день. Вы, может, не подскажете, какие основные переменные вы исследуете при построении моделей на отток? Ну, как я уже сказал, это полнота, это точность. То есть нужно посмотреть, сколько, какую долю отточенных клиентов удастся предсказать. Нет, 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 нет. Ну, предсказательную модель вы же туда задаете, допустим, транзакции, посещение сайта, пол, возраст. Какие еще параметры для предсказания используются? Ну, это зависит от бизнеса. У нас это телеком, то есть там основные параметры – это трафик. Но тут это чёрный инжиниринг. И вам нужно… Вот специалист по машинному обучению вообще не сможет вам помочь. Вам нужно самостоятельно указывать на факторы, которые, по вашему мнению, лучше будут влиять, смотреть их комплексно и, то есть, работать с этим человеком непосредственно. А сбор данных у вас самописные системы или вы какие-то сервисы используете, для которых кормите модели? Ну, в первую очередь мы используем данные по нашим клиентам, то есть, которые хранятся в наших базах. Но даже подготовить эти данные – это очень большая работа и сложная, потому что они там в разрозненном виде хранятся. И на это нужно много ресурсов. А профили соцсетей, там, может быть, сегменты из каких-то… У нас B2B – это к нам не относится. Вообще, конечно, если B2C, то имеет большой смысл это делать. Вот что тот же самый Facebook, Cambridge Analytics, они это и сделали. Спасибо большое. Спасибо. Первый вопрос. А что вы еще в МТТ с помощью искусственного интеллекта автоматизировали? Пока ничего, но, безусловно, планируем, например, то же самое email рассылки, маркетинга, автомейшн. МТТ сейчас выстраивает свой продукт, и вот эти системы, они в стадии зарождения находятся. Понятно. А второй вопрос. По цифрам есть? Без автоматизации в Excel и вот то, что сейчас пытаетесь сделать? Ну, по цифрам прям конкретно не скажу. Скажу то, что в Excel гораздо меньше удается отработать. И на самом деле вопрос даже не в количестве, а в сопутствующих процессах работе с клиентами. То есть должен быть отдел по работе с клиентами, он должен быть готовым принимать там большое количество предсказанных клиентов, должно быть подготовлена афера. И вот вся эта большая работа, то есть предсказание – это 5% от всей этой работы. А 95% это? Это все остальное. То есть подготовка оффера какого-то персонализированного – это работа с клиентом, оценка эффективности. И если, например, ваш колл-центр не готов обрабатывать поступающие заявки, то бесполезно предсказывать что-то. А разве не наоборот делается, когда загружается там пара десятка офферов, а уже машина догадывается, кому этот оффер можно показать? Ну, вот конкретно в МТТ это B2B, и тут невозможно работать с оттоком просто там автоматизированно, с помощью mail-рассылки. Это обязательно должны быть люди, которые взаимодействуют с людьми. Мутно. Спасибо. Да, спасибо за доклад. Хотел поинтересоваться, есть ли какой-то вот такой живой пример, какие данные вы предсказывали в B2B сегменте? Ну, мы предсказываем отток сейчас, и, соответственно, вероятность того, что клиент там в ближайший месяц прекратит пользоваться услугами. А у нас какой точностью сейчас достигает прогнозная модель? Ну, опять же, точность такой параметра, есть еще полнота, но в целом довольно хороший процент. Ну, удовлетворяющей статистической погрешности? Ну, конечно, то есть там порядка 85% точность. Спасибо. Миша, спасибо. К сожалению, не все цифры мы можем освещать, потому что не все цифры согласованы с руководством для рассказа. Вот, поэтому Миша и запнулся на некоторых данных. Спасибо, Михаил. Передаем уже слово Ольге Кутейниковой, компании Digital Contact. Еще немножко про email-маркетинг и про использование искусственного интеллекта в этой теме. Да, спасибо. Доброе утро. У меня сегодня тема такая пафосная немного, искусственный интеллект. Но на самом деле нужно понимать, что когда мы говорим про искусственный интеллект, сейчас, в данный момент, это больше маркетинговый ход. Потому что по факту все мы имеем дело с машинным интеллектом и с машинным обучением. И вот я хочу спросить вас. Как вы считаете, машинное обучение, машинный интеллект – это какой-то тренд временный? Или же это действительно вещь, которая может принести деньги? Поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что это действительно эффективно и может повысить… Я, наверное, скажу в перспективе пока. Но я вижу, что где-то процентов 30. И вот, кстати, этот вопрос я периодически задаю аудитории. И все больше и больше людей убеждается, что это действительно работает. И более того, наши западные коллеги в разговоре, один из CEO большой крупной компании, упомянул, что в ближайшем будущем те, кто не применяет машинное обучение в своем бизнесе, которые проиграют конкуренцию. И здесь с ними очень сложно спорить, потому что чем больше компаний начинает использовать искусственный интеллект, использовать машинное обучение, тем больше возможностей у них появляется по персонализации и по коммуникациям с клиентом, тем больше у них покупают. И, соответственно, уже тяжело другим компаниям с ними как-то конкурировать. Так с чего же начать? Вот, собственно говоря, мы компания, которая занимается оптимизацией и применением машинного обучения для повышения эффективности маркетинга и продаж. Но для того, чтобы машинное обучение начало работать, прежде всего необходимо автоматизировать те процессы, которые на данный момент уже у вас выстроены. И мы, как компания, которая как раз-таки, вот недавно мой коллега из Юнисендра говорил, выросли из email маркетинга, мы выросли из компании, которая работает как афилиат-маркетологи. То есть это партнерские сети. Мы работаем с партнерскими сетями и берем продукты, их, собственно, промоутим, продвигаем с помощью наших возможностей и наших технологий. И в то же время у нас есть сервис рассылок, который, собственно говоря, мы соединили эти две вещи для того, чтобы достичь некой синергии. Так вот, весь вопрос заключается в том, какая разница между безадресными рассылками, когда мы шлем на массовые и большие листы против того, как работают точечные предложения с применением самобутящихся моделей. И в прошлом году мы потратили практически год на то, чтобы это все протестировать. И вот сегодня готовы с вами поделиться результатами нашего исследования. Собственно, какая проблема с рассылками? Самая большая проблема с рассылками в том, что люди считают их неэффективными и раздражающими. И здесь возникает дилемма. Как быть? Продажники хотят, чтобы больше отправляли. Чем больше отправили, за каждый миллион имейлов мы получаем X долларов. С другой стороны, есть бренд-менеджеры, есть маркетологи, которые отвечают за то, чтобы клиенты, которые у них есть сейчас, не уходили, чтобы они были довольны сервисом и, собственно, получали какой-то позитивный фидбэк от своих клиентов. И, собственно, здесь нужно найти некую синергию. Поскольку автоматизация как раз-таки помогает выстроить эти коммуникации с клиентом. И, собственно, благодаря этим коммуникациям это все позволяет лучше продавать. Повышается капитализация компании, потому что, опять же, мы знаем, что бренд и сохранение его репутации это очень важный элемент стоимости компании. И все-таки об этом надо думать. Кроме того, имейл-рассылки и грамотные коммуникации генерируют продажи. Но самое главное является ключевым звеном для развития агентов влияния. То есть это люди, так называемые вечные клиенты, о которых уже с утра говорили коллеги. Чтобы к этому прийти, это все речь о коммуникациях, имейл-рассылках, коммуникациях в соцсетях и так далее. Так может ли, собственно, машинное обучение помочь нам найти вот этот баланс между желанием продажников больше продавать, маркетологов меньше раздражать клиентов? И вот этим вопросом мы как раз занимались и его решали. У нас у самих есть довольно большая база подписчиков, которые подписаны на разные тематики. Кто-то подписан на рецепты, кто-то на какие-то финансовые консультации. И вот таких у нас в базе 5 миллионов. Причем цена каждого из них – это 50-300 рублей. То есть мы за них платим, они к нам приходят. И, конечно же, самое ужасное, что может случиться, это, собственно, мы их потеряем. А наша основная специализация – имейл-маркетинг. И мы все знаем, что нужно все-таки грамотно с этим работать. Поэтому минимизация отписок и жалоб – это один из таких KPI в нашей компании для того, чтобы база жила и развивалась. И, собственно, как здесь быть, как здесь найти путь решения? Вот, собственно, мы задались вопросом, кому и какое предложение нужно отправить в какой момент. И для этого как раз-таки и применили нашу технологию. Собственно, здесь конкретно пример работы с Альфа-банком. То есть это кредитные карты, кредитные продукты, кредиты, которые предоставляет Альфа-банк. И мы с ними работаем как партнеры. Здесь очень хорошо видно на первом графике, как в прошлом году с января где-то по март примерно мы просто по всей базе рассылали определенный объем имейлов. Ну и, собственно, вот этот CTR – это реакция на эти имейлы. То есть, как вы видите, по сравнению с теми миллионами, которые они получили за месяц, мы имеем довольно слабый фидбэк. С марта по июнь – это пример внедрения автоматизации. Это то, о чем говорили коллеги, когда речь шла о цепочках. То есть, если человек открыл, отправляем вот это. Если он там среагировал на это, отправляем вот это. Если он купил, то отправляем что-то другое. И вот уже цифра у нас намного лучше. Мы шлем меньше, при этом люди реагируют намного лучше. И где-то в августе, в июле примерно, мы имплементировали уже непосредственно самообучающуюся модель. И здесь количество рассылок практически в десятки раз сократилось. И при этом фидбэк стал, и отдача от пользователей стала намного более значимой. И конверсия в июле-августе составила уже 10% с этого трафика. То есть, мы начали угадывать, кому что отправлять, в какой момент. Собственно, я здесь еще на слайде не отобразила, но на самом деле не только конверсия выросла, но и количество продаж, как это ни странно. То есть, выбрать правильный сегмент на правильную аудиторию, нацелено отправить правильное предложение, по большому счету, не только увеличивает отдачу от этой всей истории, но в то же время повышает общую консолидированную выручку. И это, кстати, одна из больших проблем, которую мы часто вынуждены решать. И в угоду понижения качества собственных предсказаний, выбирать больший объем и больший сегмент, просто для того, чтобы забить условно мощности. Так вот, с чего же начать? Что вам сделать для того, чтобы у себя повторить такую же историю? Прежде всего, нужны данные. И на что здесь смотреть? На что мы смотрели? Мы собирали профиль подписчика по возрасту, геоинтересу. Есть там еще 120 полей, но нужно понимать, что эти поля, они все в основном разреженные, и данные, как говорят, немного дырявые, то есть их мало что можно использовать. Но, тем не менее, такие данные они есть. Также есть история взаимодействия с письмами, кликами, открытиями, отписками и, собственно, поведением на сайте. Что можно оптимизировать и что мы оптимизировали в данном конкретном кейсе? Первое, что наша цель, конечно же, как компания, которая получает деньги за результат, это, безусловно, максимизация конверсии в продаже. То есть мы подбираем получателей под оффер. Второе – это максимизация кликов из письма. Здесь основная наша задача – это выбрать правильный креатив. То есть кому-то нравятся кошечки, кому-то нравятся цветочки, кому-то нравятся какие-то бизнес-креативы. Вот задача, собственно, алгоритма – выбрать правильный. Правильный – тот, на который кликнут. И третье – это, собственно, максимизация открытий. Здесь основная работа идет с сабжектом и фромом. То есть вы можете отправить от имени Василий из компании такой-то, либо можете отправить из учебного центра компании такой-то, либо как-то еще. И вот это все точно так же может оптимизировать и выбирать машинный интеллект. Есть еще бытует мнение, что очень хорошо работает предсказывание времени открытия, то есть когда человек находится возле компьютера. Здесь мы тоже, в принципе, эту работу ведем, но по факту примерно выглядит это так, что все люди читают почту примерно три раза в день. Это где-то с девяти до десяти, когда они приходят на работу, во время обеденного перерыва и вечером, когда они возвращаются с работы. Вот в эти группы, в эти кластеры, по большому счету, попадает большая часть людей. Если вы в один из этих периодов пошлете, то вы, скорее всего, угадаете. Собственно, какие проблемы есть, о чем я уже немножко упомянула. Все-таки машинное обучение – это не искусственный интеллект. Искусственный интеллект может принимать решения. В теории, как работает наш интеллект, мы можем принять решения, мы можем что-то самостоятельное решить. В данном случае машинное обучение заточено на решение конкретных проблем, конкретных задач. И вот, в частности, у нас проблемы, с которыми мы столкнулись, и вы столкнетесь, если будете оптимизировать email-маркетинг, это балансировка листов между офферами. Что это означает? Что у нас есть база миллион, нам нужно с ними со всеми прокоммуницировать и что-то предложить. Но дело в том, что весь миллион, если понизить очень сильно границу, то есть уровень чувствительности к прогнозируемой вероятности, он попадет в один оффер, и туда все свалятся, собственно, все остальные. То есть, соответственно, здесь нужно очень грамотно и гранулярно балансировать между чувствительностью и тогда делить уже, собственно, на эти группы, исходя из вероятности. И есть еще вторая проблема. Если мы говорим о цепочках, то машинному обучению по большому счету все равно. Первое это письмо в цепочке, второе, десятое, двадцать пятый или последнее. Бывает так, что она уже на тот момент, когда анализирует модель человека, его профиль, она понимает, что этот человек ничего не купит. И может случиться так, что он подписался, ему говорят, «А, добрый день, но мы с вами хотим попрощаться, потому что по нашим прогнозам вы нас ничего не купите». А это очень плохо, естественно, для репутации, ну и странно вообще как-то. Поэтому здесь очень важно все-таки пока держать все руку на пульсе и, естественно, эти все моменты контролирует, в том числе и за счет обычных параметров фильтрации, что можно, где можно принимать решения, а где эти решения принимать не стоит. Как же применить это все в своем бизнесе? Здесь довольно немного пунктов, но тем не менее они все требуют внимания. Первое, что нужно сделать, это поставить трекинг событий на вашем сайте. Меня часто спрашивают, а подойдет ли Google Analytics или Яндекс.Метрика? Вот вопрос, наверное, они когда-то предоставят достаточной информации для того, чтобы вы могли оттуда что-то брать и с этим работать. Но дело в том, что нужен трекинг, который будет трекать абсолютно все события на вашем сайте, в том числе обеспечивать клик-стрим, в том числе возможность присваивать ваши теги и все это привязывать к конкретному идентификатору пользователя. Более того, нужно уметь распознавать этого же пользователя, когда он пришел на сайт повторно. Интеграция с поставщиками данных – это то, откуда мы берем профили. Да, у вас есть CRM, вы можете оттуда взять информацию. Она золотая, это действительно то, что лучше всего. Но не всегда ее достаточно. Поэтому есть поставщики данных, у которых можно докупить данные и обогатить свою базу. Третий момент. Данные, если не знать, как их обрабатывать и сортировать, как с ними работать, они в принципе бесполезны. И здесь, конечно, уже требуются специалисты по машинному обучению. То есть это люди, которые правильно складируют их, разместят там на кластеры, развернут Hadoop, инфраструктуру, и поверх этого всего настроят правильно обработчики и смогут с ними работать. И хранилище данных – это тоже отдельный вопрос. То есть, собственно, этот Hadoop надо где-то развернуть. Это могут быть собственные сервера, это могут быть какие-то облачные платформы. Но, тем не менее, в любом случае это тоже задача. Далее. Над этой всей инфраструктурой уже, собственно, работают data scientists. И здесь есть… Вот даже тема у нас сегодня называется нейросети в маркетинге. Но на самом деле нейросеть – это не всегда оптимальное решение. Более того, это почти всегда не оптимальное решение. Нейросеть применяется в самый последний момент, когда уже все остальные методики, дерево решений, логистическая регрессия, линейная регрессия в некоторых случаях. Вот когда вот это все было пройдено, тогда уже можно ставить нейросеть, потому что у нейросети есть много проблем, в том числе и склонность к переобучению. То есть это когда на вашей учебной выборке она работает идеально, как только вы ставите тестовую выборку, она начинает там полный бред показывать. И, собственно, конечно, data scientist. Data scientist – это человек, это бывшие аналитики в каком-то смысле. Сейчас очень многие просто поменяли у себя в резюме, написали, что мы теперь data scientist, и сразу в два раза себе зарплату подняли. Это очень классно, но когда они приходят к нам, и мы вынуждены с ними работать и с ними общаться, мы понимаем, что им еще очень-очень много чему надо учиться. Поэтому найти такого специалиста – это тяжело. Но если вы такого нашли, и, кстати, такая рекомендация искать в математических вузах, у нас замечательные ребята в Бауманке обучаются, именно молодые студенты, они много читают, и действительно очень заинтересованы, хорошо работают. Вот можно там поискать таких людей, без них абсолютно сложно будет выявить правильные фичи, правильные модели подобрать, ну, естественно, все это настроить. Что еще можно будет делать в дальнейшем, и вот куда мы уже сейчас смотрим. Да, у нас email-маркетинг, но мы же прекрасно понимаем, что email-маркетинг – это всего лишь маленькая часть. И есть соцсети, есть Viber, есть SMS-ки. Вот здесь пример той цепочки, омниканальной цепочки, которую мы уже даже для некоторых настраиваем в рамках наших пилотных проектов. Но по большому счету принцип абсолютно такой же. Единственное, что здесь задачи машинного обучения, они ставятся чуть-чуть другими. То есть мы оптимизируем, скажем, мы проверяем факт наличия, реакции на email, наличие реакции на SMS, и принимаем решение, куда, собственно, каждого клиента отправить. Это на самом деле уже реальность. То есть ничего здесь такого нет. Каждый из этих этапов можно оптимизировать с помощью машинного обучения. Просто нужно научиться ставить так называемые задачи машинного обучения, которых всего три, но по большому счету они под собой объединяют очень много чего. Так вот, по поводу будущего маркетинга и поможет ли нам машинное обучение. Ну, честно говоря, уже сейчас очевидно, что грамотные коммуникации с клиентом, правильное предложение, правильному человеку, в правильное время. Это то, что сейчас движет бизнес вперед. Это то, к чему мы все стремимся. И, в принципе, чего бы мы сами хотели получать. Никому не хочется на 8 марта получить предложение побриться каким-то там бритвой Эльдорадо или что-то такое. Это как-то странно. Мы хотим получить то, что нам релевантно, то, что нам будет интересно читать. И, с другой стороны, я хочу еще один момент, чтобы люди не заигрались. Потому что есть все-таки некая этика. С одной стороны, да, релевантно. С другой стороны, мы все хотим быть защищенными, так сказать, от взора большого брата. И, собственно говоря, все-таки мы должны в своих компаниях стараться не влезать на ту территорию, которая касается личных проблем человека, в том числе со здоровьем или каких-то семейных отношений. Поэтому, поскольку задачу машинного обучения ставим люди, я вас хочу призвать все-таки ставить такие задачи, которые не будут вторгаться в территорию личного пространства человека. У меня все. Пожалуйста. Вопросы? У меня вопросы и комментарии, значит, по поводу, там, Google Аналитика. Сказали, что уже собственную систему. С вами не согласен совершенно, потому что, если вы будете делать собственную систему, вы кросс-девайсность будете делать примерно лет пять. Вот. Это первый момент. Второй момент, соответственно, почему вы говорите, что нельзя протегировать все события и отправлять их, например, в Яндекс.Метрику. У Яндекс.Метрику есть прекрасная интеграция с клик-хаусом, это готовая база данных, с которой можно прекрасно работать. Аналогично можно. Вот это то, что я подозревала как раз-таки. Когда мы смотрели на их инструменты и на возможности, у нас свой трекинг. То есть я вот скажу сразу, что мы написали свой. Понятное дело, мы его предлагаем, он как бы есть. Но некоторое время назад была проблема в том, что мы не могли из Яндекса получить четкий идентификатор клиента и всю информацию по нему. Вот если это сейчас изменилось, то тогда моя информация устарела. Значит, да, в вашей информации устарела можно выключить все в клик-хаус, который разработал Яндекс, самая полная база данных. Да, мы тоже им пользуемся. Да, там есть готовые скрипты на питоне, которые сам Яндекс сделал. Второе, соответственно, логично, с Google Analytics все можно выключить в BigQuery. Работать в BigQuery с полным идентификатором клиентов, соответственно, точно так же сравнительно дешевый продукт. По крайней мере, хранилище данных, он будет дешевле стоить, например, чем собственное. Это очень интересно, спасибо большое. Ты иногда получаешь информацию, тоже очень интересный зал. Спасибо. Ну, тогда спасибо большое. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Так, и у нас небольшая замена спикера. Спикера на спикера. UKID Group на UKID Group. Алексей Корнеев у нас заболел. Вместо него у нас Эдуард Макаров. Прошу. Спасибо. Кликер. Всем привет. Я вам расскажу про визуальный маркетинг с помощью искусственного интеллекта. Яндекс уже давно персонализирует под вас выдачу с помощью нейросетей. Google применяет в AdWords и AdSense их для аукционов и для того, чтобы определить, какой баннер нужно показать, где. Target Mail.ru использует нейросети для определения психотипа человека, который зашел на сайт. Авито использует нейросети сейчас для модерации объявлений, а скоро будет использовать для рекомендаций. Ну, во Вконтакте нейросети используются там для персонализации всего, что только можно. И самое главное, это, конечно же, для ленты, которую вы видите. При этом все маркетинговые материалы, которые… Ну, не все, но давайте так, почти все маркетинговые материалы, которые вы где-либо развещаете, либо это баннеры, где-то контекстная реклама, это какие-то соцсети, где вы ведете профили, какие-то внешние виджеты, они все ведут. В конечном итоге людей на ваш сайт. Поэтому сайт – это очень важная штука. И очень хотелось бы, чтобы сайт выглядел, ну, как минимум прилично, а в идеале там современно, адаптивно, хорошо, ну, и так далее. И очень многие люди, у которых уже есть сайт, считают, что они вот такие вот… Я у мамы инженер, сам со всем справлюсь, буду решать проблемы самостоятельно, но сталкиваются с такой вещью, что те инструменты, которыми нужно пользоваться для того, чтобы заниматься своим сайтом, им немножечко, ну, как бы не даются. Вот здесь есть на слайде скриншот фотошопа. Это фотошоп 90-го года. С тех пор прошло, ну, почти 30 лет, 28 лет прошло с тех пор. Если присмотреться, здесь, может, плохо видно, но вот фотошоп выглядит примерно так же, как сейчас. Ну, то есть тут вот понятно, что там что-то изменилось, но все основные элементы, они сохранились. Если провести аналогию, то это как лопата. Вот лопата 30 лет назад была той же самой лопатой. За 30 лет лопата стала полегче, у нее лезвие стало там острое, ей копать стало проще. Но вы не можете сказать лопате, лопата, выройка, пожалуйста, вот мне траншею здесь, длиной 3 метра, глубиной 20 сантиметров. Вам все равно нужно брать эту лопату и идти копать. Не умеете копать лопатой, не выройте траншею. Это при этом мы провели исследование, опросив примерно 5000 владельцев бизнесов, которые что-то продают в интернете, то есть для которых сайт является чем-то действительно важным. И подтвердили свои мысли. 55,4% из них сказали, что они хотят решать и решают сейчас какие-то проблемы, связанные со своими сайтами самостоятельно. 20% обращаются в агентство или в студию и 24,6% с каким-то фрилансером или внештатным сотрудником. При этом мы подумали, ну вроде так, окей, пойдем спросим у агентства, соответственно, как у них дела, у веб-студий. А там все тоже не очень хорошо. Там 62% из них сказали, что им не хватает людей. То есть тут даже речь не о деньгах каких-то, то есть там денег не хватает, там не хватает людей для реализации тех проектов, которые у них уже есть, чтобы их там сделать качественно, в срок и так далее. И тут нам на помощь, естественно, о чем я сегодня мог бы еще рассказывать, приходит искусственный интеллект. За последние пару лет появилось достаточно большое количество сервисов, которые могут справляться с автоматизацией и с масштабированием таких вот задач, о которых мы говорили до этого. Первый сервис, первый наш пример – это LogoJoy. это сервис, который создает вам логотип. Он не просто вам дает какую-то непонятную картинку, он вам дает реально логотип, который сразу же можно посмотреть на визитках, на печатной продукции, посмотреть, как этот логотип будет выглядеть на сайте, в социальных сетях и так далее. Понравилось – купили. Не понравилось – закрыли. У дизайнера это потребует минимум сутки, может, неделю, у некоторых месяц. А тут реально за пару минут вы получаете ровно такое же предложение сразу на всех основных материалах, которые вам нужны. Следующий сервис – это Refill for Spark. Он занимается повышением конверсии рекламных размещений в Фейсбуке. Он не просто смотрит на циферки того, как это объявление в Фейсбуке крутится, он проводит аналитику и смотрит, насколько оно примелькалось, насколько оно актуально. И если оно видит, что на хорошо работающее объявление на какую-то аудиторию начинает спрос к нему поспадать, он его немножечко меняет для того, чтобы обновить. И таким образом жизнь вот этого размещения, жизнь этого баннера может быть дольше, потому что он не неделю проживет, а потом уже все просто будет таким серым шумом, на который они будут обращать внимание, оно немножко изменится и будет снова попадать в поле зрения пользователей. Следующий сервис – это Magista. Он из фотографий и видео собирает видеоролик, который красивый, который там можно посмотреть. Вы можете сказать, что давным-давно придумали видеоредакторы, там это было, не знаю, с Windows XP, а то и раньше, но если вы пытались ими пользоваться, а именно там покидать туда картинок и видосиков и посмотреть на то, что у вас получится, то получается обычно каша. Вот это та самая история, которая не дает получиться каше, потому что нейросея здесь смотрит на то, как картинки сочетаются друг с другом, ретуширует их для того, чтобы переходы между ними, ну и они сами там хорошо выглядели в общей цепочке, и по факту вы получаете прикольное видео, которое можно, например, если про какое-то личное использование говорим, ну можно сделать какой-то там видосик о том, как вы съездили в отпуск. Если мы говорим про бизнес, то если вы выводите какой-то товар, то можно сделать красивое видео с этим товаром, которое уже разместить на сайте, на ютубе, в социальных сетях. Следующий сервис из солнечного города Челябинск, это наши друзья Еврипиксель, они оценивают привлекательность фотографий, они очень хорошо стартанули в прошлом году, и если вы размещаете какое-то фото или картинку, неважно, вы у себя на сайте или в социальных сетях, то вы можете загнать ее туда, посмотреть, насколько она понравится широкой аудитории, которая ее увидит. Кроме всего прочего, ребята подсказывают еще ключевые слова к этой фотографии, которые можно использовать для SEO на сайте, либо, если мы говорим про размещение в социальных сетях, то как хэштеги. Следующий пример – это With Importance. Это разработка, научная на самом деле разработка, из массачусетского технологического. Там задались целью определить, на что будет смотреть человек, скажем так. То есть оно в конкретном примере нашем рисует тепловые карты для макетов. То есть туда можно загрузить макет сайта, который еще там не сверстан, просто картинку, и посмотреть, как эта штука, как по всему этому макету, будет распределено внимание тех людей, которые увидят его в конечном итоге. То есть тут не нужно ничего верстать, не нужно набирать группу, которая это все скармливает, смотреть потом аналитику. Это все можно уже сейчас прогнозировать заранее. Следующий сервис – ColorMind. Он подбирает по загруженной фотографии подходящие цвета. Он не просто там берет какие-то основные цвета на этой картинке, он использует библиотеки Adobe и дизайнеров с Dribbble, для того, чтобы подобрать цвета, которые действительно будут друг с другом сочетаться. То есть это не рандомные такие цветочки, это реально то, что можно использовать потом в работе. И чтобы совсем уж не грузить вас таким большим количеством примеров, последний – это WebScore AI. Это наша разработка, сервис, который позволяет оценивать привлекательность сайтов. То есть если до этого мы говорили о макетах, то есть о том, что еще не существует, у очень многих людей, я думаю, примерно у всех здесь присутствующих есть сайты, или они связаны с какими-то сайтами, сюда можно отправить ссылку на свой сайт и посмотреть, насколько этот сайт нравится тоже такой среднестатистической аудитории, которая на него зайдет, среднего пользователя интернета, скажем так. Для того, чтобы этот сервис появился, мы собрали датасет из 12 тысяч сайтов и попросили их оценить несколько десятков человек. А критерии, важности каких-то вещей, которые мы использовали, мы набирали вместе с профессиональными веб-дизайнерами. А сейчас, чтобы вас немножко развлечь, я предлагаю устроить небольшой конкурс. Вы можете прямо сейчас зайти на WebScore AI и отправить туда ссылку на какой-нибудь сайт. Это может быть сайт вашей компании, это может быть какой-то сайт, который вы считаете красивым. К концу моего выступления тот человек, ну давайте сделаем даже три человека, у которых будут максимальные оценки, ну потому что они могут быть одинаковые на самом деле, если вы вдруг загрузите одинаковые сайты. Мы вручим какой-нибудь приз, ну там какой-то хороший приз. Вот после выступления у нас, по-моему, как раз перерыв будет, правильно же, после меня? Ну почти, ну в общем там какую-то минутную паузу, которая будет. Мы там обменяемся контактами и вы получите что-то от нас хорошее. Надеюсь, вам это пригодится и понравится. Соответственно, вот три человека с максимальной оценкой. Можно загружать несколько сайтов. То есть если вы там загрузили один, там есть история, вы увидите все, что вы загружали до этого, потом просто подойдете ко мне, вот Клеша там стоит сзади, и мы вам как-то уже определим, кто из вас что получил лучше. Либо просто в конце, если у нас будет немножечко времени, можете с места это объявить. Соответственно, вот о чем говорил предыдущий докладчик. Есть такой парень, Роб Гирлинг, который сказал, что в 2025 году искусственный интеллект будет нашим конкурентным преимуществом. То есть он будет действительно нашим другом, благодаря которому мы сможем при прочих равных иметь вот то самое преимущество для того, чтобы выиграть в конкурентной борьбе. А еще один парень, которого вы наверняка знаете, зовут его Джефф Безос, и еще в 1998 году, то есть 20 лет назад, сказал, что победят те компании, которые персонализируют предложения для конкретного человека и более того, будут персонализировать сайты, исходя из каждого человека, который на этот сайт зашел. Собственно, сейчас происходит примерно то же самое. Про Трампа у нас был еще один спикер, который там был за два до меня. Про пример использования нейросети для того, чтобы побеждать уже в политических гонках. Ну и там традиционно в поисковой выдаче и в рекламенных сайтах нейросети используются. Такие компании, как Spotify, например, используют нейросети для того, чтобы персонализировать подборки аудио и музыки, которую вы видите, чтобы вы больше слушали. Netflix использует нейросети для персонализации постеров фильмов. То есть если Netflix знает, что вы любите какого-то актера и он играет в этом фильме, он расположит этого актера на постере, чтобы вы этот фильм посмотрели, тем самым увеличивая осмотрение. Amazon использует нейросети для персонализации предложений, рекомендаций того, что вы можете купить, чтобы вы больше покупали. Соответственно, если мы понимаем, что есть большое количество инструментов, есть большое количество сайтов, которые нам может помочь в чем-то, то можно задаться мыслью, что, возможно, сайты научатся делать сайты с помощью нейросетей. И когда к нам пришла эта мысль, мы, собственно, начали разрабатывать один из своих инструментов, который летом этого года будет получать такую первую бету, какое-то первое публичное освещение. Мы назвали его Yuki Taee. Он переделывает старые некрасивые сайты, собственно, вот о чем сейчас говорили немножечко раньше, про сайты визитки, которые существуют тысячу лет. Вот это ровная история для этих сайтов визиток. Вы сюда отправляете какой-то лендинг, какой-то сайт, который существовал давным-давно, и он вам его обновит, он станет адаптивным, технологичным и так далее. Как это работает? Нейросет распознает структуру сайта, отделяет общие элементы дизайна, которые есть на всех страницах, от уникального контента, то есть от контактов, текста, фотографий и так далее. Строит контентное дерево из всего этого. Сначала контентное дерево повторяет структуру информации, которая была на старом сайте. Но нам ведь нужно пользователям сделать сайт лучше, для того, чтобы людям было проще на нем находиться. Поэтому он перестраивает контентное дерево таким образом, чтобы важная информация перемещалась к его корню и выходила на первое место. В дальнейшем из этого и формируются все страницы, которые существуют на нашем конструкторе U-Kit, которые преобразуются уже в сайт, которые можно сразу же после этого редактировать. Например, перетащить картинку слева направо, если вам кажется, что здесь она будет выглядеть лучше. Это буквально сразу же после конвертации. И вся информация переместилась со старого сайта на новый. То есть структура страниц осталась той же. Информация на страницах поменялась, расположение информации немножко поменялось, чтобы пользователям, посетителям было приятнее. У меня все. Спасибо за внимание. Давайте… Да, да. Спасибо. Ну что, мы сейчас… Как вы хотите? Давайте сейчас. Кто-нибудь готов назвать свою высокую оценку? 9.05 есть. Есть у кого-нибудь выше? Хорошо. 9.05 победитель у нас есть. А давайте проверим. Ваш сайт? У вас отличный сайт. У кого-нибудь чуть ниже, там 9.08 может быть у кого-то там есть. 7.69. У кого-нибудь есть повыше? Сколько? 8.60. Сколько? Вот. 8.89 и 8.60. Правильно? Вот. В общем, три победителя у нас есть. Подходите, и мы что-нибудь клевое вам вручим. А еще, если… Ну, я так подозреваю, что раз у нас здесь набрался такой зал, то вам интересно что-то узнать про нейросети и какое-то их использование там в вебе. У нас есть на ЮКИТАИ блог, кроме всего прочего, кроме того, что там всякие прикольные штуки про нас инструментов. Вы можете подписаться там, ну или там зайти в блог почитать. Мы рассказываем о том, как мы все это делаем, с техническими подробностями, с деталями вообще всей этой истории, о том, как мы это набирали, про наши какие-то ошибки и там приключения. Можете почитать. Я думаю, это может быть интересно и с технической точки зрения тоже. Все. Теперь спасибо, если есть вопрос. Вопрос уже, к сожалению, уже в кулуарах, потому что, чтобы не выбиться сильно из графика. И передаем слово Сергею Калешову, наверное, самой известной компанией, связанной с CRM и с какой-то степенью автоматизации маркетинга в России, ДНН в СНГ. А в мире когда? Здравствуйте. Здравствуйте всем. Как у вас настроение? Да ладно, можно не хлопать. Настроение хорошее? Сейчас будет такой эксперимент. У меня довольно тяжелая презентация, в ней куча видео. А вы ее переписали? А, надеюсь. О, супер. Тут даже что-то показывается. Так, о чем хочу рассказать. О, скажем так, о CRM, о том, как важно сегодня не забывать, что CRM и продажи, в смысле, что маркетинг и продажи, это, в общем-то, некое одно целое. Да, и о том, что можно из этого получить. Так, сейчас я попробую. Похоже, мне нельзя далеко уходить. Так, да. Мой доклад будет про 7 правил клиента сбережения. И, в частности, конечно же, про маркетинг тоже. Но про маркетинг, ориентированный, скорее, на имеющуюся клиентскую базу. Ну, смотрите. Мы с вами знаем, что клиенты – это самое ценное, что у нас есть. Кстати, очень часто отделы маркетинга забывают про эту историю. Почему-то по каким-то непонятным для меня причинам. Но такое случается. Их нужно любить, их нужно сохранять, всячески приумножать. И сегодня мир у нас так с вами устроен, что мы, сами являясь клиентами многих компаний, и вообще наши клиенты, они присутствуют в абсолютно всех цифровых каналах коммуникации. Более того, они привыкли к некому современному подходу, когда все происходит очень быстро. В современном мире сейчас все происходит очень быстро. Такси заказать – это буквально одно нажатие на смартфоне. Открыл приложение, оно уже есть. Еду заказать также. Сейчас уже там загранпаспорт получить. Тоже можно, несколько раз нажав на своем смартфоне, сфотографировать себя. Ну, в общем, заполнить заявку на получение загранпаспорта. Это обратившись на минуточку в МВД. И сегодня клиенты, в общем-то, ожидают, что компания, к которой они обращаются за тем или иным сервисом или продуктом, будет, ну, хотя бы близко соответствовать вот таким ожиданиям. То есть, что можно написать в любом удобном для себя месте, получить быстро ответ, что менеджеры не будут там тормозить, что реклама, которая приходит от компании, она там имеет определенный уровень качества, что есть там целевые действия, которые человек может выполнить. И выполнив эти целевые действия, ну, собственно, будут оправданы его ожидания, в том числе по скорости и по качеству обслуживания. Но почему-то, опять же, сегодня очень большое количество компаний не соответствует вот этим вот ожиданиям. И отсюда вопрос, собственно говоря, почему. Одним из ключевых факторов является, собственно говоря, ну, сейчас очень модное слово, есть digital трансформация. Да, вот digital трансформация у клиентской базы уже произошла, а у компаний внутри, внутри отделов клиентского обслуживания, внутри маркетинга и так далее, еще не произошла. И из-за этого, собственно, происходит вот такой разрыв, когда клиент остается недоволен. И действительно, большинство сервисных компаний, особенно это относится к небольшим компаниям, но, в общем, не соответствует современным ожиданиям. Так вот, в такой ситуации, в общем-то, сделав свою компанию современной, используя все новейшие технологии, все привычки пользователей по взаимодействию с вами, можно, в общем, получить очень существенное конкурентное преимущество. Давайте посмотрим. На самом деле идея очень простая. Есть, грубо говоря, три основных момента, о которых стоит сейчас задуматься, если вы еще не реализовали. Это под контролем держать все каналы коммуникации с клиентом или все точки контакта. Но в данном случае, скорее, не контакт, а именно коммуникации. То есть везде, где он может с вами прокоммуницировать с вашим менеджером или с вашей компанией. Это автоматизация на уровне доведения контакта до успешного завершения сделки. И, естественно, проактивная работа с уже накопленной клиентской базой. Давайте посмотрим. Я сформулировал, скажем так, несколько правил. Их тут семь штук. Которые, кажется, очень важны вообще, в принципе, для любой компании, которая ориентируется на клиента. Правило номер один – это, собственно, взять все коммуникации под контроль. Идея очень простая. Потому что, еще раз, сегодня все с нами хотят общаться любым удобным способом. Это не только телефон и электронная почта. Это не только сайт. Но туда же попадают сейчас социальные сети. Туда попадают мессенджеры. Туда попадают сейчас личные визиты человек, в офис или в торговую точку. Это тоже тот самый элемент, который также может быть взят под контроль с помощью CRM-системы. Это различные учетные системы, в которых происходят те или иные отгрузки. То есть это тоже некий контакт, когда мы через учетную систему проводим ту или иную транзакцию. Естественно, сайт. Естественно, телефон. Когда мы подключаем все эти каналы коммуникации с клиентом в CRM-систему, мы получаем очень… Я так и думал, что видео у меня работать не будет. Да ничего страшного. Мы получаем очень важные несколько преимуществ. Первое. У нас все обращения клиентов начинают собираться в одном едином месте, накапливаться и обрабатываться по определенным стандартам, которые вы для себя установите. Это, естественно, воронка… О, смотрите, что-то заработало. Ну ладно. Это, естественно, воронка продаж. Сейчас попробую. Нет, наверное, так не будет. Воронка продаж – это стадии сделок и так далее. Когда вы подключаете, у вас получается, что все звонки, письма, сообщения из социальных сетей, мессенджеров, визиты в офис, электронные почты – все попадает в CRM-систему и попадает, грубо говоря, на разбор вашим менеджерам. Этот разбор подразумевает, собственно говоря, переведение полученного лида или полученного контакта по воронке или, ну вот в данном случае, у нас представление Kanban, по стадиям сделки или по стадиям квалификации лида для того, чтобы в дальнейшем превратить в сделку или, соответственно, довести до продажи. И CRM здесь сама заносит всю информацию, которую смогла получить. То есть если человек написал из соцсети или из мессенджера, там уже есть, в общем, достаточно данных для того, чтобы сделать карточку клиента, сохранить вообще факт того, что он обратился и всю историю диалога с ним, чтобы в дальнейшем, опять же, иметь информацию о том, с чем он, собственно, снова к нам пришел. Каждый день для работы с клиентами… Видео пропущу, чтобы время на него не тратить. И что у нас получается? У нас получается, что из-за того, что мы автоматизировали, оцифровали весь, все каналы коммуникации с клиентом, у нас менеджеры не пропускают обращения. А если и пропустили по той или иной причине, ну, бывает человеческий фактор, CRM будет напоминать о том, что вообще человек позвонил или человек написал, или пришло письмо, или еще что-то, и нужно что-то сделать. Это одно из следующих правил. И менеджерам, опять же, упрощается задача. Ему не нужно, собственно, заносить большое количество данных, что, опять же, ускоряет внедрение, использование CRM. Ну и опять же, оцифровка всех каналов коммуникации, то есть всех обращений клиентов помогает в аналитике. То есть вы начинаете понимать, а какие маркетинговые инструменты привлекают больше и привлекают качественнее аудиторию. Потому что здесь вы учитываете все, все, что заходит в компанию. Второе правило. Оно относится скорее к тому, что маркетинговые инструменты сейчас сильно преображаются. И, опять же, из-за скорости того, что происходит, из-за скорости того, что компании необходимо меняться, в том числе с маркетинговой точки зрения, в том числе применять все новые и новые какие-то ходы для того, чтобы свою аудиторию подогревать или собирать новую. Возникает, собственно говоря, потребность делать все быстрее. И один из способов делать быстрее – это создавать сайты непосредственно прямо привязанные и изнутри CRM-системы. Это тот момент, когда маркетинг начинает пользоваться CRM-системой. Потому что у маркетинга задача сделать акцию, распиарить новый продукт, представить по другому услугу, выделить какую-то услугу отдельно. И один из там очень частых и полезных инструментов – создание лендингов. Если лендинг создается прямо из CRM-системы, он начинает помочь самую главную задачу. Он привязан ко всем лидогенерирующим инструментам в CRM и сразу попадает все с этого сайта внутрь. У нас в CRM уже встроен простой конструктор лендингов, с которым справится любой человек, который умеет работать с компьютером. И буквально за 15-20 минут можно создавать сайты, которые запускаются прямо сразу же и уже с подключенными туда с всеми средствами коммуникации. То есть там будут формы лидогенерирующие, там будет онлайн-чат, там будет обратный звонок. Естественно, все эти источники обращений уже подключены к CRM-системе и, соответственно, тут же будут попадать туда и попадать на стандартную обработку. Естественно, там есть все необходимые настройки для того, чтобы сайт правильно работал, для того, чтобы по нему работала аналитика и, соответственно, все необходимое. Опять же, ролик пропущу. Мы собрали все источники, собрали все коммуникационные каналы и что, собственно, делать дальше? А дальше нужно, ну, по сути, следовать неким подсказкам. То есть CRM-система сама по умолчанию делает так, чтобы менеджер, несмотря на отсутствие квалификации или мотивации к тем или иным действиям, чтобы подталкивать его к правильному сценарию обработки, собственно говоря, входящего контакта или уже существующего клиента. Как это происходит? У нас есть очень простой сценарий, он называется счетчики. Это примерно так же, как у вас на экране мобильного телефона возникают непрочитанные сообщения или непрочитанные уведомления. Это счетчик горит красненькой циферкой. Да? У вас вопрос? Работают? Работают. Я вам могу, если оставить свою... Конечно, оставлю. Хорошо, готов посмотреть. Если что-то не работает, это скорее техническое. Форум, наверное, не самое правильное место для решения. Давайте обсудим. Отдельно я готов вам дать свою визитку и вы посмотрим. Хорошо, хорошо, я понял. Окей. Исправим. Если что-то не работает у вас, значит, это какая-то локальная проблема. Вполне возможно, исправим. У нас нет, скажем так, большого вообще обращения на тему неработающих счетчиков, так что это какая-то местная проблема. Решим. Счетчик что делает? Он показывает дела, которые необходимо сделать. Или те моменты, те сущности CRM-системы, по которым что-то не запланировано. То есть это тоже считается неправильным, если в системе появился какой-то лид или какое-то дело, которое не запланировано по нему ничего сделать. И, соответственно, будет показывать и, собственно, напоминать о том, что вот у этого менеджера есть те или иные сущности или объекты в CRM-системе, которые требуют обработки. Ну и, по сути, главное правило счетчиков в счетчиков быть не должно. Это так называемые подсказки. Четвертое правило – это автоматизация. И есть функционал, который называется роботы. И сделан он для того, чтобы как можно меньше зависеть от человеческого фактора. Это первое. А второе – снимать рутинные действия с менеджеров и с тех, кто, собственно, занимается работой с CRM-системой. Очень многие вещи на этапе первых контактов, когда к вам только обращается человек, который заполнил форму на сайте или написал куда-то, могут быть обработаны в полуавтоматическом режиме. Контакт каким-то образом попал, может запуститься робот, который сделает какие-то вещи. То есть одни из простых – это поручить сотруднику что-то. То есть определить ответственного, например, случайным выбором, поставить ему какую-нибудь задачу или запланировать, что он должен перезвонить, или запланировать, что он должен отправить письмо, перевести автоматически в зависимости тех или иных условий поступившего входящего контакта на ту или иную стадию и так далее. Различные уведомления и тому подобное. Также система может на тех или иных стадиях работы с следом или сделкой совершать активные действия по отношению к клиенту, то есть связываться с ним. Может сама позвонить и голосом что-то сообщить роботизированным, отправить смс, отправить письмо или отправить сообщение в тот самый мессенджер, из которого клиент нам, например, писал. Для того, чтобы сообщить о том, что его заказ находится в такой стадии обработки или просто проинформировать о ситуации, которая происходит с его заказом или с его услугой. Также роботы могут выполнять роль рекламодателя. То есть робот может запустить рекламу, таргетированную на конкретного клиента по тем данным, которые в CRM есть, в разных рекламных сетях. Это бывает очень полезно, когда нам нужно автоматизировано, без участия человека или менеджера, утеплить имеющийся у нас лид. То есть у нас может быть лид с минимальным набором контактных данных и вместо того, чтобы в массе этих лидов обзванивать и нагружать человека, можно их утеплять с помощью рекламных компаний, с помощью лидогенерирующих страниц. Мы показываем рекламу, переводим на лендинг, и уже конвертируем в более теплый интерес, с которым уже будут работать менеджеры. Рекламные роботы также интересны в повторных продажах, когда можно на определенные сроки откладывать и ставить рекламные кампании на уже существующую базу. Но об этом мы еще поговорим вкратце. Так, сейчас видео прочитаем. По сути, роботы – система автоматизированных продаж, то есть когда мы можем очень многие действия автоматизировать для того, чтобы снизить нагрузку на менеджеров, и менеджеры работали там, где без человека никак не обойтись. Следующее правило – это, собственно говоря, работа с уже накопленной клиентской базой. Это как раз про маркетинг. То есть мы знаем, что маркетинг может быть на большую аудиторию, не таргетированный, маркетинг может быть таргетированный. Один из самых эффективных способов – это таргетировать на уже имеющуюся свою базу, потому что это те, кто с вами так или иначе проконтактировал, возможно, уже получил от вас услугу и уже вам доверяет. И почему бы не применять маркетинговые инструменты, которые мы все знаем и умеем, для работы со своей уже имеющейся клиентской базой, для того, чтобы ее возвращать. Потому что эти клиенты для нас самые выгодные с точки зрения затрат на возвращение, и, соответственно, их, безусловно, надо использовать. Такие клиенты, естественно, ждут больше индивидуальности в подходе и больше, более персонализированного подхода. И мы можем свою аудиторию, которая уже занесена в CRM-систему, то есть свою клиентскую базу, так или иначе сегментировать, выстраивать динамические или статические сегменты и на эти сегменты применять маркетинговые инструменты. SMS, e-mail, обзвон, отправка сообщений в мессенджер и те же самые рекламные возможности. То есть выбрали какой-то из сегментов и запускаем на них контекстную рекламу, таргетированную на конкретный сегмент, то есть на каждого конкретного пользователя. Это получается очень выгодно с точки зрения денег и, собственно говоря, возвращает клиентов, по сути, без привлечения на это человеческого ресурса. Повышение конверсии, повышение, собственно говоря, возвращения клиентов и увеличение лояльности с помощью маркетинговых инструментов, которые встроены в CRM, мы это называем CRM-маркетинг. Собственно, нужно автоматизировать также и повторные продажи. У нас с вами сам факт того, что человек обратился, того, что человек приобрел у нас какую-то услугу, да, мы с ним выполнили успешную сделку, говорит о том, что через какое-то время, в разных бизнесах это по-разному, у него может снова возникнуть потребность в обращении к нам. И в зависимости от этого сценария мы можем настраивать CRM таким образом, чтобы она создавала повторные сделки, создавала повторные обращения или использовала CRM-маркетинг для того, чтобы человек этого вернуть. Мы можем делать регулярные сделки, которые будут возникать сами автоматически, там с определенной периодичностью. И, соответственно, по сути, будет автоматом появляться задание менеджеру на обработку подобной сделки на продвижение в дальнейшем по тем или иным стадиям. И то же самое могут делать и роботы. То есть они могут автоматически, через какой-то промежуток времени, возобновлять контакт, либо, например, опять же, в автоматизированном режиме как-то клиента утеплять и в дальнейшем передавать этот контакт менеджеру для того, чтобы он уже голосом поговорил или продал услугу заново. Ну и последнее правило – это аналитика. Когда у нас собирается большое количество данных на входящие, и нужно отслеживать нагрузку, нужно понимать нагрузку на тот или иной канал, на того или иного менеджера, конверсию по каналу, с которого приходит нам обращение, и статистику по тем или иным вещам, например, по тем же самым счетчикам, которые у нас прекрасно работают. Хорошо. По тем же самым счетчикам, для того, чтобы просто понимать, насколько качественно или насколько добропорядочно менеджер выполняет ту или иную работу. Воронка продаж, стандартный отчет теперь уже не только отдела продаж, но и, собственно говоря, некая синергия отдела маркетинга с отделом продаж, который показывает, сколько мы привлекли и как протащили по нашим внутренним стадиям сделки для того, чтобы привлечь и, собственно говоря, заработать денег. По открытым линиям, то есть по интеграциям с различными мессенджерами и социальными сетями, чатами на сайтах и так далее, тоже отдельная аналитика, которая показывает время реакции, скорость ответов, оценки, которые ставят клиенты менеджерам за их консультацию или за их работу. И все это собирается в разные отчеты. И, конечно же, планы продаж один из таких мотиваторов и отчетов, когда вы выставляете для отдела или для конкретного сотрудника план по конверсии, то есть план по продажам в деньгах или в количестве сделок и, собственно говоря, следите за выполнением этого плана. На этом у меня, наверное, все. Два слова о том, что Bittrex 24 может быть совершенно бесплатен для небольших команд. До 12 человек CRM, конечно, не в полном функционале, но в очень хорошем с точки зрения функциональности в пакете, может быть бесплатно. Ну, есть несколько коммерческих тарифов для отделов продаж или отделов маркетинга. Есть отдельный тариф CRM+, который не очень дорогой, но раскрывает полностью всю автоматизацию и все-все возможности CRM для шести человек. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Да, готов ответить на пару вопросов, наверное. Кажется, я уложился во время. Скажите, вы говорили, что можно показывать при помощи роботов рекламу конкретному человеку. Да, верно. Но насколько я знаю, там должно быть 500 или сколько контактов. Нужны большие списки. Конкретному человеку ты не можешь ничего показать. Нужна выборка из 500. Нет, рекламные сети умеют показать конкретному по e-mail или по телефону. Конкретно одному человеку? Ну, да, у нас показывают. Спасибо. Спасибо. Есть, да. Она не сильно отстает. Она отстает где-то на пару месяцев. Некоторый функционал отстает совсем далеко, который по тем или иным архитектурным причинам мы не можем выпустить в коробку. Такое бывает. Но мы стараемся здесь не отставать. Можно данные только. Данные только перетащить нельзя. Нет, нет, с коробкой все хорошо. Она гораздо более функциональна, между прочим, и подлежит, конечно, и подлежит кастомизации. Есть некоторые нюансы, которые мы не можем так или иначе перенести в коробку, но это связано с архитектурой на стороне клиента. То есть на стороне клиента коробка стоит в очень разном окружении. И некоторый функционал там не может работать вот на всем этом зоопарке, грубо говоря. Поэтому там есть определенные сложности. Пожалуйста. Да, вопрос про автоматизацию аналитики. Когда не только будет аналитика, а уже будут конкретные рекомендации, что вот этот менеджер проседает у вас на той стадии воронки и попробуйте включить рассылку дополнительную или таргетинг дополнительный включить. Что-то такое. Когда планируется? Я, знаете, не скажу, что прям вот завтра будет, но коллеги думают об этом. Там все не так просто и очевидно, как кажется с первого взгляда, потому что разнообразие, опять же, очень большое у клиентов и по сделкам, и по качеству, и по потребностям и так далее. Но мы действительно думаем, там, возможно, придется применять технологии искусственного интеллекта. Но, в общем, нам бы очень хотелось, чтобы так оно выглядело. Ну, по прогнозам, два года, три, десять. Сложно сказать. Нет, это точно меньше двух лет. То есть в каком виде пока сложно сказать, но это явно будет не так уж поздно. Спасибо. И вот когда коллеги с Unisender выступали, они сказали, из CRM доставляемость ниже, чем из их служб. Вы подтверждаете информацию? Мы сейчас работаем над тем, чтобы из нашей CRM доставляемость была лучше. Она сейчас уже очень близка к Unisender, если уж так говорить. То есть мы там остаемся на десятой доли процента. И будет еще лучше. То есть мы очень активно работаем над тем, чтобы доставляемость была крайне высокой. А имеет разницу из Bittrex 24 отправлять или из CMS к Bittrex? Да, имеет. Инфраструктура у нас своя. Когда вы отправляете из CMS, вы отправляете с инфраструктуры вашего хостера. А когда из Bittrex 24, с нашей инфраструктурой, она настроена, естественно, совсем по-другому. Окей, спасибо. Пожалуйста. Планируем расширять функции мобильного приложения. Этот год у нас объявлен годом мобильности. И мы в этом году очень много выпустим для мобильного приложения. Да, там уже обновлена очень сильно программная часть. И многие вещи сейчас там реализуются. Будет лучше. Еще? Давайте. Добрый день. У вас там был блок про аналитику. Скажите, чтобы получить сквозную аналитику, все еще нужно в Ройстат из вас выгружать все данные? Пока да. У нас есть интеграция с Ройстат. Ребята из Ройстат там хорошо делают. В общем, неплохо. Для полной сквозной, да, лучше. На текущий момент так. Все, спасибо большое за внимание. Визитку подходите. Сейчас дам. И если еще кому нужна, визитка сегодня бесплатная. Спасибо, Сергей. Полчаса перерыв. 12.10. Продолжим тогда. Спасибо. Как раз про возможности технологии распознавания. Всех приветствую. Меня зовут Эдуард. Я представляю компанию Visual Labs, которая является отечественным разработчиком систем распознавания лиц и другого компьютерного зрения. Хочу рассказать о компании, о технологии, о чем вообще можно заниматься в ритейле с использованием нейронных сетей и компьютерного зрения. И то, что мы уже научились делать в этом направлении. Почему это, собственно, очень хорошо для маркетинга. О компании. Мы существуем с 2012 года, занимались разным различным компьютерным зрением. мы сейчас пришли к тому, что сделали готовый продукт по распознаванию лиц, достаточно хорошо представленный в финансовом секторе. Скажем так, мы представлены в реальной среде применения. И, по сути дела, тут других решений каких-либо нет. Потому что технологии требуют большие проверки. И мы за годы смогли наработать такую базу, на которой учиться, чтобы это работало в реальном применении на камерах, которые стоят в банках, потому что там есть определенные ограничения. И заслужили тем доверие клиентов, которые здесь перечислены, в том числе и КВИФАКС, Бюро кредитных историй, которое там обладает на текущий момент, наверное, одним из наибольших запасов изображений. Там порядка 75 миллионов изображений. И мы работаем с другими лидерами своих отраслей, которые используют не только распознавание лиц. Mail.ru в частности использует наши технологии для масок, в ICQ, ВКонтакте. Но это другое. Я, может быть, в конце немножко об этом расскажу. Тоже можно в маркетинге, в ритейле применять. И нашими партнерами являются в основном технологические компании, в том числе международные. У нас есть договоры с Facebook. Мы работаем с NVIDIA, потому что ГПУ и нейросети вместе отлично сочетаются. У нас на текущий момент два основных продукта. Это SDK и сервер на его основе. Я не буду глубоко погружаться в технологии по верхам. Просто для общего понимания больше буду рассказывать про кейсы применения. Алгоритмы. Мы не единственные люди, кто это делает. Это не секрет. Есть специальные организации, которые тестируют. Это Национальный институт стандартов технологии, например, из уважаемых тестов. И UMAS, Массачусетский университет. Мы там стабильно держим отличные места. Вот сейчас в Нисте мы вторые в мире по тем тестам, которые они у себя проводят. Причем Нист считается самоуважаемым, потому что они никому не отдают данные, на которых они тестируют. То есть мухлевать не получится. Это многие на Руси любят. Ну и некоторые крупные проекты, которые реализованы нами в России или на Западе, связаны с... Ну, самый крупный, конечно, с видеонаблюдением, в том числе городским. Умные города, они, безусловно, дают большие цифры. Ну, про Россию. Значит, Equifax. Это проект, который работает с 2014 года. В первый год там было 4 банка. Сейчас там уже 30 банкам приближается, подключенным. Количество денег, которые банки не выдали мошенникам за счет этой системы, в первый же год составило 4 миллиарда рублей. Значит, и как это работает? Вы, допустим, мошенник, поделываете паспорт, ну, там, покупаете в переходе, вклеиваете свою фотографию, наберете новую симку, еще что-то, приходите в банк, берете кредит, делаете так 10 раз в месяц, и у вас неплохой заработок. Естественно, вы отстегиваете часть банковскому работнику, все счастливы, он еще премию получает. Вот банкам с этим довольно трудно справляться, если человек только не узнавать в лицо. Ну, собственно, мы это прямую и делаем. За счет этого в банках значительно сократилось количество так называемых вот этих вот серийных мошенников, которые берут кредит там 5, 10, 15 тысяч рублей, одобрение простое, ну, зато и возвращать. Они это дело не любят. Значит, ну и, конечно, Сбербанк. Значит, эта компания, в общем, всем известна, очень крупная база, большое количество клиентов. Мы сейчас разработали систему, которая запускается в продуктивную среду, она будет очень быстрой, мощной, это большое достижение не только для России, но и в мире. Это показатели, достойные, там, ну, там, крупнейших интернет-компаний, потому что сервис, который обрабатывает с такой задержкой, позволяет обслуживать, ну, естественно, не какие-то там только антимошеннические сценарии, но и офисы, банкоматы, мобильные приложения, все это в реал-тайме. Про точность, ну, сейчас такой небольшой запил про технологии, там, точность, потом уже перейдем к кейсам. Точность всех волнует, потому что все говорят, ну, окей, там, это вероятность на технологии, какая вероятность того, что я, там, сам на себя похож, или кто-нибудь не похож на меня в достаточной степени, чтобы она сказала, что это окей. На самом деле, ну, там, может быть, лет 10-15 назад вообще был справедливый аргумент. Сейчас это изменилось, да на самом деле даже не только сейчас, это уже, вот, наверное, 5 лет, как мы научились считать сверточные сети достаточно быстро, и с этого момента появления некоторых датасетов публичных, с которых вообще началось развитие бурной этой технологии, получилось значительно повысить точность, что здесь вообще написано. Здесь есть координаты графика, которые характеризуют точность, так называемая РУСи-кривая. Если кто-то вам говорит, у нас 99%, вот, он говорит вам только одну координату. Это очень крутой такой манипулятивный ход, потому что вы не знаете вторую координату, поэтому вы, по сути дела, не можете оценить вообще, что он вам сказал. Поэтому нужно обязательно знать две координаты. Вот здесь, значит, первая координата, которая там минус 3, минус 6, минус 8 степени, это вероятность ошибочного срабатывания, то есть, когда там говорят, что вы это, там, вот этот человек, то есть, ошибка системы в прямую. Вероятность минус 6 степени, это одна ошибка на миллион. Это вероятность одной ошибки на миллион. Естественно, если демонстрируют две фотографии миллион раз, она не ошибется. Речь идет о вероятности ошибки на некотором наборе случайных фотографий. И вторая цифра, это вероятность правильного срабатывания, когда вам скажут, вы это вы. Самый простой пример, вы вводите свой пароль сами и опечатываетесь. Вот, если бы вы опечатывались только в одном проценте случаев, вы были бы так же, как эта система. Соответственно, это говорит о том, что у вас один процент шанс, что она вас первого раза не узнает, надо будет второй кадр ей показать. Окей, как правило, это вообще не проблема. И подобные показатели, они, в общем, в мире давно уже приемлемы. Мы там пользуемся и новыми телефонами Apple-скими, и банкоматы в Китае стоят, которые наличность выдают. Этих точностей достаточно. И, на самом деле, они все время прогрессируют, гонка вооружений между производителями никогда не остановится. Но факт в том, что этого уже, в принципе, достаточно. Ставишь в метро камеру, через неделю ложишь какого-то преступника, просто ничего не делая для этого. Как это работает? Вообще, для человека достаточно неочевидно, в чем проблема, найти лицо в кадре и как-то его сравнить между другим лицом каким-то. А для машины это, вообще, многоходовый такой процесс, который начинается с того, что надо вообще найти, где тут лицо. И для этого используется детектор лиц, который ничего там не распознает, он просто находит место на изображении, где лицо находится. И это вообще отдельная нейронная сеть, которая этим занимается. Она при этом может выделять какие-то ключевые точки на лице, определять, как это лицо повернуто, может быть, еще какие-то критерии, типа качество этого лица, качество в плане качества изображения. И на этом мы нашли лицо. Окей, что дальше? Дальше нам это изображение неплохо бы как-то подготовить, для того, чтобы распознавать быстро, качественно, и сделать это желательно без больших ресурсозатрат. Для этого используется так называемый варпинг, обрезание, значит, перевели мы. Мы поворачиваем лицо в определенной плоскости, чтобы оно было вертикально строго ориентировано, и уменьшаем это изображение, для того, чтобы оно было мизерного размера, то есть, ну, типа, там, десяток килобайт. Три десятка килобайт можно передать через Edge, и это может работать, в принципе, в любой местности, как угодно. То есть нам не нужно видео гнать в облако или куда-то на сервер, потому что это мало кому постил вообще, столько канала иметь. Соответственно, мы для того, чтобы распознавать, берем просто один кадр, который мы автоматически выбрали, который по качеству самый оптимальный. Вот, ну, тут у нас одна фотография, был бы это видеоряд, где она там какую-нибудь мимику имела бы, поворачивала бы головой, алгоритм бы выбрал тот кадр, где она наиболее анфасна. Конечно, для распознавания нужны анфасные фотографии, потому что чем больше информации о лице, тем лучше будет работать. Ну, и дальше, собственно, магия. Берем эту фотографию, кладем ее в нейронную сеть и получаем дескриптор. Дескриптор — это вектор, который описывает набор признаков, которые нейронные, ну, на самом деле, несколько нейронных сетей нашли на лице. И прелесть этого вектора в том, что их можно прекрасным образом складывать, простите, сравнивать между собой и вычислять расстояние между этими векторами, получая таким образом, ну, типа, дистанцию между людьми. Насколько они близко или далеко отсюда, друг от друга, определяется, насколько они похожи. Мы это представляем в виде процента схожести и, вуаля, вы имеете результат сравнения. Ну, здесь вот шварценеггеры разные и разные люди, они вот демонстрируют, эти шварценеггеры близко друг к другу и, соответственно, разные люди далеко друг от друга. Такой вектор, мало того, что он высчитывается один раз из фотографии, он устойчив к разного рода искажениям, там, типа, ну, эмоциям, поворотам лица и так далее, он еще и очень маленький. То есть, если у нас на изображении было 30 килобайт, то такой вектор 260 байт вообще из себя представляет. Его нельзя развернуть обратно в изображение, его не требуется защищать, он никаких, там, биометрических данных не содержит, то есть, там, типа, расстояний, там, размеров никаких нет. Это просто число. И с ним никто не может ничего сделать, не имея вашей системы. Собственно, набираем базу таких вот векторов и получается, что у вас есть… Так, я что-то нажал. Видимо, не то. О, все, починилось. Соответственно, можно их сравнивать между собой и получать результаты. Слушаем, как к этому прикрепить маркетинг теперь, собственно. Сейчас расскажу. Вам нужно научиться это делать там, где находится ваш клиент, во-первых, и там, где он уже есть. Не тащить его какие-то особые условия, там, типа, если кабинка, там, у тебя свет правильно падает, и тебя снимают 10 тысяч камер. Нет, это нужно делать прямо там, где он есть, там, это в вебе, это в мобилке, это в терминале, в камере видеонаблюдения, где угодно. Собственно, наш SDK и вся экосистема, которую мы создали, она как раз именно на это и направлена, чтобы это делать там, где люди уже есть. Мы при этом прошли сертификацию, в том числе, Фиду Альянса. Это такая компания, которая дает бумажку в соответствии требованиям. Знаете, как вот iPhone, который 10, он сравнивает и все анализирует прямо на iPhone, соответствует требованиям безопасности. И никакой там, никакой банк не может сказать, что у вас недостаточно защищенная система, вы изображение по сети гоняете. У нас такая бумажка есть, в СНГ и в России ни у кого такой нет. Мы ее получили буквально совсем недавно. Алгоритм такой запустили. Сейчас проверяем последнюю версию. Имеем на iPhone или на каком-нибудь Android скорость работы порядка 100 миллисекунд. То есть это быстрее, чем iPhone 10 делает со своим алгоритмом. Таким образом, при условии того, что мы не передаем никуда изображение, вот этот вектор получается прямо на устройстве, наконечном, например, на телефоне. Либо в магазине, например, если мы говорим про магазин. Мы никакие данные не передаем персональные. И у нас система таким образом не требует какой-то специальной сертификации, защиты, то, чего все боятся, биометрия всякая. Ну и теперь наконец кейсам. Например, пришел человек, и есть магазин, туда приходят люди. И для того, чтобы узнать, что за аудитория входит в этот магазин, приходится анкеты какие-нибудь просить заполнять, карточки им выдавать, общаться с ними всячески. Ну и естественно, это срезы какие-то. Нет возможности делать это в релтайме. Было бы хорошо делать это как в онлайне. Вообще хочется иметь в онлайне те же инструменты, что имеются в онлайне, когда мы можем анализировать, сегментировать, стратифицировать как-то аудиторию. Собственно, распознавание лиц в ритейле именно это позволяет делать. То есть ты приносишь инструмент, к которым ты привык в онлайне, в онлайне, в оффлайн. И делаешь это при этом примерно так же ненавязчиво, как это происходит в онлайне. Не нужно для этого заполнить анкету, расписаться, дату там проставить. Например, вам хотелось бы знать, кто к вам входит в магазин, какой у них пол, возраст. И вы можете это получать, просто анализируя изображение. Вы ставите камеру на входе, подключаете систему распознавания лиц. Она помимо того, что делает дескриптор, который позволяет их сравнивать между собой, отличать одного от другого, так она еще и пол, возраст определяет с высокой точностью, и вы получаете картину. Эта картина может быть довольно детальной, то есть вы можете видеть, как люди в разрезе часов, или хотите минут, если надо, ходят в ваш магазин. То есть это умный счетчик, который, например, не будет учитывать ваших сотрудников. Вот такая проблема на самом деле, вычитать сотрудников из подсчетов, которые ведут тепловые счетчики или какие-либо другие. Потому что когда сотрудников достаточное количество, то они создают достаточно большую погрешность. Ну и с возрастом то же самое. Можно понять, какие сегменты возрастные, в какое время вообще ходят. Или, например, в разрезе одного магазина, естественно, если сеть, можно делать по всей сети, в разных районах, городах и так далее. Ну да, понятно, здесь у нас графики посещаемости, условно говоря, разных точек. Это там верхний, это вход в магазин, различные кассы. И вот можно видеть, как люди на разные кассы приходят. При этом, естественно, если есть желание, можно посмотреть вообще люди, заходящие, вот они зашли вот здесь в это время, потом они пришли на какую конкретно кассу, через какое время. Здесь вы видите возрастную аналитику, соответственно, пример просто тех данных, которые можно получать. По аудитории вы берете данные по цовкода и видите, например, по дням или по каким-то ивентам, например, вы организовали рекламную кампанию, потратили деньги на, там, не знаю, суперсайты какие-нибудь, анарушку, баннеры, бог знает что еще. И вы хотите, ну, вы таргетировались, например, на 35+, там, или наоборот, на старшее поколение. И хотите понять, а они пришли вообще, что-нибудь изменилось в вашей картине? Ну, можно там нанять кого-нибудь, постоять, посмотреть, анализировать, либо там какие-то другие методы привлечь. А можно поставить камеру, просто увидеть в реальном времени, они пришли, и там через сколько пришли, и сколько пришло. И кто из них потом, ну, посчитать retention для них, кто задержался, кто не задержался. Это доступно вам прямо в реал-тайме с точностью, ну, которую я вам продемонстрировал, то есть с высокой. Полувозрастная пирамида, ну, тут уже, например, варианты тех данных, которые я рассказал. То есть, когда вы имеете данные о поле возрасте, вы можете такую пирамиду строить для каждого магазина или сети, и понимать, там, какой аудитории у вас либо не хватает, либо на какую там более целесообразно таргетироваться в рекламе. Есть еще возможность анализа направления взгляда, которая может быть интересна для того, чтобы управлять Digital Signage панелями, либо, там, оценивать вообще мерчендайзинг, либо рекламу. Все вы знаете, что есть специальные камеры, которые используются для анализа юзабилити, там, всевозможных сайтов, там, айтрекер стоит, и человек пользуется сайтом, несколько человек, и вы смотрите, куда он смотрит. Это можно делать на обычных камерах, на самом деле, не используя специальное оборудование и с расстояния, там, рабочего порядка метра, на обычных веб-камерах, и вы можете за счет этого получать информацию о том, куда люди смотрят, когда они заходят в магазин, когда они мимо какой-нибудь полки проходят, и так далее. Точность при этом составляет, там, десятки градусов, то есть, конечно, для анализа сайта этого недостаточно, но при этом для анализа, там, магазина это вполне подходит. Вот это вот кейс, который сейчас мы прорабатываем с различными, на самом деле, держателями данных. Когда человек заходит, ему можно сделать какое-либо предложение, ну, скажем, да, сделать ему пуш-уведомление, сделать ему какую-то рекламу персонифицированную на Digital Signage панельке, но надо знать, кто он, вообще, ну, полвозрасту кема посчитали, можно там узнать, у него есть борода, очки там, и раз его определить. Можно таргетировать на эту, ну, рекламу на это. Можно делать более детальные вещи, если у тебя есть соответствующий партнер. Там, в твоей группе компании, либо ты просто подписываешь договор с банком. У банков фоток полно. Они знают о своих клиентах много информации. Соответственно, они могут предоставлять эту информацию для скоринга, клиента, причем делать это можно не когда-то, а вот когда он вошел в магазин, по сути дела, и определять, что это за клиент, какой у него там скорбал, условно говоря, и что можно ему предлагать. Ну, условно говоря, если мы говорим там про салон сотовой связи, да, ты зашел, и сразу понятно, что из двух человек там, кто скорее купит там новый девайс, а кто пришел там просто посмотреть. Это можно использовать для самых различных задач, на самом деле. Тут, наверное, у всех в голове проносится ужас какой, да, что там с персональными данными, с моими. Что касается персональных данных, то здесь, безусловно, нужно быть очень аккуратным. Здесь юридически все должно быть сделано очень четко. Клиент должен дать на это согласие. Он делает это в банке, находясь. И каждый магазин, каждый юрлицо будет иметь отношение с конкретным банком для того, чтобы такую вещь сделать. И в данном случае мы говорим не о том, что там прямо в деталях все эти данные можно раскрывать. Речь идет о том, о неких скоринговых баллах, которые мы говорим в ответ на конкретные вопросы того или иного магазина. Поэтому, безусловно, это пока не какой-то большой брат. Речь идет не о том, чтобы следить за всеми, а о том, чтобы иметь представление о том, что за клиент зашел, и, может быть, оценить всю аудиторию в целом, либо на этого конкретного клиента направить консультанта, либо какое-то предложение. Естественно, Know Your Client, это продолжение темы, только на этот раз уже не в разрезе внешних данных, а внутренних. Есть компании, которые имеют информацию о своих клиентах, в том числе как метро, но вы можете получить то же самое, не персонифицируя всю свою аудиторию с помощью карточек. Вы можете знать, когда они ходят, сколько они ходят, как часто, то есть retention, удержание или другие какие-то показатели в разрезе дедели, месяцы, года, столько, сколько вам нужно, в зависимости от вашего бизнеса. При этом вы получаете полноту аудитории. Есть методы, основанные на Wi-Fi, MAC-адресах, либо iBeacon, много всякого придумали. У них, как правило, доля аудитории, которые они могут анализировать, там, ну, там, 15%, там, что-нибудь такое. Вот, при этом, когда мы говорим о кассе, например, когда камера стоит на кассе, вот, следующий кейс, то, ну, все наши данные смешиваются, когда касса расположена в ряд, там, Wi-Fi, все друг на друга накладываются, там, месиво. Вот, здесь вы получаете, конечно, не 100%, я не буду вам рассказывать, что 99%, там, но вы можете получить 85-90% аудитории, если камеры хорошо установлены напротив входа, и, ну, это, в общем, как бы более чем достаточно для того, чтобы понимать, что происходит в точке. При этом, безусловно, одним из интересных кейсов являются персональные какие-то уже профили клиентов, при этом абсолютно анонимные. По сути дела, вы к лицу человека привязываете его профиль, вместо того, чтобы делать, скажем, какой-нибудь куки, или другому атрибуту, это его лицо, потому что это уникальный ID в онлайне и в оффлайне. Вы можете его использовать кросс-канально, омниканально, как угодно. И когда он пользуется вашим там сервисом, магазином, он оставляет свой ID при каждом, в общем-то, посещении. Просто мы не умели его там до некоторого времени собирать. Теперь это возможно, и можно делать, ну, любые привычные вещи для тех, кто у нас уже подотчетный, там, на ком стоит куколь, у кого есть карта лояльности, только теперь не нужны для этого какие-то искусственные атрибуты. То есть это не там против клиента, наоборот, для него, чтобы вы могли знать, что предложить клиенту. То есть там, если персональные какие-то наборы скидок, либо таргетированные для реальной рассылки пуш-уведомления, когда он зашел в магазин, а не когда он дома там или на даче где-то сидит, и вы ему присылаете пуш, там, если там шампунь со скидкой. Нет, вы можете ему прислать этот пуш, когда он зашел. Вот, и он с большой вероятностью воспользуется этой информацией, даже не дойдя до... То есть он не собирался доходить до нужного стеллажа. Ну, безопасность. Это тоже кейс такой достаточно, на самом деле, популярный, который просто можно закрыть раз и навсегда. То есть есть воры, есть, возможно, шоп-лифтеры профессиональные, которые приходят, что-нибудь тырят, былоболочные уходят, поймать их сложно. Обычно задним числом вообще становится известно, что такое приходил. Пожалуйста, ставите камеру, лица все складываются, условно говоря, в папочку, и когда выясняется, что он что-то украл, то его лицо помечается, кладется в черный список, в следующий раз, когда он придет, поп-апчик или там пуш, охране или кому-то еще, и можно будет проконтролировать товарища, чтобы он не наделал глупости. Вот, это, в общем, первый кейс, который в ритейле вообще когда-то взлетел. Вот, он самый простой, пожалуй, потому что здесь очень маленький список, это не проанализировать, не там 500 тысяч человек аудитории, а это там, ну, списки, несколько тысяч человек черные даже на большую сеть только даже без эмоций, эмоции тоже есть, и их можно анализировать, их хорошо анализировать во время обслуживания клиентов, для того, чтобы понимать динамику того, как происходит вообще эволюция состояния у вашего клиента, то есть он пришел, там его начали рассказывать, вводить в курс дела, как изменялось его эмоциональное состояние, и таким образом можно оценивать, в общем-то, уровень обслуживания. Ну, в принципе, несмотря на то, что достаточно сложно интерпретировать эти данные, можно эти данные снимать и просто с потока людей, вот некоторых ритейлеров действительно интересует, а вот мы просто хотим знать, с каким настроением они у нас в магазине. Хотя, бывает, что эти противоречивые данные, невозможно понять, почему человек грустный, когда он пришел в магазин. Тем не менее, делать это вполне возможно, и, в общем-то, эмоции базовые, они все доступны для анализа, это не rocket science, кейсы применения, как правило, просанифицированное обслуживание, то есть консультант, кредитный менеджер, что-то более, ну, когда мы человека некоторое время наблюдаем, тогда мы можем понять, что с ним происходило, либо что происходило с работником. Какие эмоции были у работника, был ли он дружелюбный, хорошо ли он общался с клиентом. Ну, и дальше там побочные истории, потому что мы не только распознаванием лиц, анализом лиц занимаемся, мы также дополненной реальностью занимаемся вот про маски типа маскарада для Mail.ru я рассказывал, здесь есть, пожалуйста, другое применение, это примерочные всевозможные для лица, что касается именно очков и других атрибутов, которые на лицо цепляются. Про одежду, я думаю, все это сразу говорю, можно ли на одежду, сейчас сто пятьсот компаний, которые делают продукты для одежды, пока нет такого, чтобы выстрелил, в любом случае, я не знаю, может быть, скоро будет. Ну, вот про маски я рассказывал, как раз можете попробовать, это все уже в прозе давно и используется в онлайн-видеочатах. Я, в общем-то, рассказал, так голубым по Европам, хотелось бы побольше пообщаться, на вопросы ответить, если они будут у вас. Буду рад, если будете что-то спрашивать. Спасибо. Спасибо большое, очень классный доклад, вообще слежу за вашей компанией. Расскажите, вы планируете выходить на западные рынки и как там у вас ожидается, какие успехи? А уже? Расскажите, подробнее, потому что, мне кажется, это очень крутой кейс, особенно для российской экономики. для российской экономики маленький шажок, для Vision Labs. В общем, смотрите, мы на международный рынок смотрим как, грубо говоря, так основной, можно сказать. Мы очень активно работаем с западными компаниями. Из того, что можно называть, могу сказать, что вот есть японская компания, которая недавно купила для своей ритейл-сети нашу технологию, и они также провели выставку. Сейчас все пытаются делать Amazon Go, пытаются по разным вариантам Amazon Go сделать, и, собственно, вот японцы тоже. И мы делаем это с ними, там используется распознавание лиц для того, чтобы, ну, в Amazon Go ты телефон прикладываешь, там, в основном, говорят, ты просто смотришь в некий проникет и проходишь. Ну, и на чекауте, на кассе то же самое, условно говоря, касса. В принципе, на Западе такие технологии, они давно уже существуют, там есть сложившийся рынок, множество партнеров, которые используют это и для умных городов, там, мы работаем с NVIDIA, NVIDIA Metropolis называется эта история, соответственно, там, и Арабские Эмираты, и там, и другие страны, они, ну, обладая инфраструктурой, камер, такой мощной и достаточно качественной, они могут использовать это для того, чтобы, там, повышать безопасность городов и так далее. Мы делаем, на самом деле, еще трекинг тела человека, не только лица, но городские камеры вообще с лицами плохо дружат, то есть там, метро, отличная тема, а вот город, ну, там, много камер очень придется ставить, поэтому там обычно тело отслеживается, просто там, треки, перемещения людей, а уже где-нибудь там, он пройдет так или иначе мимо камеры, которая его лицо заметит, поэтому это можно делать. проектов таких много, и какой-то конкретный, вот я назвал скипонией, я думаю, что в ближайшее время они будут в паблик выходить, а, ну, было одним из европейских производителей банкоматов. По сути, банкоматы, это тот шаг, который банки хотят сделать в пользу отказа от карточек, и, ну, китайцы, понятное дело, там, они легче внедряют подобные вещи, они уже имеют банкоматы, которые выдают наличность без карточки, просто ты подходишь, вводишь там свой телефон и смотришь в камеру, при этом никаких смс-ок, там ничего не приходит, просто тебе выдаются наличные, там, конечно, есть лимит, там не может снять все деньги, условно говоря, но это удобно, это можно делать, и сейчас один крупный банк российский тоже в эту сторону идет, и будут такие банкоматы у нас. Спасибо. Просто вот интересно, мы работаем с B2B-компаниями, мне в голову ничего сейчас не приходит, есть ли какие-то кейсы с B2B, не знаю, может быть, при призаходе в офис что-то происходит. А, в смысле для, вот для инхауса, условно говоря? Ну да, да. Учет рабочего времени. А, учет рабочего времени? Да, ну, для того же ритейла, зря, кстати, не упомянул, действительно, спасибо за подсказку, консультанты в торговом зале находящиеся, либо всевозможные производственники, ну там, условно говоря, есть некое производственное помещение, есть здание, в котором люди могут находиться, есть там придворовая территория. И вот люди там, ну, что они делают? они приходят на работу, раз, отметились, потом они уходят с работы, два отметились, ну там, не знаю, палец приложили, карточку приложили магнитную. Вот, ну, мы делали пилот в одном ритейлере, там у них 30 человек было в зоне погрузки, мы поставили камеру, которая ни к чему не была привязана, просто, ну, есть список людей, которые работают, их лица, и посчитали, сколько их. по карточкам, если судить, ходило 30, по факту, ходило 12. И, ну, это как бы пьючий случай, когда там их вообще не контролировали, а другое дело, если мы говорим просто о том, что люди, ну, курят там по полчаса, условно говоря, каждый день, и много раз. Вот, и особенно это актуально для тех, кто работает по часам на производстве, и там им надо спецодежду снять, там все эти средства защиты, переодеться, выйти покурить, и вот этот минут 40, короче, может занимать, и они могут делать много раз на дню, и благополучно, естественно, не будут отмечаться, что я пошел курить на 40 минут. Но тут им помогает система распознавания лиц. Я так поняла, что для вас международный рынок интересующий направлением. Предыдущий доклад был, был упомянут о том, что сейчас в Евросоюзе усложняется процесс защиты персональных данных. Как вас сможет это коснуться, как вы готовитесь к этому, и, собственно, как будете получать данные, если, например, тот же банк не сможет предоставлять вам информацию о своих клиентах? С европейским законодательством, GDPR и прочее, да, там все жестко, там на самом деле жестко, еще задолго до распознавания лиц, там очень-очень много запретов на обработку персональных данных. Ну, тем не менее, там есть применения, не связанные с идентификацией человека, там лояльность, удобство какие-нибудь, это есть, и проекты в этом направлении ведутся, но это, конечно, меньше, да. Ну, влияет не в самую позитивную сторону, да. Вопросик, а какие условия работы с вами? У вас какой-то минимальный бюджет или какой-то интересный проект? Условия, ну, смотрите, если вы как клиент или вы как партнер? Как клиент. Если это клиент, который, например, сам хочет внедрить себе эту историю, не знаю, разработчики инхауса, есть ли еще что-то, он приобретает один из наших продуктов, и все. На этом мы можем поконсультировать, помогать, но мы внедрениями не занимаемся таковыми, за исключением очень-очень-очень крупных проектов. А что касается партнеров, то, как правило, у каждого ритейлера есть один или несколько интеграторов, которые им занимаются, просто мы знакомимся, обучаем, и они делают этот канал. Это black box. То есть, это не нужно быть экспертом в компьютер-вижении, чтобы это внедрять. Это черный ящик, ты использовал раньше, условно говоря, API, обращение к магнитным картам, а теперь будут эти обращения к лицам. Окей. Ну, просто еще надо камеру поставить. В принципе, это все несложно. Кто в России ваши лучшие партнеры системные интеграторы? Ну, у нас есть из системных интеграторов партнер CROC, IT. Вот, могу назвать этих. Эдуард, а сколько, например, стоит поймать курильщиков? То есть, например, у меня есть 30 курильщиков, вот сколько мне надо заплатить, чтобы поймать их? Это уже в флорах. Ну, зависит от количества курильщиков, скажу я коротко. 30 курильщиков. Из них 30 курильщиков, я их знаю, вот хочу их за лицо поймать. Давайте это обсудим в кулуарах. Обязательно поймаем. А у меня, может, дурацкая шутка, просто простите, не удержусь. А технология на японцах нормально работает? Даже на неграх. Все, спасибо. У нас один из заказчиков крупных, Каспий Банк Казахстана, мы там научились. Всем привет. Сейчас нам откроют презентацию. На самом деле, предыдущая презентация была настолько крутая, что я как будто сейчас после Илона Маска буду выступать. Очень круто, правда, Эдуард, просто класс. Не-не, серьезно, как будто сейчас вот на Марс слетали. Окей, меня зовут Дмитрий Мирошниченко, я директор по развитию компании GoMobile, агенции GoMobile. Почему я здесь? Мы агентство мобильного маркетинга полного цикла, мы занимаемся прям только мобайлом, исключительно мобайлом. Это наша принципиальная концепция. И почему мы решили выступать? Собственно, откуда есть знания про выступления? Не только агентские знания, но и в том числе у нас есть отдельное направление мобайл-консалтинг. Мы сделали мобайл-википедию совместно с EAB и AIA. Поэтому хотел бы рассказать вам о нашем видении мобайла, о том, что было с мобайлом, что на текущий момент есть с мобайлом в России и что будет в дальнейшем с мобайлом в России. Mobile test, Mobile first, Mobile only. Окей, про то, что мобайл растет, это такое клише, которое уже все говорят, начиная где-то с 2014 года, и что где-то с конца 2014 года все обещают, что ребят, в следующем году Mobile точно победит. Наступает 15-е и обещают, что в следующем году точно победит. Окей, когда победил Mobile? Mobile победил в ноябре 2016 года, если говорить про аудиторию во всем мире. Да, тогда, именно тогда количество мобильного трафика превысило количество пользователей десктопа. За счет чего победил Mobile? Очевидно, за счет того, что ну, во-первых, топ-5 стран, и страны, где победил Mobile, это страны с очень высоким количеством населения. Мобильный интернет, это по сути, в этих странах один из немногих способов для того, чтобы люди могли выходить в сеть, пользоваться Facebook, гуглить какие-нибудь свои запросы каждый день, и очевидно, что топ-5 стран, где по количеству мобильных пользователей, это США, Китай, Индонезия, Индия, и на пятом месте Россия, Бразилия. Это по данным Google в октябре 16-го они давали на Google App Summit в Дублине. Доля транзакций в мобильных приложениях и доля транзакций в браузере во всем мире, он несколько отличается от России, во всем мире доля транзакций в приложениях больше, чем в браузерах в приложениях, где-то 63% транзакций приходится. По сравнению с 2016 годом, это немножко такая прям минутка статистики. По сравнению с 2016 годом, в 2017 году годовой прирост транзакций составил мобильных транзакций 64%. По оценке Zenith в целом прогноз на 2018 год по бюджетам, по объемам денег в мобайле это 126,4 миллиарда долларов, это очень много, это прям значительный значительный прирост, это все к тому, что мобайл растет. Что происходит на текущий момент в России, это прям очень-очень интересно. На текущий момент в России в конце 2017 года мобайл тоже победил десктоп, и у нас стало 70 миллионов пользователей, которые выходят в сеть с помощью мобильных устройств. И это очень классная цифра, 22 миллиона человек это only mobile, это только те, кто выходит в сеть только с помощью мобильных устройств. Представьте, 22 миллиона человек не выходят в сеть с помощью десктопа, ноутбуков, полноценных домашних компьютеров. Честно говоря, я был бы тоже в их числе, я дома не пользуюсь ноутбуком, если бы, ну нет, я пользуюсь только когда болею, сижу и из дома работаю, в остальное время я пользуюсь только мобильными устройствами. 22 миллиона человек это как два раза взять все население и Чехии, вот примерно столько 22 миллиона человек, это только мобильные пользователи. по поводу рынка коммерции мобильной коммерции в России чуть-чуть еще минутка сухой статистики, не очень интересно, но все же 25% онлайн покупок совершается с помощью мобильных устройств, в среднем рост мобильных розничных продаж 27% и очень важная цифра 57% всех транзакций в России совершаются с использованием минимум двух девайсов. Почему это очень важно? Потому что в дальнейшем в этой презентации затронут, что происходит на текущий момент и что будет происходить дальше. Сейчас уже считают не только прямые транзакции с мобильного канала или допустим с десктопа, но и в том числе кросс-девайд транзакции. Сейчас люди покупают с мобильных устройств не только одежду, сумочки, ботинки и прочее. Люди покупают машины. Я купил машину с помощью мобильного телефона. Я это сделал не специально, честное слово. Я увидел креатив на это не будет рекламы. Я увидел креатив креатива, щелкнул на него, оставил предоплату с помощью мобильного устройства. Это буквально за 10 минут было. Приехал потом в офлайне и купил. Я знаю, что вы из автосалона. Я не у вас купил машину. Хорошо, да, я на самом деле я это сделал это было в 16-м году, нет, в 17-м году, год назад. В 17-м году я купил машину с помощью мобильных устройств. И да, люди покупают квартиры, но не прям с телефона, а люди звонят с телефона, по рекламе, назначают встречу. Приходят и покупают в офлайне квартиры. И да, это работает. Окей, мобайл-тест. Что было раньше? Раньше был Артемий Лебедев, который говорил, что мобильно адаптированные сайты, мобильные версии сайтов никому не нужны, потому что у Apple нет такой версии сайта, а Apple уж точно знает, что нужно делать. Окей, Apple сделал мобильные версии сайта, Артемий Лебедев передумал на этот счет и сказал, окей, хорошо, надо делать. Что было раньше? Раньше люди считали охват, раньше люди считали клики, показы и вот это вот все. Что происходит на текущий момент, когда становится мобайл-ферст? Большинство компаний, большинство пользователей, большинство компаний, большинство агентств начинают оптимизировать все источники под собственные бизнес-цели, точнее, под те бизнес-цели, которые они стремятся достичь. Что делают? Если раньше просто покупали клики, показы, охват, в общем, скорее были имиджевые какие-то задачи, то на текущий момент, вот прямо сейчас мобайл-ферст, когда мобайл становится в приоритете, считают уже не только и уже не столько какие-то количественные такие показатели, как охват, количество установок, это уже никому не нужно. Сейчас считают в том числе и в приоритете DRR, делают расстановку по приоритетам по пост-инстал либо пост-клик показателям и в том числе делают сплит бюджетов в пользу наиболее эффективных источников и инструментов. Безусловно, я не буду объяснять, почему это важно, потому что сейчас уже никому не нужны клики ради кликов, показы ради показов, инсталлы ради инсталлов. Сейчас скорее действительно считают и покупают какие-то конечные целевые действия с точки зрения эффективности бизнеса клиента. И мобайл-онли, что это значит для вашего бизнеса и как это происходит на текущий момент, это уже next step, что будет дальше. Кто-нибудь из вас был на MWC? О, классно. Видели много вывесок о том, что future is only mobile? Future is only mobile. Практически каждый стенд на MWC был future is only mobile. С появлением 5G интернета мобайла станет еще больше и доля десктопа стремительно станет меньше. Окей. Что будет дальше? Будет приложение как полноценный канал продажи, будет приложение как полноценный бизнес. Что будет дальше и что важно в этом случае, если у вас, скажем так, доля вашего бизнеса в мобайле 80 и больше процентов, то уже будет мало. Просто имейте огромную базу пользователей, нужно будет правильно учиться с ней работать. Нужно будет использовать все возможности, какие у вас есть на текущий момент в мобайле. Я говорю про ретаргетинг, я говорю про диплинкинг и прочие-прочие-прочие инструменты. Все это будет важно и все, ни один из этих инструментов не будет не важен. В том числе, допустим, если говорить про мобильные приложения, то в текущий момент даже у нас в агентстве есть клиенты, которые используют абсолютно все возможности, в том числе просто промо с другими компаниями, у которых есть приложения. Например, обменяться хэшами или обменяться пушами. Как-то так. По поводу… Ну и в том числе, когда мы говорим по mobile only, то в первую очередь все уже начнут готовить и на текущий момент готовят полноценные стратегии мобильного продвижения. Что это значит на текущий момент? Прямо сейчас очень мало кто готовит полноценные стратегии продвижения именно мобильных приложений. Прямо сейчас, скорее, опять же, как я говорил раньше, оценивать с точки зрения эффективности каждого отдельного канала оптимизации там под CPA какие-то действия, in-up или пост-клик действия. Но уже некоторые компании и в дальнейшем все больше компаний будут готовить полноценные стратегии продвижения. Я очень волнуюсь спросить. Соответственно, что мы говорим под этим полноценной стратегией продвижения? Нужно будет выделять не менее асо-оптимизации, юзабилити, оценки каналов продвижения и то, как их используют ваши конкуренты. Вы знаете, что такое асо-оптимизация? Мне не нужно объяснять. Не знаете? Окей. Асо-оптимизация это оптимизация страницы приложения в сторах. Что это такое помимо оптимизации по выдаче по поисковым запросам в самих сторах? Это, безусловно, визуальная составляющая то, как вас воспринимает пользователь при первом взаимодействии с вашим брендом. Что это значит для вас? Допустим, вы владелец приложения, почему это важно? Представьте, у вас есть какой-нибудь классный продукт. Ну, допустим, вы банк. Вы сделали классную рекламную кампанию, сделали какой-нибудь креатив у супер супер УТП, показали его пользователю. Пользователь перешел на креатив, нажал на креатив, перешел в store, допустим, в App Store. И что видит пользователь? Пользователь видит неоптимизированную страницу, видит скриншоты, которые не информативны, видит рейтинг приложения, там ниже трех баллов, и негативные комментарии в ТОПе. Что думает пользователь? Пользователь на этом этапе отваливается и либо уходит конкурента, либо вообще в дальнейшем не рассматривает возможность установки вашего приложения. Вот что такое, сооптимизация. Грубо говоря, это, если делать аналогию с офлайном, то, как выглядит ваш офлайн-магазин, насколько чистые полы, насколько выбреты продавцы в вашем офлайн-магазине. Оценка юзабилити. Это тоже очень важно. Почему важно оценивать юзабилити в том числе и конкурентов? Потому что часто у конкурентов бывают какие-то решения, в том числе юзабилити решения, которые, допустим, не реализованы у вас. Видеть и понимать аршивки конкурентов конкурентов, это очень-очень важно. И, например, вы видите, понимаете преимущество конкурентов, которые, например, вы тоже можете использовать у себя. Это тоже очень сильный шаг, это тоже очень важно делать. Ну и в том числе, да, безусловно, важно понимать, какие каналы продвижения кто использует, почему, и какие каналы будете использовать вы. Для этого есть огромное количество бесплатных платных сервисов, таких как AdMobispy, Apenny и прочие mighty-signal. Прям огромный-огромный список. Они бывают как платные, так и бесплатные, и вся эта информация в открытом доступе. Выбрать систему аналитики – это тоже важный шаг, потому что даже на текущий момент мы часто сталкиваемся с тем, что у приложения нет качественной системы мобильной аналитики. Почему это важно? Ну, я говорю такие, как AppSlayer, JustApp, Metric, Tune и прочие мобильные системы аналитики. Почему это важно? Потому что важно понимать пост-инсталл, с какого канала, что пришло, как ведет себя пользователь в самом приложении. Если этого не будет сделано, вы просто не сможете оптимизировать рекламную кампанию, отслеживать поведение всех клиентов на всех этапах воронки. Да, безусловно, это тоже важно, потому что, по сути, после установки для нас нет клиентов, которые для нас были бы не важны. То есть клиенты, которые совершают покупку, отлично. Мы можем их использовать в look-alike компаниях. Клиенты, которые не совершают покупки, мы в том числе можем их использовать в look-alike компаниях. Ну, или, безусловно, запускать ретаргетинг. Очень классно взаимодействует ламода, периодически догоняет меня пушами. Это опять не реклама, они не наш клиент. Ламода классно взаимодействует с пользователями, которые не покупают, я не покупаю. Постоянно догоняет пушами, причем отличные пуши, отлично все работает. Постоянно встречаю креативы с диплинками, перехожу по ним. И вот недавно купил черные футболки себе. Относительно недавно. И да, мы снова анализируем, анализируем после каждого этапа, действуем, запускаем, и мобайл снова побеждает десктоп. По поводу того, что с примерами. Ну, на текущий момент я могу похвастаться просто не всеми клиентами, но, точнее, я могу много клиентов наших перечислять. Это из тех клиентов, которые живые, у которых мобайл уже основной приоритет. Альфа-банк, Big Leon. По поводу Альфа-банка, ну, очевидно, да, что Альфа хочет перевести. И задача, которую мы решаем совместно с Альфа-банком, это перевод людей из офлайна, с большого веба в мобайл, в мобильное приложение. Очень просто коммуницировать с пользователем. Зачем это делать? Очень просто коммуницировать с пользователем. Коммуникация упрощается, пользователям удобство взаимодействия с банком самому пользователю в разы возрастает. По поводу Big Leon, ну, здесь, я думаю, что плюс-минус такая же очевидная история, что пользователям намного проще вести коммуникацию с пользователями. Можно отслеживать, где находятся пользователи, можно догонять их в нужном месте, нужными акциями. Это прям самые-самые свежие, самые живые примеры. И таких примеров, где мобайл-онли, мобайл-ферст большое количество, вы их видите каждый день. То есть, я говорю, такие приложения, как Uber, Get, Яндекс и прочие, допустим, Delivery. Про банки можно вспомнить, Rocket и куча Rocket, например, стать клиентом Тинькоу можно вообще спокойно за 10 минут с помощью мобильного приложения. Я лично сам тестил это, потому что это правда работает. Что будет дальше и тренды, которые давно есть на текущий момент с нами. По сути, на самом деле, нам действительно каждый год рассказывают об одних и тех же тенденциях. Это видеореклама, HTML5, программатик, мессенджеры, VR, AR, гипергео. Мне нужно что-то из этого рассказать вам подробно? Вы, может быть, что-то не знаете? Дмитрий, две минутки прям. А? Дмитрий, две минутки прям. Окей, две минутки прям. Хорошо. Да, на самом деле, все вот это, и вот эти тенденции, тренды, нам все о них рассказывают каждый день, точнее, каждую конференцию. И на самом деле, они уже есть, и они уже работают. То есть, видеореклама, да, она очень эффективна, в том числе в Geekome. HTML5, да, его уже хотят все большие, грубные, в том числе и в конце же бренды, для того, чтобы просто коммуникация с пользователем, с креативом была более качественной, более глубокой. Программатик, мессенджеры, VR, AR, это все уже рассказывали мои коллеги. Что будет дальше, и тренды, которые пока остаются только трендами. Появление новых технологий, Face ID, я не буду, нечего добавить к предыдущему выступлению. DOOH, более умный, когда, допустим, билборды будут сослеживать, анализировать аудиторию, которая находится вокруг него, и показывать максимально релевантную этой аудитории информацию. Я пропустил, тоже рассказывали? Да, да, это уже есть, но пока у нас там буквально считанное количество, десятков там в Москве, но их станет все больше. Представьте, стоит билборд, он понимает, что вокруг него тысяча таксистов находится, и, естественно, покажет таксистам доступное какое-нибудь не очень дорогое моторное масло. Если он поймет, что тысяча домохозяек, он покажет макароны и макфа. К примеру, как меня сейчас с суксидами не обвинили. Adblock, проверка рекламы на качество, оптимизация под голосовые запросы, big data, микротаргетинг, многоэкранность, многозадачность одного экрана. Это все то, что будет вот уже завтра. Это все то, что уже обсуждают прямо сейчас. Я надеюсь, что это в ближайшее время будет способствовать росту мобайла еще в большем количестве, чем есть на текущий момент. Спасибо за внимание. Мне не так много времени. Если есть какие-то вопросы, я вас там отвечу. Ну, в общем, мы не выполнили KPIs по стоимости звонка и количеству звонков. В общем, мы не смогли по нужной цене привести нужное количество звонков. Объясню, почему такое происходит и почему такое происходит. Потому что на текущий момент, если мы говорим о том, что мобильное приложение, мобильный актив не является единственным активом, очень большую роль играет в том числе какая-то имиджевая составляющая, имиджевая поддержка. Например, если говорить про недвижимость. Есть большой крупный застройщик ГАЛС. Мы ввели его компанию, ввели объект достояния. Там огромная, колоссальная имиджевая поддержка. Все билборды на рублевском шоссе вешаны ГАЛСом. Это на рублевском шоссе объект находится. По радио постоянно крутят ГАЛС, по телевизору крутят ГАЛС. Соответственно, там выполнить объем по звонкам, по количеству звонков, по стоимости звонков очень просто было. Это прям легкая компания была. В данном случае был объект недвижимость. Он находился в не самом удобном месте объективно. У него была не самая привлекательная стоимость самого предложения, стоимость квартиры. и поэтому да, это нам осложнило и стало основной причиной, почему мы не смогли выполнить КПС по количеству звонков и по стоимости звонка. И да, там просто были наши ошибки при планировании. Мы стараемся такого избегать. что-нибудь про VR, AR, внедрение есть у вас какое-нибудь вообще? Я могу классный кейс назвать, который вы можете посмотреть пока. Допустим, AR вот на текущий момент из тех, что у меня встречалось, это скорее носит какую-то имиджевую поддержку, точнее имиджевую составляющую в роли поиграться, в роли какую-то фишку дополнить. Например, самый легкий пример купи билет. Там есть AR штука, когда можно взять, поставить плюшевого зайчика рядом с собой или сфоткаться с плюшевым зайчиком. Непонятно, почему купи билет плюшевый зайчик. Но в общем, это правда очень прикольно, это очень прикольно, честно. Если меня спросят, с чем у меня ассоциируются плюшевые зайчики или с чем ассоциируются купи билет, я прямо сразу скажу, это же там, где есть плюшевый зайчик в приложении, с которым можно сфоткаться. По поводу VR, да, это пока еще тот тренд, который только набирает, ну, безусловно, да, AR есть приложение, допустим, всякие навигаторы, карты, где это путеводители, где уже используется это. По поводу VR, это только-только набирает обороты, и да, чем больше будет VR, тем больше мы будем видеть рекламу, допустим, в VR-играх на билбордах, интеграцию, к примеру, так. Я опять же безустановочно, мы переходим к следующей секции, посвященной программатику и работе с большими данными. И слово предоставляем начальнику транспортного цеха, Марату Юлгушеву, компания WebRama. Коллеги, всем привет. Меня зовут Марат, я руководитель отдела программатика в компании WebRama. Мне кажется, не стоит говорить, чем занимается WebRama, все и так прекрасно знают. Мы работаем с данными, мы анализируем рекламные кампании, мы запускаем нестандартные рекламные кампании, и мы анализируем целевую аудиторию и делаем потом красивые кейсы. Я сегодня расскажу как раз-таки про программатик и коснусь немножко трендов. Я вижу, немножко поплыла презентация, прошу прощения. У меня просто она была светлая. Короче, смысл в том, что мы сегодня будем говорить про тенденции рынка, про уднице activation, это некий true программатик. И расскажу на примере кейса Heinz о том, что мы делаем вообще с нашими рекламодателями. Для начала я бы хотел сказать, что первый раз про digital marketing начали говорить в 1990 году. То есть, по сути дела, вот наша отрасль, она достаточно молодая, но за это время уже сделано огромное количество положительных моментов. Если мы вспомним, то первый баннер, запустившийся, я не знаю, тоже порядка 30 лет назад, имел там CTR 40%. Я сегодня посмотрел, я удивился. 40% для баннерной рекламы. И сейчас для нас это может быть какой-то дикостью, но в те времена отсутствовали какие-то централизованные подходы к ведению рекламных кампаний. Тогда не было одного центра, когда мы можем посмотреть о том, какое количество показов, какое количество видимости по рекламной кампании прошло. И тогда вот все зарождалось следующим образом примерно. площадка направляла на баннеры, то есть баннеры на… То есть не площадка, рекламодатель отправлял на сайты свои баннеры, где уже прибивал их там каким-то образом. То есть можно было снять баннерное место, как, я не знаю, как снять квартиру. То есть там на неделю можно было снять, можно было снять там на месяц. Ну и в принципе подход был достаточно такой забавный, да, если мы сейчас на это посмотрим. Собственно, после начали появляться рекламные сети, когда… А, нет, первая крутилка, да, когда все поняли то, что ну не очень круто, когда ты посылаешь там на одну, на вторую, на третью, на четвертую площадку, так как может быть 15, и потом ты собираешь статистику в одном месте, когда можно было делать все намного проще. С точки зрения технологий, да, это звучит просто by-site платформа, да, by-site крутилка, такие как там Viborama, такие как там Adriver, DoubleClick и все остальное. То есть по сути дела замысел он остался прежним, да, но технологии, они не стоят на месте, они развиваются. Самая главная задача, которую они выполняли, это откручивание рекламных форматов и, соответственно, запуск вот этих технологий, когда бан остался на сервере и, соответственно, потом подгружалась статистика по нему. После начали появляться уже рекламные сети, когда поняли люди, что можно собрать какое-то пакетное предложение, да, по новостным площадкам, по спортивным площадкам, неважно там по фармплощадкам, да, и показать какой-то рекламный формат для того, чтобы, ну, заинтересовать своего пользователя. И некий рекламный бум, да, который произошел, это было, наверное, уже в 2000 году, в 2000-м миллениум, да, короче, в смысле в том, что автоматизированная реклама началась, да, мы смогли запускать там контекстные предложения и, соответственно, увеличивать так конверсию свою. Вот. В целом, тренд сохранился, да, на развитии технологий и последнее, наверное, то, что вот поразило весь мир, это было RTB, да, биржа реального времени. Плавно тогда переместимся в наше время и стоит отметить, что в 2017 году было уже официально объявлено о том, что доля интернета выросла и выросла по отношению к телевидению. То есть интернет стал на первом месте. Что это подразумевает с собой? Да, вот здесь я вывел тренды, да, предыдущий оратор говорил про мобайл-рекламу. Думаю, на этом не стоит тогда заострять мое внимание. Я прям коротко расскажу о том, что мобилка набирает обороты и примерно 50% контента, да, потребляемого человеком, она приходится как раз-таки на мобилке, на социальные сети и, соответственно, такие флагманы, как там Mail, Яндекс и все остальные, они развивают технологии, они развивают форматы, да, придумывают новые форматы для того, чтобы пользователь, заманить пользователя, можно сказать, да, чтобы тот уже построил качественную коммуникацию между площадкой и контентом. Важно отметить, что есть такой неодоцененный канал, как аудио, да, когда пользователь в момент прослушивания может услышать какой-то рекламный блок, да, иногда он может как бы присутствовать до того, как мы хотим послушать рекламные сообщения, то есть музыку, да, нашу любимую, в этот момент мы очень вовлечены в данный процесс и, соответственно, реклама, она появляется достаточно нативно. И смысл в том, что плюс этого направления заключается в том, что тут не важна такая метрика качественная, как видимость, потому что, ну, неважно, какая будет видимость, важна коммуникация. И с учетом данного канала, потому что немногие знают то, что аудио можно покупать прагматично, можно разрабатывать такие стратегии, как, там, допустим, на видеоканале мы показали, ну, на OLV-канале показали пользователю рекламу один раз, он либо досмотрел ролик, либо кликнул, те, кто не сделали ни того, ни другого, мы могли перевести на канал, там, допустим, дисплей, да, показали ему там рекламу, он никак не прокоммуницировал, и третий раз мы покажем ему аудиосообщение, где мы поймем, будем дальше мы работать с пользователем или нет. Важно также отметить, что сейчас тренд идет на верификацию трафика. О чем я имею в виду? Смысл в том, что нужно понимать, вообще проходило размещение или нет, потому что показы бывают как бы видимыми, как и невидимыми, да, там, по двум стандартам, подходам к видимости можно оценить рекламу, да, там, по MRC и по OpenVV, у нее есть там свои особенности. Также мы понимаем то, что в Рунете есть, ну, какая-то часть ботного трафика, да, потому что каждый хочет заработать деньги, да, и все мы, наверное, видели, да, когда начинается автоплей, хотя мы смотрим там кино, и реклама автоматически прокручивается. Вот, то есть верификация трафика, она очень важна. Проводить аудит рекламных кампаний также важно, потому что чем чаще рекламодатель проводит аудит, тем лучше он получает, соответственно, места для рекламы, да, тем улучшается его качество рекламных размещений, и, соответственно, все только в плюсы. Оптимизация бюджета и так далее, да. Сейчас я расскажу дальше про второй модуль, про некий такой black box, true программатика или audience activation, как мы это называем. Но сначала мы рассмотрим вот именно экосистему, в которой проходят наши рекламные кампании. Рекламные кампании, да, одновременно могут быть подключены к огромному количеству DSP, такие как, не знаю, Mail, Яндекс, GetIntent, UpNexus, MediaMass и так далее. Да, все мы, получается, боремся за одних и тех же людей и, ну, за одну и ту же SSP-шку порой, да. Это может быть там Google AdExchange, там, или Microsoft, или там, ну, неважно что. Смысл в том, что у такого подхода есть свои минусы. У него отсутствует общий аудиторный подход, да, когда мы покупаем одну и ту же аудиторию вообще в целом для бренда, потому что, по сути дела, этот подход, он, ну, основан на компромиссах. Где-то мы покупаем там беременных женщин, да, где-то мы покупаем мамочек с детьми, где-то мы покупаем еще какую-то аудиторию, потому что у каждой площадки есть свое понимание того, как она формирует ту или иную там группу по интересам. И, соответственно, исходя из этих минусов, мы решили сделать продукт, он называется у нас Viborama Audience Activation, прошу прощения. Собственно, продукт, можно сказать, расположен на четырех таких столпах, с которыми мы привыкли работать, это экспертиза, аудитория, медиа, аналитика. Давайте остановимся на каждом из них, да. Как мы работаем с аудиторией? Я говорил, что вот generic сегменты в DSP, которые предустановлены, они часто не помогают и не дают полной возможности таргетироваться на бренд. То есть у нас есть аудитория, да, где мы можем попасть, я не знаю, в целевую аудиторию на 40%, где-то можем попасть на 50%, где-то можем попасть на 25%. И, по сути дела, подход, когда вы определяете аудиторию через полную прозрачность, он позволяет нам охватить аудиторию намного больше, на 70-80%. Я говорю сейчас про такой social листинг, да, у нас в компании он называется BigFish. Это программа, это платформа, которая позволяет анализировать контент страницы, неважно, какое это social, это веб или тематические площадки, на самом деле в него можно даже загрузить войну и мир. И он сможет определить тебе бренд по связкам слов, он может тебе определить ключевые слова, он может определить семантическое ядро и после построить некую карту бренда, где будут там конкуренты, где будут хейтеры, где будут лаверы вашего бренда и где будут там смежные какие-то бренды. После получится кастомная таксономия, которую, допустим, мы сможем активировать через наше медийное пространство, потому что наш продукт, он связан с нашей системой по управлению данными. Это DMP. Чуть позже я расскажу на примере кейса, как мы это делаем. Также расскажу сейчас про то, что есть такой подход про Data Mining Segmentation. То есть когда, скажем так, на примере Lookalike я это приведу. Как вы знаете, есть такой пример Lookalike. Скажем, способ нахождения похожей по поведению аудитории, когда, предположим, дрон поднимется сейчас над нами, сфотографирует аудиторию, и мы сможем определить, то, что количество женщин такое-то, количество мужчин такое-то, и найти какую-то закономерность. Допустим, количество женщин в темной одежде, они, допустим, больше, чем количество женщин в полосатой одежде. После мы сможем построить Lookalike и активировать вот эту компанию, соответственно, уже после того, как сегмент начнет наполняться. В чем плюс данного подхода? В том, что Lookalike показывает хорошую эффективность, но он статичен. То есть, если мы сейчас вас сфотографировали, то завтра вы можете переодеться, и у вас будут уже другие интересы. Это говорится о том, что интересы, они не статичны, они меняются динамически. И, соответственно, тут нужно делать все то же самое. Нужно собирать аудиторию, и нужно делать динамическую сегментацию на основе машинного обучения и анализа логов рекламных компаний. И дженерик-подход, да, он как бы имеет свои плюсы. Если говорить про количество сегментов в разных платформах, их может быть от 200 до 1000, которые будут описывать аудиторию. Но, несмотря на это, этот подход, он уже, мне кажется, предиктивный, и от него в скором времени уже будут все отказываться. Теперь вместе с коллегами из Made Instinct, это агентство, с брендом Heinz, мы провели, скажем так, рекламную, не то что компанию, мы вывели все компании Heinz на новый уровень, когда в рамках узкой достаточно сегментации, а как вы понимаете, у Heinz есть огромное количество брендов. В данном случае мы будем рассматривать через бренд детского питания. Мы разработали подход, когда мы проанализировали целевую аудиторию, достаточно узкую. Это мамы с детьми моложе года. То есть тут получается 4 месяца, 7 месяцев и 12 месяцев. То есть начинаем прикорм, расширяем рацион и готовимся ко взрослому столу. То есть внутри достаточно узкого сегмента, нам нужно было выделить сегменты еще более уже и, соответственно, старгетироваться на них. Задачи, которые ставились перед нами и которые мы, соответственно, решали вместе с брендом, были выделение централизованного подхода, улучшение качественных показателей и улучшение показателей бренда Ворнуса. Воронку, через которую мы это делали, это были медийные показатели, такие как всем известные показатели CPC, то есть CTR, CPM, эффективные CPM, что это стоило, количественных и качественных показателей. Если говорить про пост-клик показатели, это всем известный bounce rate, это время, проведенное на сайте, это conversion rate. Про конверсии я расскажу чуть попозже, какие конверсии считались именно у Хайнса за конверсию. И, соответственно, бренды Ворнерс, это рост знания, когда мы замерили до того, как мы проводили рекламную кампанию и после того, как мы уже начали проводить… Это вместе с коллегами из… Как вы понимаете, есть такие исследовательские компании, как Tiburon, OMI, Ramir. Соответственно, мы вместе с коллегами из Ramir выгружали им логи, а у нас с ними настроена интеграция. И передавая им, скажем так, куку, они могли потом сделать бренд лифт и, соответственно, передать эту информацию агентству, которое поделилось с нами. Соответственно, мы это делали. Я ответил на ваши вопросы? Спасибо. Вот. Соответственно, для начала я бы хотел еще немножко рассказать про программатик, про возможности таргетирования, про сильные и слабые стороны. То есть раньше, как я и говорил, пользователи могли таргетировать… То есть были только площадки, которые собирались под тематику и, соответственно, можно было там провести рекламную кампанию. Сейчас уже нет ни одной, наверное, платформы, в которой бы не было возможности таргетироваться по данным по соц.демо. То есть это есть у всех, и все это отлично делают. Про поведенческие данные тоже стоит сказать. То, что люди начинают анализировать контент страницы и понимать, что если пользователь зашел на страницу авто.ру и интересуется гаджетами какими-то, мы с большей долей вероятности можем его определить к тому или иному гаджету, который есть на странице. Посмотрев его уровень вовлеченности, в динамике, мы можем определить его к тому или другому сегменту. Таким образом, как раз таки формируются сегменты во всех DSP. Ну, плюс-минус. Если у них нет там социальной сети, где эти данные там можно отразить или что-то еще. Говоря про lookalike, у него есть там свои плюсы, свои минусы. Lookalike достаточно показывает себя хорошо, в эффективности, потому что можно проанализировать любое конверсионное действие, будь то досмотр ролика, будь то клик, будь то поведение пользователя на сайте, там время с триггером 30, 60, 90 секунд. Соответственно, можно найти вот эту аудиторию, экстраполировать ее на какую-то базу и, соответственно, передать ее и активировать. И то, что сейчас, наверное, самое главное, это кастомная аудитория, когда мы можем найти аудиторию, не входящую ни в одну таксономию, ни в одной площадке. Потому что, как вы понимаете, у бренда автошников у него своя таксономия, по моделям, по конкурентам, по чему-то еще, у недвижки, у нее свои KPI, свои задачи, на звонки, найти аудиторию, потому что недвижка, она может быть элитной, может быть не элитной, но и описание целевой аудитории, у нее свое. И у каждого бренда, по сути дела, такая вот аудитория кастомная. Собственно, о сильных и слабых сторонах в целом, также я расскажу, то, что социально-демографические данные, их плюс заключается в широком проникновении, то есть мы оперативно можем и запустить рекламную кампанию, и охватить огромное количество пользователей, при этом эффективно это будет или неэффективно, мы сразу понять не сможем. И для того, чтобы сэкономить бюджеты, как раз таки проработали, оптимизировали, и, грубо говоря, откручивали рекламную кампанию на нашу целевую аудиторию. Придумали уже подходы, используя lookalike и кастомная аудитория. У каждого метода есть свой плюс и минус. Если говорить про lookalike, есть время для наполнения аудиторией, для сэмпла, для обучения. То есть, допустим, мы смотрим, мы хотим проанализировать пользователей, которые покупают квартиру. Не каждая недвижка может похвастаться тем, что они, допустим, месяц продают по 3 или по 4 тысячи аудиторий, ну, то есть, квартир. Соответственно, этот процесс затягивается, но рекламную кампанию нужно делать сейчас. Поэтому минус данного подхода как раз таки заключается в том, что необходимо время для того, чтобы запустить рекламную кампанию. Но он показывает эффективность уже на динамике. И про кастомную аудиторию мы сейчас отдельно расскажем на примере кейса с компанией Heinz. Как я уже говорил в самом начале, мы должны были сегментировать аудиторию достаточно узкую на еще более узкую аудиторию. Каким образом мы это делали? Мы собирали данные с сайта, данные с ресерч-компанией, данные с CRM-базы, данные с офлайн-карт лояльностей и загрузили это все в одну платформу по управлению данными. DMP – Viborama Audience Manager. Далее мы уже с помощью нашего машинного обучения, с помощью нашей in-house команды дата-майнеров смогли определить эту аудиторию. На самом деле на слайде, который будет уже потом пересловано, мы же можем потом прислать презентацию. Вы увидите древо решений, это то, как у нас выглядит look-like. Look-like в нашей системе визуализирован, и, грубо говоря, получается матрица, при которой мы видим крупные ядра и видим, к какому интересу подходит то или иное действие. Таким образом мы можем распределить эти точки таким образом, чтобы получить сегменты. В данном случае мы говорили про три сегмента – стейдж-1, стейдж-2 и стейдж-3. Это вот как раз-таки начинаем прикорм, расширяем рацион и готовимся ко взрослому столу. Среди этих аудиторий есть явное различие, которое мы смогли выделить на уровне дата майнинга и на уровне нашей дата платформы. Марат, две минутки прям. Две минутки, да? Хорошо, постараюсь. Важно понять следующее. Бренд Хайнс сделал следующее. Раньше уровень вот этого блока, DSP-шек, он находился выше. И, соответственно, компания пускалась следующим образом. Мы здесь на каждой платформе выставляли таргетинги таким образом, чтобы потом таргетироваться и потом где-то это все чекать. Попали мы в компанию, не попали в компанию и так далее. Что сделал Бренд Хайнс? Он сначала проанализировал аудиторию, собрал эти все данные, собрал свою авоську с пакетом. То есть у нас получилось три сегмента, которые он передал в каждую из платформ и потом открутил рекламную кампанию. В чем плюс? Когда мы таргетируемся на нашу аудиторию, в которой мы понимаем, как мы собрали, как мы начали ее передавать и как мы ее начали использовать, объективно, то есть на каждой платформе у нас как минимум не увеличивается коза CPM, потому что аукцион в таком случае не перегревается. Когда мы на каждой аудитории и на каждой, в рамках одной платформы, пусть это будет MyTarget, таргетируемся на одну и ту же аудиторию, беременные женщины, я, вы, кто-то еще, кто-то еще, мы в пятером, по сути дела, начинаем таргетироваться на одну аудиторию. Аукцион работает таким образом, то что цена из-за этого увеличивается. И, соответственно, кост в некоторый момент, под Новый год, в период для фарма цветения, когда необходимо файл в Keynote, тогда вы посмотрите то, что ролик, он на самом деле анимированный. Отсюда не видно, но я вам расскажу, что для каждого ролика, для каждого ролика мы делали отдельный персональный месседж и отдельный месседж крутился, соответственно, на свою аудиторию. Таким образом, у нас получился и data-driven подход, и некий такой креативный подход. В данном случае, мы просто была анимированная кнопка с персонализированным месседжем. По факту получилось увеличить показатели медийных активностей, пост клика и бренд лифта. В принципе, данные здесь, про конверсии я говорил, что на сайте можно было заказать сэмпл, по сэмплу, сэмпл являлся конверсией, можно было там поиграть в игрушку, на примитивную, и получить какие-то призы от Heinz, и, соответственно, можно было вот это все сделать. Из рекомендаций мы будем что делать дальше? Дальше мы будем анализировать контент уже непосредственно с помощью нашего BigFish, разрабатывать кастомную таксономию, где мы будем охватывать конкурентов брендов, где мы будем охватывать, может быть, тех, кто ненавидит или любит наш бренд, и, соответственно, у каждого бренда будет своя кастомная таксономия. В принципе, я уложился, поэтому, если есть вопросы, с огромным удовольствием. Спасибо большое, правда, очень интересно. Меня зовут Илья, агентство Аффект, мы с вами и дружим, и хочется пообщаться сейчас. Интересно, когда я использовал много каналов, отдельно MyTarget, отдельно ВК, вот DMP действительно видит все пересечения, то есть, насколько вы видели, что именно этот человек, вот я не знаю, мы один раз в MyTarget, да, показали ему, потом один контекстик, два раза преролл через ВК. Спасибо большое за вопрос, очень интересно, я сейчас это сюда положу. Смысл в том, что, когда мы поднимаем DMP на верхний уровень, мы готовим сегмент, вот готовим один сегмент. В моей презентации было три сегмента, мы просто рассмотрим на одном сегменте для удобства. Смысл в том, что мы можем нарезать сегмент таким образом, чтобы он был на три непосекающей части. Количество определяется количеством DMP, в котором мы это будем использовать. И смысл в том, что… Я об этом не сказал, потому что забыл. Смысл в том, что таким образом мы гарантированно исключаем пересечение и строим охват, передавая вот сегмент A, B и V в платформы, они не пересекаются вообще. Они не пересекаются. Соответственно, у нас получается кросс-канальное пересечение ноль, по сути дела, только если вы осознанно не хотели. И, соответственно, можем выстроить даже общую частоту, потом догнать ее на третьем канале. То есть это, по сути дела, список, который мы разделили на три платформы, дали каждому пакет, и если вы уйдете, вы никак не пересечете. Но только если вы сами не поменяете с этим. Поэтому такой подход как раз таки оптимизирует бюджет и качественно коммуницирует. Спасибо большое за вопрос. Есть у кого-нибудь еще? Объем данных для сэмпла? Да. Поскольку мы… Я, честно говоря, не могу этого сказать, потому что мы брали оффлайн данные, мы брали онлайн данные с сайта. То есть это все визитеры с каждого раздела сайта. Плюс была триггерная коммуникация. Мы устанавливали не просто визитеры, не просто пользователи, который посетил какой-то раздел страницы. У нас была градация по времени. У нас была градация по 30 секунд, проведенных на сайте, прошу прощения. По 60, по 90, по 120. То есть мы видели уровень его вовлеченности по временному триггеру, можно сказать. Соответственно, получились огромные массивы данных, поэтому мы привлекали на вход еще нашу команду Data in-house майнеров, которые могли с такими большими данными работать. Потому что когда мы работаем с большими данными, не все так просто, потому что они могут слепиться. Порой, мне кажется, то, что даже более узкий сэмпл, его легче анализировать, нежели когда очень большой. Но дальнейшие шаги работать не будут, что по машинному обучению. Прости, пожалуйста. По дальнейшему, по дальнейшим шагам мы будем использовать Big Fish, который будет анализировать контент страниц уже дополнительно, специальных блогов, например, Baby.ru, Baby.blog и все остальное. То есть там аудитория самая точная, на мой взгляд. Поскольку определить точно, на каком триместре девушка, пользующаяся интернетом, достаточно тяжело. Но если она заходит на какой-то персонализированный портал и там оставляет эти данные для того, чтобы обмениться с такими замечательными мамочками, такими интересными вещами, ну, неважно, женскими вещами, вот это уже, мне кажется, самая аффинитивная аудитория, которую можно анализировать уже на основании вот этого сэмпла, готовить какие-то гипотезы. Марат, спасибо. Время поджимает. Спасибо большое. Передаем слово дальше Далия Киселева. Далия или Далия? Далия. Далия. Еще лучше. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я представитель компании GetIntent, руководитель клиентской поддержки. И сегодня поговорим с вами о том, есть ли жизнь после клика, вообще каким образом могут перформить компании рекламной в программатик. Ну и поделюсь, собственно, опять же, успешным кейсом. То, как у нас это все получилось. Ну, сразу к практике. То есть у меня чисто такой практический кейс. Сразу к практике, какой бриф мы получили от клиента. Это был интернет-магазин мягкой мебели. Ну, такая специфическая история. Аудитория мужчин и женщины, то есть 25-50, платежеспособная аудитория. Кейс совсем свеженький. Вот буквально в феврале 2018 года мы его провели. Ну, география Москва, Московская область, столичный интернет-магазин. Это была чисто баннерная компания. Ну, интересы были, которые интересовали клиента. Это, естественно, строительство, ремонт, дизайн. Ну, вот все, кто планирует каким-то образом что-то поменять в своей квартире. Какие задачи мы решали? Через программатику они решили сразу несколько задач нам дать. То есть это были как брендовые задачи, так, собственно, продуктовые, так и перформанс. То есть формирование положительного отношения к самому интернет-магазину, то есть к имени, привлечение потенциально заинтересованной аудитории, информирование об акциях и конверсии. В течение февраля, ну, был период в целом гендерных праздников, да, поэтому акций у них было много, еще какие-то у них акции выходного дня и так далее, и так далее. Вот, поэтому мы еще постоянно меняли креативы, применяли различные креативные стратегии. Ну, сегодня об этом подробно говорить не буду, но это тоже имело свой смысл. Если говорить о цифрах по KPI клиента, CPM они нам поставили порядка 35-37 рублей за тысячу, CPC не превышать там 30-31 рубль, ну, и CTR 0.12, такой средний, даже иногда, можно сказать, чуть выше среднего по баннерке CTR программатик. Ну, кратко коснусь в целом, что такое платформа GetIntent. Да, мы являемся дисплей-платформой, вот, соответственно, проинтегрированы порядка 90 SSP, вот, и как российские, так и западные, вот, и со всеми топовыми DMP работаем на рынке, ну, со всеми, там, российскими, в том числе, там, и Weborama, да, айдата, клевердата и так далее. Вот, и все это происходит, закупка происходит в режиме реального времени, ну, наверное, все знают, что такое, там, RTB программатик, уже не надо подробно останавливаться. Ну, естественно, синхронизация с DMP тоже в режиме реального времени, то есть мы закупаем трафик автоматически с применением данных в реальном времени. Для того, чтобы запустить компанию, нужно сначала подготовиться, да, то есть подготовить инфраструктуру. Здесь есть, скажем так, несколько шагов, да, которые предварительно нужно сделать. Вот, если, тем более, мы говорим о каких-то конверсиях, то мы обязательно, естественно, требуем, чтобы был установлен наш пиксель на сайт клиента, который будет данные собирать, которые мы потом будем уже оптимизировать. Пиксель наш очень, там, не знаю, очень просто устанавливается на сайт, через Google Tag Manager можно это сделать, не надо лезть в код там глубоко и так далее. Если клиент хочет, он может протречить, опять же, нас с какими-то сторонними системами, все известные системы, здесь вот еще и так далее внизу списка, там, Adriver, RedFox, Gemius, Weborama, та же и так далее, то есть все мы принимаем к размещению, не проблема. Необходимое обязательное условие – это установка наших макросов в UTM-метки, чтобы мы в аналитике потом уже могли подробно по разрезам смотреть, с каких там доменов, SSP, я не знаю, с каких креативов, в общем, что лучше всего отработало. Ну и, понятно, доступ к аналитиксу, к Яндекс.Метрике, идеально, если и туда, и туда, ну, в общем, или хотя бы выгрузки оттуда, чтобы нам настроили. Каким образом запускается сама рекламная компания? Пошагово. На первом этапе это запуск сразу нескольких стратегий. Мы смотрим, как она начинает отрабатывать, порядка 5-10% бюджета мы тратим на то, чтобы собрать первые данные проанализируют результаты. На втором этапе мы уже отключаем все, что нам не понравилось, усиливаем все то, что нам понравилось, что перформа, что эффективно, ну и так далее. И к третьему этапу у нас подключаются уже наши машинные алгоритмы, так называемый наш предиктор, наши технологии, которые предсказывают определенное поведение пользователей. Ну, соответственно, искусственный интеллект, да, и вот все, что с этим связано, машинное обучение наше. И в результате всего этого комплекса, в том числе и ручной, и машинной оптимизации, выходим уже на целевые показатели, ко второй части компании, ну и к концу, естественно, тоже. Что было конкретно в этом кейсе? Мы запустили несколько стратегий сразу на старте, подключили внешние сегменты от DMP. Ну, в данном случае это IDATA, таково было желание клиента, но можно подключать несколько DMP, там, посравнивать, как они работают. Мы ни в коем случае никогда там не рекомендуем или не отдаем предпочтения ни одному из подрядчиков. То есть мы в режиме реального времени клиент может смотреть, что работает лучше, что-то подключить, что-то отключить, в общем, попробовать все, что угодно. Дальше были подключены разные категории контента. Ну, это, скажем так, списки сайтов, относящиеся к определенной категории. Ну, ретаргетинг, естественно, с конверсиями. Без ретаргетинга никуда. И наши системные black и white листы. То есть у нас есть определенный опыт, уже собранные black листы, собранные white листы. Они подключаются тоже на старте. Мы знаем, что они дают сразу определенный результат. Ну, и подхожу, скажем так, к главному, что мы в этой компании опробовали, попробовали, протестировали. Разработали недавно новый продукт. Называется он CPA-предиктор. Это такая технология, которая умеет предсказывать не клики, а именно действия пользователей. Шли мы к этому, сразу скажу, достаточно долго. В последние полгода, наверное, точно мы это все разрабатывали, тестировали очень активно с привлечением наших и дата-сайентистов, дата-программистов. Все ребята дружно, усиленно трудились над этим. Проводилось там много различных тестов. И вот сейчас мы понимаем, что мы сумели получить предсказуемый результат. То есть, скажем так, мы понимаем, что да, это работает. Чуть подробнее о том, как это работает. Мы анализируем энное количество, там их десятки, на самом деле здесь выведены не все, десятки признаков, технических признаков. Делим их условно на несколько категорий. Это характеристики пользователя, соцдем, география. Все, что мы знаем о пользователе, это данные get-intent, собственные данные. Я не знаю, привычки в интернете, куда он там чаще ходит и так далее. Характеристики рекламодателя, категория рекламодателя, например, фарма, авто, детские товары, мягкая мебель, вот как сейчас у нас. Размер ставки, то есть, за сколько мы готовы выкупить тот или иной показ, сколько клиент готов за него заплатить. И типы, и размеры креативов. И характеристики паблишера, там характеристики рекламного места, тегайди, например, это первый, второй экран, например, или еще что-то. Какие конкретно домены, и категории тоже контента. Собственно, на анализе всех этих признаков искусственный интеллект простраивает модель для каждой рекламной компании. Подчеркну, это происходит именно для каждой рекламной компании, простраивается своя собственная модель. То есть, мы поняли, что мы можем наиболее эффективно выкупать тех пользователей, которые с большей долей вероятностью совершат конверсию. Какие действия мы на данный момент умеем предсказывать? В принципе, все то, что есть в платформе, в конверсионных правилах, все, что можем настроить, это мы умеем. Есть такая немножко особняком стоящая вещь, это осмотр ролика, можем тоже ее считать за конверсию. Это полезно в видеорекламе, если нужно поднять процент досмотра, а его нужно поднимать всегда. То, что касается уже действий на сайте клиента, это глубина просмотра, посещение определенной страницы, например, контакты, или страницы с адресами оффлайн-магазинов, что-то вот такое. Понятно, что добавление в корзину, но и самое вкусное и приятное, это заказ на сайте, что для e-commerce очень важно. Какие преимущества для рекламодателей здесь есть? Оптимизация трудозатрат на составление black-white листов. Почему мы вынесли это отдельно? Потому что GetIntent – платформа, которая оказывает услуги, в том числе, на селс-сервисе. Я бы даже сказала, что большая часть у нас сейчас оборота – это от клиентов, которые сами ведут рекламные кампании. Регистрируются, ведут, пожалуйста. Соответственно, таким образом можно сэкономить время на всю аналитику и так далее. Получается, что мы не привязываемся с помощью CPA-предиктора к каким-то конкретным сайтом, а он уже сам выбирает тот трафик тех пользователей, которые лучше всего перформят. В связи с этим понятно, что повышается пост-клик показателей, особенно если настроить тоже какое-то количество этих конверсионных правил по пост-клику. То, о чем я уже сказала, увеличение вероятности достижения конверсии. И оптимизация по выбранному конверсионному действию. Всем понятно, что все очень кастомно. Всем нужны разные действия. Кому-то, у кого-то это покупки, у кого-то, я не знаю, регистрации, у кого-то что-то еще. Вернемся к кейсу. Какие у нас вышли итоговые показатели? Кипяемый перья выполнили. Мы сумели снизить стоимость за тысячу показов на 30 с лишним процентов. CPC тоже очень неплохо, даже еще лучше мы тоже уменьшили. CTR превысили. Ну вот 0,2% получился. Процент CTR высокий для баннерки. Ну вот высокий. Здесь я, кстати говоря, тоже думаю, что еще очень сыграла роль креативная стратегия. О том, о чем я сказала вначале. О том, что мы постоянно, клиент нам готовил много креативов и был согласен с этим работать и активно шел навстречу. И пиарил, рекламировал свои акции. Посмотрим на распределение транзакций по стратегии. Больше всего транзакций, я уже имею в виду покупок, заказов, скажем так, точнее. Дал ретаргетинг. Ну это логично, обоснованно, вроде бы все понятно. Дальше стратегия, в которую мы подключали CPA, наш предиктор, вот этот новый, занимает почетное второе место. Для нас это было прям таким понятным, хорошим, позитивным результатом. Ну и дальше уже сегменты, тематика доменов вот таким образом. То есть по сути, больше 30% конверсии дал этот CPA и предиктор. Что по результатам размещения, вот и общие итоги компании. Каким образом получилось? Более 9 миллионов охват, CTR-02, как я уже сказала. Здесь видно распределение вот тех конверсионных правил, которые мы настраивали на самом деле. То есть мы настраивали разные типы конверсий. Одна из них была глубина просмотра более трех страниц. Тоже достаточно много. Таких у нас было. Ну понятно, что она такая самая простая из всего. Поэтому их много. То есть люди задерживались на сайте, люди изучали, люди смотрели. Добавление в корзину 343. И транзакции за месяц. Причем было 33. Таким образом, посмотрим на конверсион рейт. 0,41. В целом тут мы считаем, что это для данного вида, для данного типа, я не знаю, клиента, это хороший конверсион рейт. Потому что интернет-магазины, они разнятся вдруг в зависимости от… То есть понятно, что там есть косметика или одежда. Здесь все-таки мягкая мебель. То есть одна покупка – это серьезная достаточно затрата для человека. То есть средний чек от 20-30 тысяч рублей. Сразу надо вынуть и положить, скажем так. Поэтому то, что конвертировалось в результате в покупки, получилось… Ну, конверсион рейт, получается, мы считали не вот от этих тысяч, а именно от 33 по отношению ко всем кликам, которые были вообще на сайт сделаны. Поэтому, да, получилась вот такая вот история. Собственно говоря, здесь у меня по практической части все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо, Делья. Передаем слово Илье… Извиняюсь, Айзену. Илья. Ага, вижу. Так. Добрый день, коллеги. Еще нормально? Устали? Нормально. Хорошо. Ладно. Кто из вас из сервисов? Руки можно выше. Окей. Кто из вас запускает сам рекламу? Или через агентство? А что делают остальные? А, кофе-брейк, я понял. Хорошо. Ладно. Кто из вас знает, что такое first-party data? Second-party data? Спасибо большое. Что я делал без вас? Спасибо. Хорошо. Third-party data? Ну окей. Ладно. Смотрите. Сегодня прикольно. Много интересных уже докладов. При этом у меня намного проще задача. Мне задача рассказать вам, как показывать правильную кошечку своему клиенту. В связи с тем, что времени у нас мало, я буду говорить в более ультимативных тезисах. Понятно, что каждый там можно оспаривать, аргументировать, детализировать. Если кому-то будет интересно, можем потом обсудить. Как развивался рынок дисплея, мы уже услышали от предпредыдущего оратора. Сори, имя не помню. Марат, спасибо. Первый появился third-party data. Внешние данные, которые можно открыто купить на рынке. Эти данные, они… Любые данные, они вообще всегда должны проходить четыре основных проверки, если по базовому уровню. Это насколько они прозрачные, знаю ли я, как они собираются, как они получаются. Второе, насколько они релевантны для моего бизнеса. То есть, используя эти данные, я могу что-то дополнительное зарабатывать. Третье, насколько они масштабируемы, могу ли я их купить для того, чтобы зарабатывать. И четвертое, создают ли они какое-нибудь стратегическое преимущество. А third-party data – это великолепная штука, появившаяся… В каком году, Марат? Хорошо. Мы потом вернемся на его слайд, появившийся и дающий возможность оптимизировать дисплей за счет использования сегментов. Где-то полтора года назад мы провели интересный анализ, мы пошли во все большие агентства и просмотрели где-то 800 разных брифов. И среди этих брифов были такие интересные, как, например, от одного крупного FMCG бренда, который сказал, я бы хотел старгетироваться на женщин из Москвы, у которых есть сыновья от 10 до 14 лет, которые ходят два раза в неделю на хоккейную секцию и при этом пользуются деадорантом. Любые данные в ДМП, вот third-party data, они появляются из двух основных источников. Первое – это анкетированные данные, какие-то publishing data. Второе – это моделированные данные. Так вот я вам скажу такой секрет, модели такой не существует и анкеты тоже. Но, конечно, агентство открутило, все были довольны, все заработали. Клиент в восторге. У клиента основная задача была бюджет потратить. Топ-3 мировых FMCG бренда. Не суть. Суть в third-party data, что при всем их великолепии они очень-очень редко прозрачны, а скорее всего никогда, потому что непонятно, откуда они появляются. Они безумно редко релевантны, и если, то у них надо найти какую-то крупицу и потом еще быть уверенным, что если вчера они были релевантны, то они продолжают регулярно обновляться с тем же качеством. Но зато есть преимущества. Их можно купить сколько хочешь. То есть масштабируемость до бесконечного. Но при этом, даже если вы в них что-то нашли, они вам никогда не создадут стратегического преимущества, потому что ими может пользоваться весь рынок. Second-party data – это формат работы с данными, когда вы используете чужие данные, в которых вы уверены. Пример взаимодействия может быть, например… Интересно кому-то second-party? Или перепусти? Окей. Пример взаимодействия может быть, например, Samsung запускает свою новую, эту гранату, которая взрывалась раньше, Galaxy 6, да? Вот они в сентябре запустили новый телефон. И какие бы данные им были бы интересны из Евросети, NVIDIA, Eldorado и так далее и тому подобное. Но, например, те люди, которые купили телефон за последний год. Почему? Потому что цикл покупки телефона в России 16 месяцев примерно. Какой смысл показывать информацию о новинке человеку, который точно не купит новинку? Можно было бы просто сделать антисегмент, исключить этих людей, и на базе этого сэкономить какую-то часть бюджета, часть из этого сэкономленного отдать связному, евросети, там, NVIDIA, Eldorado, а часть использовать для того, чтобы оптимизировать остальные показы. И эволюция, она как раз… Я достаточно хорошо до трех считаю и понимаю, что это 1, 2, 3, а не 3, 2, 1. Но если посмотреть на основное развитие в дисплее, то использование данных, оно как раз шло обратно. То есть первое было third-party data, потом появилось second-party data, когда вы используете чужие данные. А потом только не так давно начали активно использовать first-party data. First-party data – это ваши собственные данные, это ваш CRM, это ваши куки на сайте, это ваши соцгруппы и так далее и тому подобное. Те данные, которые для вас 100% прозрачны, откуда они собрались, 100% релевантны для вашего бизнеса, но у них есть большая проблема, их тяжело масштабировать. Зато они всегда создадут для вас стратегическое преимущество. И вот рынок развивался, да, с развитием third-party data, вот этот рынок сегментов, только в США в последнем году достиг 10 миллиардов долларов. И при том, что он растет, уже сейчас понятны эти основные минусы, которые есть у данного типа данных. Ну, можно сказать. Были интересные стадии, которые взял… Это e-consultancy стадии 2017 год, крупная американская ассоциация, которая работает с топовыми компаниями, которые занимаются активно digital marketing или тратят туда деньги. Они взяли себе топ 100 маркетологов и получили очень хороший респонс рейд, где они спросили несколько вопросов, какая категория данных лучше всего подходит к данным высказываниям. И у нас во всех этих вопросах… Источники всегда есть на презентации, можно потом проверять. На всех этих вопросах всегда побеждает first-party data. То есть эти люди, которые активно занимаются digital продвижением, эти люди, которые тратят самые большие бюджеты, говорят, окей, first-party data мне дает самый высокий рост фокуса среди наших источников данных. То есть я готов в него инвестировать, и я хочу в него инвестировать. Второе. Он мне дает самое понятное и прозрачное объяснение моей выгоды. Что я с этим… То есть финального результата. Третье. Он мне дает самое прозрачное влияние на мой CLV, на жизненную ценность моего клиента. И четвертое. Эти данные, они создают самый большой инсайт о том, кто мои клиенты, как с ними работать и тому подобное. Если first-party data раньше использовалась только для CRM-стратегий, для удержания и так далее, то сегодня first-party data можно активно использовать совершенно для разных стратегий, не только для ретеншена и удержания, а именно основные задачи его применения может быть также кросс-сел, апп-сел и, на удивление, привлечения. Потому что как, по идее, можно использовать привлечение с помощью своих CRM-овских данных. Я вам про кошечка обещал что-то рассказать. Давайте расскажу про кошечек. Наши коллеги в Англии, O2 Telecom, может кто-то из вас знает, второй по объему или по размеру мобильный оператор в Англии, работает также во всем мире. Они взяли нового хэда, действительно очень прикольный парень, еще симпатичный. Ник Эдемс его зовут. И он когда пришел, он увидел, что несмотря на то, что разрабатываются постоянно очень классные креативы, что тратится огромное количество денег, он не может сказать, что несмотря на никакой креатив он использует, у него нет серьезного роста или улучшения показателей по этой рекламе. А основная задача этой рекламы у них делится, основное это привести новых абонентов, удержать старых и продавать доп.услуги. Поэтому что сделал Ник? Очень интересный тест. Он сделал как раз использование first-party data как основу всей стратегии медийки O2, которая работает на разных частях воронки. Какая это стратегия? Первая, ну если вкратце, он поделил на три группы. Первая это early upgraders, это люди, которых контракт, вы знаете, на европейских рынках и почти на всех цивилизованных рынках работают, операторы мобильной связи работают по prepaid контрактам, ну на постоянных контрактах. И вместе с этим получаешь почти за бесплатный телефон, какие-то другие девайсы и так далее и тому подобное. Early upgraders, это те люди, которые не дожидаются конца своего контракта и которые имеют и возможность, и интерес улучшить свой телефон, получить более выгодные условия. То есть они подписываются один раз за два года и потом больше к этому не возвращаются. Второе, это те люди, которые сейчас заканчивается или уже вот прямо вот сейчас заканчивается контракт и нужно их удержать и перевести на новый. И третье, это те люди, которые уже expired contract, у которых уже нет контракта. Что они сделали? Они выбрали один и тот же визуальный элемент и начали работать больше с мессенджингом этого визуального элемента. То есть они хотели исключить, создать лабораторные условия, в которых они исключат вопрос, насколько действительно важен визуализация и креатив. Они больше старались подобрать именно тот мессенджинг, как тоже, мне кажется, Марат тоже, по-моему, говорил. Они бы создать именно УТП для этой группы и через любые каналы его транслировать. То есть для человека, у которого контракт заканчивается, рассказать ему о новых возможностях, улучшениях против его текущего контракта, а не просто ему пихать новый. Для человека, который потенциально является клиентом для early upgrade, рассказать ему, какой он сейчас может получить телефон, если он сейчас обновит контракт и так далее и тому подобное. Суммарный результат – это снижение CPO на 49% и CPO – стоимость привлечения этого нового контракта, или не всегда клиента нового контракта, и снижение по early upgrade на 61%. Более-менее понятно? Я чуть-чуть бегу, вы меня потом остановите. Работая с нашими клиентами, наши клиенты – это 32% рынка России и коммерса, почти из топ-50 банков где-то 25 банков, страховые компании и так далее. Работая с нашими клиентами, мы используем очень простую методологию и подход к работе с first-party data в дисплее. Задача или возможность работы с first-party data в дисплее, она как раз и обусловлена тем, что можно работать на разных циклах стадий клиента или на разных стадиях работы с этим клиентом, а не только для удержания cross-sell и up-sell. Например, во время acquisition основные измерения. Первое – на какой KPI мы концентрируемся. А второе – какие сегменты или типы сегментов мы используем. Например, для acquisition в основном first-party data используются антисегменты. То есть исключение. То есть моя задача – это не работать просто в тупую, а из моего текущего, например, ретаргетинга или из моей текущей медики вытащить то, что мне априори не даст никакого эффекта. И для этого мы используем основные типы сегментов, как новые против текущих, против спящих клиентов, высокий уровень вовлечения и так далее и тому подобное. Второе – это cross-sell и up-sell стратегия. В ней тоже понятны задачи. Она сильно будет разниться между банком и коммерсом, страховыми компаниями. Но, допустим, мы остановимся на примере и коммерса. Моя задача – это новые продажи в какой-то дополнительной категории. То есть увеличить его вовлечение в мою продуктовую линейку. И здесь я буду использовать его историю покупок, корреляцию с другими категориями. И на базе этого сегменты средний чек, частота покупок, время с последней покупки, интерес или уровень интереса какой-то определенной категории или какому-то бренду. И я обязательно буду использовать это для retention, для удержания. Здесь я концентрируюсь на снижении черно, снижении оттока, customer lifetime value, жизненная ценность клиента, которая достаточно просто считается, средний чек, частота и так далее. И концентрироваться мы будем на сегменты RFM-матрица, recency, frequency, monetary value. Всем знакомо? Кого-то есть вопросы? Нет? Хорошо. Lost champions, fading vips. Если какие-то термины незнакомы, то с удовольствием поднимайте руку, спрашивайте. Нормальный маркетолог, он скажет, слушай, ну что за дебилизм использовать своих же клиентов, с которыми я могу общаться через CRM, через email, через push, через SMS. Зачем мне на них дисплейкой работать? Здесь есть одна проблема. Для удержания вообще зачем использовать? Я бы этому человеку сказал, что ты больше прав, чем не прав. Но на самом деле это не совсем так. Представьте себе человека, который у вас уже… Кто из вас когда-нибудь покупал группон? Ну ладно, камон. Давайте честно. Когда-то это было модно. Нет? Коллеги? Нет? Хорошо. Группон, но все знают, что это такое. Купончики на скидку и так далее. В общем, когда-то, наше понимание, что почти все покупали какой-то тип группонов, но когда-то, когда вы покупали группон, вас сразу подписали на как минимум две рассылки в день. Стандартное поведение, мы тогда с группоном вели весь email маркетинг, стандартное поведение заключалось примерно такое, что первые несколько дней пользователь читал акции, потому что, ну, может быть, что-то интересное. Потом он увидел, что их на самом деле, они не настолько ограничены, как он думал. Поэтому он создавал себе папочку, чтобы на выходных посмотреть на них. А в конце года… И они туда email и падали. А в конце года, например, в этой папочке уже было 600 непрочитанных писем. Одной кнопкой мы это все удаляем и делаем unsubscribe. А клиенты, которых вы потеряете, они также и реагируют. Со временем любая наша коммуникация теряет свои значимости и в своем эффекте. То есть чем дольше мы общаемся с клиентом. Я думаю, у вас это тоже часто бывает. Вы какой-то интересный индустриальный блок находите, думаете, о, буду читать каждую среду. Подписывайтесь, может быть, один раз прочтете, два раза прочтете, но в конце концов привычку это как-то не входит. То же самое и здесь. Если вы хотите достичь вашего клиента, который вот почти ушел, или который уже на вас не реагирует для удержания, то какой шанс, что он будет реагировать на ваши пуш-сообщения, какой шанс, что он будет открывать ваши письма вообще и так далее и тому подобное. Поэтому здесь комбинация стратегии, она очень полезна. И вот вам один из примеров комбинации такой стратегии. Компания Salesforce и компания Facebook. Крупные сделали кейс для крупного ритейлера, омниканального ритейлера спортивной одежды, в котором они взяли сегмент 565 тысяч подписчиков и комбинировали свой email-маркетинг вместе с дисплеем. 18% людей, коммуникация везде была одна и та же, месседж был один и тот же, визуализация была одна и та же, ну, креатива. 18% людей открыли email. 16% людей открыли email и увидели Facebook. И 27% увидели только Facebook. То есть в конце концов я увеличил свой охват своих email-компаний на 77%. И те люди, которые работали со мной и с которыми я работал в обоих каналах, у них на 22% больше была конверсия в реальную конечную покупку. Более-менее поехали дальше. Но если я вас до этого момента все равно еще не уговорил, что имеет смысл использовать разные каналы и через них делать сквозную коммуникацию, ну, потому что зачем, опять же, тратить деньги на своих email-подписчиков, да, то тогда можно это сделать в другом виде. Как, например, сделала компания Spoke. Маленький тест, просто не все их тесты можно рассказывать, но 28900 клиентов, и по ним был тот же самый, опять же, такая же стратегия, тот же самый креатив в Facebook и в email-компании. При этом здесь они исключили, сделали антисегмент, исключили всех людей, которые открыли email в течение энного количества времени, динамически исключался из Facebook-компании. То есть результаты 23,8 клиентов получили сообщение через email, открыли, не получили. 73% видели это сообщение через общую стратегию, и у меня и return on advertisement sales, то есть ROAS, получился в конечный эффект 1 к 17. То есть намного более эффективно из-за того, что была комбинированная стратегия. Если мне все-таки как-то в рамках такой быстрой тирады получается вас уговорить на том, что first-party data – это реальный актив, который можно использовать, который можно автоматизировать, и который можно использовать не только в рамках своих CRM-стратегий, то тогда вы будете задаваться вопросом, хорошо, какие же данные более всего интересны. Опять же возьмем здесь и consultancy study, которая разделила разные типы бизнеса. Вот среди тех людей, с кем они работают, они разделили те, которые имеют более высокий рой возвратной инвестиции по медиарекламе, и те, которые имеют более низкий рой возвратной инвестиции по медиарекламе. И посмотрели, какие источники они в основном используют для first-party data. В конце концов, это вот эти три группы. Поведение. Мне надо знать, что он у меня делал, мне надо знать его историю покупок, мне надо знать, что он покупал, какой у него средний чек и так далее. Второе. Мне надо понимать, как он взаимодействует с моей коммуникацией и использовать ее как следующие сигналы для таргетирования. Пример со Spoke. Если я знаю, что он открыл Meo, это у меня напрямую пробрасывается в антисегмент или в сегмент того, кому не показывать, то тогда эта динамическая связка мне дает возможность экономить деньги или увеличить свой охват в обратном случае, как у нас с кейс Salesforce и Facebook. То есть, важно, какие данные. Теперь самая тяжелая часть. У кого из вас есть хорошо работающие, прямо вот… Да, давайте до тяжелой части другое. Мы для себя используем такую методологию торта. Это небольшой объемный какой-то проект, это небольшая какая-то объемная задача. Мы используем, мы когда внедряем что-то клиентам или когда мы обсуждаем это с клиентами и рассказываем, мы стараемся использовать простые подходы. Первый уровень этого торта, первый слой – это data management. Вам нужно понимать, где ваши данные, вам нужно понимать их таксономию, вам нужно гарантировать себе их чистоту, вам нужно создать возможность уникальных идентификаторов, идентификаторов, то есть тех, которые объединяют данные из разных ваших silos, что-то там социальных сетей, что-то из вашего CRM, что-то из ERP, как у вас товары доставлены были, если вы e-commerce, что-то с мобильных девайсов, телефоны, SMS и так далее и тому подобное. То есть, вот этот data management – это самая-самая важная часть. То есть, если вы посмотрите на стратегии в рамках вот этого слайда, в рамках каждого отдельного сегмента или каждой отдельной цели по воронке, то вы увидите, что здесь нет какого-то особенного big data. Ну, ничего здесь высокоинтеллектуального не существует. Это логические, понятные сегменты, которые я могу использовать, если я просто делаю нормальный data management. То есть, главный тезис – не думайте о big data, думайте о small data, которую можно использовать сразу здесь и сейчас. Второе – это уже artificial intelligence. Это уже не просто нарезание этих сегментов, а поиск понятных корреляций. Например, propensity to buy, то есть, как близко человек находится к покупке. Или affinity к какому-то бренду. Или вероятность его ухода от вас как клиента. Здесь уже надо считать. Но для того, чтобы считать, вам нужно иметь возможность автоматизировать отчетность по этим данным, автоматизировать анализ этих данных. И вам нужно быть уверенным, что они чистые. И уже потом начинается journey management. Journey management – это как раз соединение разных каналов коммуникации с этой платформой или хотя бы с возможностью использовать first-party data. Пример у нас был с вами Spoke и Facebook. Если я посылаю по email, я должен иметь возможность для тех людей, которые открыли email, не таргетировать больше на них рекламу. Вот это подход, который, может быть, если кто-то думает о внедрении или думает об использовании, или вам нужно рассказать клиенту, это подход, который очень-очень хорошо структурирует и дает возможность понимать вот этого большого слона и резать его по частям. У кого из вас вот это вот все есть? Или у ваших клиентов? Там CRM, AI engine, то есть которая считает предиктивные сегменты, аналитика, правила, возможность это все тестировать и так далее. У кого-нибудь есть? У вас? Это круто. У вас тоже? А, у клиентов. Просто у моих нету, но если мне иногда все-таки удается найти людей, которые ближе к этому, то действительно единственное, что можно сделать, это покланяться, попробовать поучиться. Но те, у кого этого всего нету, и которые не знают, как к этому подойти, не волнуйтесь, вы как раз нормальные. Потому что это реально не так просто, как это звучит. Это все ваши данные, это все ваши знания, вам нужно их использовать. Вы всегда будете уверены в их качестве. Но построить это на самом деле не так просто. Если вы об этом думаете, то сконцентрируйтесь или хотя бы себе как часть вашей споргалки, посмотрите на следующие вещи. Первое. Оцените трезво возможности вашего IT. Насколько они умеют хранить данные, насколько они чистые, какая скорость ответа базы, как это все пишется и так далее. Второе. Даже если вы используете DMP решения, которых, слава богу, становится больше, и которые становятся все круче и круче, вам все равно нужны ресурсы и знания для того, чтобы делать планирование, синхронизацию и теггинг. И третье, самая главная часть. У очень многих из наших клиентов или вообще на рынке есть куки, есть email-система, есть телефоны, есть иногда даже фидбэки, и они пишут, как человек отреагировал, дают им какие-то скоринги. Есть база выполняемости, история транзакций, много чего. Но очень мало из них есть сквозной идентификатор, который это все привязывает к одному пользователю. И это самая-самая тяжелая часть. То есть уметь быстро собирать данные, соблюдать таксономию, иметь возможность быстро ими оперировать, иметь подключение ко внешним источникам и так далее. Поэтому обратите на это внимание. Самая главная часть перед тем, как что-либо делать, это data management. Если же все-таки вы среди нормальных, которым нужно еще делать, которым нужно еще учиться, или у вас есть клиенты, которым нужно это делать, то тогда ищите подрядчиков. У подрядчиков другой чек-лист. Первое. У них желательно, чтобы была достаточно долгая история работы с вами или хотя бы с вашими данными. Или возможность их выгрузить. Потому что если ее нет, то вы начинаете с нуля, и очень тяжело будет проверять гипотезы против своих собственных сегментов. Второе. Вы должны проверить, насколько они умеют работать с данными. и это не на словах, а как у них выглядит структура, как они их пишут, как они их вызывают, какая скорость и так далее. Следующее. Если вы уже берете человека, который вам поможет, то тогда вам нужно проверить его компетенции по big data. Но опять же не на словах или не на уровне экспертности, а это можно сделать через дешевые каналы, через email, через push, через SMS. Наш клиент, допустим, в видео они взяли и просто пустыми тегами в Google Analytics отдавали определенные вещи и на базе этого смогли хорошо проверить, вот насколько, когда наш код говорит при заходе пользователя на сайт, что этот клиент купит в рамках этой сессии либо в течение трех дней, насколько он действительно купит. То есть мы его еще не показывали, а просто тегали и проверяли потом сравнение по воронкам. Проверяйте это. Потому что людей, которые рассказывают, их очень-очень много, людей, которые действительно что-то умеют делать, их намного меньше. Следующее. Имеет проверенные четкие соединения со всеми рекламными площадками или рекламными системами, которые вам нужны для работы, а желательно, когда вы начнете использовать first-party data, которые вам не нужны, которые вам потенциально будут нужны. И четвертое. Который приносит в себе еще и экспертизу о том, как с этим работать. Потому что одно дело иметь возможность и сидеть перед белым листом и генерировать с нуля, а с другой стороны еще надо создать эту стратегию и желательно быстро и получать от нее быстрые результаты. Здесь экспертиза может сильно помочь. А что хотелось сказать в рамках этого короткого времени? First-party data – это новый виток развития, который будет в дисплее, который уже сейчас используется. First-party data – это важно и интересно не только потому, что это качественные данные, которые вы четко понимаете, откуда они пришли, то, что они вам дают эффект. Но самое главное, если вы их правильно используете, они, в отличие от других двух, могут дать вам стратегическое преимущество, потому что их нет ни у кого другого. First-party data можно использовать не только для удержания, которое, по идее, не хотелось бы использовать, потому что это мои пользователи или мои клиенты. First-party data можно использовать на любой стадии воронки, иногда как сегмента, иногда как антисегмент. Илья, время. Время что? Закончилось. Хорошо. Ну, тогда я закончу тоже. Спасибо вам большое. Илья, спасибо. А чтобы не выбиваться сильно из тайминга, опять же, вопросы тогда перенесем в кулары. Ну, может быть, один вопрос, прям самый острый, наверное. Да. Илья, тоже. Спасибо. Да, Илья, спасибо огромное. Очень интересно. Мне очень понятно, как работать с клиентами. Ну, мы диджитал-агентство, мы стратегию пишем клиентам. У нас, например, есть Tele2, у которых свой, там, огромный штат, BigData, и они нам выгружают, что надо, и мы это, там, не знаю, в СММе поменяем в Фейсбуках. Вот. Но есть клиенты, которые, скорее, ближе к FMCG, где у них, ну, они только строят какую-то свою ДМП, вот как с Хайнцем, у Марат Кейс, или, не знаю, там, и ФС, вот, строят свою ДМП. И вот интересно, что вы делаете для этого, да, вот как вы работаете с этим сегментом, или что бы вы посоветовали, ну, не знаю, что там нужно делать? Для какой цели? Ну, наверное, правильные медийные таргетинги, правильные инсайты, вот. И есть ли у вас тулы, которые позволяют, как у веборамы, да, вот с этим как-то работать? Ну, во-первых, там, не совсем там, как у веборамы или никак, просто мы на разных этапах создания стоимости, да, мы можем работать вместе с веборамой, чем конкурировать с ней. Что касается именно тулзов для… Смотрите, когда мы работаем с вендорами, у которых, в конце концов, нету своего собственного ресурса, где они хотят получить какое-то полезное действие, то мы всегда находимся в более тяжелой ситуации, чем если мы работаем там с банком, со страховой, с e-commerce и так далее. Но у многих брендовых компаний есть свои собственные сообщества, есть какие-то собственные группы, есть какие-то сайты, где они информируют клиентов. И это тоже first-party data, который можно использовать. У многих из них, там, прокторовцев, юнилеверов, они делают какие-то лотереи, они заставляют пользователям, ну, не заставляют, предлагают пользователям зайти и зарегистрировать какие-то коды. Это тоже им показывает, кто покупает. И тогда этот first-party data можно использовать ровно в таком же формате, как его может использовать ритейлер. Если же у меня, как у бренда, нету своего собственного ресурса, если я, в конце концов, не хочу привезти пользователя никуда, а хочу, чтобы он пришел в какой-то определенный e-commerce, то по факту мне нужно second-party data. По факту тогда я буду использовать формат евросеть, связной, а Samsung. И такой там есть у нас second-party data exchange. Мы не DMP, мы платформа по персонализации и управлению жизненным циклом клиента. Набор слов. Я думаю, еще родятся вопросы, но мы сможем во время перерыва, как раз сможете их обсудить со спикером. Спасибо большое. У нас по программе сейчас перерыв. У меня два коротких объявления. Первое. Касается документов. Пожалуйста, я вас очень прошу, все, кто должен с нами обменяться финансовыми документами, подойдите, пожалуйста, на стол регистрации, все готово. Согласно номеру вашего договора, все выдадут с нашими подписями, печатями, заберете обязательно и предоставите в бухгалтерию. Второе. Те делегаты, у кого премиум тариф. Я прошу ко мне сейчас подойти в холле. Мы с вами сейчас идем обедать. Соответственно, я группу проведу. Я вас жду в холле около стола регистрации. Перерыв у нас 20 минут, и после этого мы возвращаемся в зал. Наша конференция продолжится. Да, всем здравствуйте. Меня зовут Артем Поклонский. Я руководитель отдела веб-аналитики Granat Communications. О чем бы я хотел сегодня с вами поговорить? Я хотел поговорить о моей большой любви в последнее время. Я, в принципе, человек влюбчивый очень. В 2010-м полюбил интернет-маркетинг, SEO-продвижение, потом разлюбил, полюбил контекстную рекламу, с нее таргетированная, после таргетированной настала любовь к математическим данным. И в итоге я понял, что все эти каналы объединяют. Объединяют это персональные данные пользователей. И вот их я люблю особенно. Сегодня я хотел бы поговорить именно об автоматизации, о том, как мы можем автоматизировать свою работу, рутинную в агентстве, или будучи директором, или будучи руководителем отдела маркетинга. Поднимите руку, кто у кого отчетность занимает больше 60% времени рабочего? 40. Ну давайте будем честными. 30. Вот, уже хорошо. Вот для вас одного будет очень полезна презентация. Это то, что мы предоставляем нашим руководителям, предоставляем нашим клиентам, предоставляем самому себе и так далее. Поговорим мы о двух больших блоках. Это зачем собирать и хранить данные, зачем визуализировать данные, ну и покажем пару кейсов, как это вообще все было, и как это можно сделать. Первое, с чего хочу начать. Кто слышал про Microsoft Power BI? О, это прекрасно. Тогда сейчас короткий экскурс в историю. Power BI появилась из первоначальной надстройки для Excel, которая называлась Power View, Power Pivot, там целый набор инструментов. Релизнулась она в 2011 году, и уже в 2015 году она приобрела отдельный сервис, то есть она уже перестала называться Power View, Power Pivot, и она стала непосредственно Microsoft Power BI, целым набором разных сервисов, которые приходят к нам на помощь, очень постоянная. И в 2015 году как раз вся эта история произошла. Сатьяна Делла в 2014 году, если мне не изменяет память, пришел на пост, он перекинул большую долю разработчиков с Excel как раз-таки в Power BI, и сделали такую очень-очень крутую историю. История состоит из трех компонентов. Первый компонент это Power BI Desktop, это программа, которую вы ставите на рабочий компьютер, и где производится непосредственно визуализация. Сейчас расскажу об этом позже. Есть Power BI сервис, это облачная платформа, куда мы загружаем все наши отчеты, наши визуализации и так далее. И мобильное приложение, где можно в пути, в дороге посмотреть, что у нас там поменялось, что изменилось, что появилось. Вот так выглядит стандартный отчет в Power BI, ну как стандартный, такой непростой на самом деле, но вот чуть дальше. Но для того, чтобы нам вообще что-либо визуализировать, нам необходимо собирать и хранить данные. Сегодня было много разговоров касательно машинного обучения, вот это вот все, вот это очень круто, это всем надо, но как показывает практика, 95% всего бизнеса даже не собирает свои данные, которые у него находятся. Это очень-очень большая проблема, этому я хотел бы уделить особое внимание. Вот основное возражение, говорят, у меня нет данных. Ну вот, я занимаюсь бизнесом, но у меня нет данных, у меня там оборот, я не знаю, до 500 тысяч в месяц, и собирать мне совершенно нечего. Посмотрим небольшой отчетик, который составлен на данные, которые есть в принципе у любого бизнеса, это данные по заказам. Конкретно здесь представлен отчет компании Достоевской, который мы составляли. Это замер эффективности проведения PR-акции коллаборации с World of Warships, и в качестве этой акции была придумана очень крутая штука. Мы сделали специальный боевой набор, там были синие шавермы, выдавали купоны, давали разные золото там игровое и так далее. И мы хотели посмотреть, насколько вообще эта PR-акция прошла эффективно. Выгрузив статистику по заказам, которые у нас были, мы составили вот такой вот дашборд. И что мы из него можем увидеть? С верхней строчкой мы смотрим заказы BM, сколько всего заказов было, процент заказов от общего количества, суммы, сколько мы денег заработали на всей этой истории. И вот интересный показатель LTV BM. И там сверху находится плюс 12%. Мы сравнили LTV с клиентов, которые были привлечены непосредственно через акцию с кораблями, с теми, кто были привлечены стандартных обычных методов, контекстная реклама, наружка и так далее. Ну и вот плюс 12% выше LTV по данным клиентам получилось. Прикольно. Ну вот, как бы это как минимум обоснование того, что работа проделана не зря и сделана она всего на одной таблице с данными. Преимущество? Это легко читается. Ну вот, я смотрю и вижу, что у меня произошло. И это одно из главных достоинств визуализации. Так вот, на самом деле у вас очень много данных. данные находятся, рассылки, серемки, бухгалтерия, веб-сайты. Все это огромные-огромные данные. Рассмотрим себе ситуацию. Каким образом вообще, где нам может пригодиться визуализация. Пятница вечер, я захожу в бар, вон там где-то на черном фоне видны девушки, которые сидят. Первое, с чего я начинаю, это я собираю информацию о посетительницах бара. Собрав информацию, я анализирую, мне нужно найти ту, с кем я проведу вечер, выбираю девушку, но так случается, у нее оказывается, ой-ой-ой, у нее оказывается парень, и, ну, как бы, получается не очень хорошая ситуация, драка и так далее. Как бы это выглядело бы в Power BI? Опа, я захожу в бар, я сразу вижу девушки, у которой нет парня, смотрю средний коэффициент успешности вечера, и даже там, зная стоимость бокала в баре, могу рассчитать CPO. Ну, по-моему, прикольно. Мифы и легенды. Вокруг всей этой области вращается сбор данных, машинное обучение, нужно то, нужно это. На самом деле, все это рождает мифы, с которыми приходится бороться. Первый миф – анализировать данные нужно только крупному бизнесу. Как я говорил ранее, данные хранятся в разных системах, и даже имея просто простой сайт, собирая в Excel-ке, я не знаю, данные по заказам, можно получать просто огромные тонны информации. Микрокейс. Подключили клиенту к колл-трекинг. Только колл-трекинг. Он говорит, заказов нету, нет заказов. Загрузили визуализацию, посмотрели в нестандартном разрезе, ожидание на линии до того момента, пока менеджер поднимет трубку. Вот так получилось, клиент очень любит долгие такие, когда «Здравствуйте, вас приветствует компания». И вот эта вот вся история длилась 20 секунд. Очень круто, наверное, в банку это, когда он тебя гоняет по куче разных линий, для того, чтобы ты отвалился в какой-то момент и не дошел, в конце концов, до менеджера. А для клиента, просто снизив время до 7 секунд, мы увеличили количество заявок до 10%. Так вот, с каким проблемами нам помогает бороться визуализация, Power BI и вообще вот эта вся история с аналитикой. На аналитику ходит огромное время, огромное количество отчетов, причем отчеты рождают еще больше отчеты. Наверняка у всех есть директор по маркетингу, у директора по маркетингу есть директор по контекстной рекламе и вот этому каждому директору предоставляет своя отчетность. Что рождает довольно, кстати, интересную историю. А потом вот этот директор по маркетингу отдает все генеральному директору, да, и вот у нас такая круговая порука из 200 часов затраченных в месяц просто для того, чтобы лицо, принимающее решение, его приняло. Очень грустная ситуация. Инструментов много, как это можно решить? Да, это вот как раз таки Gartner Magic Quadrant, который был построен на основании всех инструментов, которые в данный момент представлены на рынке. И мы видим, что у нас в лидерах сейчас на данный момент у пользователей по функционалу и так далее находится Microsoft Power BI. Именно поэтому мы сейчас о нем разговариваем. Много есть разных инструментов, они все друг от друга отличаются. ClickView, суперская штука, Tableau тоже классно, но у Microsoft Power BI все равно всех лучше. Миф номер два. Хранить, собирать данные это очень-очень дорого. На самом деле нет. Если грамотно подобрать решение, в котором мы будем собирать, хранить данные, тут кажется, вот эта схема, она какая-то прям суперсложная, облака, внутренняя система компании и так далее. На что стоит обратить внимание? Есть облако, которое называется Microsoft Azure, это там, где мы собираем и храним данные. За 50 гигабайтов информации, они просят, по-моему, 998 рублей, 50 гигабайтов, если у вас на сайте трафик до 10 тысяч, сутки вам хватит лет на 5. Ну, как бы, как средненький хостинг стоит. Есть источники, из которых мы можем получать данные. Как я говорил ранее, источники могут быть абсолютно разные. Загрузить туда можно как Excel, так и на лету передавать Яндекс.Директ, Google Analytics. Что это дает? Это дает возможность нам в одной единой среде соединить разрозненные источники. А если у нас эти источники соединены общим идентификатором, у нас появляется какой-то намек на сквозную аналитику. И вот у нас выходит уже какая-то более или менее вменяемые данные, с которыми можно строить даже какие-то в будущем прогнозные модели. Миф номер 3. Это аналитика для аналитиков. Это вот часто встречаешься, никому больше не надо. Аналитика для аналитиков, Москва для москвичей, Скайрим для нордов. Это все из одного поля ягода получается. Тут можно много рассказывать касательно того, что это на самом деле не так. Я рекомендую прочитать книгу Джона Харриса «Аналитика как конкурентное преимущество». Если такая короткая выжимка, если выражаться языком Дарвина, то бизнес находится в суровой среде, в которой постоянно изменяется. И бизнес, который не успевает подстраиваться под изменения, оказывается вымирающим видом, что сейчас довольно часто наблюдается. Простейший кейс была компания, которая, ужасные памятные имена, не вспомню, занималась выпуском DVD. И большой оборот, крупнейшая компания на рынке, но она исчезла. А исчезла почему? Потому что она не смогла проанализировать рынок и понять, что люди покупают у них не DVD-диски, а покупают фильмы. И в какой-то момент онлайн-кинотеатры, они как бы их перегнали, а и всю их индустрию сделали абсолютно ненужной. Почему? Потому что не анализировали. Вот такая вот аналитика не для аналитиков. Еще один интересный дашборд, который мы используем для анализа грузовичков, это анализ рынка. Данные получены из открытых источников, ниоткуда они не берут с каких-то внутренних систем, данные вордстата, что они нам дают. Мы смотрим в разрезе, сравнивая себя с основным конкурентом по брендовым запросам. Мы можем видеть, как у нас от месяца к месяцу колеблется спрос на нас, спрос на основного конкурента. Это позволяет нам усилить тот либо иной рекламный канал. Это очень быстрая и открытая информация, которая находится и легко читается. Мы можем посмотреть частотности по… Как часто вообще люди в Яндексе спрашивают там конкретно по ключевым услугам, переезды, грузоперевозки и на основании этого опять же прогнозировать работу, которую мы будем делать. Вот в следующем месяце, снизу вы можете увидеть это прогноз спроса по запросу. Мы можем прогнозировать, что у нас, например, в следующем месяце увеличится количество запросов офисной переезда, потому как сезон. Пошел сезон, компании переезжают. Соответственно, что мы делаем? Мы выпускаем какую-нибудь крутую акцию, меняем креативы, увеличиваем конверсию с нашей рекламы. Информация без использования… Ну вот единственное, да, прогнозирование тут работает, да, форкастинг есть, но форкастинг построен исключительно на математическо-статистическом анализе. И расхождение с реальностью получается там до 5%, да, что дает нам возможность в ходе статистической погрешности, дает нам возможность сделать хорошие выводы. Но отчеты, они разные, да. Вот у нас, как говорилось ранее, у нас есть отчет, который нужно предоставить генеральному директору, есть отчет, который должен смотреть директор по маркетингу, и отчет, который смотрит специалист по рекламе. Именно поэтому зачастую и происходит так, что специалист по контекстной рекламе там, не знаю, делает свой отчет, его потом перерабатывает директор, и вот предоставляет итоговые данные, которые были нужны гендиру, да, по тому, сколько у него там показов было и сколько денег потрачено. Специалист там собирал CPO, CTR и так далее. Это информация, которая была ему нужна для того, чтобы замерить его эффективность. И в итоге получается, что мы приходим к тому, что нам нужно сделать отчет для каждого круга лиц. При этом мы можем использовать абсолютно те же самые данные, как я говорил, мы обращаемся в одно единое место, куда выгружаем данные из разных источников. Вот немножечко кейсов, да, отчет по SEO автоматизировать. Интересная история, да, тут мы смотрим данные по переходу из поисковых систем, то, что может быть интересно. Мы смотрим в разрезе различного дохода, среднего чека, производим сравнение с предыдущим периодом. Слева мы видим то, что у нас есть фильтры, которые мы можем прокликать, мы можем посмотреть, сколько у нас ПК, с планшетов, смартфонов было. Данный дашборд составляется за 8 часов, а потом экономит в течение года больше, более 80, что в итоге выливается в хорошую экономию средств. То был отчет для специалиста. Специалисту интересно, сколько у него, из какой поисковой системы увеличился трафик, да, но зачем это знать тому же самому директору по маркетингу. Ему интересно, насколько эффективно отработало канал, SEO, да, и насколько там позиции продвинулись. Именно поэтому для него мы подготавливаем отчет по средним позициям, сколько в среднем выросли, насколько упали, и там по основанию топ-3, топ-10, то, что ему нужно, то, что ему интересно, то, на основании чего он может принимать решения. При этом он может их принять, просто открыв ссылочку и увидев вот этот вот отчет, где не задействован человек. Да, один очень интересную статистику забыл рассказать, то, что по данным разных источников, когда человек принимается за работу с данными, он вносит туда погрешность. В 20% случаев из 100, собственно, процентов. То есть там, где есть человек, это уязвимое звено. Power BI позволяет убрать это уязвимое звено, убрать эти отчеты в Excel и так далее, там в презентажках, и доводить до конечного пользователя именно нужную для него информацию. Еще один отчет по SEO, да, тут это также отчет, который использует специалист. Каким образом он работает? Тут соединены данные Яндекс.Вебмастера и данные сервиса съема позиций. Что это нам дает? Какую информацию? Ту, например, которую не дает ни один сервис съема позиций. Мы можем посмотреть CTR по каждому объявлению на поиске. Прикольно, по-моему, да? Когда мы работаем над сниппетом, это дает возможность специалисту выйти просто на другой качественный уровень. Мы видим, что у нас есть вот там табличка, где с датами вы видите, да? Это специалист вносит у нас во внутренней системе, что он сделал над сайтом. И он может накладывать, смотреть, что там, не знаю, 4 декабря 2017 года, изменил тайтлы на страницах. Это привело к тому, что у нас средняя позиция показа увеличилась. Круто, круто. Он проделал свою работу и проанализировал, что делают, опять же, далеко-далеко немногие. Отчет по контекстной рекламе. Тоже интересная автоматизированная история, которая представляет из себя эффективность разных рекламных каналов. Зачем знать, что генеральному директору, что у нас рекламная компания, которая называется поиск, бренд, пицца и так далее, она принесла нам, я не знаю, 2000 рублей. Ему эта информация неинтересна. Ему интересно, что он в рекламу на поиске выделял 2 миллиона, заработал 8 миллионов. И эта информация, опять же, собирается в одном месте. Интересный такой дашбордик. Отчет по продажам. Тут у нас представлена такая история, которая построена на данных, например, Ама. Мы можем видеть, сколько у нас каждый менеджер по продажам принес денег и по какому направлению. Какие выводы мы можем сделать на основании данного отчета? На какого менеджера направлять лид? Меня часто спрашивают, ну так и что? Мы построили дашборд, и что мы дальше с ним будем делать? А делать мы будем следующее. Мы будем строить гипотезы. Мы строим гипотезу, что если Анна Линь продает наушники лучше, чем Сидоров Алексей, то, наверное, заказ по наушникам стоит направлять сразу на Анну Линь. Согласитесь? Дальше мы производим внедрение в наши телефонии, и на уровне еще источника, с какой страницы он позвонил, переадресация в очереди будет стоять в первую очередь на Анну Линь. Что это нам дает? Это дает нам сокращение рисков того, что клиент отвалится. Его обработает именно специалист, который умеет это продавать. Спасибо большое. Да, тут есть некоторые плюшечки, которые я подготовил. скидка вебмайбиай по промокоду 500 рублей на земле не валяются, поэтому переходите, вводите в презентацию, плюс книга, про которую я рассказывал, также находится в группе в фейсбуке, поэтому вступайте, буду рад вопросам. Спасибо еще раз. Спасибо, коллеги. А есть ли вопросы? Да. Спасибо большое за доклад. Какие-нибудь работали, например, с сайтом, где хотя бы больше миллиона визит Power BI, и как вы не умерли? Больше миллиона не работал. Работал с сайтом, на котором в месяц 700 тысяч. Вполне себе прекрасно работает. Почему я рассказывал именно про Microsoft Azure, почему я не предложил ни мускул и так далее. Потому что это гибкая база. Ты увеличиваешь немножечко тариф, начинаешь платить на тысячу рублей больше, и вот уже ты можешь работать с миллионной. У Microsoft у них гибкое решение, у них есть количество запросов к ней, ограничения, практически неограниченный объем, но количество запросов, конкретно в секунду, которые могут поступать, это и влияет на стоимость. Соответственно, если нам нужно работать с сайтом с трафиком более 50 тысяч человек в сутки, мы просто делаем базу чуть побольше. Написанные коннекторы. А коннектор, да, касательно коннекторов. Вот AppMyBI, это как раз-таки ребята, которые дают коннекторы к основным рекламным источникам. Если мы хотим визуализировать данные из Яндекс.Директа, Google AdWords и не привлекать для этого разработчика, мы используем их коннектор, подключаем их к своей базе, и вот данные уже льются к нам в ажуру, а из ажуры мы уже всю эту историю визуализируем. Я думаю, примерно, ну, тысяча четыре выйдет в месяц максимум просто. Это за базу будет. Причем, ну, я говорю, я плачу 998 рублей, на сайт, у которого 700 тысяч запросов в месяц. Данные выгружаются, да, ночью, да, выгружаются несколько часов, синхронизируются, но, собственно, нам и нужно выгружать их ночью, потому как самый большой объем данных в Google Analytics содержится, и там много строк. А данные в Google Analytics, они интересны только те, которые были вчера, потому как данные, которые Google Analytics показывает сегодня, они сэмплированы, и на них нельзя делать выводы, если у вас, конечно, не куплен 360 за 110 тысяч долларов. То есть вы не упирались в производительность коннектора еще на такой базе, на 700 тысяч? Ни разу не было еще такого, чтобы коннектор эту историю не обработал. Там просто, там хорошее решение сделано, распределенных серверов, которые выгружают это ночью по крону. А вот вы показывали вебмастер, к нему ведь нет готового коннектора. Вы сами его писали? Самостоятельно писали, конечно. Тут вот большое преимущество в том, что Microsoft Power BI поддерживает язык R, который очень любят аналитики. Используя этот язык, мы можем строить различные прогнозные модели. То, что я показывал прогноз на основании спроса, это только вершина. У нас есть в кейсах интересная история, связанная с прогнозом заказа такси из определенного района города, и каким образом можно оптимизировать, зная, из какого района в какое время закажут авто, и как это снижает риски. Это уже вот такая следующая история для, наверное, следующего доклада. По стоимости вот этот проект, который за 99-700 тысяч, стоимость внедрения? Все зависит, как я говорил ранее, перед тем, как вообще строить какой-то дашборд. Вот вы захотели для себя дашборд. Нужно начать с того, чтобы построить гипотезу. Я хочу узнать, какой менеджер по продажам приносит мне больше всего денег. Вот построенная гипотеза, задача. От этой задачи мы уже исходим и составляем ценник. Для того, чтобы… Ну, АМА… Сложно сказать, я не видел вашу АМА. Поэтому тут задача индивидуальна. Только так. Вообще сейчас с Power BI вилка от 80 до нескольких миллионов. Все зависит от того, насколько глубокой нужна аналитика. Если нужно увидеть, не знаю, как-нибудь двухосевая воронка, где нужно знать конкретно пользователь, который перешел с конкретного рекламного канала, сколько он покупок совершил, что он покупал, кто его обработал. Это построение схемы сквозной аналитики. Конечно, это уже исходит из особенностей бизнеса. Ну, я буду была болом, если назову вам какую-то определенную цену. Все, коллеги, нет больше вопросов, да? Можем поблагодарить спикера. Спасибо огромное. Спасибо. Мы переходим к следующему докладу. Я приглашаю Светлану Ковалеву, сооснователя агентства «Калибри». И у нас не просто один спикер, у нас со-докладчик есть. Второй спикер – Алексей Чистяков, руководитель диджитал-агентства «Промедиа». Как настроить сквозную аналитику просто? Коллеги, добрый день. Всем привет. Сейчас я найду положение, при котором мне видно вас, и ничего не светит в глаза, а вам видно меня. Говорить мы будем о том, как настроить сквозную аналитику просто. И наш доклад будет особенно полезен малому бизнесу и региональному бизнесу. Немножко про меня. Я… Мы из Екатеринбурга. Я евангелист сервиса «Калибри», и сооснователь сервиса «Калибри». Я часто выступаю на региональных конференциях, провожу консультацию, работаю с конечными клиентами. И я постоянно вижу одни и те же проблемы. Вот Артем сейчас коснулся части из них. Нейронные сети, машинное обучение, искусственный интеллект – это все очень здорово, но для малого регионального бизнеса это все какие-то космические корабли, которые бороздят просторы космоса. Для малого регионального бизнеса нужны какие-то простые, понятные вещи, и какие у них есть основные две проблемы. Первое – они не знают, как собрать данные. Артем об этом тоже уже говорил. Второе – они не понимают, что с этими данными делать. Как правильно говорить, чтобы… Давайте променяемся, с этим будет полегче. Спасибо. О, супер. То есть две проблемы. Первая – как собрать данные. Вторая – собрали данные. Что с ними дальше делать? И мы расскажем очень простую методику, как за три шага малому бизнесу построить сквозную аналитику. Помогать мне в этом будет Алексей. Вот так? Зафиксировать сейчас как-то главное. Ага. Окей. Помогать мне будет Алексей. Да. Светлана забыла сказать, что Calibri – это система лид-трекинга, то есть она начиналась с колл-трекинга, сейчас они трекают все лиды из всех источников. Я из Перми, и мы занимаемся комплексными интернет-проектами, и Calibri нам позволил перейти от модели CPC к CPA. То есть мы большинство своих клиентов сейчас ведем, подсчитывая количество и качество лидов у них, то есть стоимости в том числе. Поехали. И у меня к вам вопрос. Много говорили сегодня про сбор данных, про сквозную аналитику. Зачем нужна аналитика? Чтобы снижать риски. Чтобы снижать риски. Чтобы снижать риски. Чтобы принимать решения. Совершенно верно. То есть мы снижаем риски, принимая верные решения. И есть смысл собирать данные только в том случае, если они влияют на наши решения. И я часто вижу, как это две вообще непресекающиеся истории. Они собирают данные, маркетологи, аналитики принимают решения. Совершенно другие люди никак не на основе этих данных. Давайте мы сейчас попробуем принять верное решение на основе данных. Вы мне в этом помогите, пожалуйста. У нас есть интернет-магазин горнолыжной одежды. Ограниченный бюджет. И нужно принять решение. Что нам выбрать? Таргетированную рекламу, объявление, которое вы видите слева. Или контекстную рекламу на поиске Яндекса. Яндекс.Директ. Как вы будете рассуждать? Я выбрал монетированный УБК. Почему? Потому что там я четко знаю. То есть люди, которые будут... Кому будет показываться? Которые увидят. Интересы этого человека. Пол, возраст, ну и в конце концов дешевле. Вроде бы менее перегретый аукцион, да? Там еще нет аукциона, а там и рекламу. Там тоже есть аукцион? Но он может быть действительно в этой тематике менее перегрет. Есть те, кто считает, что это не так. Нужно директ вкладывать, он эффективнее будет? Может, сам протестировать? Ну, что вот так сразу-то протестировать? Обычно действительно делится аудитория на две группы. Одни говорят, таргетированная реклама, потому что картинка, потому что не перегретый. Большинство, например, визуалы. Другие говорят, нет, конечно же, Яндекс.Директ, потому что там горячие пользователи. Но действительно, по факту-то нужно протестировать. То есть все эти рассуждения не имеют никакого отношения к реальности. В реальности нужно собирать данные и принимать решения. Ну, давайте собирать. Смотрите, у нас есть CTR. Вконтакте CTR 005. Дирекция CTR больше, выше. 4,5. Говорит ли это о том, что реклама в директе лучше? Нет, совершенно не говорит. Бессмысленно их сравнивать между собой. Люди, которые прямо сейчас сами ищут горнолыжную одежду, очевидно, более готовы и замотивированы перейти на наш сайт, чем те, кто просто сидят в соцсети. Вот вам трафик. Зашли вы в Яндекс.Метрику и видите, что ВКонтакте вам приносит в 2,5 раза больше посетителей. И многие рекламодатели делают вывод. Ага, надо давать рекламу ВКонтакте. Яндекс работает хуже. Идем еще дальше. Цена клика. Яндекс дает больше, чем в 2 раза более дешевого посетителя. Яндекс лучше? Тоже нет. Какие еще данные нужно собрать? Подскажите мне. Выручку. Хотел бы ставить 5 копеек. Я хотел бы сказать, что в принципе из Москвы, наверное, это не так видно, но 90% рекламодателей в регионах живет по сих. То есть они дальше пока никуда еще не ушли. То есть они все еще меряют синтетическими показателями. И система лидтрекинга, даже колл-трекинг стоит у 3 из 10. Это крайняя редкость. Окей, вот у нас есть конверсия. Мы видим, что посетители с Яндекса конвертируются в 7 раз лучше, почти в 7. Вот у нас есть покупки. На этом этапе можете скалькулировать, что сработало лучше? Ну или может интуитивно как-то смотрите на данные, чувствуете? Чека вам не хватает, конечно. Вот вам средний чек. И если, например, мы остановились бы на предыдущем этапе, мы бы сказали, ага, похоже, Яндекс работает лучше. А на этом этапе мы могли выйти ВКонтакте на самую платежеспособную аудиторию. Ну просто старгетироваться на тех, кто заходит с Apple, живет в коттеджных поселках, и у кого статус путешественник. Пересекли 3 сегмента, вышли на самую платежеспособную аудиторию, и получили самый высокий средний чек. В теории так могло быть. Вот глядя на эти данные сейчас, можете сказать, что сработало лучше? Что-то на что-то умножить, что-то на что-то поделить. Смотрите, вот выручка, да, средний чек и покупки перемножили. Вот затраты на рекламу. Ну и когда мы видим цену цели, вот такой показатель. Смотрите, мы заплатили 18 тысяч, а продали на 12. Очевидно, мы в минусе. Платили 1200, продали на 2500. Может быть, мы еще и в плюсе. Ну и когда мы посчитали ROI, стало очевидно, что Яндекс сработал в три раза лучше. И мы с вами понимаем, что это неконечная история. Можно еще глубже пойти, поговорить про атрибуцию конверсии, или еще посмотреть повторные покупки. Но даже чтобы построить такую простую таблицу, нужно на самом деле очень сильно заморочиться. Ну вот и Артем в предыдущем докладе показывал нам схему, на которой в облако Vajor, значит, загружаются данные. И я готов поспорить с тезисом о том, что это просто. Это не просто. Потому что когда мы… Ну, это не просто. То есть, когда мы приходим к рекламодателю и говорим, вам нужно сквозную аналитику, они говорят, да, конечно. Я говорю, вот выбирай. То есть, там разные подходы, конечно, можно говорить, что вы хотите, что мы вам рекомендуем и так далее. Но тем не менее, для него это просто космические корабли. Перелистывай. И даже самая простая система, ну, то есть, вот я просто тоже скриншот взял из поиска Яндекса. Казалось бы, ну, примитивная модель, да. То есть, мы все выгружаем в Google Analytics, дальше, соответственно, там через API достаем и куда-то складываем, анализируем в том же Power BI. Очень просто. Но чтобы ее внедрить, ну, в нашем региональном бизнесе это, ну, нужно сто и же и съесть. То есть, как бы это одно внедрение в год, там в городе-миллионнике, вот такой системой происходит крайне редко. Потому что, чтобы ее сделать, нужно, вот, там, три ключевых фактора, да. То, что вы говорите, то есть, ваши компетенции вы продаете задорого, это методология. То есть, у вас либо были кейсы предыдущие, ну, то есть, вы знаете, как это делать на основании прошлого опыта, либо вы, представляя потребности бизнеса, можете смоделировать, что они захотят. И это самая, как бы, добавочная стоимость именно здесь. То есть, надо понять, что считать, а еще… Соответственно, вы должны спроектировать эту, собственно, структуру, в то, что лежит вот в этом красивом облаке Azure в каких-то разрезах, в каких-то таблах, соответственно, и применить ресурс к этому. Ну, то есть, либо взять готовые коннекторы, они, опять же, денег стоят, либо посадить своих разработчиков, тоже все это запроектировать. Ну, и третье ключевое – это дать этой системе удержаться на плыву. Ну, потому что, как бы, этап внедрения пройден, вы отвернулись, а там у них уже все пусто. Что-то сломалось, они не проконтролировали. В общем, классическая история. Плюсы, да, их перечисляли сегодня целый день, их множество. Ну, то есть, самый простой плюс – это мы можем данные получать, хранить и анализировать. Это круто. И второе – на основе этих данных мы можем управлять. Ну, то есть, мы можем обратное управляющее воздействие отправлять в систему автоматизации. Например, Merlin, который мы используем клиентам, соответственно, мы можем посылать им данные о конверсиях и на основании этого оптимизироваться. Или, соответственно, пушить в разных каналах всю эту историю. Но наши реалии таковы, что самый крупный коммерческий сайт в регионе, у нас, по крайней мере, это 3000 посетителей в сутки. Ну, то есть, по месяцу 70-80 тысяч. Это очень маленький масштаб. А если мы копнем в сторону B2B, то есть, это вот такие показатели. То есть, у них не то, что small data, как говорил Илья, это nano data. Ну, то есть, настолько маленькие данные, что их нереально просто релевантными считать. И получается, что на каждом уровне этих данных мало. Мало данных о посещаемости, мало данных о лидах. Ну, то есть, если там условно у B2B-шника 15 лидов в месяц, ну, какую релевантную выборку можно сделать об этом? Чаще всего всем этим рулит один человек. Хорошо, если это вообще отдельный выделенный маркетолог. А иногда это там руководители делаем маркетинг, которые оффлайном занимаются, а иногда это вообще руководитель коммерческой службы. И, ну, вот, опять же, наши кейсы. Очень много, мало внедренных CRM. Ну, то есть, вроде, об этом уже гудит рынок. Там не даже не 5 лет, а больше. Но фактически действующих CRM, в которые вот я открываю, и клиенту не стыдно ее открыть, мне показать. Их очень мало. Потому что, в основном, они даже если стоят, то есть числятся номинально, что они есть, там, Мама, CRM, B2B-24, они практически никогда не ведутся. Потому что данные в них принудительно не поступают. И не настроены там регламентные, соответственно, задания, вот все про то, что рассказывали на B2B-24. Давай дальше. При этом малому бизнесу, тем не менее, необходимо что делать? Во-первых, раз они тратят деньги на рекламу, фиксировать все эти обращения, все их трекать и все собирать в базу. Ну, например, для того, чтобы потом, через полтора года, или выгрузить их и переехать в полноценную CRM-систему, для того, чтобы показывать их, на них таргетироваться через Яндекс.Аудитории. При этом, конечно же, нужно принимать верные решения по каналам. То есть строить ту таблицу, которую мы сейчас с вами видели, и понимать, куда вкладывать. В ВКонтакте или в Директ. И нужно постоянно оптимизировать каналы. То есть каналы сейчас все более и более сложные. У них большая куча настроек. Чтобы этими настройками пользоваться, нужно собирать данные. Нужно постоянно выжимать из них максимум. Ну и если Big Data – это для крупного бизнеса, если то, что сейчас рассказывал Артем, это, например, для среднего бизнеса, то то, что сейчас мы расскажем, это для малого и микробизнеса, которого в России, если посчитать в численности и количестве компаний, их больше всего. Больше всего именно малого и микробизнеса. То есть смотрите, если мы предположим, что малый бизнес не может построить такую систему, очень просто, и возьмем за единицу управления, за единицу измерения, не данные по покупкам, не средний чек, а лиды и стоимость лида, то получится, что нам нужно собрать таблицу попроще. Вот такую таблицу. И у нас сразу же появляются три задачи. В рамках бюджета у нас должно поступать как можно больше лидов, каждый лид должен стоить дешевле, и должно быть мало спама и много горячих клиентов. И это три ключевые задачи, которые мы ставим во главу всего маркетинга. Что нам для этого нужно? На первом шаге нужно настроить трекинг всех обращений. Сегодня много говорили про трекинг, имели под этим в виду разные сущности, что имею в виду я. Вот подумайте сейчас про все обращения, которые идут в вашу компанию. Вам звонят в телефон, вам пишут в чат, вам пишут запросы на имейл, которые нашли на вашем сайте в разделе контакты. Вы можете сказать, что про каждое обращение вы знаете, что это посетитель с директа, он пришел с площадки с РСЯ, которая называется так, по такой-то рекламной кампании. При этом вы знаете, какое объявление принесло этот лид, какой был поисковый запрос, и что немаловажно, вы можете прослушать или прочитать, то есть поштучно посмотреть, а что это вообще был за лид, и что это за клиент, и какого он качества. Если вы не можете так сказать про каждое обращение, то у вас нет трекинга абсолютно всех целевых действий. Как это происходит на сайте? Главная страница сайта. Посетитель на нее перешел, он может позвонить, может уйти в соцсети, начать общаться там, может написать в мессенджер или заполнить форму. Получается, что у нас куча разных вариантов связи. Ну и здесь уже говорили про то, что сквозная идентификация, Илья, по-моему, говорил про это, что основное, ключевое в том, что мы собираем и храним данные, это global client ID, то есть вот этот сквозной уникальный идентификатор. Чаще всего, опять же, в наборе сервисов, которые использует малый бизнес, ну вот он примерно так выглядит, в нашем регионе, наиболее используемый, нет этого сквозного идентификатора. Ну то есть мы не можем принять за единицу как бы ключевую какую-то одну историю. Ну то есть если это сотовый телефон, то в живо-сайте, допустим, нет. В метрике это вообще там, соответственно, кука и client ID. И когда мы собираем сводный отчет, а чаще всего это там маркетолог делает ручками там в какой-нибудь табличке, мы получаем там разнородные данные, как минимум, даже если нам удается их склеить, допустим, по идентификатору, нет уверенности, что это не дубли. Ну и, соответственно, срок жизни каждого сервиса на сайте обычно разный. Ну то есть там живо-сайт мы поставили полгода назад, метрика стоит уже три, а манго там три месяца. Соответственно, срок жизни куки разный, количество обращений зафиксировано тоже разное, все разное. Наша задача, как мы помним, настроить сквозную идентификацию, чтобы мы поняли, ага, вот этот вот человек, который сейчас нам написал в чат, это он же нам звонил. И лида два, но клиента на самом деле один, чтобы у нас была верная статистика для верных решений. У нас в Калибре абсолютно все обращения складываются в единый журнал лидов. Он вот так выглядит. То есть я смотрю, это единая таблица. Мне написали в чат, мне написали в телеграм, мне написали в соцсетях, мне позвонили. Я про абсолютно каждый лид вижу, когда он возник, из какого канала, вижу все UTM-метки и могу его просмотреть, прослушать, понять качество. На втором шаге, после того, как мы это настроили, мы делаем вот такую вот таблицу. Если у вас есть похожие таблицы, обратите внимание и подумайте, точно ли они сделаны правильно, чтобы вы на основе их принимали верное решение. То есть смотрите, все, что у нас по вертикали, это ваш медиаплан, сюда вы тратите деньги. Дальше по горизонтали мы начинаем считать лиды. Если у вас нет трекинга хоть какого-нибудь целевого действия, у нас вся аналитика, сразу же все данные меняются и выводы тоже меняются. Например, мы говорим, ну окей, у нас в метрике настроена цель, у нас есть статистика по обращениям в чат, ну не будем мы ставить колл-трекинг. Отнимаем вот эту вот сумму, у нас сразу же получается меньше лидов и более высокая стоимость лида. Очень частая история в B2B с обращением по имейлу. Колл-трекинг есть почти у всех, а вот имейл-трекинг почти ни у кого нет. Клиент смотрит в отчеты по контекстной рекламе, которая дает агентство и говорит, вообще нет от вас обращений, реклама работает неэффективно. На самом деле обращения есть, они просто благополучно утекают по имейлу, который расположен в разделе контакты, менеджеры их обрабатывают, агентство это не видит и маркетолог этого не видит. После того, как мы все каналы построили вот в такую таблицу, нужно дальше с этими данными что-то делать. Что нужно сделать? Нужно понять, какие каналы рентабельны для нас, а какие нет. Для этого нужно понять, сколько максимума мы готовы платить за обращение. Это вообще очень актуальная история. Сейчас практически везде ставки перегреты, и лид нам достается очень дорого. Например, лид для нас стоит полторы тысячи рублей, мы с клиентом зарабатываем тысячу, и с каждым новым клиентом мы становимся беднее. То есть очень важно понимать, после чего, после какой суммы мы не можем, нам нерентабельно платить за клиента. Как нам это посчитать? Есть разные методики. Вот самая простая для малого бизнеса. Мы просто считаем LTV, тот самый lifetime value. На примере нашего клиента доставка правильного питания смартфуд. Один день питания стоит 1700 рублей. Они посмотрели по 1С, в среднем у них заказывают 14 дней. То есть кто-то заказывает один день, кто-то заказывает целый месяц, но вот средний клиент заказывает 14 дней. Мы перемножаем два этих показателя, у нас получается 23 800. Это средний, основанный на предыдущих данных, показатель, который мы можем заработать с одного среднего клиента. После того, как вы его посчитали, нужно понять, сколько вы готовы из этой суммы максимум заплатить за привлечение. То есть нужно, чтобы маркетолог, если вы маркетолог, показал эту цифру финансовому директору или собственнику, тому, кто отличает за маржинальность, и сказал, например, у нас предел 1000 рублей. Как только мы определили предел, мы возвращаемся к нашей таблице и начинаем раскрашивать. Те каналы, которые приносят нам слишком высокую стоимость льда, мы вкрасим в красный. Те каналы, которые рентабельны, мы красим зеленым. Ну и дальше наша задача становится очень понятной и очень простой. Очень понятно, какие решения нужно принимать на основе этих данных. То есть красные каналы мы пытаемся оптимизировать, мы задаем себе вопрос, можно ли как-то их перенастроить. Если можно перенастроить, то мы перенастраиваем. Если невозможно, то мы их отключаем. Ну вот, например, как можно перенастроить радио? Скажите мне, пожалуйста. Можно поменять станцию, можно поменять ролик, можно поменять время выхода. Как можно перенастроить дубль ГИС? Платный кабинет в дубль ГИС. Поменять пакет, например, с какого-то более дорогого перейти на дешевый. Ну, там гибкость не очень высокая у этого инструмента. Если, например, даже самый дешевый пакет все равно приносит нам слишком дорогие лиды, мы отключаем дубль ГИС. Или, например, Яндекс.Директ. Как можно оптимизировать Яндекс.Директ? Тысячу способов. Мы, соответственно, берем и на этом этапе погружаемся еще глубже. Нам нужно посмотреть. Окей, у Яндекс.Директ в целом вот такие показатели. Но Яндекс.Директ состоит из каких компаний? Какие компании молодцы и дают нам лиды по 69 рублей? Какие компании дают нам слишком высокую стоимость лида? Мы в эту таблицу добавляем CTR, добавляем конверсию и нам задаем себе вопрос. Что здесь идет не так? Что можно поменять, чтобы компания работала лучше? Можно поменять CTR, можно поменять, поработав с объявлениями, можно поработать с посадочной, поменяется конверсия, возможно, можно поработать со ставками. Ну, то есть, маркетолог сразу же понимает и специалист по контексту, с чем ему работать. Смешной может быть для этой аудитории график. Важно не забывать вот в свете предыдущего слайда, что у нас разбитая UTM-разметка должна быть точно так же, как и структура медиаплана. Ну, то есть, компании ваши должны соответствовать. Это, наверное, смешно, но вот это реальный слайд клиента, который за год поменял там четыре раза подрядчика, ну и, соответственно, каждый подрядчик лепил свою разметку так, как ему вздумается. Ну, то есть, он приходил со своей структурой разметки, перекравил компанию, ну и тут за два периода вообще полностью все данные потеряны, потому что UTM была там сквозная. Смешно. Ну, вот так реалии. Соответственно, UTM-разметку как базовую единицу условное измерение расходов вам нужно держать на своей стороне. Ну, то есть, как бы вы должны быть проектировщиками, методологами своей разметки. И когда приходит новый контрагент вам, вы говорите просто, ребята, делайте вот так, мне нужно вот так. Не спрашивайте, почему. И, соответственно, если вы этого не сделаете, то даже правильно выполнив предыдущие два шага, вы все равно не сможете собрать годовой отчет. У нас есть отдельная статья, которая посвящена тому, как правильно группировать компании, как правильно размечать, чтобы потом очень просто в два клика собрать таблицу, которую вы видели. Будет рассылка по всем зарегистрированным на эту конференцию. Вот этот материал, ссылку на него мы тоже скинем, поэтому можете не записывать, не фотографировать, он у вас будет. Резюмирую. Итак, чтобы настроить сквозную аналитику просто, нужно настроить трекинг всех действий, внести каналы, на которые мы тратим деньги, раскрасить их на зеленый и красный, перенастраивать, ну и, собственно, повторять этот цикл до бесконечности. Если сейчас у вас этого нету, то вы не выжимаете максимум из тех каналов, на которые тратите деньги. Ну, если у вас это, например, уже есть, вы говорите, но все-таки мы хотим пойти дальше. Мы хотим все-таки, лиды это классно, но мы хотим видеть средний чек, мы хотим видеть поступление. Алексей сейчас расскажет, как это можно сделать. Если вы обратили внимание, в этой таблице есть данные, которые поступили не только в систему колл-трекинга, ну там, или лид-трекинга. Данные по выручке у вас прилетают из учетной системы, а затраты, соответственно, прилетают из рекламных кабинетов. И вот в одной таблице, когда смотрится, достаточно просто, но опять же, это история интеграции. То есть вам нужно несколько систем взаимосвязи там установить с помощью коннекторов. Листай. Соответственно, на старте, то есть когда мы начали взаимодействовать с Калибрией, это было там больше двух лет назад, мы идеальную картину мира себе представляли вот так. Ну то есть мы ставим всем клиентам колл-трекинг, а потом, соответственно, лид-трекинг, то есть сервисы практически все сейчас научились парсить уже и формы на сайте. Соответственно, у клиента есть некая облачная CRM-ка и есть 1С, как где-то там, за бортом далеко. И, соответственно, данные лидаха количестве мы передаем в CRM-ку. С другой стороны, клиент подтягивает в эту же CRM-ку данные о своих доходах и мы все радуемся жизнью где-то по центру, вот здесь. По факту картина оказалась совершенно другой, потому что у нас там, я уже говорил, что внедренных CRM минимум, максимум, что там люди пользуются, это там Excel. Есть из 10. Одно AMA, один Bittrex, три Excel, два ничего, еще трое сидят в своей же 1С. В 1С тоже на самом деле есть CRM-модуль, его просто вот в корпорации 1С Bittrex почему-то перестала рекламировать, видимо, упирает сейчас на диверсификацию, облачность и все остальное. И 1С сейчас выглядит анахронизмом и олдскулом. Но так или иначе, нам пришлось с него шагнуть, потому что так как у нас там условно половина клиентской базы сидит в 1С и оттуда вылазить не хочет, нам пришлось написать коннектор, который все лиды, причем не только из Калибри, там у нас уже 5 систем колл-трекинга туда засасывается, забирается в 1С. Это был наш первый шаг. Мы думали, ну сейчас мы напишем маленький коннектор простой, как бы зальем туда лиды, и они там сами с ними будут разбираться. Но так как, помните, у нас там был слайд про методологию, методология это как бы слабое место практически у всех, нам пришлось объяснять, что с этими лидами дальше делать. То есть вот есть таблица лидов, как ее превратить в таблицу контрагентов. Как бы это вот та самая там воронка, комбан, который везде нарисован у нас в облачных CRM-ках. Пришлось нарисовать, не смеетесь, этот комбан. То есть мы прямо вот его сделали там. В итоге у нас получилась такая нано-CRM, которая подходит на любую конфигурацию Динески. Ну то есть даже если это один из бухгалтерии, даже если это семерка старая, она будет там работать просто как отдельный плагин. Там же пришлось выстроить всю отчетность. Ну то есть вот то, что там опять же Артем показывал в Power BI, большинство отчетов, которые только что у него были на экране, сделаны у нас там в Динеске. Ну то есть это вот реалии как бы суровые такого регионального бизнеса. И соответственно расходы из рекламных кабинетов мы тоже затягиваем в Динеску. Соответственно у нас точка сборки всей инфы стала вот собственно Динес. На самом деле пенять на ее не облачность может и не стоит, потому что ну все знают, что такое терминальная сессия, можно зайти издалека. Есть веб-версия Динески и так далее. Что в итоге получается у нас? Что мы имели в виду под сквозной аналитикой? Потому что как бы это выглядит достаточно примитивно. Это самый-самый базовый уровень. То есть когда мы вообще не занимались никогда сквозной аналитикой, с чего-то надо начать и сразу хвататься за клиента иди, к примеру, это как бы слишком тяжелый шаг. Он слишком большой. Поэтому мы как бы для себя и для большинства своих клиентов приняли, что у нас единица измерения сквозной аналитики будет сотовый телефон. Он для 90% случаев подходит. Почему только сотовый, а не электронная почта? Потому что когда есть сотовый телефон, это прямой контакт с человеком. А электронная почта – это односторонний контакт, так же как смс или какой-то пуш. То есть мы ее отправляем, и не факт, что он нам ответит. Мы не знаем о нем ничего. Поэтому наша задача получается из электронной почты тоже получить сотовый телефон в итоге. Поэтому мы лидами, которые мы загружаем дальше в CRM, не считаем электронную почту. То есть это остается и пархией маркетолога. То есть это его проблема, как запушить дальше, как бы нагреть этого клиента, чтобы он в итоге очнулся и дал сотовый. А пока электронка – это электронка. Соответственно, у нас получается две истории. Первая история, когда у нас начинается рекламный кабинет и возникает расход, мы тянем UTM. То есть мы упрощаем свою систему, сэмплируем свою систему аналитики до UTM. Он у нас на трех шагах действует. Как только появляется сотовый телефон, и у нас слипаются эти данные, то есть UTM и сотовый. Дальше, соответственно, по всем этапам воронки идет уже сотовый телефон. Это достаточно простой и понятный всем уровень данных. И виды хранения этих данных не предполагают рисование сложных схем. Ну, то есть практически всегда можно это реализовать на любой коленке. Соответственно, вот я внизу специально указал, что от Client.id мы не отказались, то есть мы умеем с ним работать, но большинство клиентов даже не осознает, зачем он нужен. То есть мы оставляем за бортом этой системы все не случившиеся конверсии. Это надо понимать. Ну, то есть здесь учитываются только щелкнувшие клиенты, ну, то есть вот они попали к нам. Все, кто бывал у нас на сайте, соответственно, не конвертнулись, здесь не учитываются. Ну, и в итоге мы имеем здесь не такие красивые отчеты, как Power BI, но мы имеем в итоге историю от денег до денег. Ну, то есть мы видим таблицу от расходов до доходов, ну, то есть там, включая все этапы воронки. Ну, и вот на такой вопрос, который нам задали одни клиенты недавно, мы смогли ответить с помощью, опять же, отчетности там в 1С сделали. То есть когда у вас в разных периодах, к примеру, были расходы и вы ожидаете доходы, сможете ли вы с помощью этой системы аналитики получить? Да, сможете. Ну, и вот идеальная картина мира с нашей стороны пока на текущий момент выглядит так, что может быть много интеграций, ну, то есть много коннекторов с разными системами, но желательно, чтобы интерфейс был один. Ну, то есть, чтобы человек не прыгал между тремя интерфейсами. Ну, то есть он не заходил там специально в Калибре смотреть, что у него там случилось или в Битрикс, а сразу смотрел все в одном кабинете. И вот тоже, что совершенно правильно говорил Артем, есть три уровня аналитики, то есть маркетолог, коммерческий директор или роб, и собственник или топ. И у них у трех, соответственно, три разных картинки, три разных отчета. Наш приоритетный клиент, клиент нашего сервиса Калибре, это именно малый бизнес. У нас именно поэтому такие цены, у нас именно поэтому такая, так просто им пользоваться. То есть ставится один код на сайт, как код метрики, и после этого вы уже можете построить вот такую таблицу, как я показывала, потому что все абсолютно любит трекаются. Настраиваюсь еще быстрее за 10 минут. Если вы хотите попробовать, можете использовать этот промокод. Опять же будет рассылка, там инструкцию отправим, как им воспользоваться. Этот промокод дает возможность на один месяц использовать колл-крекинг бесплатно. На этом у нас все. Спасибо, вопросы. Спасибо большое за доклад. А можете вернуться на слайды, где от денег до денег, где вы по UTM-метке что-то матчили, расходы. Я правильно понимаю, что вы смотрите только ласт клик, а соответственно мультиканальную атрибуцию вы просто не учитываете из-за этого? То есть у вас только аналитический отчет, на основе него нельзя принимать управленческие решения. Правильно я понимаю? Тут нет учета прошлых затрат на маркетинг, естественно. На самом деле в большинстве систем, которые сейчас работают, могу назвать тот же Ростат, он же тоже выгружает данные по ласт клику. В нашей системе литрекинга в калибре есть атрибуция конверсии. То есть вы можете смотреть, какую сессию пользователя подставить, ту сессию, когда он первый раз пришел на сайт и не совершил конверсию, или ту сессию, когда он последний раз пришел на сайт и конверсию совершил. То есть у нас есть три типа атрибуции конверсии, как в метрике. Ну это математика, коллега имеет в виду накопленный период. В зависимости от этого у вас будут очень разные показатели. Поэтому это отчет, он просто аналитическим, он ничего не показывает. Если я поставил ласт, у меня будет одна отцена, то есть ты форс или другая, и я не согласна с вами, что он ничего не даст. Например, у вас доставка пиццы. Доставка пиццы – это спонтанный спрос. Если вы зайдете в Google Analytics и посмотрите, например, на сайте доставки пиццы, сколько проходит от первого визита до заказа, то вы увидите, что чаще всего проходит за первый визит, посетитель делает заказ. Если у вас бизнес с длительным циклом принятия решения, это может быть недвижимость, это может быть автомобиль, это может быть B2B, то есть посетитель заходит, например, восемь раз на сайт и только на девятый совершает конверсию, то Калибри видит все эти сессии и выбрав нужную модель атрибуции под вас, вы, соответственно, возьмете и тот источник, который привел первым, например, или последним. И припишите к тому конкретному… Вам нужно один раз принять, какую систему вы считаете по первому клику или по последнему клику, какая система в вашем бизнесе подходит больше. Я понимаю, что… Вот все, что вы сейчас говорите, это к нашему маленькому бизнесу, микробизнесу вообще не относится. У них есть в основном директ, у них есть максимум, вот, соответственно, менеджеры потом обзванивают эти ряды, у них даже рассылки нету. Вот эта вся мультиканальная атрибуция и сложные модели, они подходят и нужны для крупного бизнеса. Для крупного бизнеса и для среднего бизнеса. Я скажу просто, медийки чаще всего у этого бизнеса нет. Ну, то есть, как бы у них вот этот Omni Channel, он там 3-5 позиций и все. И, ну, понятно, что мы делаем упрощение. Ну, то есть, как бы тут в этой модели как бы нет смысла нести дополнительные затраты, чтобы посчитать вот это все предыдущее. Ну, просто нет. Там нет никакого большого медиаплана с большим количеством подогрева, каналов, каких-то рассылок, пушей. Все очень просто. Посмотрите на этот, малый микробизнес, который составляет, вот если посмотреть в количестве процентов компаний, где-то 80% от всех. У них этого ничего нету, они это не используют, они к этому еще не пришли. А деньги в Директе уже тратят. И надо оптимизировать, и надо считать. Да, спасибо большое за, ну, такую наглядную на самом деле схему. Хотел поинтересоваться, есть ли у вас интеграция с Google Analytics и как вы передаете? Вы передаете по информацию о звонке в Google Analytics в каком виде? Как звонок, по Сиду, по чему? То есть, есть ли она и каким образом она реализована, если есть? После того, как вы в кабинете Калибри нажимаете, собственно, эту кнопку интеграции, автоматически создается цель. Может создаться одна цель на любой лид. Что звонок, что написали в чат, что написали на имейл. Могут создаваться разные цели. Соответственно, автоматически... У нас есть клиенты, которые это делают и это строят и, например, подключают какой-нибудь К50 и потом на основе данных по конверсиям перенастраивают, управляют ставками. Но вот это не тот малый микробизнес. Малый микробизнес вообще не сидит в Google Analytics, он его не понимает. Ну, то есть, это как бы история под ключ, которая доступна очень маленьким бизнесам, которые тратят 50 тысяч в месяц на контекст. Это вот ту систему надо построить. Да, мы можем в эту систему встроиться без проблем. А сколько появляется клиенту, у которого 500 тысяч на контекст, понятно, что там стоят другие вопросы. Есть, да? То есть, мы, опять же, колл-трекинговые коннекторы написали для BigQuery, но то есть, если нужно, допустим, из Калибри получить данные через API BigQuery, пожалуйста. В такую схему вписаться мы тоже можем. видеть все мультиканальные атрибуции, любые отчеты и так далее, любые разрезы. Но малый бизнес не понимает эту схему и не хочет. У него нет ресурсов на нее. Поэтому мы дали вариант проще. Спасибо. Или кто-то еще хотел спросить? Нет? Благодарим. Спасибо большое. Прямо буквально прошу паузу одну минуточку. Сейчас загружу презентацию следующего нашего спикера. Пока представлю его. Александр Егоров, директор по развитию Aletix. Методика автоматизации контекстной рекламы на основе данных о реальных продажах из CRM. Александр, может быть, пока немножко о себе? Чуть-чуть, да? Я загружаю презентацию. Всем привет. Всем слышно? Отлично. Всем привет. Меня зовут Александр. Я работаю в компании Aletix. Давайте поймем, кто у нас сегодня здесь присутствует. Кто здесь представитель рекламного агентства? Ага. 4%. А кто у нас здесь предприниматель? 1%, а 2%. Кто маркетолог отвечает за маркетинг в компании? Так, а остальные-то кто? Маркетологов процентов 47. Я вижу. А остальные-то кто? Так, случайно зашли? Ну окей. А, спикеры. Точно, точно. Спикеры. О, да, смотрите. А у меня время достаточно или совсем все плохо? Да. Меня зовут Александр. Я работаю в компании Aletix. Я являюсь ее сооснователем и одновременно директором по развитию. Вначале слайд такой, который я называю «С чего вдруг я эксперт?» Изначально слайд хотелось назвать чуть по-другому, чуть более жестко, но формат конференции не позволяет. Значит, так получилось, что с 2006 года, саму страшно, я попал в контекстную рекламу. Тогда была очень популярна такая система, как «Бегун». Кто-нибудь слышал про «Бегун?» Круто! Целых 12% аудитории. Так вот, у меня до сих пор в спальне над кроватью висит датированным 2006 годом сертификат специалиста «Бегуна». 12 лет я уже в этой теме, сам не могу в это поверить. Ну и, соответственно, в 2010-2011 я работал в таком классном перформанс-агентстве, на тот момент первым большим независимым перформанс-агентстве «Артикс Интернет Солюшнс». Возглавлял там отдел перформанса. Ну и где-то вот с 2012 года, с 2013 года мы начали запускать систему «Алитикс» и уже почти 5 лет ей занимаемся. 1 апреля, в честь Дня шуток, у нас будет пятилетие. Если кто-то про нас что-то слышал, то мы очень долго были системой автоматизации контекстной рекламы для профессионалов. С нами работают там куча-куча разных компаний, куча-куча разных агентств. Но вот в этом году мы немножко перестроили свой бизнес, мы сделали его чуть более таким широким, чуть более широкую систему. Теперь мы система сквозной аналитики с автоматизацией контекстной рекламы. Да, у нас, соответственно, достаточно много разных клиентов. Есть крупные компании, есть маленькие компании, есть средний бизнес, есть сильные агентства на рынке, которые с нами активно работают. В общем, такой разный-разный спектр. Ну, давайте теперь к теме доклада. Как обычно автоматизируют и, главное, оптимизируют контекстную рекламу? Вот так привычно уже много лет. Это примерно выглядит следующим образом. Есть два рекламных канала Яндекс, Директ, Google AdWords. Как правило, ставится какой-то счетчик, но в нашем случае это Google Analytics, мы его так чуть больше любим. Ставится култрекинг. Счетчик нужен для того, чтобы считать обращение через онлайн, то есть заказы, корзины, обращение в чаты и прочее, прочее. Култрекинг нужен для того, чтобы почитать обращение через звонки. Вот сегодня несколько раз прозвучало это магическое слово култрекинг. А я вот на всякий случай спрошу, а есть те, кто не понимает, что такое култрекинг? Только не стесняйтесь. Все понимают. Обалдеть, круто, круто. Вот, соответственно, как правило, как уже говорили предыдущие спикеры, все это выглядит так. как затраты с рекламных каналов сопоставляются с фактом совершения конверсии через онлайн, через счетчик и через звонок, через коллтрекинг. Склеивается, смапливается. Это можно там смапить, например, как вы показывали в Power BI или можно смапить у нас, у нас там готовое решение. И, соответственно, по этим каналам известен главный, такой очень важный показатель, получается, Cost Per Action, стоимость привлечения целевого действия. В терминах бизнеса это стоимость привлечения лида, стоимость привлечения потенциального клиента. Все, эти данные получаются. И дальше нужно сделать такую очень важную простую вещь. Эти данные раскидать в детализации. В детализации в Яндекс.Директе или в Гугл.Адворсе. То есть там с точностью до рекламных кампаний, с точностью до рекламных объявлений, с точностью до ключевых фраз которые у вас в компаниях есть. Для RSE желательно и с точностью, для КМС желательно с точностью до площадок, на которых реклама показывается. То есть выстроить такую сквозную аналитику до лида в глубокой детализации. И дальше методика стандартно выглядит следующим образом. Мы берем список ключевых фраз. Вот в нашем случае пример из нашей жизни. есть некая компания, которая занимается продажей специальной одежды. И вот у них стоимость лида по разным, стоимость обращения по разным ключевикам, она представлена в столбце CPA в нашем случае. Соответственно, и смотрится по каким ключевым фразам стоимость действия высокая. Предыдущие спикеры немножко рассказывали, как понять, что такое высокая стоимость действия, что такое низкая. Кратко там выглядело так, нужно пойти к директору компании или к финансовому директору и спросить, а сколько мы готовы платить за клиент. Вот. Соответственно, после того, как мы по всем ключевикам, по всей детализации получили стоимость действия, мы должны посмотреть, ага, вот есть ключевик. По нему стоимость действия у нас выше, чем нам нужно. И еще есть ключевик, по нему тоже стоимость действия выше, чем нам нужно. Что мы сделаем? Мы попытаемся что-то с ним сотворить. Самое простое, что можно сделать, это понизить ставку на это ключевое слово. Ну, то есть, что произойдет, когда мы понизим ставку? Мы станем меньше платить за клик, то есть расходный ключевое слово упадет да соответственно мы сможем если конверсия конечно в этом случае сохранится улучшить стоимость действия но будет ниже и наоборот есть ключевики у которых стоимость действия очень хорошая она на несколько десятков процентов или даже в несколько раз ниже чем целевое что мы можем сделать мы можем взять эти ключевые слова и самое простое поднять по ним ставку то бишь занять более высокую позицию то есть скорее всего мы привлечем еще больше того трафика который хорошо конвертируется в продажу с нужным нам стоимостью действия да наверное стоимость действия при этом тоже вырастет но нужно аккуратно это контролировать чтобы она не перепрыгнул целевое это в общем то вот такой стандартный достаточно привычный более-менее привычный способ оптимизировать контекстную рекламу он основан на стоимости действия которая дает нам счетчик например google analytics и система колл-трекинга вот это уже хорошо тут тут предыдущие докладчики говорили что вот регионах все плохо нету crm систем они об этом не думают они не понимают зачем им все это надо я вот с ними спорить не буду добавлю что в москве тоже все плохо не но действительно на самом деле если посмотреть по московскому рынку то компании которые действительно имеют crm действительно ей пользуются действительно как-то используют сквозной аналитики ну их очень мало из их прям очень мало в принципе все вот останавливаются вот на этом у многих вот это уже есть да и там поставили cool tracking поставили счетчик настроили цели считают стоимость обращения ну что такое стоимость обращения для бизнеса это не очень понятный показатель то есть он какой-то промежуточный он не говорит нам ни о чем то есть маркетологу он она говорит да я хорошо делаю свою работу мне финансовый директор сказал что стоимость целевого действия должна быть 550 рублей а у меня 505 я на 10 процентов как бы даже ниже чем цель стоимость целевого действия маркетолог молодец он это понимает а вот руководитель компании он это понимает так вот на 7 процентов сколько у него хватило времени за год в этом разобраться так он это и понимает он на самом деле должен понимать и смотреть все в разрезе реальных денег деньги которые он тратит и деньги которые он реально зарабатывать ему стоимость целого действия такое где-то так полу решение вот поэтому чтобы по-настоящему оптимизировать контекстную рекламу по цели бизнеса по цели предпринимателей директора нужно переходить к настоящей сквозной аналитики сегодня про это уже было там два даже на нас лишних доклада но я чуть-чуть тоже про это расскажу на самом деле есть такая очень классная фраза которую сформулировал один американский предприниматель который жил в первой половине прошлого века зовут его джон ванамайкер и он сказал фразу которую везде на всех конференциях повторяют я тоже повторю половина денег которые мы тратим на рекламу не приносит пользы проблема лишь том что я не понимаю какая именно половина только вдумайтесь вдумайтесь 50 процентов рекламных денег просто сжигаете ну возьмем какой-нибудь бизнес пускай немалый пускай чуть больше чем малый с рекламным бюджетом пускай там полмиллиона рублей на самом деле там не за для регионов на для москвы это достаточно обычный бюджет вот вот за год это получает 6 миллионов рублей вот каждый бизнес в россии такой он тратит 6 миллионов рублей 3 миллиона из которых сжигает представьте что вы положили кучку денег вы могли бы на 3 миллиона рублей купить себе хотя бы хороший автомобиль но вы просто их подожгли и как бы они сгорели и непонятно что вот на самом деле благодаря тому что сейчас у нас цифровые технологии благодаря тому что маркетинг весь оцифрованный находится в диджитале эта проблема уменьшается уменьшается она благодаря появлению той самой сквозной аналитики по которой мы сегодня же много раз говорит вот и конечно же сквозная аналитика помогает оптимизировать контекстную рекламу и на самом деле в во многих бизнесах контекстная реклама это вообще там но 80 процентов рекламного бюджета то есть если вы умеете оптимизировать контекстную рекламу на основе сквозной аналитики то скорее всего вы оптимизируете больше часть своего рекламного бюджета вот как это выглядит в нашем понимании как это реализовано у нас мы в принципе сквозную аналитику делим на четыре таких уровня есть уровень рекламы есть уровень лидов и обращений есть есть уровень продаж есть уровень повторных продаж значит на уровне рекламы есть неприятный показатель называется он траты на эту рекламу на уровне лидов мы уже говорили сегодня про это есть два показателя количество обращений и стоимость обращения на уровне продаж есть выручка которую мы получаем прибыль который получаем и какой-нибудь показатель который характеризует эффективность чаще всего это рой да рой отрицательный реклама в минусе рой положительный рекламу в плюсе на уровне повторных продаж это ну таким в общем словом называется как правило лтв на самом деле она выражается в выручки повторных продаж в прибыли от повторных продаж и рой с учетом повторных продаж вот это сквозная аналитика в нашем понимании значит на уровне рекламы это каналы яндекс директ google дворс на уровне лидов это способы по которым лиды к нам обращаются заявки корзины звонки чаты колбеки любой любой способ любой способ коммуникации в компанию продажи продажи хранятся в сервис системе повторные продажи тоже хранятся сервис системе о чем это все дело говорит это дело говорит о том что в общем-то настоящая сквозная аналитика невозможно без сервис систем если посмотреть заявление представителей различных сервис систем то они до сих пор считают что меньше десяти процентов компаний живых компаний в россии используют сервис систем кто-то говорит 4 кто-то говорит 6 кто-то говорит 8 факт в том что там меньше даже десяти процентов вот поэтому вывод такой что 9 как минимум 90 процентов живых компаний в россии не умеют строить сквозную аналитику настоящую сквозную аналитику нужно сервис просто нет но это так а печально вот вообще для бизнеса когда мы говорим про сквозную аналитику нужно понимать зачем зачем мне нужна сквозная аналитика мы думаем что есть два вопроса основных два ключевых вопроса первое это ответить на вопрос о какой рекламный канал лучше даже вернее не лучше какой рекламный канал прибыльен и прибыльнее вот ну вот это выглядит примерно так у нас так системе реализовано есть рекламные каналы по каждому каналу знаем трафик мы знаем сколько мы на каждый рекламный канал тратить тратим помните да первый уровень сквозной аналитики мы знаем сколько мы с каждого канала привлекаем продаж мы знаем сколько мы имеем выручку с каждого канала мы знаем сколько имеем прибыль мы знаем сколько и какой у нас там по каждому каналу рой вот 2 и собственно этот отчет он отвечает на вопросы какой рекламный канал прибыль не а где выручка больше если даже выручка больше роют и там положительный а где прибыль выше и так далее и тому подобное такой простой сводный отчет в одну в одну в одну такой вот в один экран вот второй вопрос на который отвечает сквозная аналитика окей мы выяснили какой рекламный канал лучше прибыль не какой хуже убыточен что дальше. Второй вопрос, а как улучшить плохой канал? Предположим, что у вас плохой канал Яндекс Директ. А я практически уверен, что каждый второй скажет, да, у нас Яндекс Директ что-то не особо прибыльный. Так что на самом деле у многих такая проблема. Вот. И тут то же самое. То есть нужно сквозную аналитику до выручки, до прибыли, до рови построить в разрезе ключевых слов. Вот. Это как раз история о том, что нужно переходить от оптимизации стоимости лидов в контексте к оптимизации прибыли, выручки и роя на основе реально полученных денег в кассу, которые фиксируются в CRM-системе. Да. То есть как бы наша схема, к которой все привыкли, добавляется подключение CRM-систем. Их там много. Есть не только CRM-системы, есть различные хранилища данных о продаже, что угодно. Вот. И мы уже можем понять, сколько по каналам, по фразам у нас продаж, какова выручка, какова прибыль, каков ROI. Вот. И дальше, соответственно, итерация точно такая же. В разрезе ключевиков мы видим, сколько мы тратим. Мы видим, сколько мы по каждому ключевику не только тратим, но и, например, сколько мы имеем продаж, сколько мы имеем выручку, сколько мы имеем прибыль. И опять мы начинаем играть там самое простое, что мы можем делать, играть со ставкой. Там есть ключевик, на котором мы тратим много денег или там какой-то пул ключевиков. И они вообще не приносят продажи. У них может быть много лидов, может быть много обращений, у них может быть хороший CPA с точки зрения обращения. Но вот они не конвертируются в продажи по каким-то причинам. Значит, такие ключевики мы можем отключить. Могут быть ключевики, которые, в принципе, приносят обращения, приносят продажи, но ROI сильно отрицательный. Мы можем понизить ставку. И наоборот, ключевики, у которых высокий ROI, хорошие продажи, хороший средний чек, а значит, высокая выручка. Мы можем их опять поднимать повыше, 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 привлекать еще больше конвертирующегося трафика, а значит, привлекать еще больше продаж, а значит, увеличивать свою выручку, свою рентабельность. Какой пример? Я не говорю, что были нулевые продажи. Я говорю, что в рекламной кампании есть разные ключевые фразы. Есть фразы, которые не приносят продажи. Есть фразы, которые приносят. Что значит, какой-то конкретный кейс? Давайте сделаем так. У меня сейчас прямо на слайде готового кейса нет, на пальцах я, наверное, его не объясню. Вы ко мне подойдете, я вам дам визиточку или вы мне дадите визиточку, я вам отправлю кейс. У нас на сайте есть несколько кейсов на эту историю. Вполне себе глядь. Хорошо? Отлично. Еще на самом деле очень важный момент, когда мы строим сквозную аналитику, подключаем CRM-систему и потом пытаемся оптимизировать контекст, это повторные продажи. То есть до этого мало вообще кто доходит, но история в следующем. У вас каждый канал как-то конвертируется в продажу. Но может быть специфика вашего бизнеса такая, что люди потом возвращаются сами, после того, как им хорошо продали в первый раз, им понравилась ваша компания, они могут вернуться и снова покупать. И очень важно считать повторные покупки. Очень важно в сквозную аналитику добавлять повторные покупки. То есть тот самый пресловутый ЛТВ. Давайте вот пример, пример, например, из нашей жизни одного нашего клиента. Вот у него в статистику выведены первичные продажи и повторные. Значит, количество первичных продаж по рекламе у него там 769, на общую выручку 2 миллиона 267 тысяч рублей. Количество повторных продаж через какой-то период с этих же самых ключевиков 678 на выручку 2 миллиона 53 тысячи рублей. То есть вы понимаете, да, что впрямую мгновенно в данном канале ключевики на 2 миллиона 200 приносят продажу, а потом люди через какое-то время возвращаются и покупают еще на 2 миллиона с копейками. То есть почти настолько же. Если бы данный клиент, в его бизнесе это важно, если бы данный клиент не учитывал вернувшихся, вернувшихся, данный бизнес не учитывал вернувшихся клиентов, он бы условно говоря думал, что у него роя там вот такое, какое-то не очень высокое, да, среднее, и оптимизировал бы компанию на основе этих данных. Но когда он добавил повторные продажи, он понял, что на самом деле он продает сильно больше за счет повторных, он понял, что может за рекламу платить больше, он стал в Яндекс Директ заливать еще больше денег, выжимать конкурентов и масштабироваться. Многие бизнесы вообще в принципе построены на модели учета ЛТВ. То есть возьмем, к примеру, любой бизнес по электронике. Там очень низкая маржинальность. А у нас там 2%, дай бог там 4%. Поверьте мне, даже самые там большие компании типа NVIDIA или DRADA не зарабатывают, не отбивают свою рекламу с первой продажи. Они все стремятся завлечь клиента, а потом сделать так, чтобы он вернулся. Потому что у них с первой продажи ничего не окупается. Реклама не рентабельна. Она рентабельна только с продажи там 3-4. Ну собственно именно поэтому магазины электроники активно развиваются. И карты лояльности, программы лояльности для того, чтобы клиенты сами возвращались. Любой бизнес по подписке. Я думаю, что и Калибри, и мы, и любая система култрекинга с первой покупки не отбивают рекламу от слова совсем. Все мы отбиваем, когда клиент с нами живет какое-то определенное количество месяцев и платит нам какое-то определенное количество месяцев. Вот возьмем наш бизнес. Мы для себя посчитали, что высчитали, сколько в среднем с нами клиент живет, сколько он нам платит, какие у нас расходы. Мы поняли для себя, что нам выгодно себя активно продвигать на рынке и вкладываться в рекламу, если клиент с нами живет 4,5 месяца. Вот мы находимся на грани рентабельности. Если клиент начинает жить с нами 6 месяцев, полгода, год, то мы уже в прибыли. Соответственно, это тоже тот же самый LTV. У нас также разделено есть первичная продажа, есть повторная, есть выручка от первичных продаж, есть от повторных, есть ROI от первичных продаж, есть ROI с учетом повторных. И мы на основе этих данных уже принимаем решение. Ага, мы рекламируемся в Яндекс.Директе. Эффективность такая-то, оптимизируем такт. Соответственно, без этого никак. Вот. Если у меня есть еще минута, наверное, есть, то я еще одно скажу очень важное. Сегодня задавался этот вопрос. Это ассоциированные конверсии и длинные цепочки взаимодействия. Я на всякий случай поясню, что это такое. Вот, предположим, я захотел купить себе диван в гостиную. Я взял свой ноутбук, пришел утром на работу и в свободное время стал искать диван. Набрал Яндекс.Диван, кликнул на объявление в Яндекс.Директе, перешел, посмотрел этот диван. Ну, вроде неплохой, но не купил. Ну, на работе не до этого. Вот. Значит, вечером пришел домой с работы, сижу перед сном, смотрю на ютюбе, что-то я смотрю на ютюбе, тут мне реклама этого же самого дивана. Я опять кликнул, перешел. Не, ну, сейчас денег нет, покупать не буду. Прошло два дня, я опять дома, мы с женой сидим, мы с женой сидим на обеде, вспоминаем про этот диван, при этом я нахожусь в фейсбуке, у меня опять реклама этого дивана в фейсбуке. Я опять кликаю, перехожу и не покупаю. Проходит еще день, у меня пришла зарплата, я вспомнил, в каком магазине мне нравился диван, я набрал название этого магазина в браузере, перешел, купил. То есть я совершил четыре контакта с сайтом. Сначала с контекста, потом с ютюба, потом с социальной сети, а потом с тайпына. Внимание, вопрос, какой рекламный канал привел к продаже. Да, как решить использовать модель атрибуции, да. Но прикол в том, что вот сколько людей, сколько аналитиков, столько и мнений. Каждый считает, что его собственная модель атрибуции, она вот правильная. Возможно, это так. Мы пошли по простому пути, мы сделали по-другому. Мы вывели обычную конверсию и деньги от обычной конверсии. А рядом дали возможность выводить по желанию конверсию ассоциированную. То есть, например, вот в данном примере видим, что по модели Last Clicked пришло миллион пятьсот. И при этом этот же самый канал был ассоциированным, то есть где-то в начале цепочки, в середине, но не в конце. Тоже был. И поучаствовал в продажах на два миллиона восемьсот. Мы пока это сделали так. Дальше посмотрим. Но я к тому, что хорошо бы это тоже как-то учитывать, когда вы принимаете решение. Вот. Последний слайд. У нас неважно. Он был просто вспомогательным. То есть, смотрите, модель использования этого, что-то такая. Вы видите какой-то канал. Например, социальная сеть. Вы тратите на нее 200 тысяч рублей в месяц. Вы видите, ага, мы тратим на нее 200 тысяч рублей в месяц. По модели Last Click продаем на 50. Мы в глубоком убытке. Но, посмотрев, как участвует социальная сеть в ассоциированных конверсиях, в начале и в середине цепочек, можем понять, ага, она участвовала в цепочках и приводила к продажам, способствовала продаж других каналов. Можешь сказать, окей, хорошо, социальная сеть впрямую убыточна, но способствует продаже других каналов. Мы ее не будем совсем отключать. Мы ее оставим как есть или там как-то соптимизируем по-другому. Модель примерно такая. Все. Последний слайд. Совет. В общем-то, как сегодня правильно отмечалось, мало кто все вот это вот так вот в комплексе, с учетом CRM, с учетом повторных продаж, с учетом ассоциированных конверсий и атрибуций. Все-все-все вот так вот у себя в бизнесе делают. Вообще мало кто. Вот. Поэтому это не так уж и просто для многих. Поэтому начинайте с малого. Если вы не делаете ничего, пока считайте лиды. Если вы считаете лиды, уже внедрились в CRM, подключайте CRM, продумывайте логику повторных продаж. Ну и используйте ассоциированные конверсии. На этом все. И маленький подарок, если кто-то захочет попользоваться нашей системой, есть промокод на расширенный тестовый период. Фотографируйте. Я не знаю, будут, не будут презентации. Будут, вам еще это придет. Спасибо. Вопросы есть? Вопросы? Пикеру. Нет? Нет? Я не вижу. Скажите, может вы знаете, работаете в аналитике, есть ли у нас в России, там, или русскоязычном интернете, а аналитические компании, которые внедряют аналитику в сам контент, который оценивает, сколько минут с белой книгой, например, провел пользователь, или там метки какие-то прошивает, или употребил три единицы контента. Вот такие вещи у нас кто-то практикует. Контент, это что в вашем случае? Ну, белая книга, например. Белая книга? Да. И-бук. White paper. White paper, я понял. PDF. Хорошо. Не знаю. Может быть, есть. Не могу сказать. Не знаю. Да, у меня вот такой вопрос. Возьмем, например, недвижку. И мы считаем конверсии по звонкам с недвижимостью. Но так получается, человек посмотрел, дома посидел, подобрал квартиру с женой, записал в телефонную книжку, вспомнил по дороге на работу, в машине позвонил. Телефон, источник звонка не определился и записался в какой-нибудь там динамический колл-трекинг, просто там Яндекс.Директ. Он другой сессии припишется. Допустим. Да, да, да. Он просто запишется. Мы не сможем узнать, по какому ключевому слову. Нет, нет, он запишется, но к другому посетителю. Он не пропадет. Он запишется к другой сессии. Ну, вот я не знаю. Ну, не важно. Не знаю, да. Я с теми колл-трекингами, то, что работал, они создают отдельный источник, и в этот источник в UTM-метке записывают такие звонки. И таких звонков довольно много поступает в разных сферах, особенно если мы говорим про сферы, где длительность сделки очень большая. Каким образом мы будем в данном случае оптимизировать через Alitics? Ох, хороший вопрос. Самое интересное, что недвижимость – это вообще самая-самая тяжелая сфера для сквозной аналитики, вообще для оптимизации рекламы. Мы работаем с многими компаниями, начиная от urban-группы НДВ и заканчивая какими-то маленькими застройщиками. Значит, у всех вот такие вопросы возникают, и там проблем миллион. То есть начиная от того примера, который привели вы, когда человек записал номер телефона и позвонил через три часа. Начиная от того, что один человек выбирает, а звонит совсем другой. Я выбираю, звонит жена. Начиная от того, что человек один выбирает, другой звонит, а третий приезжает на объект, а четвертый платит и заключает договор. Если там вот это все посчитать и по-честному разобраться, то погрешность достигнет 50%. И нам вот этот вопрос задают, наверное, каждый месяц представители недвижимости. У них сейчас на рынке все плохо. Год назад было еще хуже. Они прям бегали и говорили, ну вот вы, Алитикс, вот что-нибудь нам такое дайте, чтобы прям вот волшебную пилюлю. И мы уже все сделали, чтобы у нас все было хорошо. В общем, нет там нормальных решений. Хорошо, что они хотя бы култрекинги уже ставят, хотя бы хоть как-то это считают. Погрешность высокая. У меня ответа нет и ни у кого, наверное, пока в России это уж точно нет. Что-что? Что-что? Тут еще проблема в том, что не все звонят. Многие просто приезжают на объект. Нашел объект, вот он здесь находится, в двух километрах. Я просто приехал и посмотрел. Я вижу время отдела продаж, он работает там с такого по такое время. Это как-то улучшит ситуацию. Ну, условно говоря, еще 7% у вас качество добавится. Но 33% прогрешности цену останется. В общем, там ситуация плохая. Тут можно долго дискутировать и нормальной аналитики в недвижимости нет. Очень похожая история в автотематике. Там хотя бы есть, ну, хоть что-то, что мотивирует человек звонить, там, как правило, один и тот же человек покупает и прочее, прочее. Но там тоже как бы не все так гладко. Тяжелые, тяжелые тематики. Но с самыми большими деньгами, с огромными бюджетами. Они льют на култрекинг там. Огромные деньги. Саша, спасибо. Спасибо. Остальные вопросы можно задать в кулуарах. Плюс мы еще с Алитиксом на бизнес-завтраке. Приходите к нам. Там клево. Так, ну и, соответственно, передаем слово тогда Анне Буслаевой из компании Мэрилин. Замечательный коллектив девушек, которые сегодня, наверное, сколько от вас? Человек пять, наверное, да? Прекрасных девушек. Работает у нас? Работает. Всем привет. Меня зовут Аня. Я представляю компанию Мэрилин. О нас уже немножечко упомянул любезно Алексей из Промедиа. Мы являемся системой автоматизации интернет-рекламы. И на этих основаниях я хочу немножко рассмотреть тенденции развития рынка автоматизации. То есть то, с чего мы начинали, с чего начинал рынок, какие были изначально потребности, те, какие были предложены игроками рынка разработки и то, к чему мы сейчас пришли и, соответственно, то, в каком направлении будем развиваться. Немножечко о Мэрилин. Мы на рынке являемся единственной системой автоматизации, которая работает со всеми рекламными каналами, которые доступны по АПе. То есть у нас не только Директ и Дворц, которые все очень любят. У нас есть и соцсети, и медийная реклама, и видеореклама. Все это собирается в единое окошко для того, чтобы у рекламодателей или рекламных агентств была возможность оценить эффективность того или иного канала в одном окне и принять необходимое решение. Мы сейчас занимаем по данным прошлого года второе место в рейтинге диджитал технологий. Уступаем всего лишь Адленсу, но это не так стыдно. Доля российского рынка под управлением системы составляет 7% по данным Акар за 2016 год. В системе собраны различные инструменты, которые позволяют упрощать жизнь при работе с интернет-рекламой, как контекстный, медийный, видео, SMM-контекст и прочее. И, соответственно, функционал системы заключается в том, что данные собираются в одном месте, у вас есть возможность их анализировать и ими управлять. Начнем с того, с чего все это началось. 2008-12 год на рынке площадки, на которых мы сейчас крутим рекламные кампании, они начинают открывать техническое аппе, при помощи которого у рекламодателей рекламных агентств в технологии появляется возможность как-либо автоматизированно управлять своими рекламными кампаниями. Соответственно, в этот период начали как раз-таки зарождаться разработки, которые помогали справляться с какими-то минимальными проблемами, с которыми изначально начали сталкиваться рекламодатели и агентства. Здесь сводная таблица по опросу рекламодателей с 2009 по 2012 год. То есть мы можем увидеть, как менялась тенденция на спрос автоматизации. В 2009 об этом практически никто не знал, и 60% рекламодателей работали руками, страдали, знакомились с интерфейсами площадок и мучительно заводили свои рекламные кампании отдельно на каждой из них. К 2012 году этот процент уже сократился до 40, то есть большинство рынка уже знало, что такое автоматизация и максимально старалось использовать ресурсы разработок. Далее мы можем посмотреть, соответственно, какими разработками пользовались. То есть и агентства пытались разработать инструменты, которые позволяли оптимизировать внутренние процессы. Были независимые разработки, которые пользовались спросом как среди агентств, которые их покупали, так и рекламодатели. Что изначально из себя представляла автоматизация? Это были агрегаторы, которые позволяли через единое окошко заливать рекламные кампании на площадке. Вот мы сегодня вспоминали Бегун, тот самый, который до сих пор еще существует, так я думаю, на последнем издыхании, но все-таки он есть. В первую очередь это были агрегаторы для контекстных площадок, просто потому что они там первые открыли API и позволили снять основную боль. Для создания рекламных кампаний справа можете увидеть представителей разработки, которые позволяли эту боль снимать. Это были такие инструменты, как Smart Context, Air Broker, E-Lama, Блондинка, как агентство выпустило свою автоматизацию, блондинка.ру. В целом боль в большей степени ощущалась у агентств, потому что у агентств было очень много работы, у них было очень много клиентов, рост рынка ощущался очень масштабным. Все мы знаем, какой в принципе был прирост у рынка в интернет-рекламе. То есть рекламодатели начали отъедать долю бюджета у наружной рекламы, рекламодатели начали отъедать долю бюджета с рекламы в различных изданиях и прочее. Почему это происходило? Потому что рекламу можно померить, рекламу можно пощупать и оценить рентабельность своих вложений, оценить, какой профит с этого в принципе можно получить. Я еще хотела показать, как изначально выглядели инструменты для автоматизации. То есть в первую очередь это были инструменты, которые позволяли просто упрощать создание рекламных кампаний, подбирать ключевые слова, автоматизировать, написать тексты объявлений. Многие автоматизации предлагали даже некоторые библиотеки с текстами, то есть для того, чтобы не задумываться о том, как разрекламировать автомобильный бизнес, уже были набросаны определенные тексты, которые можно было использовать. И вторым шагом, когда площадки обновили свою API до того уровня, когда можно было управлять еще и ставками, появился следующий функционал по управлению ставками. И мне удалось раздобыть старые скриншоты из блондинки и из Елама, где можно видеть возможность мидинга. Они были достаточно ограничены. Сейчас автоматизация предоставляет намного больше возможностей и инструментов. Но в целом на том уровне, когда нужно было для каждого ключевого слова вручную выставлять ставку и самостоятельно ее менять, на том уровне это в то время был большой прогресс. Мы уже отметили о том, что рынок интернет-рекламы неумолимо растет, и по прогнозам на 2018 год мы добьемся порядка 207 миллиардов в год, что, соответственно, очень сложно представить с учетом того, что рынок в 2012 году составлял всего 56 миллиардов. Когда мы научили, когда рынок автоматизации научился справляться с минимальными потребностями рекламодателей, начали появляться новые игроки. Это те игроки, которые управляют рекламными компаниями, но не заменяют инструменты на площадках. То есть это то, что позволяет управлять рекламными компаниями, то есть дополняет возможности площадок. Среди игроков Саша из Alitics, буквально передо мной выступал, я из Мэрилин, наши, по сути, основные конкуренты Оригами и К-50 также снизу приведены конкуренты, которые работают с соцсетями, то есть которые автоматизируют работу исключительно с соцсетями. Что мы даем дополнительного к тому, чего нет на площадках? Это инструменты, которых нет на площадках, которые удобно использовать в одном окне сразу для нескольких площадок. Соответственно, в чем заключается их ценность? Это, предположим, проверка ссылок для того, чтобы реклама не вела набитые ссылки, для того, чтобы клиенты не тратили деньги на рекламу, которая ведет на неработающую страницу. Это автоматическая UTM-разметка, что экономит, на самом деле, колоссальное количество ресурсов у менеджеров. Это модули с планированием, для того, чтобы в едином окне можно было видеть, как выполняются KPI сразу по всем площадкам. Это перекрестная минусовка. Например, что касается Мэрилин, она у нас появилась раньше, чем у Яндекс.Директа, поэтому пользовалась раньше большим спросом, чем сейчас, потому что площадка уже допилила там собственный инструмент. Генерация объявлений по фиду – это фича для ритейла, когда есть возможность из одного фида собрать сразу миллионы объявлений на основе лишенного файла и заданных шаблонов. Ну и также управление дневными бюджетами. Про ставки мы говорили раньше. Далее мы научились управлять дневными бюджетами на разных площадках. К чему рынок шел дальше? У нас появляются новые каналы. С каждым разом становится все больше различных форматов. И клиенты начинают двигаться от многоканальности к омниканальности, когда рекламодатель полноценно понимает цикл покупки, когда рекламодатель знает каналы, на которых продвигает свои товары или услуги и понимает вес каждого из этих каналов. То есть к чему мы пришли? К тому, что у каждого рекламодателя как минимум 4-5 каналов продвижения, которые они используют. Для этого важно понимать и уметь читать ассоциированные конверсии, про которые тоже говорили сегодня мои коллеги. Без интеграции с CRM, то есть без офлайн данных, невозможно полноценно оценить вклад онлайна. Только в плотной связке онлайн-офлайн можно понять, насколько корректно сработала рекламная компания и оценить полноценно результат, который она принесла. Соответственно, интеграцию с колл-трекинговыми системами можно, в принципе, соединить с интеграцией с CRM, потому что это те же офлайн данные о звонках, о последующих покупках, которые нельзя исключать из общей цепочки для принятия решений и распределения бюджетов, например, хотя бы между площадками. Дальше, когда мы поняли, что у нас очень много площадок, что мы видим, как именно расходуются денежные средства по разным каналам, нам нужно оценить, соответственно, вклад каждого из каналов, появляется куча метрик. Это как раз-таки, на мой взгляд, самое важное преимущество в интернет-рекламе, то, что мы все можем посчитать. Сегодня коллеги очень много рассказывали о том, как, кто и что считает. Соответственно, следующим таким, на мой взгляд, шагом развития, это была как раз-таки вот эта вот экспертиза, которая пришла в рынок, которая показала, как именно нужно считать эффективность от рекламных вложений, какая доля окупается, и окупается ли она в принципе. То есть это такой был шаг на встречу большой экспертизе. Ну и, собственно, мы приходим к тому моменту, к тому веку бигдаты, о котором мы сегодня опять очень много разговаривали. Соответственно, мы научились собирать очень много данных. Эти данные сейчас продают как площадки, которые занимаются этим сбором даты, так и какие-нибудь операторы, центры по опросам и так далее. Мы сегодня рассматривали варианты, откуда может браться дата и кто ее собирает. Соответственно, дата есть, и ей нужно пользоваться. Что дальше? Каждая система автоматизации выбирает для себя определенный путь развития и на основе своего видения будущего делать свой выбор. Саша, например, рассказывал, что они углубляются в сквозную аналитику. То есть они строят красивые дешборды и показывают, как тратятся деньги, какая есть прибыль и как ее лучше перераспределить. Я вижу будущее не только за сквозной аналитикой, но и за гипертаргетингами, которые мы можем настраивать на основе даты, которые собирают внешние источники. Я вижу будущее за диджитализацией оффлайна. Мы сейчас делаем много кейсов, набиваем шишки и пытаемся понять, насколько важно работать с бизнесами, у которых есть и оффлайн, и онлайн. Расскажу там вкратце, что интересного нам удалось выявить. Бизнесы, у которых есть оффлайн и онлайн, они очень большое внимание уделяют тому, что оффлайн невозможно ощутить, невозможно померить. Я говорю, например, про наружную рекламу. Стоит щит, который стоит очень-очень много денег, а посчитать, кто из людей, которые его увидел, практически невозможно. Поэтому оффлайн бизнес необходимо диджитализировать. Как это происходит, чем мы сейчас, например, занимаемся? Мы настраиваем таргетинги и запускаем отдельные рекламные кампании непосредственно для тех людей, у которых уже было соприкосновение с оффлайн источником. То есть это может быть баннер, это может быть оффлайн точка продажи магазина и так далее. И догоняем этого пользователя и выводим его в диджитал для того, чтобы как раз-таки померить, есть ли какой-то результат от тех точек, которые установлены в оффлайне. И таким образом, получая данные от внешних источников, которые собирают дату о пользователях, кто что любит, хочет, куда ходит, куда смотрит. Можно даже посмотреть, в каком направлении пользователь интернета едет на МКАДе. Данных слишком много, и их нужно просто правильно использовать для того, чтобы получить максимальный от этого профит. И сейчас очень много кейсов и интересных историй, когда мы диджитализируем оффлайн и настраиваем супер-таргетинги для того, чтобы вывести ту рекламу, которую нельзя померить, в это измеримое диджитал пространство. Ну и, соответственно, работа с аудиториями. Тоже коллеги сегодня рассказывали о том, что можно узнать, найти женщину, у которой есть двое детей, один из них учится в гимназии в таком-то возрасте, любит кошек. Так это все действительно можно. Этим всем нужно уметь пользоваться, и мы сейчас активно ищем партнеров как раз для того, чтобы иметь эти данные и давать своим пользователям возможность настраивать аудитории, загружать их массово на площадки и приблизиться к гиперрелевантной рекламе и, соответственно, ощутить от этого максимальный профит. Спасибо вам за внимание. У меня все. Вопросы? Как я помню, лет 7 назад как раз-таки блондинка была системой автоматизации контекста, а сейчас она почему-то агентство, а система, то есть она превратилась в аори, или как это получилось? Расскажите, пожалуйста. Изначально история компании следующая. Агентство блондинка существовало как система автоматизации. Автоматизация как раз-таки на том уровне, которое позволяло просто заливать компании сразу на несколько площадок. В дальнейшем поняли, что не хватает рынку экспертизы, и необходимо, то есть это была автоматизация для самостоятельного пользования. И поскольку рынку не хватало экспертизы, у блондинки появилось агентство, которое как раз-таки сопровождало на этапе создания этих рекламных компаний, и в итоге блондинка как автоматизация уперлась в некоторый тупик и почувствовали там больший профит непосредственно в обслуживании клиентов как агентства, поэтому была открыта другая система автоматизации аори для малого и среднего бизнеса, который является агрегатором. У нас в группе компаний три компании. Merlin автоматизация для крупного и среднего бизнеса, аори малый и средний, и блондинка как рекламное агентство. А конкретный пример, как вы переводите оффлайн коммуникации в диджитал, можете привести? У нас был публичный кейс, о котором мы рассказывали на самом деле еще в 2016 году. Это был такой самый первый громкий и интересный для нас кейс. К нам пришли рандеву, которые хотели догонять своих пользователей из оффлайн точек, пуш-уведомлениями и более нацеленной рекламой уже непосредственно в диджитал. В оффлайн магазинах были установлены биконы, которые позволили мэтчить пользователей, у которых было приложение, у которых был включен Bluetooth, то есть как стандартно работают биконы, собирающие данные. Мы, соответственно, померили пользователей и смогли их категоризировать. Женщины, мужчины, женская зимняя коллекция и так далее. И добивали их релевантной рекламой на основе собранных данных в оффлайн точках. Это такой был самый первый яркий пример, который нам… Там были действительно хорошие результаты, с учетом того, что это был 2016 год, и еще там, может быть, не так активно пользовались приложениями, потому что это было необходимым условием для проведения кейса. Но, тем не менее, мы в день мэтчили по 500 человек в оффлайн-точке, средней, то есть это не самая большая, не самая маленькая, со средней проходимостью. Это позволило улучшить показатели по диджиталу направлению. Спасибо. Добьем тему email-маркетинга. Олег Баша, генеральный директор. Генеральный же? Генеральный директор компании «Едреспонс Раша» расскажет про триггеры, кейсы и другие подробности, которые еще другие спикеры не раскрыли. Раз-раз. Добрый вечер, друзья. Кликер, спасибо. Я знаю, вас сегодня уже кормили email-маркетингом на завтрак, поэтому я не буду, наверное, повторять своих коллег, конкурентов, друзей, неважно. Итак, про email-маркетинг я буду рассказывать скорее в контексте автоматизации, то есть это не будет что-то связано с тем, зачем вообще нужен email-маркетинг, работает он, не работает и так далее. Конкретные примеры именно автоматизации, с акцентом на слове автоматизации. Тема очень дискуссионная, в принципе, рассылки. Очень много сейчас есть религиозных таких войн, они будут ли чат-боты заменять рассылки, не ушло ли это время, открывают ли вообще люди эти письма, и вообще нужны ли эти рассылки, если у нас есть столько много замечательных новых технологий. Поэтому у меня мало слайдов, у меня одна ключевая мысль, которую я хочу сегодня рассказать. И если у вас есть какие-то вопросы, или, может быть, вы их сейчас, пока я буду долго и упорно представляться, на ближайших слайдах можете себе их сформулировать. И я готов с вами подискутировать на эти темы, даже какой бы провокации вы не задались на сегодня. Итак, немножко обо мне. Я являюсь генеральным директором компании GetResponse в России, конкретно платформа международная. Занимаюсь этим в GetResponse уже около четырех лет. На текущий момент мы один из лидеров рынка, но не только в области именно рассылок, потому что продукт сам по себе достаточно взрослый и зрелый. Он в себе содержит и email маркетинг, и технологии вещания вебинаров, онлайн-трансляций, и все, что связано с созданием сайтов и лендингов, и также блок автоматизации. Вот именно об этой части мы сегодня подробнее. Мы достаточно большие в мире, понятно, там много красивых логотипов. Я на этом подробно останавливаться не буду. Это некоторые компании из разных совершенно секторов крупного бизнеса в России, с которыми мы работаем. Помимо этого у нас тысячи очень маленьких клиентов из категории SMB. Ну и, собственно, в отраслевых всяких разных шоу и мероприятиях мы уже несколько лет к ряду занимаем первые места, как самые лучшие в том, в третьем, в десятом или еще в чем-то сервис. Итак, я знаю, что многие из вас маркетологи. И вам уже сегодня руки поднимали, да, и большая часть аудитории. Поэтому, ну, может быть, немножко нескромно, но я вам напоминаю, да, что такое маркетинг. И вот, ну, на самом деле, слайды добавил, пока сидел вот там в последних рядах. Почему? Потому что мне показалось актуально напомнить. Актуально напомнить в какой связи. Мы очень много говорим сегодня про… Ну, тема, да, автоматизация маркетинга. Два слова, и, очевидно, мой следующий слайд будет про автоматизацию. Что здесь? Мы очень много сейчас говорим о маркетинге в контексте только одной из его функций. И если вчитаться в это определение, да, то практически не касались вопросов взаимоотношений с покупателями, не касались вопросов продуктовой матрицы и так далее. То есть сейчас очень большой фокус именно в маленький фрагмент маркетинга, который называется первичное привлечение клиентов. Или acquisition по-английски есть такой термин. А теперь что-то к автоматизации. Я, ну, как бы так сложилось, что вообще изучал автоматизацию, но, правда, не в маркетинге, а в технических системах, в институте, потом в аспирантуре. У меня прям специальности она связана с автоматическими системами управления. И я очень требователен к точности определений. И вот здесь очень важная вещь в определении слова автоматизация в том, что это в конечном счете методы, освобождающие человека от участия в процессах. То есть когда мы говорим об автоматизации, мы должны говорить о том, что есть какой-то робот, который делает все вместо нас, а мы отдыхаем. Ну, может быть, изредка подпинываем этого робота, там заливаем масло, подкручиваем болтики. Честно скажу, не все решения, которые называются, может быть, системой автоматизации, их можно отнести к классу систем поддержки принятия решений. То есть решать и действовать все равно нам, глядя на цифры, глядя на аналитику и так далее. Я постарался принести вам именно кейсы, и то, что мы сделали в продукте GetResponse. Это именно акцент на слове действия. То есть система делает сама. И это очень важно. Итак, возвращаясь вообще к акценту, на котором сейчас, ну, скажем, как мне кажется, как я слышу это от многих маркетологов, больше всего перегрет градус внимания. Как вы думаете, давайте немножко все-таки вас так послушаю, что из этого важнее? Ну, вот если маркетинг условно на привлечение, на удержание разложить, что важнее? Удержание, удержание, удержание. Вот первое. Как бы смелая мысль, потому что отвечают удержание, потому что знают, что это правильно. Вкладывают деньги в продвижение, потому что вкладывают все равно деньги в продвижение. То есть, ну, в реальности так. В каналы удержания очень мало вкладывается денег. Большая часть каналов вообще маркетинга, они из категории привлечения. То есть это контекстная реклама, ну, вообще, в принципе, это весь платный трафик, это разные системы таргетинга, ретаргетинга, перетаргетинга и так далее. Какие вы знаете каналы именно удержания или методы удержания? Ну понятно, рассылки, email рассылки, да, все, фокус. Нет, ну кроме рассылок. Что? Вариант, лет на 10, да? И ограничить перемещение. Ну программа лояльности это как бы оболочка, а что внутри? То есть я больше, наверное, про какие-то все-таки механизмы, каналы, способы и так далее. Ну я не буду вас тогда сильно мучить. Да, вы в принципе перечислили основное. То есть это все инструменты, которые так или иначе со словом рассылка. Рассылка смс, рассылка имейлов, рассылка пушей. Может быть какие-то истории связанные с чат-ботами. Может быть какие-то истории связанные с группами в социальных сетях. Это телефонные звонки, личные встречи даже в каком-то смысле. Ну зависит от сегмента бизнеса, объема клиентской базы. Инструментов немного. Можно туда еще какие-нибудь почтовые, обычные классические рассылки поставить. Их мало. И если их все вот так вот выписать, то так случилось и так действительно и есть до сих пор, что имейл самый конверсионный и при этом самым высоким роем. Он стоит мало, приносит много. Относительно своей цены он очень окупается хорошо. Так не окупаются колл-центры, потому что это живые люди, их время. Так не окупаются смс-ки, потому что тарифы сотовых операторов. Ну и имейл конверсионен в силу своего формата априори, потому что это достаточно большое полотно, большая часть экрана, который взаимодействует с клиентом. И плюс еще и внутри его личного пространства, такого как почтовый ящик. Понятно, что канал сильно заспамлен. И это в первую очередь порождает хорошую конкуренцию. Как мы говорим о том, что в контексте перегретые аукционы, в имейлах перегретые инбоксы. Нам надо работать так, чтобы в этих инбоксах люди нас видели. Но поскольку канал реально и по нашим кейсам, по кейсам многих наших клиентов, если дать некие бенчмарки, то четверть продаж в e-commerce атрибутируется к каналу имейла. Ну в таком среднестатистическом, среднем по больнице e-commerce. У нас есть кейсы, ниши, в которых имейл-маркетинг составляет 70-80% продаж. В первую очередь это образовательные ниши, ну или это закрытые клубы распродаж, типа купи VIP, вот такие бизнес-модели. То есть канал работает. Канал работает отлично в B2B для прогрева отношений. Ну и в принципе я вделяю три базовых, скажем так, типа бизнеса, где имейл-маркетинг решает хорошо задачи. Это задача повышения повторных продаж работы с лояльностью. Это задача создания первичных воронок продаж, то есть прогрев клиента до стадии покупки. И это задача обучения клиента, то есть доведения его до точки принятия решений, до точки осознания потребности в вашем продукте. Это хорошо как раз касательно сложных B2B решений. По сути все, кто выступал до меня, вот такого класса решений нуждаются в обучении, нуждаются в какой-то пошаговой подаче материала. Здесь имейл хорошо работает. Итак, если еще маленькая история про удержание. То есть мы понимаем, что в каналах удержание не такое большое разнообразие. И если вы отметили, что удержание важно, ну как бы по логике сразу получается, что и инструменты, мейлы вы подтверждаете как важный. Моя личная вот такая, ну на вскидку, может быть, процентовка 20% на привлечение, 80% на удержание. Потому что, ну сейчас многие, я вот вижу по спикерам, все приучились к слову LTV. Если у нас бизнес связан с тем, что мы продали и отбежали, ну то есть мы один раз одному клиенту только можем продать. По факту мы, ну как у нас роль динозавров, наверное, в этом мире, потому что нас будут вытеснять бизнесы, которые более эффективно обрабатывают клиента и могут с него зарабатывать больше, чем мы. То есть если они научились с одного клиента получать какие-то повторные продажи, либо на продуктовой матрице своей, либо на каких-то партнерских схемах, это уже вторично, то такие компании могут позволить себе победить вас в привлечении, в эквизишн-каналах. То есть они могут выложить больше денег за этого клиента. Поэтому вопрос удержания – это вопрос создания бесконечного LTV. Ну так, абстрактного. То есть как можно более большого LTV от вашего клиента. И это можно сделать, как я сказал, и не только маркетинговыми инструментами. Это можно сделать в том числе продуктовыми историями. Теперь давайте посмотрим на жизненный цикл клиента. Как он вообще попадает в бизнес, что с ним происходит, какие шаги. У нас есть привлечение. Это человек увидел нашу рекламу. У нас произошла первая точка контакта – односторонняя коммуникация. Он начинает вовлекаться. В этой стадии происходит какая-то реакция на нашу рекламу. Он кликает на баннер, он оставляет, например, форму заявки какой-то на сайте, звонит нам и так далее. То есть здесь уже мы фактически вступаем в некий диалог. От него есть обратная связь. Перед покупкой – это определенные шаги в зависимости от типа бизнеса, который клиент совершает в отношении нас. То есть это может быть добавление товаров в корзину, это может быть общение с менеджером, встречи, получение КПшек, сметы и прочее. Есть непосредственно счастливый момент, когда деньги появляются на нашем расчетном счету. Здесь многие начинают думать, что с этого момента клиент, есть клиент, он попадает в CRM. И вот с этого момента с ним надо начинать работу на развитие повторных продаж. На самом деле с момента вовлечения. То есть чем раньше мы поставим возможность получить от клиента его данные и начать с ним коммуникацию, тем больше мы открываем себе коридор конверсии в покупке и в последующее развитие повторных продаж. Ну и дальше опять же после покупки – это сопровождение покупки. То есть это история, связанная с доставкой качественного сервиса, история, связанная с онбордингом клиентов. У кого в бизнесе вообще актуальный такой термин, и кто его знает – онбординг клиентов. У кого клиенты теряются в первые, вот самый большой процент потерь клиентов в первую неделю, 2-5 после подписания договора. Ну в недвижимости. Это происходит во многих сервисах, когда человек заходит на бесплатную треальную версию и не конвертируется в платного клиента. Или если у вас сразу оплата, оплатил первый месяц, на второй не продлил. То есть вот эти вот моменты сопровождения после покупки, они очень, для нашего бизнеса, например, в том числе, они очень тонкие, очень важные. Дальше удержание – это развитие того самого LTV, то есть чтобы человек покупал, покупал, покупал. И еще то, на что все очень мало внимания обращают – это влияние. То есть может ли этот клиент нам сгенерировать еще клиентов? У кого есть партнерский маркетинг в бизнесе вообще? Партнерская программа, 2, 3, 4, 5 человек. Ну не знаю, как у вас конкретно это работает, но в принципе около половины клиентов могут приходить по рекомендации в случае, например, онлайн бизнеса или онлайн сервисов. Это нормальная цифра, она плюс-минус по миру в разных сервисах такая. Ну суть здесь заключается в том, что вы должны придумать механизмы. Партнерская программа – это отдельный продукт компании. То есть вы должны создать такой оффер, который, в общем-то, люди, ваши клиенты подхватят, чтобы приносить вам еще клиентов. Это то, где самый большой недосмотр в маркетинге, как я это наблюдаю со своей стороны. Итак, где здесь работает email? По сути везде, кроме первого. Первое – это контекстная реклама, это таргетированная реклама и так далее. Все остальное может взять на себя email. И я сегодня принес примеры, как мы это сделали. Если я говорил, что мы про автоматизацию говорим как то, что совершает действие вместо нас, то я буду сегодня говорить про email-цепочки, про автоматические воронки, которые доводят до желаемого результата. И если вчера, условно вчера, это в нашем продукте было так, ну и не только в нашем, во многих продуктах, то есть мы могли настроить автоматическую последовательность писем, которые уходят клиенту по расписанию. Это календарь, здесь, к сожалению, контрастность так настроена, что не видно, но в квадратиках числа календаря. Первое, второе. То есть я на первый день зарегистрировался в сервисе, получил одно письмо на второе, второе, на пятое, пятое и так далее. Эта штука длится месяц, и это даже наш собственный скриншот. Мы так продаем, у нас бесплатный период на один месяц. И эти письма призваны в последний 30-й день сконвертировать человека в покупателя. То есть синенькие образовательные, красненькие нажимающие, дожимающие, продающие, зелененькие, еще догоняющие тех, кто не успел купить, чтобы купить со скидкой. Так было. Примерно вот так это стало. Вдумываться не надо, это достаточно такой абстрактный пример. Но если здесь это все линейно, то здесь эта автоматизация уже зависит от ситуации. Система подмечает, что произошло с человеком, и по другому сценарию начинает с ним взаимодействовать. Как это работает в конкретике? Мы всю автоматизацию свернули в очень простую логику. Если, то. То есть у нас есть условия, что случилось, и действия, которые мы в связи с этими наступлениями условий предпринимаем. То есть система умеет совершать действия. Что может быть условием, что может быть действием? Условия – это любая реакция, поскольку в имейлах все очень легко, хорошо отслеживается. Любая реакция человека на письма. Что открыл, что не открыл, когда кликнул, по какой ссылке кликнул. Дальше любое поведение на сайте. Какую страницу посмотрел, добавлял в корзину, какие товары и так далее. Совершал покупки, не совершал. То есть мы это тоже все отслеживаем. Это действие, это обновление статусов внутри CRM-системы. То есть клиенту, например, звонил менеджер, статус обновился. У клиента родился пятый ребенок, статус обновился и так далее. То есть все те данные, которые мы готовы о них накапливать, включая систему обогащения данных, если мы там где-то с каких-то источников их еще собираем, тоже могут стать условием. И в том числе у нас есть внутренняя система скоринга, тегирования, которые тоже позволяют нам добиваться каких-то смыслов и понимания, что это за клиент. Действие не только отправка писем. Действие это присваивание атрибутов, тегов, передача данных обратно в CRM. То есть для того, чтобы, ну как обычный кейс, человек получил email, он его открыл, не среагировал, не перешел по ссылкам. Через 15 минут эта информация появляется на дешбарде у менеджера по продажам, как горячий клиент. И он ему звонит сразу, и он получает возможность сыграть в эту магию. О, как раз смотрел только что вашу рассылку. Ой, как здорово, как совпало, но звезды легли, нам надо сотрудничать. Вот такие вещи. Это как бы в том числе некая автоматизация email маркетинга. В том числе мы можем реализовывать сценарии, связанные не только с отправкой писем, но и передачей триггеров в любую другую систему для любой другой коммуникации или последующей бизнес-логики. То есть если у вас, например, клиент, не знаю, перешел на сайт, посмотрел три страницы и больше не возвращался, это может быть сигналом в какую-нибудь систему внешнюю товарных рекомендаций, которая подберет ему оптимальное предложение, исходя из его поведения на сайте, и отправит ему еще какой-то триггер. Ну то есть бесконечные достаточно варианты. И всего-навсего условия действий. Как эти цепочки работают на практике? Я выписал несколько типовых задач. Мы недавно выложили на сайте типовые шаблоны сценариев. Ну и то, что мы выложили. Во-первых, это онбординг и приветствие новых клиентов. Кто слышал такую штуку, как welcome цепочки? Ну это самая классика жанра в email маркетинге. Это как раз до покупки. Достаточно легкая вещь, но если там уходить в сегментацию, то есть смотря из какого канала этот лид пришел к нам, он должен пройти через свой онбординг. Смотря как он реагирует на цепочку онбординга, может быть ему интереснее что-то отдельно в этой цепочке, и он кликнув по какой-то ссылке этот интерес проявил, и тогда она должна для него стать индивидуальной. Квалификация лидов, вот как раз это больше сюда пример. Вовлечение, удержание, сопровождение после покупки, работа с брошенными корзинами, незавершенными заказами, но оборванными конверсиями, скажем так. Любой истории с обучением, как обучением клиента, так и просто коммерческое обучение на автопилоте, онлайн курсы, в том числе кейсы, связанные с корпоративным обучением, где сотрудники получают серию писем, выйди на работу, выйди на новую должность. Вебинарные цепочки, цепочки прогрева до мероприятия, до вебинара, ну вы их все, наверное, получаете, да, вебинар начнется через час, через 15 минут, через 5 минут, мы уже начали, записи вебинара будут там-то, там-то, да, ну вот это все. На самом деле вот с такими цепочками и без цепочек, это вопрос успешный и неуспешный. То есть просто если вы где-то вбросили, что у вас будет вебинар через неделю, никто не придет. Если вы не сделаете вот это постоянное давление, 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 люди, ну люди инертные, люди отвлекаются и, ну, не срабатывает. Ну и, естественно, какие-то распродажи, акции, запуски. Кто-нибудь знает такое слово запуск, product launch, там вот такие, да, ну, то есть это истории, связанные с тем, что мы не просто продаем, а мы сначала подогреваем интерес к предстоящей распродаже, мы создаем, включаем ментальные триггеры разные, да, там триггеры дефицита, триггеры недоступности, конкуренции, там и прочее. И это тоже делается через серию коммуникаций. Например, у меня есть такой проект, я его сделал в принципе ради прикола, в ответ на вызов, а вот ты много рассказываешь про email-маркетинг, а ты сам-то что-то вообще как вообще, у тебя есть своя рассылка. Ну, мне пришлось действительно на этот вызов ответить тем, что я сделал. Сделал сайт, назвал его email-квест. И смысл в том, что человек здесь подписывается и проходит какой-то сценарий коммуникации, который заранее разработан. Как это, ну, и один из элементов, фрагментов, в зависимости от того, как человек среагировал на первое письмо, там есть три ссылки, в зависимости от того, на какую он кликнет, он попадает в свой список, и дальше с ним уже коммуникация будет, ну, на его тему. Это или профессиональный email-маркетолог, или новичок, или это партнеры агентства, разный контент дальше будет для них присылаться. То есть эта штука, этот сегментатор просто делает, что он, в зависимости от реакции человека на первое письмо, закидывает его просто в нужную компанию, в нужный список. Ну, и результаты здесь, в принципе, неплохие. То есть сам по себе этот проект в целом приносит нам достаточно много лидов. Почти четверть людей переходит дальше учиться к нам в Академию GetResponse. У нас много лидов идет на продукт из этой цепочки, потому что она обучает, снимает некие типовые возражения, дает образовательный контент. Ну, и, в принципе, на старте, на запуске, поскольку была небольшая поддержка рекламы этого проекта, мы получили некий хайп вполне квалифицированных, вообще таких больших, тяжелых лидов. Еще один кейс. Например, кейс Дожима. Очень, кстати, прям всем рекомендую. Очень простой сценарий, да, в два действия. Если человек открыл письмо, через 40 минут ему еще одно будет отправлено. Более того, здесь сделано специально так, что в первом письме создан некий дефицит информации. То есть чуть-чуть недоответили на определенный вопрос этому человеку. То есть он остался, ну, как бы, как это правильно даже сказать, ну, информационный голод у него возник. Он сделал А, Б, С, умозаключение и понял, что ему не хватает какой-то порции данных. И эти данные ему приходят через 40 минут. Казалось бы, ну, как бы, ничего секретного, но при этом открытие этого письма последнего 85%. То есть из тех, кто открыл первое, 85% открывают уже и второе, и очень хорошая кликабельность. И на факторе вот этого вот продолжающегося во времени процесса коммуникации мы получаем больший всплеск интереса и реакции клиента. Не знаю, с чем это связано, но если бы мы все отдали в первом письме, толку было бы меньше. Люди любят как-то вот, ну, им надо эмоционально дозреть, может быть, в каком-то смысле, да. Более того, про это письмо я даже находил в социальных сетях отклики про то, что ничего себе, какая магия, как это они угадали, что мне это сейчас будет интересно. То есть, ну, вплоть до такого. Сценарий реактивации. То есть это если у нас есть какая-то база, которая не реагирует на нашу маркетинговую коммуникацию. Ну, просто им больше не интересно, там, ну, разные причины. Мы их должны выявлять, потому что это губительная, токсичная часть нашей базы. Она может загнать все наши рассылки в папку спам. Сегодня подробно на этом не останавливаюсь, да, но это так. Поэтому перед всеми email-маркетологами стоит задача либо реактивировать, либо избавиться от неактивных подписчиков. Этот сценарий что делает? Ну, изначально у нас есть некое условие. Ну, например, если мы используем скоринг, то у этого клиента низкий скоринг. И есть некий тег, который мы присваиваем, если мы считаем его неактивным. Мы ему отправляем письмо. Если он кликнул, это хорошо. Мы тег неактивности убираем. Если он не кликнул, мы отправляем ему второе письмо. Если он и его не кликнул, то мы его удаляем из аккаунта. Простая логика. Она просто вот эта цепочка чистит нам на регулярной основе базы. Сценарием воспользовалась, допустим, Лена Антипова. Это email-маркетолог интернет-магазина AllTime. Они продают часы. Часы и ювелирку. У нее достаточно большая была неактивная база и весьма такие пессимистические, пассивные ожидания от результатов. Но при этом три цепочки в реактивационной серии, каждый из которых… Три письма, да? Каждый из которых дало конверсию выше, чем в принципе в среднем по ее магазину. То есть даже среди неактивных, оказалось, живут вполне себе… Но понимаете, да, что контент этих писем, он точечно работает на неактивную аудиторию. То есть там другие триггеры. То есть это не обычные распродажи или модельный ряд, или новинки. Это специальный контент, который должен всколыхнуть эмоции у людей. Да. Нет. Мы на самом деле достаточно твердо стоим на том, что хороши мы можем быть как поставщик технологий. Да, мы даем продукт, но это как бы не полный был бы ответ сказать, просто нет. Звучит немножко, наверное, дерзко. У нас, конечно, огромное количество партнеров, которых мы рекомендуем прямо конкретно под вашу задачу. То есть мы так смотрим. Ага, вы хотите вот это? Вот это лучше всех делают вот эти агентства, вот эти ребята. И мы работаем очень часто в связках, поэтому, конечно, да, мы это в целом делаем. Естественно, в любом случае мы даем аккаунт менеджеров, которые помогают и готовы в целом порассуждать с вами на предмет того, как лучше было бы. Но, по большому счету, наш бизнес действительно сфокусирован на айтишных решениях и через партнеров можно заняться уже стратегией контента. Олег, а у кого хорошие рассылки в Рунете? Мои любимые авиасейлс. А так, чтобы не так провокационно? Это не так, кстати, и провокационно. Ну, реально, это не так провокационно. В B2B сейчас не назову, честно говоря. Давно, я не знаю, насколько жив кейс, но вот когда-то мелькал просто меня, он очень впечатлил. Ну, Алтай, Строймаш, как бы совершенно такое предприятие, предприятие, которое прямо через email-маркетинг, ну, я сейчас не вспомню цифр, но давало как бы очень красивый результат в продаже очень сложных решений, там оборудования, какие-то линии производственные. Не готов сейчас прямо сразу вот так вот похвастаться лучшими. То есть любимые одни авиасейлс? Ну, да просто то, что сразу пришло. Честно говоря, я читаю больше рассылки наших клиентов, у меня профессиональная деформация, я смотрю ошибки. Я слежу за тем, где косяк. То есть какой-то клиент разослал там, и у него что-то не сработало, или я нечаянно вижу, смотрю, там два письма одинаковых от него пришло. У меня такие вещи больше, как бы. То есть я в этом смысле, ну, искажен в восприятии. Еще такая история с ретаргетингом. Человек что-то видел на сайте, и его это догоняет в имейлах. Ну, здесь тоже плохо видно, конечно, наверное, вам. Произошло событие на сайте, ему отправляется письмо, ну, и дальше там кликнул, он идет, ну, в зависимости от того, какую URL он посмотрел на сайте, ему идет соответствующий тег ставится. То есть если человек посмотрел на сайте холодильник, ему ставится тег, что он интересуется холодильником. Там микроволновую печь, печь. И уже письмо с соответствующим контентом придет. Скоринг и поощрение клиентов – очень полезная история. Здесь в системе у нас есть присваивание баллов за какие-то действия. Открыл письмо плюс 5 баллов, зашел на сайт, походил, провел на нем полчаса, плюс 25 баллов и так далее. То есть клиенты постепенно накапливают баллы. И эти баллы можно использовать для последующей сегментации. То есть те, у кого баллов там от 0 до 10, им одно сообщение, один подарок там от 10 до 100, второй подарок, третий. То есть некая такая программа лояльности. История с брошенными корзинами, ну она классическая. То есть человек зашел на сайт, оставил корзину, ему приходит сообщение через какое-то время о том, что в корзине забыты товары. Если он на него не среагировал, то через какое-то время ему еще раз приходит подобное же письмо, но с немножко другой какой-то логикой, может быть со скидкой. Еще варианты – это когда мы разделяем потоки клиентов. То есть тот же самый сценарий онбординга, когда человек среагировал на предложение, а другой не среагировал. Соответственно, если он среагировал, там такой специфический оффер, если вам видно, здесь ждать 12 дней стоит. То есть такой оффер, который длится 10 дней. Это обучение в нашей академии. Соответственно, если он перешел на академию, мы ждем 12 дней, пока он ее завершит, и потом мы его опять возвращаем в эту цепочку коммуникаций. А если он не кликал, то он пойдет сразу прямым сценарием. Это очень модельно. Это можно вообще расползаться в очень длинной и сложной. Я их показываю, чтобы они умещались на экраны. Я хочу такую ключевую мысль дать. Во-первых, действительно, email-маркетинг доводит до действия. То есть он совершает действие, он формирует продажи. Второе. Относиться к этому каналу не надо как к рекламному каналу. Это очень частое заблуждение. И я об этом всегда говорю. Даже каков бы ни был контекст выступления, всегда все равно эту мысль пытаюсь всем донести. Если вы воспринимаете email-маркетинг как канал, к сожалению, этот канал для вас сгорит. То есть он имеет тенденцию к выгоранию, выжиганию. То есть база на первую рассылку реагирует вот так, на вторую так, на третью так, на четвертую. Ну и как бы все. И эти люди перестают вас покупать. Поэтому к email-маркетингу надо относиться очень трепетно. И вот эти термины, которые я здесь подобрал, к ним надо серьезно отнестись. Это продукт. То есть человек в взаимодействии с вашим посланием в email должен понимать ценность именно от самого факта этой коммуникации. То есть это не рассылки. Купи у нас, купи у нас. Ну купи же наконец. Ну со скидкой купи. Ну хоть другу порекомендуй. Вот такой это не email-маркетинг. Это насилие. А нормальный email-маркетинг – это продукт, который несет ценный контент для ваших подписчиков. Зачем люди подписываются? Зачем вы можете оставить email? Скачать, вот слово красивое, модное звучало, white paper, скачать e-book и так далее. То есть что-то вам нужно. Скачать спецификацию, получить какой-то другой плюс, узнать какую-то информацию. Думайте так, что если клиент вам оставил email, значит он ждет от вас что-то. Что он ждет? Дайте ему это и продолжайте постоянно давать это. Тогда он будет оставаться лояльным подписчиком и, естественно, периодически 50 на 50 какие-то продуктовые коммерческие вкрапления позволят вам еще и монетизировать эти отношения. А иначе получается вот так. Это живой кейс. У нас был один клиент, который попросил нас собрать статистику, а как люди реагируют на наши рассылки, почему они отписываются. И мы поставили форму exit poll. То есть когда человек отписывается, ему спрашивается, а почему? И я вам скажу, мы собрали несколько тысяч, и клиент сказал, что все достаточно. Ну, большая база, несколько тысяч собралось за несколько дней. Он сказал, все, нам все понятно, ребята, достаточно, хватит. Мы не хотим больше это читать. Из нескольких тысяч это буквально единицы, которые были цензурные. То есть остальное, это было такое обогащение фольклора, на самом деле. То есть так послать, как бы, и вот с таким, куда сходить, что взять, куда принести, кого с собой позвать и так далее. Это прям был просто огонь. Ну, такой email маркетинг очень быстро заканчивается. И я вот сегодня добавил такой еще график, прямо про него тоже хочу пару слов сказать. Это то, что происходит с вашим подписчиком. В начале, ну, это начало пути, да, там время, а здесь интерес подписчика к вашему контенту. Сначала он, ну, некий там хороший, большой. Ну, допустим, ваши письма открывают 60%. Но он со временем будет падать. Может быть, где-то вы их и понете там, и у вас появится какой-то у него всплеск интереса опять к вам появится. Может, его не появится. Но в целом это совершенно нисходящий тренд. Любой подписчик, каким бы он ни был, он пройдет именно так. Нет людей, которые будут нас вечно любить. Ну, факт. И очень многие говорят, что email-маркетинг перестал в их бизнесе работать. Пять лет назад работал, сегодня не работает. Почему это происходит? Потому что у них основная доминанта базы была собрана давно, пять лет назад. И каждый подписчик постепенно теряет интерес, и, значит, и база потихонечку теряет интерес. Поэтому email-маркетинг со временем в этой компании становится не таким эффективным инструментом. Люди это экстраполируют на то, что в отрасли произошли какие-то перемены, чат-боты вытеснили там разом все остальные каналы и так далее. Нет, потому что у новых опять это начинает работать. Как с этим бороться? Классика жанра, когда люди потерю интереса компенсируют притоком свежей крови. То есть у нас много новых постоянно подписчиков, мы их опять там кипя и ставим маркетологам, чтобы они набивали нам базу снова и снова, и приток компенсирует потерю интереса, и у нас стабильные показатели. База растет, а показатели стабильные. То есть, да, получается, в среднем на одного человека у нас все равно маржинальность падает, падает, падает. Как делать правильно, чтобы максимально противостоять такой тенденции, чтобы email-маркетинг был долгосрочным каналом? На самом деле надо вот этими пупырышками заниматься. То есть вы должны всегда стараться подогревать интерес подписчика отдачей, то есть давать ему, давать, давать, давать что-то нужное, ценное и полезное. Как бы это ни звучало, может быть банально, там риторично слишком, но успешен только тот email-маркетинг, который, а, все еще продолжает быть нужным и актуальным подписчику, и, б, он регулярный. Если вы рассылаете раз в полгода, когда вам приспичило, это вы просто эту линию сводите просто к вертикальной вниз. То есть люди очень быстро про вас забывают, теряют интерес. Email-маркетинг состоит из двух вещей. Регулярность и качество контента. Вот, поэтому если вы вначале какие-то вопросы придумали, то давайте их обсудим. У меня с точки зрения того, какой мысли, хотел донести до вас все. Олег, спасибо. Я хотела уточнить, что в вашем понимании регулярно? Так часто? Сколько, да, да. Какая рассылка, по вашему мнению, может быть нераздражающая? Сколько писем в месяц, допустим? Есть рассылки, у меня стандартный вопрос, он всегда самый первый. Я на него всегда так отвечаю. Есть две крайние точки. Первая крайняя точка – это когда вам вообще нечего сказать. То есть если у вас есть что-то ценное, что можно дать вашему клиенту, да хоть по 10 раз в день. Есть клиенты, которые рассылают стабильно каждый, 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 каждый день. Это всегда интересно. Это коротенькие письма, но в них всегда что-то полезное. Если вам сложно формировать смыслы, сложно создавать контент, у вас ничего нового принципиально не происходит, хотя бы один-два раза в месяц. Иначе вас просто забывают. И это все смешивается. То есть в реальности это раз в неделю, два-три раза в неделю. У вас получается это отдельный продукт. Как интеграцию с другими сервисами? У нас как бы то, что я перечислял вначале, это все в одном продукте. Плюс у нас еще CRM своя есть. Но интеграция, да, у нас есть API, у нас есть куча готовых интеграций. Там с АМ, с Битриксом, с Salesforce, с кучей западных сервисов, естественно, с веб-аналитикой. Но есть API, поэтому все, что интегрируемо, можно интегрировать. Да, естественно. Ну то есть у нас есть API на обновление данных, у нас есть API, можно забирать от нас данные. У нас на Enterprise тарифах есть еще кастомный экспорт, дата фиды мы можем отдавать в любом режиме, в любом потоке любые данные куда угодно. Олег, скажите, сталкивались ли вы с тем, что гиперсегментированные или очень персонализированные рассылки делают B2B? Прямо вот рассылка заточена под конкретного клиента. Вы знаете, на самом деле сталкивался ли, скорее нет, чем да, потому что людей, которые дошли до финиша, еще один круг штрафной пробежали, то есть слишком хорошо все сделали. Таких людей на рынке, к сожалению, очень мало. Основная проблема тех, что люди вообще ничего не делают. Или делают самые первые шаги. Но я вам скажу, что, опять возвращаясь к слову автоматизация, имеет смысл делать столько. То есть труд машины и обслуживание этой системы не должно быть дороже, чем просто найм трех землекопов, которые будут все делать вручную. Поэтому построение такой очень сложной персонализированной истории в B2B очень вероятно может стать нерентабельным. Потому что кейсов много, и насколько мы сами в B2B, я хорошо знаю B2B продажи, это очень индивидуальная история. И персонализация, по сути, должна будет коснуться каждого клиента. То есть сколько… Если чек, то 100 тысяч долларов. Тем более это надо отрабатывать скорее на личном общении. Email дает здесь хороший фон, подложку. То есть есть какие-то вещи, с которыми менеджер не позвонит клиенту. Например, вы не будете звонить и говорить, ой, а вы знаете, сегодня мы получили премию за то, что мы лучшая компания в своем отрасли. Это странный звонок, такой навязчивый, рекламный. А email с таким контентом вполне прокатывает. То есть он воспринимается даже очень адекватно. И это помогает менеджеру удерживать… Ну то есть вроде как контакт все равно с клиентом следом сохраняется, но при этом такой вот ненавязчивый фон. Ну я бы рекомендовал, знаете как, строить… Как говорят, мне нравится очень метафора. Кушать слона по частям. То есть сначала сделать какие-то базовые вещи, понять там, померить их, понять, насколько они дали прирост, все оцифровать. Дальше уже смотреть, где есть провалы, где можно что-то улучшать. Но вместо того, чтобы сразу амбициозно строить какой-то космический корабль. Спасибо за доклад. Вопрос первый. Если мы на сайте берем e-mail человека в форме подписки, там есть галочка «Пописаться на рассылку», все окей. Если человек оставляет заявку на сайте на какой-то продукт, и мы ему начинаем welcome запускаем по нему, хотя он не давал согласия на подписку, это считается уже спамом? Да? Все, что… Ну как, смотрите, здесь, к сожалению или к счастью, законодательно понятие спама не определено. Вообще нет такого слова в законодательстве. Есть две вещи, я вам скажу, и они, наверное, ответят на ваш вопрос. Первое. С точки зрения двойного практики, двойного подтверждения подписки, она общепринята, она требуется всеми почтовыми сервисами, типа там Mail.ru, Яндекс. И, ну скажем так, такая обязательная рекомендация к исполнению. В данном случае надо спрашивать подтверждение подписки, включая даже подписку на welcome серию. А как это сделать красиво? Человек просто оставил заявку на сайте, а ему приходит первое письмо. Вы согласны подписаться на нашу рассылку? Ну нет, тут надо применять просто фантазию или смотреть просто, как это делают другие. Частый пример – дать ценное в обмен на… То есть человек оставляет заявку, а предлагаешь ему какую-то еще историю дополнительную. Вот у нас книжка есть, у нас презентация есть, вот видео у нас есть интересное. Ты там, да, ну, хочешь, подпишись на нашу рассылку. Да, класс. Окей, да, сразу в голову пришла идея. Зареализуем. И второй момент. Мы сейчас клиенту внедряем сквозную аналитику в Power BI. И вот встал вопрос. Мы хотим там вывести помимо каналов еще, какие письма ему приходили за это время. И вопрос. Это надо, вот по вашему опыту, это тянуть прямо из сервиса или это надо в CRM-ку и из CRM-ки уже тянуть? Как обычно это реализуется? Ну, вообще, в принципе, я всегда говорю, что CRM-ка является таким абсолютным источником всех данных. Это корректно. Потому что в противном случае у вас появляется дупликация, у вас нет customer ID, у вас непонятно, потому что у нас в платформе свой customer ID, у вас там в CRM-ке свой, в Power BI 3 и так далее. То есть я люблю всегда предлагать, что вот есть CRM, а есть вот облако разных инструментов. Power BI – это один из интерфейсов к CRM-системе. Так, наверное, было бы правильнее. Потому что любые вот эти вот шорткаты, прямые интеграции, они разваливают данные. Начинается бардак данных. Вы сейчас будете в кулуарах обсудить подробности? Ну, я могу, да, уделить больше, конечно. Тема еще не короткая. Все, спасибо вам большое, друзья. Да, хорошо вечером. Да, давайте быстренько, без перерыва, чтобы нагнать время и не уставать дальше. Сейчас мы запустим Сергея Лысых, компании Apex Stars. Он как раз расскажет более такую легкую, веселую, интересную тему, как управление автоматизацией блогеров. Всем привет. Я постараюсь полегче рассказать, но там при всем этом будут немножко цифр и некоторые скриншоты из нашего сервиса. Я расскажу, но представлюсь немножко подробнее. Меня зовут Сергей. Я отвечаю за маркетинг в сервисе по работе с блогерами, который называется Apex Stars. И, в принципе, сейчас на конференциях и при выступлениях уже особо не нужно никому рассказывать, что такое блогеры, и потому что уже все понимают, что стоит с ними работать. Это уже тренд больше того, как с ними работать, а не есть смысл пробовать или нет. И тут в этом формате мне интересно было бы спросить у тех, кто еще остался в зале, кто из вас работает с блогерами? Кто-нибудь работает с блогерами? Или пробовал, может быть, один раз? Или, может быть, планирует? Хорошо. Я хотел рассказать о том, в контексте конференции про автоматизацию маркетинга, что мы привыкли, если работать с баннерами, сетями, то мы пользуемся RTB-платформами. Когда мы работаем с таргетом в соцсетях, мы пользуемся парсерами, выкачиваем аудиторию и мониторим посты с помощью специальных тоже платформ. При работе с контекстной рекламой мы уже привыкли пользоваться бидерами, о которых рассказывал Александр Егоров из Alitics. И при этом всем, когда мы привыкли пользоваться системой автоматизации для других рекламных каналов, при работе с блогерами, пока мы еще не привыкли пользоваться какими-то сервисами или инструментами для того, чтобы простить себе с ними работу. При работе с блогерами в основном используют, не в основном, а в принципе, можно пользоваться биржами, платформами и сервисами аналитики. Если сервисами аналитики еще чаще пользуются для того, чтобы анализировать аккаунты, то уже биржами и платформами практически никто не пользуется, потому что мало кто понимает, зачем они в принципе нужны и как им их можно использовать в работе. Так вот, для того, чтобы понять, как их можно использовать, давайте разделим нашу всю работу с блогерами на несколько частей, на три основные части. Когда мы готовимся к рекламной кампании, когда мы ее проводим и когда мы ее уже завершаем и снимаем результаты. В первой части мы выбираем, какой продукт. Например, для нашего с вами разговора возьмем, что мы какой-то бренд косметики и вот у нас на складе остались какие-нибудь тесты, тестовые какие-то продукты и мы хотим всех их слить перед Новым годом, например, и хотим упаковать их в бьюти-боксы, напихать там этих тестовых продуктов и продать через блогеров, попробовать. Дальше мы ставим с вами КПА в виде продаж или охвата бренда косметического, выбираем нашу целевую аудиторию, площадки, YouTube, Instagram или другие платформы и составляем ТЗ, с которым мы идем на эти платформы и предлагаем наше задание блогеру. Потом ищем, анализируем, подходят нам эти блогеры или нет, накрученные или другим параметрам, отбираем те, которые нам не нужны, связываемся с ними и контролируем, чтобы никто из них не слился и не забыл о том, что вообще нужно выкладывать пост. Ну и когда уже все выложили пост, либо мы поругались с теми, кто его не выложил, мы снимаем результаты, смотрим, какое количество продаж, рассчитываемся с ними, если не сделали этого раньше и идем в бухгалтерию, чтобы закрыть все документы и они все закрыли расходы по этим блогерам. Мы сейчас свернем все эти этапы влево, чтобы они у нас здесь были и по каждому из этапов, начиная с поиска, я расскажу, как можно использовать биржи для того, чтобы упростить себе большинство процессов и не тратить много времени на поиск, отбор и другие процессы. В связи с поиском. Тут несколько основных платформ, на которые можно начать поиск и в принципе, которые владают разным функционалом для того, чтобы работать с брендами. Первое, которое я хочу рассказать, это наше EpicStars. Там есть несколько разных соцсетей, с которыми можно работать. Она бесплатна, существует уже два года и достаточно имеет большое количество блогеров, потому что один из основных параметров, как можно выбрать платформу, с которой я работаю, это количество блогеров, которые на ней есть. Если вы хотите искать их, то нужно, чтобы был выбор. У нас там порядка, наверное, вчера, даже сегодня уже спрашивал у программистов, почти 70 тысяч площадок, из которых достаточно крупных, по моим наблюдениям, крупными, те, с кем работают обычно рекламодатели, это те, у кого есть 20 подписчиков и выше. Так вот таких у нас больше 5000, из которых порядка 1600 ютуберов и порядка 3500 инстаграм-блогеров, у которых 20 тысяч подписчиков и больше. То есть есть чего выбирать. Также достаточно крупный сервис и старый LabelUp, о нем тоже многие знают, но у него есть только инстаграм, в основном он, в принципе, изначально позиционировался как инстаграм-платформа и биржа. Недавно они подключили к ютубу, он тоже бесплатный. Также популярный сервис GetBlogger, но несмотря на то, что у него тоже достаточно большая база, он берет деньги за то, чтобы подключать, точнее, чтобы у вас была возможность искать блогеров с фильтрами, с поиском и вообще обращаться к ним. И есть также биржа DealWay. Она ориентирована больше на инстаграм-блогеров и там тоже она достаточно простая в использовании, тоже года два существует, и она тоже бесплатная. Вот это что касается основных платформ. Есть еще и другие, но чтобы вас не грузить, я наиболее популярные, которые мне в голову пришли, рассказал. Ну и про свою, конечно же. Здесь мы переходим дальше, после того, как поискали блогеров с фильтрами, мы поняли, какая анализа нужна, мы переходим к анализу. Вот у нас есть список блогеров, которые нам нравятся. Мы теперь смотрим, они вообще с той аудитории или не с той. Накручивают подписчиков просмотров или не накручивают. Так вот, на этом слайде это скриншот из сервиса EpicStars. И здесь у нас есть такая клевая очень функция. Те, кто работает с YouTube-блогерами или планирует работать, им довольно понравится. Допустим, у нас бьюти-боксы. Мы собираемся продавать, например, женщинам, скорее всего, женщинам, и, допустим, возраст от 25 до 34 лет. Что можно сделать? Вы приходите на платформу, выбиваете свои параметры, женщины 25-34, и вам выкатывается список блогеров, у которых есть такая аудитория в подписчиках. И сперва вы смотрите на количество средних просмотров в среднем на видео. Допустим, вот у этого блогера полтора миллиона подписчиков. Его зовут Влад Бумага. Он называется А4, его канал. Но при этом мы-то с вами хотим продавать бьюти-боксы женщинам 25-34. Нам не интересны все его подписчики. То есть мы, получается, платим только за ту нашу ЦА, которая у него есть. А его смотрят не только женщины 25-30, что очевидно. И вот, когда блогер у нас регистрируется и в любой другой платформе, он нажимает кнопочку «Авторизовать мой YouTube-канал», и мы автоматически подтягиваем все его данные, статистики YouTube-канала. То есть он нам разрешает сделать это. И все, она у нас сохраняется. Вы теперь можете здесь ее смотреть, без того, чтобы выпрашивать ее блогера и еще переживать, что он в пейнте что-то там перерисует. Так вот, у Влада Бумаги, с которой мы и думаем рекламировать бьюти-боксы, всего 124 тысячи просмотров в среднем именно среди нашей ЦА. Из полутора миллионов в среднем на видео. То есть в среднем его смотрят полтора миллиона, но из них наша ЦА только 124 тысячи. Вообще ни о чем. И, скорее всего, он еще стоит 1070 за размещение, за прерол. Поэтому, естественно, мы его брать не будем. Ну, это достаточно очевидный блогер, потому что он молодой, и у него, скорее всего, молодые девочки его смотрят. Поэтому, понятно, и так без анализа, что нам не подходит, но не всегда так очевидно это. И очень удобно, когда ты можешь взять и посмотреть. Так что это очень клевая функция. И вот такого я ни у кого из наших конкурентов не видел. Что, как говорится, как тебе такое, Илон Маск? Дальше. Это статистика конкретно любого из блогеров, которую вы можете посмотреть на платформе. То есть когда он нам разрешает смотреть, вы можете тоже посмотреть на его статистику, какая у него возраст аудитория, где она живет в плане стран. Городов в YouTube нельзя посмотреть. В самом YouTube, в аналитике самого YouTube-канала этого тоже не показывается, поэтому только страны можно посмотреть. Дальше. Дальше мы проанализировали. А, дальше мы идем… Вот. Дальше это классная штука. Она не с платформы, но просто я всем ее рассказываю, потому что это очень клевый лайфхак, и не все его знают. Это скриншот из Google. Что я сделал? Я открыл канал Дружко Шоу, взял его укороченную ссылку гугловскую, вставил в браузер и добавил плюсик. Вот укороченная ссылка, вот это gu, точка, gl и вот эти вот буквы. Я взял ее, добавил в браузер, добавил плюсик, и Google мне показал всю статистику по этой ссылке. То есть, когда вы выбираете блогера, YouTube-блогера, вы можете взять любую его укороченную ссылку из описания, потому что обычно туда он вставит рекламные ссылки, и посмотреть и просто его CTR сразу узнать, сколько кликов было на его просмотр. Допустим, например, у этого видео, не помню там, допустим, миллион просмотров был, мы сразу видим, что с миллиона просмотров у этого видео было 3000 кликов почти. Получается, что если реклама у него стоила, допустим, я знаю, что у Дружко дорого стоит, но не помню, допустим, миллион рублей, то быстро считаем, примерно 330 рублей за клик, получается полная фигня. Вот, это что касается того, как можно упростить себе выбор блогеров и анализ их, перед тем, как писать им и вообще обращаться за рекламой. Идем дальше. Что касается анализа инстаграм-блогеров. Есть разные сервисы, их больше, чем сервисов по анализу YouTube-блогеров, потому что по YouTube-блогерам я вообще практически не знаю. У нас есть свой, который мы сделали несколько отличным от остальных. Наш сервис, когда вы вбиваете любой аккаунт, там даже регистрироваться не надо. Я потом еще покажу скриншот из него, и вы сможете сфотографировать, там будет промокод. Здесь не так много народу, мы рассчитывали на побольше, поэтому зарядили его на 100 пользований. Он общий для всех, но я думаю, что не все его будут пользоваться, поэтому те, кто будут, им хватится полна, чтобы поиграться. Так вот, этот сервис, вы просто его открываете, не регистрируете с ничего, вбиваете любой аккаунт, который вам хочется. Если у вас нет промокода, то оплачиваете там какую-то сумму, по-моему, порядка 60 рублей. И он показывает вам статистику не подписчиков аккаунта, а статистику только тех, кто лайкает. То есть, если у блогера 100 тысяч подписчиков, у него набирается на фотках порядка 5000 лайков, то этот сервис анализирует не его подписчиков, а только тех, кто эти 5000 лайков анализирует. Какая у них демография, в каких городах они находятся, и какие у них интересы. Что позволяет нам понимать, мы вообще кому будем продавать. Вот этим, кто будет видеть нашу аудиторию. Потому что из-за умной ленты и алгоритмов эти 100 подписчиков же все не увидят. Далеко не все не увидят. А те, кто лайкают, они, соответственно, видели. Даже если среди них были какие-то боты и масс-фолловеры. Но получается, что если вы выбьете свой аккаунт в этот сервис и попробуете проанализировать, у вас там будет отличная статистика от вашей статистики в Инстаграме. Потому что Инстаграм показывает в телефоне статистику ваших подписчиков. А этот сервис немножко другую, более актуальную для рекламодателей. И, собственно, одна минута. Это я имею в виду, что очень быстро можно вбить и проанализировать там не так уж много данных. Есть также популярный сервис LiveDune. Мощная штука для того, чтобы выявлять накрутки. Наш сервис EpicDetect не выявляет накрутки. Потому что там слишком большой массив данных, которые нужно анализировать. Мы сделали для того, чтобы быстро зашел, проверил, понял демографию, подходит к МАИЦА. Если сомневаешься в том, что накручено или нет, идешь уже на LiveDune и там уже проверяешь подром. Там гигантский отчет вылезает, целая портянка. И ты можешь полчаса хоть его изучать. Но я написал там минут пять. И LiveDune не умеет говорить, в каких городах живут лайкнувшие посты пользователи. Он может оказать просто какие-то другие данные по демографии. Вот основные два сервиса, которыми можно пользоваться при анализе инстаграм-аккаунтов. И ускорять себе время для того, чтобы вручную все это не делать. Проверили инстаграм-аккаунты. Идем дальше. А, да, вот здесь, собственно, это скриншот части этого сервиса EpicDetect. Вон промокод. Он немножко слез. Но я имел в виду EpicCam 2018. Ну вы поняли. Можно понимать, какой у лайкнувших пол, возраст, в какой стране они живут преимущественно, там в процентном соотношении, из каких городов. При этом, из каких городов не то, что они указали у себя, а в каких городах они чаще отмечаются в плане геотегов. То же самое с языком, на каком чаще они языке пишут. А, кстати, классная штука про возраст и пол. Система нейросети определяет не по тому, что они там указали, потому что мы же не знаем их статистику. А она смотрит последние 20-30 постов, и на основании того, кто чаще появляется на постах, система смотрит, это мужик, мужчина или женщина. Или мужик. И какого он примерно возраста. Там, естественно, недоточна дата, например, диапазон. Например, это, скорее всего, выглядит, типа, как мужик и 25-34 примерно. Либо там выглядит, как женщина, скорее всего, ей там по 40. То есть даже если она хочет выглядеть на 25 и выглядит на 25, скорее всего, она и пользуется средствами для 25-летних женщин. Так что максимально точно. То он не попадает уже. Тут выбор. Нет, конечно, инстаграм и кошек, но и вы тоже вряд ли будете продавать кошечкам, только им владелицам. В общем, всем рекомендую пользоваться Epic Detect. Дальше. Посмотрели, проанализировали пользователей. И когда мы смотрим их, обычно мы чем пользуемся? Сохраняем все их аккаунты в Google табличку. У нас получается после нескольких часов анализа список из 50-40 аккаунтов. И мы уже дальше связываемся с ними, дальше уже выбираем из таблички. Что можно сделать в сервисах? В большинстве сервисов есть подборки. Вы накидали из ленты тех блогеров, которые вам понравились по этим параметрам, в эту подборку. Посмотрели, насколько денег примерно набрали себе блогеров, каким охватом. Поняли, что это слишком много или нужно еще копать. И видите, у вас наглядно под рукой эта подборка. Вы можете в любой момент к ней обратиться и удобно выкидывать или добавлять еще пользователей. Не пользователей, а блогеров. Дальше. Выбрали, выкинули ненужных, проанализировали, пишем блогерам. Обычно с YouTube-блогерами, особенно как, вы идете в вкладку на YouTube о канале, там есть кнопочка коммерческая почта для коммерческих обращений. Вы нажимаете, появляется капча, вы выбираете эти чертовы знаки, вот эти дорожные. Обычно они последнее время начали по 6 картинок показывать со знаками, то есть не одну, 6. И после того, как вы угадали все знаки, вам показывается почта. Вы пишете на почту и только тогда. А в Instagram-аккаунтах там кому как удобнее. Кто-то в Директ, кто-то в Почту, в общем, несколько разных способов. Неудобно. Тут пишете в одно место, все сразу отправляется ему на почту, которую он сам же указал и попадает ему уведомление. Не надо нигде лазить и нигде перелогиниваться. И плюс еще в этом в том, что если придет другой человек, ваш коллега захочет посмотреть, что с компанией, ему не нужно давать, потому что обычно же своих личных аккаунтов в Instagram пишут блогерам, потому что редко у какой компании есть свой аккаунт для общения с Instagram-блогерами. У некоторых, возможно, есть. И все, пообщались. Здесь вся переписка сохраняется. Если он подтвердил, то потом служба этой платформы может войти судьей, третьей стороной, если вдруг он где-то накосячил, потому что обычно во всех платформах есть услуга безопасной сделки, когда деньги вы отдаете сначала платформе, и только когда блогер сделает задание, вы нажмете принять, да, все, я согласен, тогда уже это. Если начинаются какие-то споры, тогда все по переписке понятно, что вы обсуждали, нигде это не теряется, и все. И блогер не получит деньги, пока не выполнит честно свою работу. И вы не сможете его, к сожалению, или к счастью, обмануть. Все, пообщались. Дальше у нас что? Мы контролируем, чтобы все блогеры разместили свои задания. Точнее, свои посты и ролики. Обычно это происходит так, что мы после того, как договорились с блогером, проверяем, вышел ли ролик на YouTube и смотрим от него сообщение, что он выложил его или нет, на платформах вы можете в одной ленте просто смотреть, здесь я замазал, ну, смотреть просто ссыл, который появляется, и тыкнуть ее, если там все появилось, то значит все выложилось. И более того, инстаграм-блогеры часто удаляют посты спустя день-два. Здесь вместо того, чтобы опять листать ленту и искать пост, вы можете просто тыкнуть, посмотреть, он остался или нет. Вместо того, чтобы лазить по платформам, по соцсетям и искать эти посты. Все в одной ленте, тоже клево, удобно. И все просмотры, лайки и комментарии подгружаются внизу и обновляются. Вот по поводу обновления лайков и постов, и просмотров. Сейчас расскажу. Вот. Это скриншот, сделанное задание нашего сервиса. Здесь некий рекламодатель, некоторый пользователь нашего сервиса создал сделку о том, что он за тысячу рублей готов, ну, тысячу рублей готов дать тому, кто вставит прерол с рекламой игры в свой ролик. Кто-то откликнулся, канал называется MRK, он снимает летсплеи про игры. И так сложилось удачно, что этот парень, который снимает про игры, в тот ролик, который он вставил ссылку за тысячу рублей, ссылку на игру и прерол, он тогда позвал свою бабушку и попросил ее вместе с ним поиграть в те игры, которые он обычно показывает на своем канале. Она пришла, с ним поиграла, ролик стал вирусным из-за того, что его одноклассники типа, блин, твоя бабушка с тобой играет. Они всем очень понравились и, соответственно, он разлетелся по, я не знаю, каким образом вообще, но таким образом, что здесь написано, что 400 тысяч просмотров он собрал на тот момент, когда сделал скриншот. Сейчас, если вы потом скачаете презентацию или сфоткаете, зайдете по этой ссылке, вы увидите, что там порядка 800 или 900 тысяч просмотров за тысячу рублей. И понятное дело, что он их не накрутил, потому что кто будет за тысячу рублей крутить себе 500 тысяч просмотров. Явно не накрутить, просто тупо повезло и такое периодически бывает, когда вы размещаетесь. И это очень клевая штука такая есть только у Ютуба, потому что он свой контент крутит не первые несколько часов после публикации, а еще бесконечно, сколько много. Всегда может выстрелить, но гарантии нет, но все равно клевая такая лотерея. И на фоне этого, к чему можно дальше развить свою мысль. Это скриншот из аналитикса, на котором показано количество уникальных пользователей, которые пришли к нам с размещения нашей рекламы у одного из YouTube-блогеров, который рассказывает про рекламу в YouTube. Мы у него разместились, он рассказывал про нас, оставил ссылку в описании, по ней начали переходить люди. И вот эти люди начали переходить. Сначала много, потом меньше, и вот так они и переходили. Обычно как анализируют рекламные кампании? Разместился, прошло две недели, ты снял статистику, все, ты понял, у тебя там какое-то количество переходов, ты понял, ты окупился свои расходы или нет. Я тоже так сделал. И вот если взять весь этот период, 9 месяцев, что здесь на аналитике все показано, допустим, это 10 тысяч новых пользователей, то первые 3 тысячи пользователей я получил в первые две недели, когда я снял статистику и разделил там количество затрат на количество пользователей. А когда я зашел еще через какое-то время, и потом еще, 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 спустя 9 месяцев я увидел, что уже 10 тысяч пользователей нам принес это размещение. И когда я опять перечитал, понял, что он оказывается охрененно выгодный, и можно у него еще и еще размещаться. А когда спустя 2 недели я этого не мог понять никак, потому что я не знал, сколько еще придет народу. Получается, что мы в 2 раза больше, то есть 7 тысяч, условных 7 тысяч пользователей нам принесло размещение после того, как мы вообще проанализировали и сняли все статистику после размещения. Это тоже очень клевая штука, не все, все про нее как бы на фоне знают, но не все проверяют и не все пересчитывают результаты рекламных кампаний, и таким образом вы можете упустить какого-то, кто приносит много трафика. Но не все, блогеры приносят столько, мы у других размещались, они нам не приносят столько, хотя тоже сначала был всплеск, потом сократился. Но за этим стоит следить. Сергей, минута. Ну и все, собственно. В самом конце я хотел сказать, что все расходы на блогеров тоже обычно в платформу записываются, не надо ничего сводить. Есть безопасные сделки, которыми вы можете пользоваться, я о них говорил. И что самое клевое, это не нужно с бухгалтером ломать голову о том, бухгалтеры обычно не любят работу с блогерами. Типа вот там, никто из них не ЕПшники, нельзя заключить договор и так далее. А тут вы приходите с платформой, уже заключено пользовательское соглашение у блогера, просто берете одни закрывающие документы от платформы и несете к бухгалтеру, все довольны. Пользовательское соглашение. Все. Спасибо большое. Сергей, спасибо. Давайте тогда вопросы перенесем уже на кулары, чтобы быстрее все закончить. Я буду здесь еще минуту. Да, у нас осталось два выступления. Мы сейчас тоже проговорим сначала про кейсы, про перформанс-маркетинг, тоже такое, я думаю, активное выступление у Ильи Балахнина. И закончим разговором про эффективность в ДМП и каналах от Антона Койнова. Илья? Здрасте, коллеги. Все правильно сказали. Меня зовут Илья Балахнин. Сейчас тут появится моя презентация. Я вас не буду грузить автоматизацией. То есть мы про нее будем говорить немножко с других позиций, с пользовательских позиций. Я думаю, что у некоторых из вас могли возникнуть вопросы, типа, что Илья Балахнин делает на конференции по автоматизации. Все так. Мы, как вы знаете, больше стратегическим маркетингом занимаемся. Автоматизация для нас это скорее инструмент решения каких-то задач. Ну и поэтому я бы хотел сегодня с вами поговорить о том, какие, наверное, наиболее, одну, наверное, поговорить, наиболее распространенную ошибку, которую мы встречаем в автоматизации клиентов к нам обратившихся или которую нам зачастую приходится нивелировать в процессе нашей работы. Сейчас появится презентация. Давайте пока с вами познакомимся. Кто из вас коллеги, владелец или генеральный директор? Нас не очень много. Ну, Трикусон Корнеев мы знаем, да? Что владелец или генеральный директор? Так, хорошо, окей. Функциональные директора или специалисты? По Мартингу, рекламе, пиар. Окей. Страны агентств? Кроме коллег из Аффекта. Есть, Таня? Окей, замечательно, очень хорошо. Значит, смотрите. Давайте прям такими крупными тезисами. Собственно, есть некий базисный тезис, который бы мне хотелось донести. У кого из вас есть CRM-система? У кого из вас есть сотрудники, которые говорят, ну, это такая отвратительная CRM-система, нам очень неудобно все в нее вносить. А с одной стороны, вполне возможно, они просто как бы ленивые негодяи. Это мы. Но существует и как бы альтернативная версия на этот счет. Вот если мы рассматриваем CRM-систему как часть автоматизации внутренних бизнес-процессов, бывает так, что сотрудникам реально неудобно, потому что она очень костно настроена. И об этом кто-то начинает задумываться. Редко кто-то начинает задумываться о том, что в погоне за бесконечной автоматизацией, в валовом таком припадке людей по поводу чат-ботов, по поводу интеграции всего совсем, очень часто бывает в процессе этой самой автоматизации крайне неудобно нашим с вами клиентам. И вот свою задачу, наверное, ключевую я сегодня вижу в том, чтобы исправить, ну, не целиком, к сожалению, но хотя бы базисные какие-то принципы, как сделать так, чтобы ваши автоматизации не являлись для ваших клиентов источником неудовольствия. Тут немножко агитация власть, да, мы очень классные, мы там все это делаем, это все очень здорово, такие у нас шикарные клиенты. Значит, смотрите, чтобы начать какие-то подходы к автоматизации, на мой взгляд, важно очень задуматься над такой важной темой, я думаю, она многим из вас знакома, это Customer Journey Map. Кто знаком с этой концепцией в том, в том видео, кто строил для себя, у кого есть прямо в компании. Понятно, значит, для тех, кто не строил, очень кратенько, я просто поясню, эта концепция предполагает, что клиенты, они там не табунами кочуют по каким-то этапам воронки продаж, у каждого клиента есть какой-то свой, подчас довольно непредсказуемый маршрут, но невзирая на его непредсказуемость, тем не менее, этот маршрут можно в самом общем виде разложить на 6 этапов. Есть этап, который называется формирование начального списка или первичного осмысления, кто как переводит. Суть этого этапа в том, что человек впервые сталкивается с какой-то проблемой, он пока еще не знает, как ее решать, он не то, что про нас, возможно, не знает, он, возможно, не знает про целый класс решений, которые мы предоставляем, и вот он начинает обдумывать, а как вообще люди обычно такие проблемы для себя решают. Ну и он там куда-то идет, где-то ищет какую-то информацию, совет, может быть, спрашивает и так далее. Отбирает по итогам этого некий шорт-лист и переходит на второй этап, этап оценки и выбора. На этапе оценки и выбора он занимается, собственно, тем, что сопоставляет по каким-то важным для себя критериям нас, наших конкурентов, конкурентов, причем в широком смысле слова. Если мы все на этом этапе делаем правильно, то он мигрирует с нами в точку продажи, неважно, онлайн или оффлайн точку продажи, то есть на момент покупки. Мы у него, надеюсь, забираем деньги, вне зависимости от того, управляем мы или не управляем постпродажной историей. У него формируется некий постпокупочный пользовательский опыт. Если этот опыт плох, то человек возвращается назад на начальный этап, если опыт хорош, то в теории формируется круг или петля лояльности, человек начинает гулять по малому циклу сделки. Сделка-опыт, сделка-опыт, сделка-опыт. И покуда этот опыт хорош, человек вроде бы как в этом цикле гуляет, нам платит снова и снова. Почему в теории? Потому что количество предложений так велико, что нам нужно еще как-то человеку о себе напоминать, несмотря на то, что он очень нами доволен. Поэтому еще такой шестой ингредиент, который мы называем триггер. И вот по этим шести этапам мы с коллегами к сегодняшнему мероприятию такие наиболее что ли типовые ошибки, касающиеся именно проблем автоматизации. Правда, автоматизации не только в узком смысле слова, в смысле сервисов, но и автоматизации с точки зрения привнесения в маркетинг, в том числе и точной цифири. Это как раз будет касаться первого этапа, этапа первичного осмысления. Поэтому шесть вот таких микротем я сегодня хотел бы осветить. Можете их как такое простое руководство к действию воспринимать. Итак, давайте начнем с первой истории про автоматизацию, про автоматизацию этапа первичного осмысления. Есть в зале люди, для которых питон и эр это не пустые слова. То есть кто понимает, что это такое. Очень хорошо. Для тех, для кого это либо пустые слова, либо вы с термином знакомы, но в жизни как бы вот на руках с ними манипулятивно не работали, ну я вам тогда расскажу, как дальше жить с тем знанием, которое сейчас у нас прольется. И тем не менее. Значит, смотрите, есть такой замечательный мужчина, Клейтон Кристенсен. Может быть, кто-то читал его работы. Очень советую, если вдруг не читали. Клейтон Кристенсен является автором концепции, которая называется Jobs to be done, или JTBD, как ее еще называют. В социальных науках, науках насквозь гуманитарных, и поэтому во многом сильно вредящих точным подсчетам маркетинга, есть такая доктрина, доктрина целевой аудитории. То есть некая гипотеза о том, что какие-то социально-демографические группы, сходные, опять же, по социально-демографическим параметрам, представляют для нас какой-то интерес, и мы с ними должны по-разному работать. Есть даже целая такая серьезная лженаука, buyer persona называется, когда люди на полном серьезе там сидят и рассуждают, там что человек видит, чувствует, думает, слышит и так далее, и тому подобное. При этом Кристенсен, он действительно большой, крупный ученый, он очень правильную мысль высказывает, я уж не буду его пример приводить, у него есть классная книжка «Закон успешных инноваций», можете почитать. Я на своем просто примере приведу. Вот есть я, вот у меня есть клиент компании МТС. Вот я, как клиент компании МТС, могу быть в логике соцдема, описан как там 30-летний мужчина, крупный, с бородой, в очках, и так далее, и там подобное, а при этом у меня есть iPhone, и есть iPad. И вот скажите, пожалуйста, когда я за iPhone, ну, отправляюсь в сим-карту для iPhone, покупаю сим-карту для iPad, я из одних и тех же критериев выбора исхожу? Из разных, да, логично. А использую я сим-карту в iPhone и в iPad одинаково? Категорически по-разному. Кристенсен, он работал с крупной сетью молочных коктейлей, он обратил внимание, что в этой сети вал денег приносили мужчины 30-45 лет, но при этом у них было три совершенно разных пика покупок в течение недели. Покупали они совершенно разные по вкусу коктейли, разные по объему коктейли, разные по густоте коктейли и так далее. И Кристенсен отмечает, что социально-демографические параметры, к сожалению, особенно с точки зрения как раз развития средств автоматизации, отслеживания цифрового следа пользователей и так далее, для нас давно неудовлетворительный способ осмысления действительности и неудовлетворительный способ осмысления аудитории. И Кристенсен вводит вот такую вот сегментацию. Он говорит, необходимо начать отвечать на вопрос не сколько лет нашим клиентам, что они там думают и чувствуют, а ради выполнения какой работы они нанимают наш продукт или услугу. Он прям вот такую лексику использует, ради чего мы нанимаем наш продукт или услугу. При этом способов это оценить много. Сам Кристенсен писал это еще в 2006 году. У него был Excel, у него еще не было Python и R в том виде, в котором имеем их мы. Однако же сейчас, конечно, развитие современных, скажем так, технологий с точки зрения оценки массивов больших данных позволяет нам сделать серьезный шаг вперед и перейти от такого субъективного оценивания, от глубинных интервью и так далее, к такому замечательному методу. Он известен, наверное, тем из вас может быть социолог. Есть социологи в зале. Ну ладно. Есть такой метод, называется кластеризация по К-средним. По сути своей метод кластеризации по К-средним, используя массивы больших данных или о реальном покупательском поведении. Или вот пример, компания B2B, у нее покупательского поведения в большом количестве нет, поэтому здесь кластеризация строится на основании меры важности для клиентов. А эти данные были получены по итогам количественного опроса. Меры важности для клиентов, тех или иных факторов выбора. И это в данном случае позволило нам выделить пять сегментов клиентов с точки зрения того, а что для них вообще важно. И по-разному, как следствие, с ними строить коммуникацию. Из недавнего компания Дом.ру, вот наш клиент там пришла, говорит, мы рекламу даем, у нас четыре целевых аудитории. Еще названы так по-дурацки, типа там отчаянные домохозяйки, там юный танкист, ну типа в ММО РПГ рубает, и так далее, и тому подобное. Я говорю, вы знаете, но я без какого бы ни было исследования сразу скажу, интернет очевидно потребляется более чем четырьмя способами. И когда мы из них сделали вот такой вот для этого первичного осмысления, выгрузили весь их биллинг, выгрузили сайты, которые люди посещают, информацию о времени, трафика, объемах трафика, мы получили 37 совершенно разных кластеров аудитории, с каждым из которых, конечно, имеет смысл работать совершенно уникальным образом. Вы скажете, да, 37 кластеров, это сильно больше, чем 4, работать с ними сложнее, но как раз за счет автоматизации на самом деле легче. Отсюда урок первый. Прежде чем что бы то ни было автоматизировать, на наш взгляд, имеет смысл задаться вопросом, а с какими автоматизируемыми точками контакта или автоматизированными хотят столкнуться разные категории наших пользователей. Категории не социально-демографические, а категории реально поведенческие. И только после того, как мы поймем, какие поведенческие аудитории нас волнуют, после этого можно двигаться дальше, собственно, к последующим автоматизациям. Второй этап, напомню, это этап активной оценки. Наша основная задача склонить клиента, собственно, на нашу сторону. И если в B2C-шной коммуникации вопрос победы на этапе активной оценки над конкурентами чаще всего сводится к грамотно продуманному позиционированию, то в случае с B2B все немножко не так. А кто, кстати, из вас коллеги B2B-шные компании представляет? Не так много. Ну хорошо, ну просто тогда для интереса послушайте. Есть такая компания КСБ, наш замечательный клиент, это немецкий производитель промышленного насосного оборудования. У них довольно сложная логика продаж. Они продаются в основном через проектные институты, то есть они вваливаются в проектный институт. Они достигают консенсуса с проектировщиком о том, чтобы их оборудование закладывали в проект с точки зрения технической спецификации. Ну и потом, соответственно, ищут, куда техническая спецификация попала и там уже на местах дожимают. При этом очень важной аудиторией является аудитория дистрибуторов, то есть у них дилерская модель продаж, а любой, кто сталкивался с дилерской моделью продаж, знает, что дилерская модель продаж это врагу не пожелаешь. И перед компанией встала задача среди прочего переманивать дилеров и дистрибуторов конкурентов. Например, компании Vilo. Стал вопрос, а можно ли это делать автоматизированно, потому что компания сравнительно небольшая, человеческого ресурса нет. В этой связи, здесь вот описано немножко скупо, но я поясню. Кто знаком с моделью BCG, вот нет, который там зоопарк, типа коровы, гусь, свиньи, козы, а с их моделью оценки ценности клиента, когда клиент раскладывается по двум осям, есть условно говоря бюджет клиента и там шесть субкомпонент и мера нашего проникновения в клиента и у наших отношений с клиентом там тоже шесть субкомпонентов. Сталкивался? Ну ладно, в общем погуглите, Google, благо, позволяет на это пролить цвет. Значит, мы внедрили собственно оценку вот эту, как некую модель скоринга. Мы эту модель скоринга операционализировали до конкретных показателей клиента, которые можем снимать в процессе его пользовательской сессии на дистрибуторском сайте. Ну, например, это какие конкретные SKU этот пользователь смотрел в нашем каталоге, это какие материалы он запросил. Материалы все были залиты в B2B Family, я думаю, вы знаете такой сервис, коли на конференцию по автоматизации пришли. Вот, собственно, B2B Family отдавал нам подробный граф, собственно, того, какие презентации, коммерческие, технические спецификации и так далее, тот или иной контрагент открывал, все это падало в некую единую модель скоринга, клиент по этой модели скоринга разбрасывался, а дальше происходила забавная история. Эта модель скоринга была привязана, собственно, к его паре логин-пароль на нашем дистрибуторском сайте, и в зависимости от того, насколько ценным его считала система, этому клиенту открывались дополнительные уровни некоторого контента, назовем это так, причем контента не только про наш продукт, типа в формате мы научим тебя его классно продавать, но и контента бизнесового, опять же, любой, кто работал с дистрибами, знает, у дистрибов есть такие серьезные проблемы, они нифига не умеют продавать, компания любая, которая является их поставщиком, в данном случае оборудование, является еще и центром продающей экспертизы, и вот мы вот такую очень простую штуку сделали, реально делается это за пару недель, работает очень хорошо, дистрибам нужен образовательный контент, дистрибы радостно начинают выполнять целевые для нас задачи, скачивать наши презентации, знакомиться с нашим оборудованием, проходить наши тесты экзаменационные, чтобы получить доступ к большему количеству контента, и мы через это их подогреваем, а это, собственно, является ключевой задачей этапа оценки. Также, если мы говорим про этап оценки, наверняка сегодня многое звучало по поводу вот этих так называемых автоворонок, нынче очень модных, рассказывалось никто не про автоворонки? Нет, серьезно, конференция по автоматизации никто не рассказал про автоворонки, но это просто какая-то потрясающая конференция по автоматизации, это просто вот... А? Не-не, это реально здорово, это реально здорово, потому что на каждой второй обязательно как бы про автоворонки что-то болтают. Все понимают, что такое автоворонка? Да? Замечательно, очень хорошо. То есть это, условно говоря, некая алгоритмика коммуникации с клиентом, омниканальной коммуникации, когда клиент, собственно, бесшовно гуляет между разными каналами, с другой стороны, эти каналы, будучи еще качественно приправлены сверху правильно выстроенной продуктовой матрицей, вот это все там, трифайр, лид-магнит, тет-тет-тет-тет-тет-тет. Собственно, клиенты проталкиваются все дальше и дальше, собственно, по этой нашей воронке, и прежде всего, собственно, главной задачей этой воронки является максимизация клиентского LTV. И это тоже очень важная история, и вот у нас есть такой, например, забавный кейс, у нас есть международный сервис знакомств, я уж не буду его называть, ну, его не назвать супер популярным, но, тем не менее, я думаю, что какое-то количество людей, в том числе сидящих в зале, пользовались таким сервисом. сервис зарабатывает на том, что, хотя, может, и не пользуюсь, фиг вас знает, зарабатывает на том, что некоторые мужчины, которые очень скучают, могут платить за общение с женщинами, которые так высоко образованы и великолепны, что, по сути, исполняют роль таких digital-гейш, да, они способны обсуждать там последние матчи Барселоны, ну, если смотрели, с Мариной Кравиц прекрасный ролик Comedy Club «Идеальная женщина», вот это примерно такие женщины. Мы построили довольно большой плац данных о том, ну, например, на кого чаще тратят деньги, на блондинок или на брюнеток, на тех, кто повыше, на тех, кто пониже. Религия, например, оказалась очень важным фактором с точки зрения траты денег и, собственно, ну, может прозвучать очень цинично и дико, но вот, по сути, мы всех девушек разложили в автоворонку с точки зрения типов продукта, поскольку наша ключевая циничная задача в том, чтобы человек вступил в коммуникацию с как можно большим количеством девушек и они как можно больше денег из него вынули. Вот мы, ну, здесь не очень видно, но там, если будет интересно, я потом пришлю эту презентацию, мы внутри подробно расписали, скажем так, из каких девушек в каких клиента переключать с тем, чтобы его средний чек рос постепенно. Ну, потому что вы понимаете, если он сразу наткнется на очень болтливую и великолепную женщину, которая вытащит из него по две штуки баксов за месяц, он, вполне возможно, сервисы и срулит. Если постепенно его приучать переключать на все более и более капиталоемких, скажем так, барышень, это сильно более понятная простая история. Значит, этап сделки, ну ладно, это все не очень интересно. Наверное, главное, что надо знать про этап сделки, это то, что на этапе сделки ключевая задача это поддержка продаж. Есть два очень простых приема, которые почему-то никто не использует, эти можете ничего не читать, это не очень интересно. Два простых приема, которые очень мало кто использует. Прием первый. B2B Family. Кто знает этот сервис? Кто использует активно? Понятно. Окей. Значит, кратко поясню, что это такое. Когда вы рассылаете вашим клиентам какие-то документы, например, в формате PDF, вы их закачиваете на этот сервис, отправляете клиенту не документ, а отправляете как бы ссылку на этот документ. На самом деле, это не документ, который типа на диске валяется. Он, ну, скажем так, проходит некую простым языком обработку, и B2B Family отдает вам статистику, похожую по структуре данных на статистику Яндекс.Метрики о том, как с этим документом человек работал. То есть вам приходит нотификация, когда он его открыл. У вас есть тепловая карта движения курсора клиента по этому, соответственно, вашему документу. Это особенно полезно для компаний, у которых коммерческие предложения в модели продаж возникают. Появляется возможность посмотреть, сколько минут, секунд и так далее на каждый слайд уходит. Плюс, прямо внутри документа всплывает чатик в формате типа «Хей-хей», «Вы открыли документ, давайте я прямо сейчас вам тут это позвоню, напишу, и мы с вами по документу пройдемся». Очень простая штука, мало кто пользуется. Раньше, там года два назад, когда люди совсем были к такому не готовы, это дождало какой-то эффект вау. Сейчас, конечно, никакого эффекта вау это не дает, но это очень полезная аналитика, очень полезная статистика. А есть еще более простой, примитивный способ, которым вообще почему-то никто не пользуется, особенно те компании, где работа маркетинга и продаж напоминает дружбу кошки с собакой. Очень простая штука. У кого, кстати, так, у кого маркетинговые продажи очень друг друга не любят. А может быть, есть кто-нибудь из недвижки? Нет? А вы из недвижки? О, ну супер. Вот в недвижке это вообще работает грандиозным совершенно образом. А именно, ну вот смотрите, представим, что есть у нас посадочная страница, например, или даже сайт, какого-нибудь ЖК. Ну и вот ввалился туда человек и чего-то там делал. И даже он достиг цели, он на просмотр записался. Или там позвонил и записался, или форму заполнил и записался. В Яндекс.Метрике, как вы знаете, веб-визор сохраняет видео его пользовательской сессии. И меня поражает всегда, когда я спрашиваю, приходишь в отдел продаж компании, девелопер, он прямо говорит, ребят, продавцы, а вы пришли на встречу с клиентом идти. Вы видео этой пользовательской сессии запрашиваете у маркетологов? Они такие, типа, нет. Я говорю, а что нет-то? Вы же представляете, какой огромный объем очень ценных данных для подготовки к встрече вы таким образом упускаете. Там ведь по истории его перемещения внутри сайта можно всю картинку нарисовать его потребности, понять, какой метраж ему нужен, нужны или не нужны ему какие-то дополнительные помещения, там, я не знаю, там, кладовые, гаражи, что там у вас кросселлом в основном служат. Но и так, на самом деле, в любом другом виде бизнеса. То есть информация, которую мы способны получать от отдела маркетинга с точки зрения вот этого вот видео контента, о том, как человек себя вел, это, конечно, бесценные данные для продавцов с точки зрения оптимизации сценария сделки. Этап постпокупочного опыта, он очень тесно связан с обучением. У нас есть клиент, компания Bosch, подразделение термотехники, там, твердотопливные котлы какие-нибудь, скажем. У кого есть такой вот дома прибор или вещь, неважно, который вы, когда покупали, вы думали, что теперь ваша жизнь решительно изменится, прям все будет по-новому, а потом, спустя пару дней, вы как-то охладели к новинке и забросили на дальнюю антресоль. Есть такие, да? Вот у меня так было с iPad Pro. Я был уверен, что я теперь буду там как восьмируки шива, там документы там редактировать, там файлы отсматривать, там подписывать, почту читать, книжки читать. Что я делаю на iPad Pro? Правильно, я играю в Героев Меча и Магии 3. Это и то, потому что какие-то люди додумались их туда портировать. На самом деле, для многих людей с продажей, с тем, как вы им продали, не заканчивается реальная история, а только начинается реальная история получения некого клиентского успеха. Продукты сложного выбора, а котлы – это продукты сложного выбора, да и не только котлы, они, конечно, сулят большие проблемы потом в эксплуатации, если человека не научить правильно с этими котлами работать. Именно поэтому вопрос повторной сделки или в случае с продуктами долгой амортизации, а котлы, как и любое оборудование, это Durable Goods, здесь максимизация выручки очень сильно зависит от рекомендаций. Она, конечно, зависит от того, сумел клиент получить результат от нашего продукта и услуги или не сумел. Именно поэтому этап пользовательского опыта, он, конечно, должен быть очень серьезно связан с обучением. Платформ для обучения очень много. Мы лично для наших клиентов обычно внедряем истории, связанные с GetCourse, потому что у нас ждет GetCourse, он самый простой и очень понятный. То есть, как это реализовано? У Basha в Salesforce реализована CRM. Мы через шину интеграции Salesforce, как только сделка происходит, мы отдаем данные о клиенте в GetCourse, по сути, и как только клиент доезжает до дома, он заходит в почту, у него, хоп, вам открыт курс, как эксплуатировать наш котел в домашних условиях, грубо говоря. И ему постепенно, 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 по мере, скажем так, его адаптации и привыкания к котлу приходит какой-то контент о том, как его грамотно и правильно эксплуатировать. Очень простая мысль, опять же, это не какая-то сверхъестественная история, будут рассказывать, уже сегодня рассказывали вот эти всякие космические технологии, это ни в коей мере не космическая технология, но это решение, которое нацелено на то, чтобы клиенту было хорошо и приятно работать с нашим продуктом, с нашей услугой, чтобы он понимал, чего в конечном счете с ним, с этим продуктом происходит. Этап триггера. Собственно, нам необходимо клиенту напоминать о чем-то, а самый понятный, собственно, адекватный способ о чем-то напоминать, это, ну, понятное дело, всякие имейл-рассылки, смс-рассылки и так далее. И вам по-любому сегодня, наверное, как рассказывали, наверное, Олег Башар рассказывал, что там вот имейл, может рассылать, всякое такое-сякое. Вопрос ведь на самом деле в том, а кому что рассылать? У кого из вас есть база почт или номеров телефонов, и она вот у вас валяется, и вы с ней толком ничего не делаете, в лучшем случае отправляйте что-нибудь и познакомьтесь с нашим прайс-листом на апрель. Опять-таки, а кому знаком RFM? Кто понимает, что такое RFM? Отлично, какие подготовленные люди сегодня, прям удивительно. Значит, RFM – это такое базовое основание сегментации, Recency Frequency Monitoring. Это три параметра, которые позволяют оценить качество базы, которые позволяют очень четко и дробно простроить любую триггерную коммуникацию, будь то имейл или смс. Не буду сейчас сдаваться в подробности, опять же, погуглите, пишется это вот так вот. RFM. Позволяет нарезать базу на 27 клиентских сегментов с точки зрения готовности клиента покупать или не покупать в будущем. То есть, по сути, это такая фундаментальная метрика лояльности, там не NPS какой-нибудь одномерный, типа порекомендуете, там от 1 до 10. Это более серьезная история, в ней много, на самом деле, есть оснований для нарезки, из нее можно строить много интересных гипотез, но самое главное, самое интересное, что любую систему хранения клиентских данных можно научить, определяя клиента внутри RFM, то есть, что такое как бы RFM, трехмерное некое пространство, клиент в нем где-то как-то гуляет. Вот можно найти некие, скажем так, линии демаркации, некие границы, выпав за которые, клиент, скорее всего, к нам не вернется. Ну, это очень просто понять на примере фитнес-клуба. Кто хоть раз в фитнес-клуб записывался? Кто тоже довольно быстро охладевал к этому процессу? Такие люди редко записываются в дешевые, они думают, как бы кутить-то кутить, там World Class, там Коперник, карту купили, домой принесли, на полку положили, неделю через день на весы залезли, такие, фитнес-то не мое, ну и все, снова там дюкан, там сливовая диета. Почему? Они были уверены, что карта фитнес-клуба это жироотсос, ну, приложил, да, как бы к проблемным местам и все, и килограммы ушли. Ну, понятно. Да, 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 но, к сожалению, это не так. Вот наш клиент, сеть клубов World Class, мы в свое время для них делали исследования по их базе, очень показательная история, если клиент 43 дня без заморозки карты к нам в фитнес-клуб не приходит, вероятность возвращения по нему, по сути, ноль, то есть он вернется только в том случае, если начнется дождь из змей, и он, пробегая мимо, ну, убегая от змей, такой, типа, о, World Class, мой родной, ну, есть здесь спрятаться хотя бы, на 11 день без заморозки в таком раскладе ресенси 1, то есть лучший ресенси, вот это ресенси 2, среднестатистический ресенси, 43 день является границей ресенси 3, границей после которого возврат невозможен. Как это делается? Это дискриминантный анализ, ну, то есть если кто-то что-то понимает про мат-методы, это делается с помощью наложения линии дискриминации. Нам это позволяет что сделать? Ну, грубо говоря, был у нас классный клиент, и вот у него сейчас ресенси равен, допустим, 40. Система может научиться легко понимать, что товарищ, мягко говоря, пошел по наклонной, так еще как бы 3 дня, и мы его не вернем. И система в этот момент понимает, что его надо а, возвращать, б, возвращать его надо именно по критерию ресенси. То есть нужно обеспечить его визит и сделать это срочно, и там уже пофиг чем, там глубокой скидкой, каким-то бандлом, концертом Григория Лепса, это уже не так важно. Да, главное, во что бы ты не стал его вернуть, иначе мы товарища потеряем. И в этой связи, как бы RFM-анализ для нас является базисным методом автоматизации для триггерных в том числе рассылок. То есть понятно, что там GetResponse, другие сервисы, при этом моей симпатии тоже, как и у Олега на стороне GetResponse, в общем, все эти сервисы сами по себе не являются панацеей. Они могут быть более удобны, менее удобны, более функциональны, менее функциональны, но без понятной сегментации и какой-то логики внутри них очень сложно подгадать, когда ту или иную имейл-коммуникацию нам надо построить. Это пример нашего клиента компания Avilon, это автомобильный дилерский центр. Это тоже пример RFM, чтобы был вдруг вы с первого раза не поняли. В части лояльности, это, наверное, последнее, а потом подведу краткий итог и убегу, тем более, что у вас там по расписанию шампанское должно быть, оно явно приятнее, чем я. Так вот, значит, этап лояльности. Здесь, наверное, ничего нового не скажу. Лояльность требует хорошей, качественной работы существующими клиентами. Я тут видел прекрасные исследования в Соединенных Штатах. Люди, когда они пишут, например, в соцсети, ну или какие-то другие цифровые каналы типа мессенджеров бренду что-нибудь ругательное, они ожидают ответа в течение минуты. Минута считается хорошим таким бенчмарком, на который можно ориентироваться. В России это, конечно, не так, мягко говоря. То есть мы только с очень платежеспособными клиентами контрактируемся на 10 минут в рабочее время и на 20 в нерабочее. которые реально по часу могут там рассусоливать, а некоторые вообще ничего не делают. Тем не менее, ну я не знаю, есть ли здесь среди вас компании, которые прямо сталкиваются с большим количеством входящих обращений из разных каналов. Тачбанк один из наших, наверное, самых таких ярких кейсов в части автоматизации. То есть нам удалось полной автоматизации достичь. Мы сократили время обработки среднего обращения с примерно там 19 минут до 2 минут по итогам работы. Он не самый крупный, то есть самый, наверное, наш крупный пример это Мираторг, в котором мы по 3-4 тысячи сообщений ежедневно обрабатываем. Но Тачбанк он просто более показательный в смысле рывка. Дело в том, что у Тачбанка у него характер тикета, то есть характер жалобы, характер запроса от клиента он более унифицирован. Его легче свести, во-первых, базу знаний для какого-то селф-сервиса, во-вторых, его легче перевести в логику каких-то автоматизированных скриптов. Но главное, что здесь, наверное, хочется сказать, любой компании очень много коммуникаций внешних, да и внутренних тоже. Через почту, через мессенджеры, через что только нет. Есть, понятное дело, разные, в том числе, очень дорогие корпоративные решения для унификации и коммуникаций. Но совершенно точно, что решение такой задачи, к сожалению, невозможно без каких-то специализированных все-таки форматов. Есть Slack, который позволяет агрегировать какую-то коммуникацию, но, к сожалению, не очень позволяет агрегировать коммуникацию, допустим, из VK. А вот Zendesk, кто знаком с таким сервисом? Ага, замечательно. Кто использует, может быть, Zendesk? Ну или какие-то аналоги, там есть, Freshdesk еще есть, Zendesk, например, в случае с TouchBank, нам помог очень серьезно выстроить бизнес-процессы. Суть там, на самом деле, совершенно проста и примитивна. В Zendesk настраиваются интеграции со всеми вашими каналами коммуникации. Как только появляется некая новая коммуникация, Zendesk создает некую карточку тикет, похож на доску Kanban, типа Trello или там, Jira какой-нибудь, или Bittrex, не дай бог. И вы дальше можете с этой штуковиной каким-то образом работать. То есть вы протягиваете по бизнес-процессу, но главной заслугой, наверное, главным достоинством Zendesk является то, что он способен создавать нелинейный, ветвящийся бизнес-процесс. Это особенно важно в том случае, когда у вас есть единое окно приема жалобы, а дальше есть довольно сложная и разветвленная система обработки заявки и обработка довольного тикета является задачей кросс-функциональной, то есть разные подразделения это привязаны. Мы в Zendesk по сути на уровне прорисовки процесса повторили логику и логистику движения информации внутри компании, между департаментами, и это позволило нам очень быстро получать ответы от соответствующих департаментов, поэтому к этому тоже, конечно, надо стремиться. Что тут дашборды? Ну, вам сегодня рассказывали про Power BI, я видел, да, не буду повторяться, все это очень здорово, это все очень нужно. Вот тут можно и RFM автоматизировать. Главная проблема Power BI, как и любой системы, в том, что Power BI сам по себе не аналитическая машинка. Power BI, ClickView, ClickSense, кто угодно. Это, конечно, прежде всего визуализация. Она может быть более удобной, менее удобной. Есть табло, я не знаю, кому оно нравится, но, наверное, людям, которые очень любят минимализм. Но штука в том, что, конечно, без ответа на серьезный, сущностной, витальный вопрос, а что конкретно там визуализировать, это, к сожалению, всегда игрушки. Я реально видел на полном серьезе как бы ребят, которые тупо сливали Google Analytics в Google Data Studio или в Power BI и такие говорили, да, у нас управленческий дашборд. Это, конечно, не так. То есть перед управленческим дашбордом он должен быть, конечно, спроектирован, мы должны иметь содержательный набор данных, содержательный набор параметров и KPI, которые нам необходимо в нем отслеживать, понятные логики их сбора, обработки и так далее, чтобы на всех, опять же, в Customer Journey Map эффективность этой присловутой автоматизации отслеживать. Ну, это все очень хорошо, да, очень красивые картинки. Да, значит, вывод ключевой. Вы пока можете переписать мои контактные данные. Значит, автоматизация, это все очень здорово. Все мы за автоматизацию, несомненно, потому что автоматизация позволяет сокращать количество человеческой тяги. Но, повторяюсь, проблема в том, что автоматизация, как и любая такая хайповая тема, она генерирует нечеловеческое количество сервисов, которые приводят к перегрузке. Это ломает внутренний бизнес-процесс, это, как следствие, ломает зачастую для клиентов возможности адекватно с компанией взаимодействовать, это рушит, в конечном счете, их удовлетворенность. А еще зачастую автоматизация бывает совершенно бездумной. Поэтому, прежде чем что-то автоматизировать, задумайтесь над тем, а как эта автоматизация будет решение принимать, поскольку частью автоматизации является научение, алгоритмика. Алгоритмика, конечно, требует работать с большими данными и разработки этих самых престолутых алгоритмов. Но туда мне можно позвонить или написать мне в Телеграм, это я в соцсетях, на почте, мой Телеграм-канал, там я пишу всякую дичь, там очень много цифр, все это очень неинтересно и грустно, но если вдруг вы любите цифры по каким-то невероятным причинам, можете там подписаться. Если есть один-два вопроса или в кулуары тоже? Ну, хорошо, если есть один-два вопроса. Только замечание. Коллеги, если захотите с Ильей позже связаться, фотографируйте контакты сейчас, потому что Илья не дал разрешения выслать свою презентацию вам на почту. Это не я, это мои сотрудники не дали, они, видимо, спохватили, что там конфиденциальные данные. Да, мы очень халатно к этому относимся. Вопросы? Ну, я вот сюда запишу для тех, кто все-таки захочет после этих слов с нами поработать. Ну, а вдруг есть те, кто любит рисковать. Да, вот сюда можно звонить, сюда можно писать вопросы. Как вы их применяете? А вот смотрите. Вот, смотрите, вот что это такое. Это исходный массив анкет. Это многомерный массив анкет, где в определенной, скажем так, градации клиентам предлагается оценить меру востребованности определенных факторов выбора. Строго говоря, да, вот если мы используем кластеризацию по-среднему, то есть оцениваем там в многомерном пространстве близость, скажем так, случаев друг к другу, можно это, конечно, делать там в SPSS в каком-то или в статистике, но вот в том же самом R есть готовые алгоритмы к-средних, причем для сколь угодно большого количества мерностей. Вот, и вот, например, для построения таких кластеризаций мы используем R-среду. Ну, а некоторые у нас там особо хардкорные ребята, Python. Если вы даже что-то про это знаете, у нас на сайте можно зайти, есть видеоинструкция, как провести их кластеризацию по К-средним в средах моделирования. Сайт наш вот так вот пишется. Штрих. Вы больше используете инструменты статистики, получается, да? Да, конечно, конечно. Ну, мы же статистикой занимаемся, это логично, да. То есть, условно, там с графами как таковыми мы практически не работаем. В основном, да, в основном для статистики. Еще вопросы? Python как язык программирования. Python как язык программирования мы не используем, потому что мы не программист. Спасибо. Так, еще вопросы? Ну, все правильно. Если оставить мне вашу визитку, вам будет приходить на смрассылка, там не будет всяких удивительных тем, типа никто не верил, что я смогу, а я смог. Там были способы не быть дебилом. Там будут цифры, факты, данные. Будет это происходить раз в месяц. Если вам кажется, что вам что-то от нас надо в плане услуг, нарисуйте на визитке там солнышко, звездочку, цветочек, свастику. Заодно мы про вас что-то узнаем. Ну, и вышлем вам бриф. Но вы его заполните, мы его прочитаем, сделаем вам предложение, от которого вы не сможете отказаться, посотрудничаем. Будет всем хорошо. Вот. Все. Раз вопросов больше нет, тогда как? Правильно, спасибо вам. Вот. Будьте молодцами. Ждите. Пейте шампанское. Пока-пока. Визитки не забывайте отдавать. Я вот там буду ждать. Спасибо. Так, у нас последнее выступление. Замена небольшая с Антона Койнова на Михаила Берлизова из компании Omnisienta про как раз эффективность ДМП-систем. Так, Михаил. Добрый день. Выступать в последнем достаточно сложная задача, а может быть легкая задача, надо просто подвести итоги. Я сидел на самом деле в задних рядах, слушал выступающих и вычеркивал слайд за слайдом из своей презентации. В итоге, по-моему, ничего не осталось. А может, все-то осталось. Да, мы немножко поговорим про ДМП, но больше, скажем так, не в технических деталях, потому что это достаточно такая техническая сложная тема. Не хочется вас грузить этим, быть в конце, перед шампанским. Но как-то хочется осветить. Удалось что-то найти? Ну, ладно. Представьте, там, заголовок пропустим. Следующий слайд. Картина, цветок, пчела. Поговорим о пчелах и о меде. Все любят мед, все любят сладкое. Ложка меда. Что это такое? Что такое ложка меда для пчелы? Чтобы сделать одну ложку меда, 200 пчел должны день носить нектар в улей. 200 пчел. Если мы говорим про одну пчелу, то это ее примерно 7 жизней. То есть, 7 пчел должны умереть, и они сделают одну ложку меда, которой вы насладитесь. к чему это все с точки зрения ДМП, автоматизации. Сейчас я переключу на красивую картинку. пчелы. Соответственно, все выступающие перед вами представляли свои сервисы, автоматизации от e-mail маркетинга, блогов, контекста. Все это прекрасно. Так, почему 7? Именно столько пройдет у вас подрядчиков, сменятся контрагентов, и только после этого вы начнете и сами разбираться, и появится эффективность автоматизации самого процесса маркетинга. Потому что это сложно, это долго. Вспомним про пчел, чтобы ложку меда пчела должна вылететь порядка двух тысяч раз. Это порядка трех тысяч километров. В общем-то, много. То же самое на самом деле делают компании, которые занимаются автоматизацией маркетинга, потому что как только у нас появляется автоматизация, у нас появляется сценарий, у нас появляется амниканальность. если мы посчитаем различные комбинации каналов, триггеров, то это на самом деле будут очень большие числа. И чтобы это все оттестировать, надо сделать много-много АБ-тестирований. Кстати, про АБ-тестирование сегодня никто не говорил. Прав? Сплит-тесты были. АБ-тестирование примерно то же самое. Собственно, достаточно важная вещь. Она позволяет оценить эффективность одного метода от другого. Существует платформа, которая это позволяет делать автоматизированную в том числе ТМП платформы. А вообще это можно делать руками. Всю, вообще, любую автоматизацию можно делать руками. Используя простые методы, делать это бесплатно, но как только у вас там растет бизнес, растут обороты, приходится подключать сервис email-рассылки, оптимизации контекста, ДМП, сбор данных, сквозная аналитика, а потом хочется и все это еще раз автоматизировать. Достаточно сложно. Звучала эта фраза уже про 50% маркетингового бюджета только приносит пользу. У нас на самом деле другой ответ. Мы уверены, что там все исходим из того, что все 100% денег правильно тратятся на рекламу и все они приносят эффект. Но давайте не будем забывать, что реклама это знание о бренде. Но в диджитал среде, когда мы показываем рекламу, у нас есть побочный продукт, это знание об аудитории. Любой показ, даже если он не приведет к клику, любой клик, даже если он не приведет к конверсии, любая конверсия, даже если она не приведет к покупке, это информация, это очень важная информация. И даже если сейчас эта информация для вас бесполезна, потому что мало людей, кто умеет правильно ее анализировать, мало сервисов, сервисы дорогие, сервисы не идеальны, ее надо все равно собирать. Придет время, когда все это можно будет делать одним кликом в простом приложении, сервисе, но какой бы завтра, послезавтра, через год идеальный сервис не появился, если у нее не будет вот этой информации, он бесполезен. Поэтому информацию надо собирать сейчас. Ее можно собирать по-разному, можно собирать использовать DMP, Data Management Platform. то решение, которое мы представляем, оно для малого и среднего бизнеса может быть чересчур великовато или избыточно и дороговато. Но собирать информацию уже можно и в Excel, и в Google Tables, и множество других инструментов, где это можно делать. Поэтому месседж такой собирайте данные, которые завтра, послезавтра, через год лягут в основу вашего эффективного маркетинга. Поэтому если вы не собираете знания об аудитории в результате проведения рекламных кампаний, предыдущее высказывание верно. Если же вы собираете, то значит вы все делаете правильно. И это верно, даже если рекламная кампания была неудачна. Неудачный опыт это тоже опыт. Вы знаете уже, что вы провели эту рекламную кампанию, она не привела к результатам. Значит анализируя это, вы можете понять, что вы сделали неправильно. Неправильно подобрана аудитория, неправильно подобранные триггеры, неправильно подобранные площадки. Все это можно учесть в дальнейшем и сэкономить на этом гораздо больше денег. Следующая красивая картинка. Кто-нибудь знает историю шахмат и зерен? Собственно, шахматы были изобретены в Индии достаточно давно. у них есть вполне конкретный изобретатель ученый по имени Сэма и шахм увидев эту игру оценил ее и сказал прекрасная игра позовите мне пожалуйста изобретателя пришел изобретатель я хочу тебя возградить за столь прекрасное изобретение что ты хочешь я не хочу многого дай мне пожалуйста одно зерно за первую ячейку моего поля в 64 8 на 8 2 зерна за вторую 4 зерна за третью 8 за четвертую и так далее каждый раз увеличивая в два раза шах сказал ты меня обижаешь прося столь мало конечно я исполню твою просьбу на следующий день он спрашивает своих ученых звездочетов исполнили поручение о нет великий мы до сих пор не можем сосчитать сколько зерен мы должны отдать и то что мы уже посчитали это больше всех наших запасов вопрос сколько зерен на всей этой доске ну предположите а сколько это вот вот физически величине сколько это это годовой урожай это меньше чем вся история земледелия произвела это больше не намного но больше чем вся история земледелия произвела зерна следующий поинт если бы понятие там вторая половина доски с точки зрения маркетинга если посмотреть и автоматизации маркетинга мы на самом деле находимся в первой половине доски мы уже прошли первый ряд может быть прошли второй ряд находимся где-то на третьем но все равно это очень понятные и зримые вещи которые мы должны делать то есть мы знаем как настраивать триггерные коммуникации от чего это должно зависеть мы знаем наперед что нам надо сделать завтра потому что это все еще маленькие числа потому что все зерна на первой половине доски в 20 миллиардов раз меньше чем количество зерен на последний так вот мы сейчас находимся здесь с точки зрения автоматизации но придет время когда мы перепрыгнем на следующую половину этой доски и автоматизация станет достаточно привычным действием для каждого бизнеса как уже многие здесь Михаил ускоряемся как многие уже сказали даже обычная серем есть прямо-таки rocket science для многих бизнесов в регионах москве в принципе и это справедливо и для других стран поэтому накапливайте данные собственно под дмп можно подразумевать использовать разные туз разные инструменты например там наше решение google тейблс флоктори достаточно много есть компаний которые этим занимаются у всех есть плюс-минус там отличие но что должно какие данные должны туда заливаться для того чтобы вы могли ими пользоваться сегодня завтра послезавтра будучи на второй половине доски естественно данные там из CRM из финансовой системы из ERP данные с рекламы то есть это показы кому показывалось не агрегированные не сэмплированные данные а именно данные каждого показа для того чтобы вы могли глубоко анализировать рекламные кампании и аудитории и эффективность это клики и это атрибуция это онлайн данные это то как пользователь взаимодействует с сайтом его вообще поведение это федпати данные и оффлайн если сейчас все больше и больше есть возможности диджитализировать оффлайн среду можно понимать а кто приходит в магазин по распознаванию лиц и сверки через соцсеть участие в промо-акциях тоже можно линковать на диджитал за счет там использования мобильных приложений или других инструментов поэтому все эти данные важны для дальнейшего анализа и автоматизации маркетинга если мы посмотрим на роль места ДМП то по сути дат-менеджинг платформа была всегда инструментарием для бизнеса для профессиональных участников экосистемы которые оказывают услуги рекламы маркетинга это было вчера сегодня же у каждого бизнеса должна быть не только своя CRM но и своя ДМП или МДП мы ее называем маркетинг дата платформа где накапливаются все те данные о которых я говорил на предыдущем слайде и на основании этих данных вы можете принимать взвешенные бизнес решения правильные бизнес решения которые позволят повысить эффективность бизнеса цепочка работы там ДМП в отличие от других систем CRM она строится не только на воронке привлечения клиента но и также на этапе реактивации клиента или превращения этого клиента в амбассадора бренда соответственно все это накапливается внутри ДМП платформы то есть мир потихоньку становится ДМП центрик то есть изначально если мы посмотрим историю развития ДМП изначально были бухгалтерские системы они были центром предприятия все крутилось вокруг финансовой отчетности накладных счетов и это была самая главная IT-система компании с 95 и далее появилось понятие CRM и по сути текущий момент главной IT-системой компании является CRM все строится вокруг системы работы с клиентом в последнее время начиная начиная лет 5-10 назад у крупных компаний и среднего бизнеса появилось понимание что транзакций настолько много что CRM системы не справляются особенно если мы говорим про а сколько просмотров рекламы было а сколько кликов было это уже не область CRM это уже область ДМП и поэтому постепенно все IT-системы начинают выстраиваться не вокруг CRM а вокруг ДМП соответственно для малого бизнеса ДМП Google Tables тоже является ДМП все спасибо вопросы спасибо за доклад у меня такой вопрос но вот если мы сейчас не используем весь массив данных про который вы сказали но хранится он в Google Analytics в метрике в CRM в ERP в ВКонтакте там еще где-то но пускай хранится зачем это сливать это все сейчас в ДМП вообще какая цель а вы уверены что вы завтра сможете им воспользоваться меняете данными воспользоваться вы сможете данные скачать используете сейчас коллтрекинг один завтра переходите на другой вы сможете воспользоваться старыми данными как вы сможете перелинковать базы данных нет меняете подрядчики по рекламе та же самая история поэтому данные это та вещь которая позволит выживать бизнесу завтра и данные должны быть у вас в руках они не должны находиться у ваших подрядчиков и там хранится потому что они не отвечают за сохранность данных они ими пользуются а вы вот просто как совет советуете структурировать сразу эти данные матчи там друг с друга по какому-нибудь критерию или просто не знаю 200 вкладок в какой-то таблице куда все импортируется потоковые данные записываются немножко по-другому матчить не обязательно потому что алгоритмы матчинга завтра могут поменяться и вам надо будет перелинковывать базу данных то есть мы достаточно часто сталкиваемся когда есть там дата лейк и мы приходим надо пересобрать дата лейк вокруг другого индификатора а при этом предыдущая компания парилась и собирала данные вокруг предыдущего то есть если возьмем авто сначала были вины и все вокруг винов плясало а потом а теперь у нас клиент главный давайте все соберем вокруг клиента ну значит как ответ не мейчим не стоит этого делать если у вас нет конкретной задачи то есть просто чтобы хранить сметченные данные нет если вы конкретно у вас есть бизнес задача завязанная там на синхронизацию через вины автомобиля то делайте а беквери подойдет в качестве такого благохранения нет не умеет потоковые данные хранить в большом объеме и быстро их обрабатывать частично нет можете использовать вопрос этот зависит от объема бизнеса для какого-то бизнеса можно в экселе хранить для какого-то бизнеса можно хранить там в google tables мы рекламное агентство которое предоставляет услуги на основе данных и здесь мы подходим уже от задач клиента если у клиента 5-6 миллионов уникальных пользователей на сайте у него рекламные бюджеты там десятки миллионов рублей это составляет сотни тысяч миллионов показов то то это одна задача если это клиент там застройщик там не знаю с тремя тысячами уникальных пользователей на сайте то как бы это другие инструменты ну и другая задача соответственно другой бюджет и это разные инструменты мы отталкиваемся от задач клиента мы у нас нет задачи несмотря на то что у нас внутри есть своя там dsp dmp у нас нет задачи продать свои инструменты задача сделать клиенту сервис за которым он еще раз вернется спасибо михаил спасибо спасибо участники на сегодня все мы немножко сократили время вечернего закрытия поэтому презент и сертификат об его участии приедет к вам на дом в офис если быть точнее спасибо за ваше участие отлично провели день будем рады видеть вас вновь на наших мероприятиях а